Глава 273. Убирайся! Секта Закат Галактики вступила в сговор с гигантским деревом. Благодаря этому сотрудничеству они в определённой степени могли игнорировать магическую формацию, что в свою очередь позволило им хорошо подготовиться к предстающей операции. Им удалось тайно перебросить в мистический мир более сотни практиков стадии возведения основания, однако в этом участвовала не вся секта. Некоторые внутренние фракции отказались участвовать в столь опасной затее, те, кто отправились на Луну, принадлежали к фракции Старухи. Ни одна крупная организация не станет рисковать всем, разве только в действительной беспроигрышной затее. На случай, если всё выйдет из-под контроля, был составлен запасной план. В случае необходимости секта могла отсечь себе руку, чтобы спасти всё остальное. Клан Пять Поколений Неба в этом плане мало чем от них отличался. В сговоре с гигантским деревом участвовали лишь избранные семьи, так у клана оставалось пространство для манёвров. В случае провала плана им требовалось убрать все хвосты и предоставить более-менее убедительное объяснение Федерации. Фракции и Федерации не особо горели желанием развязывать открытую войну, поэтому каждая старалась ослабить конкурентов законными средствами, ссылаясь на федеральное законодательство. По этой причине засланная в мистический мир команда состояла примерно из сотни практиков начальной и средней ступени возведения основания, среди них было всего 8-10 экспертов великой завершённости этой стадии. Такой была истинная сила династии Старухи. На обратной стороне Луны тайно были сооружены три базы. В трёх разных регионах совместно с гигантским деревом проводились изыскания, похоже, они что-то искали. Одна из баз секты Закат Галактики располагалась неподалёку от Ван Боула, за исключением нескольких практиков, которым поручили охранять периметр. Оставшиеся дюжины экспертов в стадии возведения основания отбыла к месту, где последний раз видели Ван Боула. К этому же месту из другой базы быстро летела Старуха. В мистическом мире Луны ей было некого бояться, поэтому она даже не пыталась крыть своё присутствие. Словно грозовый фронт она мчалась по небу с мрачным блеском в глазах. Внушительное кольцо из практиков секты Закат Галактики сужалось вокруг Ван Боула. Благодаря тому, что Ван Боула мог видеть глазами москитов, он заметил противника в лесу задолго до того, как те его обнаружили. После достижения возведения основания, насекомые получили возможность отлетать от него намного дальше, теперь они могли оперировать в радиусе пяти километров от хозяина. Хотя Ван Боула не видел кристально чёткого изображения, передаваемые москитами образы давали ему примерную картину происходящего вокруг. И сейчас в поле зрения одного из них попал практик секты Закат Галактики. Ван Боула остановился и сосредоточился, вскоре в разных частях леса появился ещё один практик, а потом ещё и ещё. Когда их число выросло до дюжины, Ван Боула улыбнулся. «Восемь на начальной ступени возведения основания, четверь на средней ступени», — мрачно подумал он. Секта Закат Галактики прислала на Луну немалые силы. Ван Боула облизнул губы. После потери сознания при смерти, слияния синим лотосом и достижения стадии возведения основания, он пока ещё не знал пределов своей силы. В ходе недавних схваток он до конца не прочувствовал своё тело, поэтому и не знал, на что был способен. Убитые им практики находились на начальной ступени возведения основания. «Убить кого-то на начальной ступени мне расплюнуть. Со средней ступенью тоже не будет проблем», — размышлял он, — «что до поздней ступени возведения основания, пока рано делать какие-то выводы. Как встречу одного, тогда всё пойму. Думаю, мне удастся победить и его, но времени на это, скорее всего, уйдёт неприлично много». Ван Боула беззвучно устремился к ближайшему противнику. Он не мог адекватно оценить свою силу и без учёт от хромического оружия. По его мнению, в наличии такого артефакта у вице-главы павильона не было ничего странного. Наоборот, было бы странно, если бы он орудовал оружием более низкого ранга. Во время прошлых схваток он внимательно следил за синим лотосом. Похоже, цветок не оказывал особого эффекта на заклинание. Его влияние на физическую силу было более очевидным. С момента пробуждения он ещё ни разу не почувствовал усталости. Источник жизненной силы внутри наполнял его оживительной энергией, поддерживая идеальную форму. «Это дюжно поможет мне понять, насколько возросла моя физическая сила». Глаза Ван Буэлэ засияли жаждой убийства. Двенадцать практиков стадии возведения основания обернулись на звук чего-то приближения. Один из них успел услышать только топот, а потом у него поплыло перед глазами. Опыт множества сражений позволил ему вернуться в сторону. Он выполнил магические пассы нескольких заклинаний и достал защитные духовные сокровища, которые должны были заблокировать атаку. Но перед лицом Ван Буэлэ всё было тщетно. Хармическое оружие седьмого ранга послало в мужчину ослепительный рощерк длины в несколько десятков метров. Ни духовные сокровища, ни заклинания не смогли остановить свет. Такую атаку нельзя было заблокировать. Когда мужчина в страхе закричал, послышался свист клинка, следом раздался громкий треск. Спустя пор мгновения к образовавшейся на земле трещине прибыли остальные практики секты. Рядом с ней они увидели разрубленное на двое тело, но не обнаружили следов Ван Буэлэ. При виде расчлененного товарища и внушительной трещины им стало не по себе, в страхе они стали затравленно оглядываться. Одним ударом убил практика стадии возведения основания. Толстяк по силе не уступает экспертам поздней ступени возведения основания. Проклятие! Я слышал о его отхармическом оружии, но как его культивация за столь короткий срок могла так вырасти? Разве он не боится отката? Внезапно в нескольких сотнях метрах справа вспыхнул свет очередного рощерка меча. Напуганные практики в панике попытались уклониться. Рощерк угодил в землю перед ними, взметнув в воздух огромное количество земли листвы и веток. Откуда ни возьмись, поднялась черная буря, погрузив округу в хаос. В этот миг появился Ван Буэлэ с мечом на голо. Он не собирался нападать на группу из-под тяжка. Вместо этого он использовал взрыв земли как прикрытие для лобовой атаки. Как быстрее всего узнать пределы своей силы? Использовать мяч до тех пор, пока меня не скрутит откат? Со зловещим блеском в глазах Ван Буэлэ оказался рядом с одним из практиков. Просвистел меч. Практика поразил клинок еще до того, как он успел сообразить, что происходит. Во все стороны брызнула кровь. Пока остальные практики находились в шоке, Ван Буэлэ выскочил из фонтана кровавых брызг и ринулся к следующей жертве. В этот раз противник оказался немного сложней. Средняя ступень возведения основания? Тебе это не поможет! Ван Буэлэ выгнал бровь и дал волю своей культивации. Мяч продолжил опускаться вниз, пока не разорбил практику на две части. Ван Буэлэ метался между врагами, ловко уворачиваясь от прилетавших мимо заклинаний. Напуганные практики возведения основания использовали против него свои самые сильные козыри. Несмотря на силу их колдовства, им не удавалось достать юркого и быстроногого Ван Буэлэ. Никому не удавалось выжить после встречи с его мечом. В такой ситуации выжившим было все сложнее сражаться. Схватка протекала крайне стремительно, спустя несколько вдохов на земле валялось уже шесть тел. Оставшиеся шесть практиков быстро рассредоточились, но Ван Буэлэ, бог смерти воплоти, уже мчался к своей седьмой жертве. «Как ты смеешь!» Внезапно с неба раздался гневный крик. Сверху на лес опустилось уже знакомое Ван Буэлэ давление. Говоривший еще не прибыл к месту схватки, но всем в этой части леса уже казалось, будто на них обрушилась тяжесть самих небес. Практики стадии возведения основания задрожали, их культивацию подавил этот гнет с неба. Для большинства из них это стало полнейшей неожиданностью, но несколько человек радостно закричали. «Старейшина здесь!» «Ван Буэлэ, тебе не жать!» Глаза Ван Буэлэ как-то странно блеснули, он не прекратил атаку, отрубив мечом голову зазевавшемуся практику. «Ван Буэлэ, будь ты проклят!» Взревела старуха и полетела еще быстрее. Ван Буэлэ разрыбал людей так же легко, как горячий нож масла. После убийства седьмого практика он, не теряя ни секунды, развернулся и взмахнул рукавом. В пикирующую к лесу старуху умчались три жемчужины. Та буквально сгорала от гнева и жажды убийства. «Убирайся!» Ван Буэлэ без страха в глазах взглянул на практику стадии создания ядра. Во время броска жемчужин он холодно ухмыльнулся. Три шарика взорвались в воздухе, окутав старуху туманом. Та даже не попыталась увернуться от атаки Ван Буэлэ. Она была уверена, что даже самый способный практик стадии возведения основания не мог ничего ей сделать. Она взмахнула рукавом, чтобы рассеять появившийся туман, но тут у нее резко расширились зрачки. «Это... это же... блуждающий туман!» Старуха не смогла сдержать удивленного крика. Ей так и не удалось закончить фразу. «Блуждающий туман накрыл ее с головой, и она исчезла!» Глава 274. Резня на базе. У границы впадины на видимой стороне Луны сражались десятки практиков. Их наряды выдавали в них членов сенатской фракции и корпорации Трилунье. В рядах последних находился Цзинь Доумин. Среди них были люди с культивацией стадии возведения основания, кто смог найти 20 фрагментов и успешно совершить прорыв. Цзинь Доумин давно добыл необходимое количество фрагментов, однако он не стал переходить на новую ступень культивации. Он полулежал в своем кресле и лениво поглядывал на практиков из сенатской фракции. «Вам действительно хватит смелости напасть на меня?» Среди учеников из сенатской фракции были те, кто уже находился на стадии возведения основания. Судя по гневному выражению их лиц, между ними и Цзинь Доумином что-то произошло. Вот только они не могли напасть на него, отсюда и гневные взгляды. Пока практики сверлили друг друга взглядом, неподалеку вспыхнула перемещающая сила, а потом из пустоты возникла старуха. В этот момент все обернулись, ударившая в них аура культивации создания ядра сковала страхом сердца людей обоих фракций. Даже Цзинь Доумин сел в кресле прямо, в его глазах появилось доселе невиданное беспокойство. Члены сенатской фракции на какое-то время забыли о дыхании, правда никто из них не удивился ее присутствию здесь, словно они уже знали о нахождении в мистическом мире Луны практика стадии создания ядра и стектозык от галактики. С появлением старухи они напряглись. Мрачная как туча старуха выглядела не лучшим образом, у нее на лобу пульсировали вены, в сердце полыхали безумие, ярость столь яркие, что их невозможно было описать словами. Сразу после своего появления она во все горло закричала. «Ван Боуле! Мелкий гаденыш! Это еще не конец!» От криков старухи практики из корпорации Трелонье и сенатской фракции еще сильнее напряглись. Цзэнь Доумен задумчиво нахмырился, он слышал о конфликте Ван Боуле с тектозык от галактики и печальном конце его нового знакомого. Похоже, хоронить его еще было рано, старуха явно не стала бы так злиться из-за покойника. Пока он размышлял над новой головоломкой, ярость старухи достигла своего пика, и она гневно смерила взглядом перепуганных практиков обеих фракций. Ей хотелось выместить гнев, но нападать на этих людей было не лучшей идеей. Все-таки практики из корпорации Трелонье и сенатской фракции относились ко второму поколению. Старешность первого поколения их семей и кланов не стоило недооценивать. Старуха не боялась убить Ван Боуле, но не желала наживать себе врагов в виде родственников этих молодых гениев. Особенно это касалось Дзэнь Дуу Мина. Именно его присутствие заставило ее взять свой гнев под контроль. Скрипя зубами, она вновь поспешила к обратной стороне Луны. Во время полета она прокручивала в голове последние события, и до сих пор не верилась в реальность произошедшего. С другой стороны, она больше не собиралась позволить Ван Боуле переместить себя во время их следующей встречи. Она планировала стремительно напасть и прикончить Толстяка. Тем временем Ван Боуле перевел взгляд с места, где недавно находилась старуха на пятерых остолбеневших практиках в стадии возведения основания, которые тоже видели ее исчезновение. Все до единого были потрясены до глубины души, произошедшее не укладывалось ни к голове. Даже в самых страшных кошмарах они не могли представить, что произойдет нечто подобное. Старейшина на стадии создания ядра после своего грандиозного появления была перемещена в неизвестном направлении одним взмахом руки Ван Боуле и приказом убираться. Радость от ее появления быстро изменилась шоком, и дураку было ясно, каким свойством обладали жемчужины Ван Боуле. Когда до них окончательно дошло, что именно произошло, они резко поменялись в лице. Больше они не могли сдерживать рвущиеся наружу крики. «Это же блуждающий туман! Небеса!» Ван Боуле умудрился запечатать блуждающий туман в жемчужину и превратить ее в артефакт! Проклятье! Как ему это удалось? С этими жемчужинами он может перемещать кого угодно! С ними он неуязвим! Потрясенные практики растеряли желание сражаться, сила Ван Боуле пугала их, а жемчужины разрушили все надежды. Они, не сговариваясь, бросились бежать в разные стороны, гонимые вперед единственной мыслью «Унести отсюда ноги и спрятаться!» Культивация возведения основания для них не была синонимом неуязвимости, а вот только это правило не распространялось на Ван Боуле. В их глазах он предстал в виде ужасающего практика, против которого им нечего было противопоставить. Его скорость и физические данные позволяли ему вести затяжной бой, даже их атаки действовали на него не так эффективно, как на других. Вдобавок он владел тхармическим оружием, о котором простые люди могли только грезить. В схватке с таким кошмарным противником они мечтали дополнительной паре ног, чтобы бежать еще быстрее. Ван Боуле не собирался так легко их отпускать. С блеском в глазах он на огромной скорости бросился следом, словно разряд молнии. Нагнав одного из беглецов, он наставил на него руку. С ладони ударил обжигающий огонь секретной техники пламенный взрыв. Силу и скорость распространения пламени поражали. Практик на бегу попытался отбиться, но тут в него ударило несколько молний, огонь тут же накрыл его с головой. Разобравшись с одним практиком, Ван Боуле поспешил к следующей жертве. Тишину леса нарушило несколько истошных воплей. Пять минут спустя Ван Боуле ударил в пах последнего практика стадии возведения основания, лишив его самого дорогого. Он устраненно посмотрел на перекошенное от дикой боли лицо мужчины, который совсем недавно гнал его по лесу, словно дикого зверя. После второго удара вопли стихли, человек на земле какое-то время бился в конвульсиях с закатанными глазами, а потом обмяк. Ван Боуле мрачно снял с тела покойника бездонную сумку. Из нее он достал нефритовую табличку. В сумках других практиков тоже лежали похожие таблички с указанием какого-то места неподалеку. Чтобы быстро собрать так много людей, они, видимо, сделали эту точку местом сбора. Ненависть сердца Ван Боула немного ослабла, что-то про Барматафен помчался к отмеченному на карте месту. На самом деле в нефритовой табличке была помечена ближайшая база секты Закат Галактики. Там в большой яме работали сотни учеников в стадии истинного дыхания. Одни спускались в яму, другие, наоборот, поднимались на поверхность. Похоже, здесь велись раскопки. В яме несли стражу двое мужчин, оба хмыра наблюдали за работой учеников, старуха прислала им приказ убить Ван Боула, а также предупредила о жемчужинах блуждающего тумана. Жемчужины блуждающего тумана? Звучит интересно. Два охранника были на готове. Должно быть, произошло что-то серьёзное, раз их напрямую предупредила сама старейшина. Они уже хотели подняться на поверхность и начать поиски, как вдруг сверху раздался душераздирающий вопль, за которым последовал крик. «Ураги атакуют!» Пара стражей тут же бросилась к поверхности, тем временем к яме уже приближался Ван Боула с хармическим оружием в руках. Он не собирался убивать практика в стадии истинного дыхания, если, конечно, они сами не бросятся ему под меч. Его целью были только эксперты стадии возведения основания. На ходу он убил сверхновые несколько человек с культивацией стадии истинного дыхания, которые бесстрашно бросились ему на перерез. Он бил мечом в каждого встречного эксперта стадии возведения основания, разрубая их надвое. Сцена кровавой резни парализовала учеников секты Закат Галактики. С загнанным видом они попятились, глядя на Ван Боуле со смесью страха и недоверия. В толпе особенно выделялся один парень. Он состоял в программе «Сотни сынов». Пока он смотрел на Ван Боуле, в его сердце бушевали эмоции, а в голове голубом проносились мысли. Ранее он слышал разговоры экспертов секты о ситуации Ван Боуле, но сейчас тот заявился прямо к ним на базу. В уведенное было трудно поверить. Ван Боуле заметил его, но ничего не сказал. Этот ученик не участвовал в погоне за ним и не предпринимал попыток напасть на него сейчас, к тому же он состоял в одной с ним программе. По этим причинам Ван Боуле решил не трогать его. Разобравшись с охраной и глупцами, посмевшими на него напасть, он двинулся к яме. Внезапно из неё вырвались две могучие ауры. Ван Боуле даже не удосужился посмотреть в сторону источника ауры. «Убирайтесь!» Легким движением кисти он бросил жемчужины. В яме заклубился плотный туман. Оба практика поздней ступени возведения основания, хоть и были предупреждены о новом оружии Ван Боуле, не успели вовремя среагировать и как-то защититься от блуждающего тумана. В следующий миг их перенесло прочь из базы. Глава 275. Лонный Асмантус Большинство размещенных на базе практиков стадии возведения основания отправились в лес на поиски Ван Боуле. Стереть лагерь остались всего несколько человек и два эксперта поздней ступени возведения основания. Из них в живых остался только собрат Ван Боуле по программе «Сотни сынов». Практики стадии истинного дыхания стали свидетелями нападения на базу. Ван Боуле перебил практиков возведения основания, словно это были немогучие эксперты, а кучка цыплят. Парализованные страхом, они даже не думали о сопротивлении. По их перепуганным лицам было понятно, что никто не собирался вставать на пути столь опасного человека, но любые попытки сопротивления закончатся для них крайне плачевно. Что до Ван Боуле, пролитая кровь немного утолила ненависть его сердца. Правда, он ещё не отомстил Джоу Фэю и склонопить по колени неба, Ван Боуле ненавидел его не меньше старухи. Он заглянул в яму, а потом поднял глаза на толпу напуганных учеников неподалёку. В его взгляде появилось нечто странное, когда он увидел молодого человека, который вместе с ним проходил обучение в рамках программы «Сотни сынов». Кто тут у нас? Лень Гуэдзи. Тебя ведь так зовут? Мне нужно знать, чего пытается достичь сектор закат галактики. В чём ваш план? Как вы связаны с кланом «Пять поколений неба»? Выкладывай. Я не хочу убивать тебя, но даже не думай мне врать. И мне нужно знать, где находится база клана «Пять поколений неба». Не сводя глаз молодого человека, Ван Боуле прямо потребовал от него нужную ему информацию. В практике стадии истинного дыхания понурили головы. Парень, которому обратился Ван Боуле, с печальным смешком выложил ему все безутайки, прекрасно понимая, откуда дует ветер. Ученик секты закат галактики не пытался что-либо скрыть. Делясь с Ван Боуле секретами своей секты, он не скупился на детали. Благодаря его объяснению, Ван Боуле наконец понял суть взаимоотношений секты закат галактики и клана «Пять поколений неба», а также узнал об их цели. К тому же у него в голове сложилась более чёткая картина происходящего на Луне. Как оказалось, глубоко под поверхностью спутника покоилось древнее дерево чудовищных размеров. Сколько веков назад оно здесь появилось, и как вообще смогло здесь вырасти, не узнал никто. Некоторые полагали, что оно появилось вместе с самой Луной. Древнему дереву довелось немало пережить. Многие годы, даже в то время, когда в этой части звёздного неба отсутствовала духовная энергия, оно росло в практически непригодных для жизни условиях. Корни разрослись в огромную сеть под поверхностью Луны, они практически срослись с Землёй, поэтому практикам было очень трудно почувствовать их присутствие. Признаки их присутствия люди замечали ещё в далекой древности. Это положило начало легендам о сказком о древе Асмантус, что растёт на Луне. Вот только древнее дерево давным-давно погибло, оно слишком долго росло на Луне, рано или поздно его долголетие должно было подойти к концу. Однажды дерево поняло, что близился его час, поэтому оно послало на Землю свои семена, чтобы они пустили корни в земной почве. В некотором смысле этим ему удалось достичь вечной жизни. «Вечная жизнь», – мысленно повторил Ван Буэлэ, с интересом слушая рассказ. В нынешний век всё чаще звучали разговоры о вечной жизни и бессмертии. В прошлом, до появления меча из позеленевшей бронзы, существовала теория, что рождение потомства было в некотором смысле продолжением собственной жизни и позволяло человеку жить вечно. Ван Буэлэ не особо интересовала вечная жизнь, куда больше его привлекали другие мечты. Тем временем ученик из секты Закат Галактики продолжал свой рассказ. Гигантское дерево, практически полностью соединившись с Луной, достигло пределов своего роста. Во время распыления семян на Землю ещё не пришла духовная энергия. Из-за неблагоприятных условий для роста часть семян погибла, часть погрузилась в анабиоз. Выживших ждала та же участь, что и материнское дерево – медленная смерть. Всё изменилось с появлением древнего меча из позеленевшей бронзы, падения на Землю его фрагментов и рождения духовной энергии. Она серьёзно повлияла не только на людей и животных, но и на растения, особенно на семена, посеянные гигантским деревом много лет назад. Благотворное влияние духовной энергии позволило им незаметно для всего мира эволюционировать. После процесса отбраковки выжили всего три семечка, они обладали культивацией стадии создания ядра, вот только отношения между ними были крайне напряжёнными. Трое! Ван Була нахмырился. Неизвестно, был ли Хуан Шань и их противник из впадин и колуни одним и тем же деревом. Если нет, то он уже сталкивался с двумя деревьями. Об этом я слышал от старейшной секты. Для роста культивации у них в распоряжении есть довольно простой метод – поглощение друг друга. Это основная причина их вражды. К сожалению, все трое по силе примерно равны, к тому же они совершенно друг другу не доверяют. Поэтому им ни разу не представился шанс поглотить собрата. Ради прорыва культивации и получения шанса поглотить другие деревья, они ассимилировали человеческие тела, чтобы попасть в мистический мир Луны. Их цель – нахождение материнского дерева. Последнюю фразу ученик секты Закат Галактики произнёс полушёпотом. Он раскрыл Ван Була цель прибытия на Луну Трёх Деревьев. Гигантское материнское дерево под землей прожило на свете много веков. Долгое время оно находилось на грани смерти, но ни меч из позельневшей бронзы, ни появившиеся духовные энергии не смогли оживить его. Перед смертью оно породило на свят плод. Именно за ним охотились три его порождения. Проглотив плод, они совершат прорыв культивации на стадию зарождения души. Чтобы спровоцировать рост плода, требовалась подпитка, а именно практики в мистическом мире Луны. Но куда эффективнее материнское дерево могло напитать три его отпрыска. Со смертью каждого дерева ускорялся рост плода их прародителя. Когда останется всего одно дерево в человеческом обличье, созревание плода завершится. Троица не скрывала свои мотивы и цели от людей, с которыми сотрудничали. Одно из них вступило в сговор секты Закат Галактики, другое воспользовалось помощью клана Пять Поколений Неба. Заключив сделку, две фракции, поддерживающие своего древесного кандидата, вступили в борьбу друг с другом в мистическом мире Луны. Третье дерево скрывалось среди учеников Четырёх ДАУ Академий. Благодаря совместным усилиям клана Пять Поколений Неба и Секты Закат Галактики, двум деревьям удалось убить третьего собрата. И теперь из трех братьев осталось всего двое. В то же время клан Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики построили множество баз для поиска материнского дерева. Всё это согласно заключённой с деревьями сделке. В этом лагере всё ещё велись раскопки. К этому моменту они уже выяснили, что выкопанный тоннель вёл не к главному стволу, по этой причине старуха и другие практики стадии создания ядра отправились охранять другую базу. Под конец рассказа парень немного замялся, но в итоге сказал. Насколько мне известно, третья база нашей секты прорыла тоннель до главного ствола дерева. Раскопки уже почти закончены. Правда, мне не ясно, почему руководство до сих пор держит людей в двух оставшихся лагерях. Закончив рассказ, он без колебаний передал Ван Боуле нефритовую табличку с картой, где были отмечены две другие базы секты и лагеря клана Пять Поколений Неба. «Это всё, брат Боуле. Я рассказал всё, что знал. Ты можешь пойти против своего слова и убить меня, но, пожалуйста, пощади остальных. Эти ученики ничего тебе не сделали». Молодой человек сокрушённо вдохнул и посмотрел на притихших товарищей. Сложно сказать, о чём сейчас думал этот парень, но на предательство секты он пошёл только ради спасения собратьев учеников. Ван Боуле всё понял по его лицу, к тому же он не собирался нарушать слова и убивать его. Всё-таки этот парень стал сотрудничать. В правдивости переданной карты Ван Боуле не сомневался. На найденных у убитых им практиков клана Пять Поколений Неба нефритовых табличках он видел, где находятся их базы. Точки на картах совпадали. Уже имеющаяся у него информация частично подтверждала услышанную сейчас историю, поэтому он кивнул и двинулся в сторону следующей базы, помеченной на карте. Когда Ван Боуле ушёл, ученики секты Закат Галактики с облегчением выдохнули. Чувствуя несказанное облегчение, они от всего сердца поблагодарили ученика, спасшего их от неминуемой гибели. В губ лингу и цзы тоже сорвался вздох облегчения. Глядя в направлении, куда скрылся Ван Боуле, он невольно вспомнил о произошедшем в столице. Он стал совершенно другим. Подумал он. Отведя взгляд от леса, он повернулся к наперебой благодарящим его собратьям по секте. Он почувствовал прилив гордости. Всё-таки ему удалось разрешить конфликт практически без потерь. Тем временем Ван Боуле мчался по лесу обратно из стороны луны. Сверя по огонёк в его глазах теперь горел ещё ярче. С жемчужиной блуждающего тумана ему можно было не бояться попасть в засаду. А если они окажутся бесполезными, я разбужу бессмертного короля ночи! Зловеще подумал Ван Боуле и побежал ещё быстрей. Глава 276. Возвращение в знакомые места. Изначально Ван Боуле нейтрально относился к секте Закат Галактики и клану Пять Поколений Неба. У него не было повода враждовать с ними без провокации с их стороны. После приземления на Луне он неоднократно сталкивался в бою с учениками этих фракций. Он уже старится и воздал секте Закат Галактики по заслугам. В живых не осталось практически никого из тех, кто гнал его по лесу, словно дикого зверя. Он не мог убить старуху из-за её культивации стадии создания ядра. Правда, она тоже ничего не могла ему сделать, пока они находились в мистическом мире Луны. Наблюдать за смертью твоих людей от бессилия наверняка уже начала рвать на себе волосы. Я не разобрался ещё кое с кем. С этой потаскухой Чэнь Хуэ из секта Закат Галактики. Мрачно подумал Ван Буэлэ. Оказалось, что девушка в белом, у кого он и вёл маленький треножник, была ученицей старухи. Джоу Фэйо он тоже собирался вручить билет в один конец к жёлтым источникам. Вот только Чэнь Хуэ как сквозь землю провалилась. Поэтому Ван Буэлэ решил сосредоточиться на поисках надоедливого практика в стадии возведения основания. Он сполна отомстил секте Закат Галактики, расправившись с большинством её практиков, которые пытались убить его. Теперь пришёл черёд клана Пять Поколений Неба. В такого рода делах требуется баланс. Ван Буэлэ прищурился. Он с пугающей скоростью приближался к лагерю клана Пять Поколений Неба. Лунные духи и многоглазы среди деревьев завидев его преклонили головы. Два часа Ван Буэлэ беспрепятственно бежал к базе клана Пять Поколений Неба, как вдруг во небе прогремел раскат грома, а потом на него обрушилась аура культивации создания ядра. «Ван!» Раздался громогласный голос старухи. Не дав ей закончить, Ван Буэлэ бесцеремонно бросил пригоршню жемчужин блуждающего тумана. Они взорвались и накрыли туманом старуху, которая только нагнала Ван Буэлэ. «Проколятие! Чёрт тебя потери!» Чёртыхалась старуха, её прическа растрепалась, теперь слегка всклокоченные волосы просто не спадали на плечи. В этот раз она действовала более осторожно, несмотря на вспышку культивации она не стала приближаться к нему и атаковать, понадеявшись на свои духовные сокровища. Жемчужины блуждающего тумана оказались слишком сильным оружием, они могли перемещать духовные сокровища и практиков. Любой материальный объект. Ван Буэлэ бросил в неё целую горсть шариков. Пространство вокруг неё вмиг затянуло плотный туман, она не могла ни увернуться, ни защититься от тумана, который в мгновение ока телепортировал её во второй раз. «Ван Буэлэ, я убью тебя!» вскричала старуха, оказавшись на видимой стороне луны. Её лицо скривилось в уродливой гримасе, в глазах полопались капилляры. От чувства бессилий и досады ей хотелось рвать и метать, в ярости она ударила по земле ногой, на что-то протяжно зарекатала. С нездоровым блеском в глазах она вновь полетела к обратной стороне луны. Ван Буэлэ мрачно взглянул на место, где недавно парила старуха, и продолжил путь к базе клана «Пять поколений неба». Отбросив осторожность, он побежал ещё быстрее. Он напоминал летящую полюсу стрелу, оставлявшую за собой радужный след. Наконец он добрался до места, где начались его злоплючения, до той злополучной базы клана «Пять поколений неба», где его заметил старик. С прошлого его визита сюда яма увеличилась несколько раз. Дерево из старика с культивацией стадии создания ядра нигде не было видно, зато вокруг ямы в позе лотоса сидело более сотни практиков клана «Пять поколений неба». Похоже, они охраняли спуск вниз. Большинство из сидящих находилось на стадии истинного дыхания, около 30 обладали культивацией возведения основания. Одним из них был Джоу Фэй. Семь практиков были на поздней ступени возведения основания. Все эти люди сидели, скрестив ноги вокруг ямы, напряженно всматриваясь в окружающий лес. Время от времени из охраняемой ими ямы раздавался грохот отголоски проводимого там ритуала. Внезапно ученики стадии истинного дыхания заметили выскочившего из леса Ван Боуле. Практики стадии возведения основания сначала почувствовали что-то присутствие, и только потом увидели мчавшегося к ним человека в окружении кровожадной ауры. Реакция практиков клана «Пять поколений неба» была незамедлительной. Многие поначалу не узнали Ван Боуле, однако кто-то втроксе на важную базу клана «Пять поколений неба», для них этого было достаточно, чтобы атаковать. «Готовься к смерти!» Ближе всего к Ван Боуле находился практик поздней ступени и трое скультивацией средней ступени возведения основания. Они поднялись и без колебаний бросились ему на перерез. «Я пришел за Джоу Фэй. Любая, кто посмеет встать, у меня на пути умрет!» Взгляд в Ван Боуле не предвещал ничего хорошего, его бег совершенно не замедлился, по взмаху кисти в его руке возникло дхармическое оружие. Покрепче сжав рукоять, он спугающе скоростью рубанул мечом в сторону приближающихся практиков, разразилась черная буря, в которой заречал крокодил. Мощь меча поражала. При виде клинка, растекающего воздух по широкой дуге, у практика поздние ступени возведения основания на мгновение перехватило дыхание. Несколькими магическими пассами он построил защитный барьер за множество духовных сокровищ и бумажных талисманов. Троицы на средней ступени спешно последовали его примеру. Было очевидно, что их защитные меры серьезно уступали воздвигнутому барьеру более старшего товарища. Базу сотряс оглушительный грохот, затем воздух зазвенел от души раздирающих криков. Оборону Троица сверкающий меч прорвал словно бумагу, а потом поразил уже самих практиков средней ступени возведения основания. Они успели только закричать, потом их разрубило на части. Чья-то отрубленная голова улетела в сторону, половина туловища другого практика превратилась в кровавый фарш, третьего распылила в кровавый туман. Остался стоять только практик поздней ступени возведения основания, дабы защититься от удара меча ему пришлось задействовать все свои артефакты и силу культивации. От такой чудовищной нагрузки он побледнел. Несмотря на удивление в глазах, в нем еще бурлила энергия, поэтому он бросился навстречу незваному гостю. В следующий миг он уже стоял перед Ван Буоле, готовясь к удару. С дороги! Если бы позволяло время, то Ван Буоле был бы не прочь скрестить клинки с практиком поздней ступени возведения основания. Ему очень хотелось узнать предел новообретенной силы, но сейчас было не время для этого. Брошенная им жемчужина взорвалась облаком серого тумана, его противник, собиравшийся нанести удар от неожиданности, застыл на месте. Так и не успев ничего понять, он был перемещен за пределы базы. Все произошло настолько быстро, что другие банально не успели среагировать. Ван Буоле быстро расправился с тремя практиками, а четвертый вообще бесследно пропал. Увидя наизумило оставшихся охранников ямы, многие не могли поверить своим глазам, особенно Джоу Фэй. «Ван Буоле!» У Джоу Фэй округлились глаза, ему стало трудно дышать. Он невольно подумал, что все это просто ему мерещилось. А хранить эту базу его вызвало у руководства клана. В качестве меры предосторожности у них забрали нефритовые таблички и запретили передавать сообщения за пределы базы, но он знать не знал, что Ван Буоле выжил и воскрес из мертвых. После его схватки с четверкой практиков, сердце Джоу Фэя пронзили изумление и ужас. В толпе пытавшихся собраться с мыслями соратников, Джоу Фэй судорожно вздохнул, почувствовав на себе холодный взгляд Ван Буоле. «Джоу Фэй!» Губы Ван Буоле изогнулись в хищные улыбки. Сейчас он не видел никого, кроме Джоу Фэя. Он пришел сюда с единственной целью – убить его. Когда Ван Буоле рянулся вперед, Джоу Фэй в панике закричал. «Это тот самый парень! Старейшно приказал нам избавиться от него! Убейте его! У него в руках тхарамическое оружие! Тхарамическое оружие восьмого ранга!» Стоило ему это сказать, как тридцать с лишним практиков кинулись на Ван Буоле. Больше Джоу Фэй не выглядел напуганным, вместо этого он ликующе улыбался. «Ван Буоле, как любезно с твоей стороны прийти сюда! Вижу, тебе не терпится расстаться с жизнью! Поглядим, насколько тебя хватит!» К Ван Буоле приближалось более тридцати практиков. Большинство обладало культивацией возведения основания, но были среди них и ученики стадий истинного дыхания. Ван Буоле прищурился и пробормотал. «Просветалённый!» Небеса и земля содрогнулись, воздух потяжелел. Людям показалось, будто из глубин звёздного неба на них обратила свой взор древняя всемогущая сущность. Как только её взгляд достиг маленького лагеря в лесу, небеса задрожали от рокота. Атакующие практики затряслись от страха и в панике посмотрели вверх. Пока они стояли парализованы страхом, стхармического оружия сорвался ослепительный луч света. Этот рощерк меча трансформировался в чёрного крокодила, который жутким врёбом налетел на толпу практиков. Рука поднялась, опустился клинок, покатились головы, никто не остался стоять. Глава 277-я Убить Джоу Фэя За сияющим клинком следовала смерть. По словам Лапули из Чёрной маски, мантра задумывалась лишь как средство устрашения. Но Ван Боула нашёл и новое применение. Мантра действовала, парализующая на психику человека и дестабилизировала его ауру. Атака вкупе с использованием мантры воспринималась врагами как явление бога смерти, оставляя за собой кричащих от боли людей, треск разбивающихся жемчужин и нескончаемый грохот. Ван Боула наконец выскочил с другой стороны толпы практиков. На земле остались лежать больше дюжины тел. Многие из тех, кто ещё стоял на ногах, истекали кровью. Три практика поздняя ступени возведения основания исчезли в тумане расколотых жемчужин, остальные же в спешке отступили. Теперь они с нескрываемым страхом смотрели на Ван Боула. У него чуть сбилось дыхание, но глаза ярко блестели. После схватки с этими людьми он получил представление об уровне своей силы. Очередной горстью жемчужин он отправил за пределы лагеря третью группу практиков поздней ступени возведения основания, попутно убив ещё нескольких человек. «Я могу драться с экспертами поздней ступени возведения основания!» Ван Боула прищурился. Его не интересовали бежавшие в страхе практики, ведь цель его прихода сюда была совсем близко. «Джоу Фэй, сколько лет, сколько зим!» Широкой улыбкой сказал он. Когда Ван Боула двинулся в его сторону, Джоу Фэй побледнел. «Атакуемся вместе!» Крикнул он остальным. «Если толстяк спустится в яму, то нарушит план нашего клона! Нам всем не поздоровятся!» Остальные практики неуверенно переглянулись. На их базу напал настолько сильный человек, что они до сих пор не могли прийти в себя от шока. Он мог без какого-либо труда убивать как практиков начальной ступени, так и средней ступени возведения основания. Их попытка атаковать его группы никак не изменила конечный результат. Только эксперты поздней ступени возведения основания представляли для него хоть какую-то угрозу, но тот неведомым образом телепортировал их в неизвестное место. С такими артефактами в своём арсенале здесь, в мистическом мире Луны, Ван Боула некого было бояться. Пока Джоу Фэй пытался поднять на бой стоявших в нерешительности практиков клана, Ван Боула внезапно растрелился в воздухе, оставив после себя лишь остаточный образ. У Джоу Фэя холодок пробежал по коже, когда перед ним возник Ван Боула. «Ван Боула, постой, послушай, я...» Взмолился он. Бешено стучащее сердце Джоу Фэя было готово вырваться из груди. Ван Боула словно не услышал его. Замах, ослепительный блеск ленка. Из горла Джоу Фэя вырвался дикий вопль, когда ему отрубили правую руку. В следующий миг отрубленная рука взорвалась фонтаном кровавых ошмятков. Лицо Джоу Фэя лишилось красок. Он попытался сбежать, держась рукой за кровоточащий обрубок. В его сердце смешались отчаяние, бессилие, ненависть и злоба. Но даже самые сильные эмоции не могли помочь победить Ван Боула. Как только он побежал, в глазах Ван Боула что-то промелькнуло. До ушей Джоу Фэя донёс его тихий шёпот. «Рука — это плата за то, что ты охотился на меня, как на дикого зверя. Другая рука — плата за твою помощь сяктизакат галактики во время их облавы». Сразу после этих слов воздух прорезал очередной вопль Джоу Фэя. Ван Боула отрубила ему вторую руку, и та тоже взорвалась. «Это ещё не конец. Нога останет твоей платой за желание завладеть хромическим оружием». Говоря, это Ван Боула словно хищник кружил вокруг Джоу Фэя. Он вновь скинул меч и молниеносным ударом отрубил правую ногу. В воздухе повис тяжёлый запах крови. С глухим звуком Джоу Фэя рухнул на землю. Без ноги он мог забыть о бегстве. Слипшиеся от пота и крови волосы прилипли к лбу. Его трясло от жуткой боли. Из горла рвались крики. В глазах застыл ужас и беспросветное отчаяние. Остальные практики на базе поражённо наблюдали за сценой расправы. Практически все ученики стадии истинного дыхания уже сбежали. Ван Боула в глазах был кровожадным и безжалостным демоном. Эксперты стадии возведения основания сглотнули комок в горле. Но тут глаза восьми из них странно блеснули. Правда, они не попытались остановить Ван Боула. Можешь попрощаться и со второй ногой. Потому... Ван Боула на этом месте запнулся, но потом нашёлся. Потому что ты урод! Джоу Фе с ужасом наблюдал, как меч опускается в последний раз. Лезвие пробило череп. Он погиб мгновенно. После смерти Джоу Фе восемь практиков стадии возведения основания внезапно выполнили магический пас и указали на труп. Изрубленное тело тотчас усохло. Из мертвеца поднялась неясная тень и с беззвучным визгом окутала собой дхармическое оружие Ван Боула. Этот визг стал атакой, целью которой был разум Ван Боула. Глаза восьмерых кровожадно загорелись, и они пошли на него в атаку. «Умри!» На него обрушился целый град заклинаний и духовных сокровищ. В воздух взметнулось целое облако пыли. В следующий миг оттуда раздался удивлённый вскрик. Нападавшие попытались спешно ретироваться, но было слишком поздно. Меч прочертил в воздухе широкую дугу. Головы покатились с плеч. Схватка закончилась ещё до того, как кто-то успел среагировать. Когда пыль немного села, оставшиеся на базе практики увидели 10-метровый силуэт. Это был не человек, а переплетение дюжины автоматонов, которые стали для Ван Боула щитом. Не выдержав нагрузки, они развалились на части и вёв с десяток слоёв защитного барьера. За ними находился Ван Боула. В результате массированной атаки он совершенно не пострадал. У остальных от удивления расширились зрачки. Те, кто ещё думал напасть, быстро отказались от этой идеи. Их противник был слишком силён. Такому человеку им нечего было противопоставить. Ван Боула холодно взглянул на оставшихся практиков клана. Среди них ещё остались эксперты поздней ступени возведения основания. Те были настроены очень серьёзно. Вместо бегства они пошли в атаку на Ван Боула. Их замысел был ясен. Они не собирались драться с ним. Им просто хотелось убраться отсюда. Лучший способ сделать это — переместиться с помощью жемчужин. Они не были дураками. Никому не хотелось брать на себя ответственность за нарушениях охранного периметра Ван Боула. Если в яме что-то случится, наказаны будут не только они, но и их семьи. Если же Ван Боула переместит их за пределы базы, то у них появится отличная отговорка. Ван Боула сразу догадался, чего именно добивались последние эксперты поздней ступени возведения основания. Да и они сами особо не скрывали свои намерения. Они не собирались мешать ему. Он, в свою очередь, должен был отплатить им той же монетой. Всё-таки между ними не существовало вражды. Меня это устраивает! Широким взмахом рукава Ван Боула рассыпал жемчужины блуждающего тумана. Шарики взорвались в воздухе клубами серого тумана. Практики поздней ступени стадии возведения основания на мгновение застыли, а потом нырнули в туман. Несколько их собратьев на средней ступени к этому моменту пришли в себя и тоже бросились вперёд. На пути к туману они расталкивали друг друга, словно боясь не успеть. Менее сообразительные практики клана отупело смотрели на туман, потом на Ван Боула, а потом переклинулись между собой. Наконец они бросились в рассыпную. Вскоре на базе никого не осталось, кроме Ван Боула и разбросанных повсюду тел. За последние два дня я убил людей больше, чем за 20 лет жизни. Ван Боула закрыл глаза. Какое-то время он простоял в тишине, чувствуя, как медленно утихает жажда крови внутри. Открыв глаза, он посмотрел на огромную яму. Месть ещё не окончена. Если получится, то я украду то, чем охотятся клан, секты и гигантские деревья. Если ничего не выйдет, то главный приз не достанется никому. Я лично уничтожу его. С блеском в глазах Ван Боула спустился в яму. Внутри ему в лицо ударил поток раскалённого воздуха. Далеко внизу туннель заливал кроваво-красный свет. Похоже, туда ему и было нужно. Это напомнило ему найденный в земле разлом, где он заполучил маленький треножник. Стены представляли собой причудливое переплетение корней и камня. Ван Боула нахмырился. Впереди его явно ждали практики стадии создания ядра. Лёгким движением кисти он достал из браслета пригоршню жемчужин блуждающего тумана и продолжил спуск. Глава 278. Глава секты закат галактики. Старик на стадии создания ядра из клана 5 Поколений Неба тот ещё мерзавец. Меня пытались обрать явно по его приказу. Когда я ввалюсь туда в самый разгар событий, посмотрим, как у него получится заставить меня замолчать. Секта закат галактики вложила в эту операцию серьёзные ресурсы. Они заключили союз с гигантским деревом, но всё куда сложнее. Каждый наверняка планирует вонзить нож в спину своему сопернику. Бьюсь об заклад, каждый участник заговора считает, что именно он всех переиграет и выйдет сухим из воды. Старая карга из секты закат галактики похитила моё дау основание. Будет справедливым, если я умыкну их драгоценный плод. Приняв решение, Ван Буэлэ прибавил ходу. Яма уходила глубоко под землю, гораздо глубже, чем разлом, где он обнаружил маленький треножник, вторчавший из земли ветки. В сравнении с ямой тот разлом был совсем неглубоким. С поверхности алое свечение внизу выглядело не так жутко, как сейчас, но со всех сторон на него давили каменные стены. По свечению Ван Буэлэ смог примерно оценить глубину ямы. Не теряя времени он продолжал спуск, со временем до него стал доходить приглушённый рокот. По мере спуска этот звук становился громче. Причём это было не рычание какого-то пробуждающегося существа, а скорее мерное сопение кого-то спящего глубоким сном. Ван Буэлэ резко застыл, внезапное озарение заставило его задуматься. Сопение! Размышляя над новой теорией, он продолжил спуск. На самом нижнем уровне выяснилось, что ствол шахт заканчивался тоннелем. По форме прорытый канал напоминал латинскую букву L. Спрыгнув с безопасной высоты, Ван Буэлэ бегло осмотрелся и побежал по тоннелю. Его протяжённость оказалась значительно выше, чем он ожидал. Стены представляли собой причудливое переплетение растительных прожилок и чего-то ещё. Словно проход прорубили прямо в ветке исполинского дерева. Алое сияние впереди становилось всё ярче. Сопение теперь напоминало гулки и раскаты грома. Но выдвинутая ранее теория уже не казалась Ван Буэлэ такой безумной. Проведя мысленные расчёты, он пришёл к весьма неожиданному выводу. Этот тоннель, похоже, вёл к запретной зоне обратной стороны Луны. Туда, где он обрёл основание синего лотоса. Я сейчас точно нахожусь глубже пещеры, где находился синий лотос. Сопение доносятся не только спереди, но и из-под земли. Ван Буэлэ, похоже, кое-что нащупал. У себя в голове он уже нарисовал картину того, как люди клана Пять поколений неба рыли этот длинный туннель в попытке добраться до места, которое находилось под пещерой с синим лотосом. До места, где спал бессмертный король ночи. В темноте туннеля едва заметно блеснули глаза Ван Буэлэ. Он замедлил шаг, подавил ауру и пустил вперёд москитов. Сам он осторожно последовал за ними, держа безопасную дистанцию. То ли из-за сопения, то ли из-за усиления алого сияния, но со временем в воздухе появилась довящая духовная энергия. Клан Пять поколений неба был слишком уверен в своих людях, оставленных на поверхности, поэтому они не ждали прихода незваных гостей. Вот почему Ван Буэлэ удалось незамеченным добраться до самого конца тоннеля. Пока сам Ван Буэлэ прятался неподалёку от выхода из тоннеля, москиты уже влетели в тупиковые пещеры шириной 300 метров. Их глазами Ван Буэлэ увидела высохшую ветку в центре пещеры. Судя по ширине, не превышающей 30 метров, это была малая часть древнего дерева. С неё свисал внушительных размеров плод. В глазах практиков трёхметровый плод был огромным, но по меркам исполинского дерева он был не больше кунжутного семечка. Плод усох и сморщился, но от него всё ещё исходил сладковатый аромат и алое сияние. Свечение мерно пульсировало, однако оно не слепило глаза. Ван Буэлэ с удивлением понял, что алое свечение, которое он видел в тоннеле, испускал именно этот плод. «Это тот самый плод? Как я мог видеть такой слабый свет чуть ли не с поверхности? Какая необычная штука!» Ван Буэлэ перевёл взгляд с плода настоящих вокруг него людей. Судя по их расположению, в самый последний момент заговорщики разделились на четыре группы. Атмосфера в пещере была очень напряжённой, казалось, они в любую секунду могли схватиться за оружие. В одной группе Ван Буэлэ заметил в старика стадию создания ядра из клана Пять Поколений Неба. Рядом с ним стояли двое мужчин, один из них обладал культивацией стадии создания ядра, причём он даже не пытался скрыть её, позволяя волнами расходиться во все стороны. Напротив них стояли трое старейшин секта Закат Галактики. Хотя в их случае этот титул описывал статус, а не фактически возраст. Их лица изборождали морщины, но в чёрных волосах не было ни единого седого волоска, а результат действия какой-то секретной техники. Их бесстрастные глаза сияли холодным призрачным светом, подобно блуждающим огням, которые уводят путников с безопасных троп. Они с нескрываемой враждебностью смотрели на две оставшиеся группы. Последние две стороны конфликта состояли из человека и дерева. Хотя первый не являлся человеком в полном смысле этого слова. Под личиной человека скрывалось мутировавшее дерево, которое поместило себя в тело практика. Он имел внешность мужчины средних лет и носил длинный чёрный халат, с непроницаемым выражением лица он улыбался остальным. Практики в пещере сразу заметили москитов, но никто не удосужился избавиться от них. Такие слабые насекомые были недостойны их внимания, особенно в такой напряжённой ситуации. Увидев происходящее в пещере, ван Буэлэ примерз к месту, он не стал подходить ближе к выходу. «Древясные собратья-даосы, к чему всё это? Вы ж не думаете, что у вас есть против нас хоть какие-то шансы?» Старик из клана Пять Поколений Неба мрачно улыбнулся. «Собратья-даосы, начнём!» — обратился он к членам Секты Закат Галактики. «Мы выступим вашими защитниками Дхармы!» Глаза троицы из Секты Закат Галактики ярко блеснули. Они синхронно выполнили несколько магических пассов и коснулись груди, словно пытались дотянуться до своих сердец. Из их тел тут же хлыбнул плотный чёрный ци. Закрутившись в воздухе, ци свился в огромные чёрные врата у них над головой. Дерево и человек в чёрном напряглись, они пошли в атаку в попытке остановить заклинание, но на их пути встали три практика клана Пять Поколений Неба. Благодаря их вмешательству чёрные врата распахнулись и исторгли ещё больше чёрного ци и духовной энергии. Никто в пещере не обладал такой духовной энергией. Это был уровень великой завершённости стадии создания ядра. Стены пещеры задрожали, ужасающая духовная энергия несла в себе безумие и жестокость, словно по ту сторону врат поджидал жуткий демон. Практики клана Пять Поколений Неба тут же отступили, как и мужчина с деревом. Все присутствующие, не мигая, уставились на открытые врата. Из них вышел юноша с тонкими чертами лица и кожей цвета слоновой кости. Он носил бордовый даотский халат, пока он неспешно шёл по воздуху, у него под ногами клубился туман. Вот только такой молодой человек не мог иметь такие глаза. Казалось, видевшие столь многое, не мог обладать буквально осязаемой аурой власти. Исходящая от него сила практически не уступала президенту федерации. Оба обладали высоким статусом и считались одними из сильнейших людей во всей федерации. «Приветствуем, глава секты!» Трое практиков в стадии создания ядра, которые открыли врата, почтительно поклонились молодому человеку. Даже троеца из клана Пять Поколений Неба уважительно склонила головы. Ван Буэлла перехватила дыхание при виде главы секты Закат Галактики. Эта организация отличалась от остальных политических группировок, где во главе стоял Верховный Старейшина. В секте Закат Галактики сильнейшим человеком был не Старейшина, а глава секты. Именно он основал секту Закат Галактики. Он нашел секретные техники и методы культивации практиков меча из позеленевшей бронзы. Своим существованием секта была обязана только ему. «Договор с кланом Пять Поколений Неба все еще в стиле. Мы поделим плотно десять частей. Семь нам, три вашему клану. Ваша помощь была неоценимой. К тому же вы заманили сюда эти мутировавшие деревья. За вашу помощь секта Закат Галактики готова выполнить ранее озвученную просьбу». Юноша удостоил трех практиков клана Пять Поколений Неба коротким кивком. Его мимолетного взгляда на москитов хватило, чтобы их вмиг испепелило. Наконец, юноша повернулся к дереву и мужчине в черном халате. «Первый, кто на своей жизни поклянется в верности моей секте и примет яд девяти жизней, получит помощь моей секты в уничтожении других деревьев и три части плода». Мужчина в черном нахмурился. Дерево рядом с ним тоже ничего не сказало. Очевидно, клан Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики тайно пришли к какому-то соглашению, по которому клан согласился помочь секте. Вряд ли эксперты секты без помощи практиков клана смогли бы открыть в это место врата для главы секты. Люди, кланы Пять Поколений Неба помогли вскрыть его присутствие в мистическом мире от остальных экспертов Федерации. В их плане не было изъянов. Глава 279. У всех есть свой туз в рукаве. В пещере стороны конфликты готовились к конфронтации. Ван был этим временем притался в тоннеле, его зрачки резко расширились. После прорыва культивации на стадию возведения основания, его москиты стали заметно сильней. Они всё ещё уступали практикам стадии возведения основания, но не являлись букашками, которых можно было уничтожить одним взглядом. Одного взгляда юноши в бордовом халате хватило, чтобы обратить 9 москитов в пепел. Это показывало запредельный уровень его силы. Глава Секты Закат Галактики. По дому Алана достал пригоршню жемчужин блуждающего тумана. Ему не хотелось уходить с пустыми руками, поэтому он вызвал у восстановившихся москитов и вновь приказал им лететь на разведку. Внезапное появление главы Секты Закат Галактики с его удушающей аурой и проницательным взглядом переломило ситуацию и нарушило установившийся баланс. У Союза клана Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики имело 7 практиков в стадии создания ядра, хотя одного главы Секты Закат Галактики было достаточно, чтобы перевернуть ситуацию в их пользу. Преимущество явно было на их стороне. Под пристальным взглядом главы Секты мужчина в чёрном амутировавшее дерево внезапно нарушили тишину раскатистым хохотом. Оба ухмылялись, причём мужчина в чёрном улыбнулся первым, потом его примеру последовало гигантское дерево. Первый со вздохом покачал головой, его улыбка стала шире. «А я всё голову ломал, что вы задумали. Не ожидал, что сюда явится сам глава Секты Закат Галактики. Вот это улов! Это наше материнское дерево! Луна — это наш дом! Думаете, нам нечем защититься от вас, чужаков?» Мужчина в чёрном резко поднял ногу и силу и ударил по земле. Остальные нахмурились, когда на ветке, с которой свисал плод, появилось лицо, с пугающей быстротой сформировалось остальное тело, в следующий миг из-за ветки выбрался человек, выглядел он довольно молодо, но при этом во взгляде угадывались холод и безжалостность. Стоило ему выйти из дерева, как пещеру затопило аура культивации создания ядра, его духовная энергия ничем не отличалась от энергии мужчины в чёрном и гигантского дерева. Практики клана «Пять поколений неба» и Секты Закат Галактики ошеломлённо охнули. Голова Секты нахмырлся, а потом, словно что-то поняв, поморочнел. В этот момент в пещеру влетели, отправленные на разведку москиты. Из всех присутствующих ван буолы, пожалуй, был удивлён больше всех. Хуан Шань! Из ветки дерева выбрался третий наследник мифического лунного османкуса, тот, кого почти сразу после прибытия в мистический мир Луны уничтожили клан «Пять поколений неба», Секта Закат Галактики и два других дерева. Вот только он не погиб! Хуан Шань и второе гигантское дерево сразу же ринулись к мужчине в чёрном, и тот, и другой начали сливаться с телом собрата. Старейшины клана «Пять поколений неба» и Секта Закат Галактики не собирались сидеть сложа руки. Они хотели броситься вперёд, но их жестом остановил глава Секта Закат Галактики. «Он пытается заманить вас поближе!» На эти слова мужчина в чёрном отреагировал улыбкой. Кажущиеся медленным, слияние завершилось всего за один вдох. Гигантское дерево и Хуан Шань растворились в теле мужчины в чёрном халате. От него повеяло эманациями великой завершённости создания ядра. По интенсивности они ничуть не уступали главе Секта Закат Галактики. Если бы в попытке остановить слияние, а Старейшины кинулись на него, часть из них не вышла бы из этого столкновения с живыми. Очевидно, слияние завершилось мгновенно, а этот спектакль был нужен для того, чтобы заманить врагов поближе. «Жаль, что никто не купился!» Сказав это, мужчина развёл руками и повернулся к главе Секта Закат Галактики, чьё лицо исказило гримаса. «Кое-кто заранее предупредил меня. Да я и не сомневался, что вы обязательно что-нибудь выкинете. Поэтому я как следует подготовился. С самого начала вы оперировали на неточной информации, если быть точным, на двух ложных фактах. Во-первых, легенда о материнском дереве, которое продолжило своё существование в трёх наследниках, выросших на Земле. В этом история не до конца правдива. Нечто подобное действительно произошло, вот только ещё до прихода в мистический мир Луны я поглотил два других дерева. Я выбрал в себя их воспоминания и чувства, став главным носителем, а они превратились в моих клонов». Со смехом сообщил мужчина в чёрном. Его рассказ прервал глава Секта Закат Галактики. «Можешь больше ничего не говорить. Вторая так называемая ложь про смерть одного из клонов. Показав её нам, ты заставил нас поверить в то, что этот клон действовал особняком, без союзников, и прибыл на Луну самостоятельно. Этот клон работает на Федерацию, верно? Или на Четыре Дового Академии? Сенат? Маловероятно. Должно быть ты заодно с нынешним президентом Федерации». Голос главы Секта Закат Галактики был как никогда серьёзен. Зрачки мужчины в чёрном едва заметно сузились, он ничуть не удивился проницательности и примать юноши, почти все карты были выложены на стол. Было бы странно, если бы они об этом не догадались. И всё же его грызло странное чувство, будто он что-то упускал, поэтому он осторожно подобрался. С помощью москитов Ван Буэллэ видел и услышал весь разговор, внутри него бушевал настоящий ураган эмоций. Хитроумные махинации этих людей полностью перевернули его представление относительно событий на Луне. Их борьба друг против друга, внезапные перемены в мистическом мире – всё это было частью большого плана. Очевидно, Федерации знали о предстоящих событиях, точнее Президент знал о том, что произойдёт на Луне. Четыре ДАО Академии и другие политические силы наверняка что-то подозревали, и всё же они позволили событиям развиваться своим чередом. Сложнейший план клана Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики, который должен был привести к мятежу, на деле оказался ловушкой Президента Федерации. Вот почему печать на магической формации до сих пор не сломали! Внезапно понял Ван Буэллэ, от этой мысли ему стало слегка не по себе. Бьюсь об заклад о событиях на Луне сейчас трубят по всей Федерации. В автобиографиях высокопоставленных чиновников говорилось, что общественное мнение – это политический инструмент. Первый шаг – вызвать общественный резонанс, а с ним и народный гнев. Запертые в мистическом мире ученики – идеальный рычаг давления на их фракции. Под предлогом их спасения собираются представители всех политических сил. Это не только создаст им в глазах общественности положительный имидж, но и окажет давление на клан Пять Поколений Неба и Секту Закат Галактики. С такими дискредитирующими сведениями, как попытка устроить мятеж, им удастся серьёзно ослабить обе организации и полностью лишить их влияния. Ван Буэллэ не был уверен в правильности своих выводов, но всё услышанное сегодня наводило только на эту мысль. Центральное место во всей этой истории занимал мужчина в чёрном халате, последний выживший наследник Асмантоса с Луны. Сделка с президентом федерации позволила ему обыграть секту Закат Галактики и клан Пять Поколений Неба, так и президент и дерево получат то, что хотят. Пока Ван Буэллэ пытался разобраться в мыслях, глава сектора смеялся. «Мне неизвестно, почему Дуань Митсуи верят тебе и в состряпанный вами план. Если бы всё шло по плану, то президент с друзьями из других фракций должны были уже сломать магическую формацию и на всех порах мчаться сюда, чтобы наказать вас и положить конец всей этой истории, не так ли? Так где же они? Почему магическая формация ещё не пробита? Собрат Даос Асмантос, в амбициях тебе не откажешь!» Холодно сказал глава секты Закат Галактики. В этот момент в глазах человека в чёрном халате что-то промелькнуло, теперь он ещё больше опасался этого странного юношу. Основываясь на своих наблюдениях и догадках, тот пришёл к правильным выводам. «Похоже, я угадал!» Со смешком заметил юноша. «Позволь мне продолжить мысль. Дуань Митсуи может определённой степени тебя контролировать, но этот контроль несовершенен. Вот почему ты смог переиграть этого хитреца в его же игре. С самого начала ты не собирался ни с кем делиться плодом. Хотел вобрать его в себя и стать первым существом Федерации с культивацией зарождения души. С такой силой тебе никто не будет страшен!» Глава 280-я Вырвать добычу из пасти тигра После слов главы секты Закат Галактики мужчина в чёрном халате поморочнел. Его глаза опасно заблестели. Глава секты Закат Галактики прищурился и улыбнулся, уверенный в своей победе. «Узнаю почерк Дуань Митсуи. У хитреца всегда есть план Б. Основной – это, конечно же, некий загадочный способ твоего контроля. Что-то запасного. Напрашивается только один вариант. Должно быть это бессмертный король ночи!» Юноша расхохотался, он внезапно поднял руку, на его ладони заклубилась сфера радужного тумана. В следующую секунду туман принял форму крайне реалистичных драконих голов разного цвета, с ревом они разлетелись в стороны. Вместе с этим от них полыхнула духовная энергия, которая грозилась похоронить под собой всех присутствующих. Помощь тхармическое оружие седьмого ранга во много раз уступала этой силе. Их было бессмысленно сравнивать. Меч был чем-то вроде крохотного светлячка, а драконьи головы – полный луной. «Тхармическое оружие девятого ранга!» Ошеломленно понял древесный практик. Его зрачки стали размером с крохотную точку. Впервые с начала их конфликта он занервничал. Каждое слово главы секты Закатгалактики несло с собой несравненную силу. Складывалось впечатление, будто юноша мог видеть его насквозь. Собрат Доосос Мантус. Не уверен, чего именно ты боишься. Уничтожение материнского дерева или пробуждение бессмертного короля ночи. Или же между этими двумя вещами существует какая-то связь. Пробуждение бессмертного короля ночи наверняка безвозвратно уничтожит материнское дерево. Вот почему Дуань Митсуи так легко отпустил тебя сюда. Как мне кажется, старый лис считает, что бы ты ни сделал, он добьется своего. Я могу и разбудить мертвеца и уничтожить дерево, поэтому мы пересматриваем сделку. Две десятых плода достаются клану Пять Поколений Неба. Я забираю половину. Выбор за тобой. Но знай, я сломаю свое дхармическое оружие, но уничтожу твое материнское дерево и разбужу гиганта. Грядет катастрофа, и плод не достанется никому. Древесный практик Угрима покосился на юношу. У себя в голове он взвешивал все плюсы и минусы нового предложения. Все было так, как сказал юноша. Несмотря на сотрудничество с Дуань Митсуи и ограниченный контроль над ним, он не собирался так просто отказываться от своих амбиций. Он планировал следовать плану президента до тех пор, пока ему не представится шанс совершить прорыв до стадии зарождения души. По этой причине он не стал открывать магическую формацию, чтобы впустить в мистический мир луны людей снаружи. Юноша в бородовом халате упомянул один чрезвычайно важный момент. Запасной план Дуань Митсуи. Его мужчина в черном боялся больше всего. Проснувшийся бессмертный король ночи инстинктивно начнет поглощать жизненную силу материнского дерева, и тогда все пойдет прахом. Пока он размышлял, Ван Буэлэ пытался оправиться от шока после демонстрации тхармического оружия девятого ранга и раскрытия планов заговорщиков, собравшихся у гигантского плода. Судя по проносившимся по лицу эмоциям, внутри него шла ожесточенная борьба. Наконец он принял решение. Вместо бегства он побежал к пещере, где находились заговорщики. На ходу он достал половину жемчужин блуждающего тумана, а также вызволил восемь автоматонов. Каждому он передал часть жемчужин и отправил их вперед. «Удача запутствует храбрым. Особенно таким красавчикам с прекрасным характером вроде меня. Рискнем!» Древесный практик в пещере все еще молчал. Спустя пару вдохов он со вздохом сказал «Так тебе достанется семь десяток всего плода. Моя доля будет даже меньше обещанной Дуань Мюцуэ. Все-таки на плат претендуют три стороны. Ты, я и клан Пять Поколений Неба. Если поделить плат, то доля каждой будет не такой уж большой. Я согласен разделить плат напополам с тобой. В голосе мужчины в черном сквозил металл. Внезапно он покосился на вход в пещеру, словно что-то почувствовав. Остальные тоже встрепенулись, но никто не собирался отвлекаться в столь ответственный момент. Практика в стадии создания ядра мало беспокоили их младшие собратья с культивацией стадии возведения основания. Один из старейшин клана Пять Поколений Неба, еще слегка не в себе после увиденного дхармического оружия, без задней мысли взмахнул кистью, обрушив огромную магическую ладонь на вход в пещеру. Это заклинание должно было раздавить наглого нарушителя, как букашку. Как только гигантская ладонь устремилась к выходу, трое старейшин секта Закат Галактики внезапно кое-что вспомнили. По лицам троицы промелькнула тревога, они хотели выкрикнуть предупреждение, но было уже слишком поздно. Им оставалось только наблюдать, как выскочивших из тоннеля восемь гуманоидов раздавила магическая ладонь. Все произошло слишком быстро, незваных гостей с грохотом раздробило на мелкие кусочки, в этот момент разбились жемчужины блуждающего тумана в их руках. Оглушительный грохот сотряс всю пещеру, пока эхо отражалось от каменных стен, пещеру быстро заполнял туман. Трое старейшин клана Пять Поколений Неба были ближе всех к выходу, туман накрыл их первыми, трое их собратьев из секта Закат Галактики попытались сбежать, но они среагировали слишком поздно. В следующий миг они исчезли в тумане. Даже по лицу флегматичного главы секта Закат Галактики промелькнула тревога, он бросился бежать от тумана. В отчаянии он даже ударил по нему от хромическим оружием девятого ранга, распоров облако надвое. Вот только даже такое могучее оружие ничего не могло сделать туману, способному перемещать практически любые материальные объекты. Взрыв нескольких сотен жемчужин высвободил не просто какие-то жалкие клочки тумана, в таком их количестве скрывалось ужасающее количество тумана. В замкнутом пространстве глубоко под землей из этой ловушки мог выбраться только эксперт стадии зарождения души, просто переместившись в другое место, а остальным бежать было некуда. В мгновение ока всю пещеру затопил бурлящий туман. Будь то глава секты Закат Галактики, мужчина в чёрном или кто-либо ещё, все утонули в тумане. Адаптированный ван Буала туман не имел источника. Выброс тумана был столь же внезапенно стремителен, как и его последующее рассеивание. Когда всё улеглось, из пещеры исчезли старейшины из секты Закат Галактики и их лидер, а также троицы из клана Пять Поколений Неба. Они не могли противостоять туману, поэтому их всех переместило за пределы пещеры. Остались только ветка, с которой всё ещё свисал гигантский плод и остолбеневший мужчина в чёрном халате. Всё произошло слишком внезапно. Секунду назад они были готовы вцепиться друг к другу в глотки. Одно неверно сказанное слово могло привести к кровопролитию. Но сейчас в пещере не осталось никого из тех, кто претендовал на плод. Никого, кроме наследника Османтуса. Блуждающий туман. Мужчина поднял голову на выход из пещеры, откуда спокойно вышел Ван Буэлэ. При виде человека в чёрной одежде он немного нахмурился. Тут нечему было удивляться. Туман работал только на чужаков. Гигантское дерево в каком-то смысле могло считать луну своим домом. Ван Буэлэ. Мужчина поражённо уставился на Ван Буэлэ, а потом захохотал. Его ликующий смех звучал немного безумно, захлестнувший его восторг не поддавался описанию. Он поднял руку, чтобы стереть Ван Буэлэ с лица земли. Жизнь Толстяка не представляла для него никакой ценности, но в качестве благодарности за помощь он хотел подарить ему быструю смерть. Ван Буэлэ никак не отреагировал на поднятую руку. Он лишь сказал «Пробудись!» В этот момент он привёл в действие Синий Лотос. Глубоко под землей раздался оглушительный рёв, перекрывший даже невероятно громкое сопение. Небо и земля сдрожали. Землетрясение почувствовали все, кто находился в мистическом мире Луны. Даже люди снаружи с удивлением осознали, что у них под ногами дрожит земля. Главой секта закат галактики переместила в низину на видимой стороне Луны, и с горла юноши вырвался яростный рёв. «Проколятие! Что, чёрт возьми, произошло?» Он был в бешенстве, поскольку понимал, что не успеет в пещеру, даже если немедленно отправиться в путь. Все его хитроумные планы, подготовка, заговор против федерации, которые другие окрестили по попыткам мятежа, и даже сделка с деревом – всё это было ради драгоценного плода. Столь нужный ему плод был так близко, но всё пошло прахом, когда появился туман. Юноша задумался обо всех сделанных жертвах и жертвах, которые ещё предстоит сделать в будущем. Его ярость могла испепелить небеса. В пещере он подумывал уничтожить своё тхармическое оружие, чтобы пробудить бессмертного короля ночи. Плод должен был достаться либо ему, либо никому. В итоге ему не хватило духу уничтожить тхармическое оружие, не потому что он не мог, а из-за страха. С плодом он мог бы себе позволить пробудить древнего мертвеца. Культивация стадии зарождения души могла решить любые проблемы. С ней он перекроил бы всю федерацию. Вот только ему можно было забыть о плоде. Когда в пещере появился туман, он не стал ничего предпринимать, поскольку так у него ещё оставалась возможность спасти секту. Их гарантированно накажут, но наказание вряд ли будет жестоким. Если бы в пещере он уничтожил свой артефакт и пробудил бессмертного короля ночи, то не только бы лишился плода, но и стал бы чуть ли не главным врагом всей федерации. Их крови будут требовать все политические силы федерации. Юношу затопили чувство бессилия, страха и необузданной ярости. Скрижища зубами, он взмыл в воздух и полетел прочь. Я найду того, кому хватило наглости всё мне испортить. Я выясню, чья вражда со мной столь сильна, чтобы в самый критический момент разрушить мою дорогу к стадии зарождения души. Глава 281. Божественное оружие, Алая Звезда. Где-то глубоко под землей на обратной стороне Луны раздался столь сокрушительный рёв, что содрогнулись сами небеса. Его услышали все люди на Луне. Он нес с собой неописуемую печаль и скорбь. Словно последний предсмертный крик. Словно кто-то из последних сил разлепил глаза, чтобы напоследок увидеть родных и близких. Так последний выживший тосковал по уничтоженному дому, который ему было не суждено больше увидеть. К его печали примешивалась бессильная ярость за собственную слабость, за недостаток силы, чтобы отомстить. Вся Луна содрогнулась от этого рёва, даже базы различных фракций, находящиеся в разных местах спутника. Сильнее всего вибрацию почувствовали лучшие эксперты Федерации, находящиеся на границе магической формации, которые под предводительством Дуань Митсуи пытались пробить её. Услышав этот оглушительный звук, они ошломлено застыли. Некоторые не выдержали и выкрикнули. Бессмертный король ночи проснулся? Я слышал похожий рёв в прошлый раз, когда он проснулся. Только этот пострашнее будет. Чёрт! Разве он не умер давным-давно? Может ли такое быть, что труп всё ещё способен к культивации? Возрождение культивации возможно. Каждый раз, как бессмертный король ночи погружается в спячку, его культивация частично восстанавливается. Глаза Дуань Митсуи, президента Федерации, сияли решимостью. Он вскинул руку и поманил пальцами. Преди! От него ударила массивная невидимая волна. В столице Федерации на земле статуя Дуань Митсуи засияла, а потом в небо умчался ослепительный луч света. В нём угадывались и черта нелетающего кинжала, каждая его деталь была красного цвета. В момент его появления небо с рокотом покраснело. Всё живое и неживое между небом и землей в мгновение ока окрасилось валой, от артефакта исходила аура невероятной мощи. Все, кто обладал культивацией, неважно какого уровня могли её почувствовать, во всём мире многих посетило необъяснимое желание преклонить колени. Это было вполне объяснимо. Люди почувствовали ауру единственного божественного оружия Федерации. Называлось оно «Алая Звезда». Из звездного неба было прекрасно видно землю, окрашенную валой. Летающий кинжал на огромной скорости умчался в небо, оставляя за собой багряный след яркой кометы. Оружие покинуло атмосферу и теперь мчалось к луне, а точнее к раскрытой ладони президента Федерации Дуань Митсуи. Снаружи магической формации воцарился переполох, пока Дуань Митсуи звал божественное оружие, в пещере под землей обратной стороны луны кое-кто был очень напуган. Гигантское дерево в человеческом обличии опустило руку и отступило, не желая провоцировать Ван Бууле, человека, от чьего слово «Бессмертный король ночи» издал этот невероятный рёв. «Собрат до вас, Ван!» – выпалил он. «Не горячись! Давай все обсудим, как цивилизованные люди!» Ван Бууле не ожидал, что лёгкая стимуляция синего лотоса вызовет у «Бессмертного короля ночи» такую бурную реакцию, поэтому он незамедлительно стабилизировал цветок. Когда рёв «Бессмертного короля ночи» стих, он взглянул на нервничающего мужчину в чёрном халате. «Теперь, когда остальные претенденты на плод устранены, мы можем поделить его между собой! Мне много не нужно! Хватит половины!» Человек, напротив, внимательно посмотрел на Ван Буууле. Толстяк производил серьёзные впечатления, хотя точнее сказать, что он впечатлил тех, кого он ассимилировал. Тем не менее, он воспринимал их воспоминания как свои собственные. Изначально он планировал просто убить Ван Буууле, но тому было чем ответить. В итоге ему пришлось согласиться на предложение, правда из необходимости, а не желания сотрудничать. На самом деле он не мог больше терять время. Сделав глубокий вдох, он нехотя кивнул. Стоило приложить ладонь к плоду, как в него хлынула энергия плода. Он даже не посмотрел в сторону Ван Буууле, тот прищурился и тоже коснулся плода, не сводя глаз мужчины в чёрном халате. Поглощающее семечко в его теле заработало в полную силу, через ладонь Ван Буууле в плод хлынула сила притяжения. Плод на ветке закачался, казалось, в нём образовалась невидимая дыра, откуда мощным потоком хлынула насыщенная жизненная сила. Её Ван Буууле вбирал в своё тело и в поглощающее семечко, его слегка вздресло. Что-то было не так. Невероятная по своей плотности жизненная сила при попадании в поглощающее семечко разделялась им на две субстанции, одна оставалась жизненной силой, а вот другая превращалась в чёрные капли росы. В этой росе скрывалась некая зловещая сила, ядовитая и сковывающая сила. Ван Буууле сразу понял, что с плодом было что-то не так. Так и должно быть. Или с ним что-то сделали? Ван Буууле учащённо задышал и покосился на мужчину, под личиной которого скрывалось гигантское дерево. Но тот, словно не замечая ничего странного, продолжил поглощать энергию плода, Ван Буууле немного засомневался в себе. Его сомнения вскоре развеял синий лотос внутри поглощающего семечка. Цветок закачался и начал жадно вбирать в себя жизненную силу вместе с ядовитой росой. Похоже, яд действовал на него благотворно. Цветок стал чарующего изумрудно-зелёного цвета, словно его вырезали из нефрита. Даже несколько его пожелтевших листьев налились жизнью. Он может яд поглощать? Обалдело подумал Ван Буууле. Пока поглощающая семечка вытягивала жизненную силу из засыхающего плода, Ван Буууле с удивлением отметил, что изумрудный лотос засеял прямо в процессе поглощения энергии. Практически незаметное свечение медленно усиливалось, дело было точно не в духовной энергии или жизненной силе, текущей в цветок. Ван Буууле не мог определить, в чём было дело, однако исходящее из лотоса аура растворялось в физическом теле и напитывало его. В его душе нарастала сила, участившееся дыхание немного сбилось, за этот небольшой промежуток времени его физическая сила, казалось, удвоилась. Ван Буууле всегда был физически силён, но после такого он превратился в настоящую диковинку среди практиков стадии возведения основания. Вот только этим процесс усиления не ограничился, живительная энергия плода укрепляла его кости, плоти, кровь. Всё это, казалось, перешло на совершенно новую ступень. Вот это да! Изумрудный лотос противится воле небес? Или этот плод совершенно ненормальный? Ван Буууле сделал глубокий вдох и проглотил ком в горле. Мужчина в чёрном тем временем про себя осыпал проклятиями. Его расширенные от удивления глаза вот-вот могли вывалиться из орбит. Этот мелкий гадёныш! Почему он поглощает плод так быстро? Помнится, во впадении колонии он тоже прибегнул к какому-то методу поглощения? Древесному практику хотелось на стенку лезть. Его глаза покраснели, и он бросил все силы на поглощение плода. Он чувствовал постепенный рост своей культивации. Если так пойдёт и дальше, то он вскоре совершит прорыв культивации и станет единственным экспертом в стадии зарождения души. Такой ступени никому в федерации пока ещё не удалось достичь. Единственной проблемой был Ван Буууле. Он словно был естественным врагом гигантских деревьев, только древесный практик, сгорающий от неуёмного желания, было подумал, что у него появился шанс, как зелёный лотос в теле Ван Буууле, что раз благодаря подпитке плотной энергии вырастил семенную коробочку. Её окутало яркое свечение, словно там зрели семена. Сила поглощающего семечка Ван Бууууле постоянно росла, в один момент от её мощи у мужчины в чёрном перехватило дыхание. Плод похрустывал, усыхая все быстрее и быстрее, пока Ван Буууле и мужчина в чёрном боролись за его жизненную силу. Последний в десять раз уступал Ван Бууууле в скорости поглощения. «Немыслимо!» Мысленно прокричало гигантское дерево. От напряжения у него на лбу вздулись зелёные сосуды, пока мужчина мысленно проклинал всё на свете, в лотосе Ван Бууууле созрела первая семечка. Теперь он поглощал жизненную силу в пятнадцать раз быстрее своего конкурента. Когда дозрели ещё три семечка, разрыв скорости поглощения увеличился вдвое. Даже Ван Бууууле был удивлён. С одной стороны, от мужчин рядом исходили невероятно сильные эманации, причём такие, что любого практика от них могло бросить в холодный пот. С другой стороны, на его лице появилось весьма любопытное выражение, оно потемнело, словно по нему текли чернила. «А не разбудить ли мне бессмертного короля ночи?» Похоже, гигантское дерево от обеда рассердилось не на шутку. Слегка напуганный Ван Бууууле решил сделать ход первым и разбудить спящего глубоким сном бессмертного короля ночи. Тем временем божественное оружие, летающий кинжал, наконец долетело до президента федерации Дуань Мюцуэ. Сделав большой круг вокруг него, оружие умчалось в небо, а оттуда к магической формации мистического мира Луны. Оставляя за собой алый след, кинжал молниеносно достиг магического барьера. Бабах! Глава 282. Пробуждение бессмертного короля ночи. Алая звезда в окружении багрового света покинула Землю, промчалась через пустоту космоса и достигла Луны. Магическая формация стараниями группы экспертов Федерации уже с трудом держалась. В момент оглушительного удара небо поменялось в цвете. В момент удара алой звезды Луна, парящая в звёздном небе, полностью покраснела, следом послышался треск от бьющегося стекла, словно небо и земля разбились на миллионы мелких кусочков. Мгновением позже во все стороны разлетелись фрагменты магического купола. С уничтожением магической формации на Луне началось землетрясение, и это было ещё не всё. Лучшие эксперты различных фракций Федерации уже хотели вступить в мистический мир Луны, но алая звезда полетела дальше. Оставляя за собой радужный след, кинжал умчался к запретной зоне на обратной стороне спутника. Люди застыли на месте при виде этой кровавой кометы. Наконец эксперты во главе с президентом устремились вперёд. Вместо поисков учеников своих организаций они направлялись к обратной стороне Луны. Падение магической формации затронуло и подземную пещеру, пол и стены заходили ходуном, в покрасневших глазах мужчины в чёрном не осталось ни одного белого пятнышка. Он с тревогой почувствовал падение магической формации и приближение удушающей кровожадной ауры. Вывод напрашивался сам собой. Могучие эксперты разных фракций спешили сюда. В какой-то момент всё пошло не по плану. Он преследовал всего одну цель, но заполучить плод было невероятно сложно. Даже проникнуть на Луну оказалось весьма непросто. Пробить магическую формацию он не мог. Это было невозможно даже материнским деревом на Луне. Без посторонней помощи ему бы никогда не представился шанс взять магическую формацию под контроль. Поэтому ради достижения цели ему пришлось пойти на сделку с людьми, которые будут находиться внутри мистического мира, которые будут находиться внутри мистического мира, так и с практиками снаружи. Он ходил по острию ножа, пытаясь не упасть под тяжестью давления различных группировок. Эти люди использовали его в своих целях, но это ставило его в очень выгодное положение. Он собирался использовать недоверие своих союзников друг к другу, чтобы вобрать жизненную силу плода и совершить прорыв до стадии зарождения души. С такой культивацией Монякова было бояться. В дальнейшем он планировал разбудить бессмертного короля ночи. Во время всеобщей паники он мог сбежать или спрятаться, чтобы потом нанести удар. Уровень культивации стадии зарождения души делал его опасным противником для практика стадии создания ядра, особенно с учетом фактора неожиданности. В схватке с Дуань Митсуэ, несмотря на имеющееся у него божественное оружие, он был уверен, что смог бы загнать его в угол и даже убить. Такого рода операции требовали тщательного планирования и готовности пойти на большие жертвы, чтобы все прошло как надо. Все-таки такого хитрого лиса, как Дуань Митсуэ, было очень сложно обмануть или застать врасплох. По этой причине он сделал вид, что согласился помочь Федерации похоронить клан Пять Поколений Неба и секту Закат Галактики, а также предоставить доказательства их предательства. И вот все эти махинации привели его к заветной цели. Когда он хотел расправиться со своими временными союзниками, все испортил глава секты Закат Галактики. В итоге ему пришлось отказаться от первоначального плана и согласиться работать на секту Закат Галактики. В самый последний момент ситуация вновь поменялась с легкой руки Ван Буэлэ. Обычного практика стадии возведения основания. Несмотря на свое нежелание, гигантское дерево пошло на сделку все ради стадии зарождения души. Он согласился разделить плод с Ван Буэлэ. Сделал он это потому, что надеялся на свою культивацию великой завершенности создания ядра. С ней он должен был успеть выбрать плод и стать практиком в стадии зарождения души до того, как Дуань Митсуи что-то поймет и попытается его остановить. Все получилось не совсем так, как он задумывал. К своему ужасу он почувствовал, что Ван Буэлэ опережал его по скорости поглощения. Дело было не в какой-то минимальной разнице в скорости. Количество жизненной силы в плоде было ограничено. Чем больше поглощал Ван Буэлэ, тем меньше доставалось ему, а значит снижалась скорость роста его культивации. Глаза древесного практика забегали из стороны в сторону. Стадия зарождения души была так близка, времени почти не осталось. Единственный выход – пожрать Ван Буэлэ. Что до пробуждения бессмертного короля ночи, Ван Буэлэ явно был способен это сделать, но на это требовалось какое-то время. Столь могучее существо не могло пробудиться мгновенно. Ранее он не мог позволить себе рисковать, но сейчас у него не осталось другого выбора. Только он собрался схватить Ван Буэлэ, как в лотосе созрела пятая семечка, в этот момент плод полностью сморщился. «Нееет!» В ярости вскричал мужчина за мгновение до атаки. «Этот цветок что, хочет в могилу меня загнать? Скорость поглощения слишком высокая!» Ван Буэлэ был удивлен не меньше. С появлением пятого семечка лотоса скорость поглощения возросла до невообразимых высот, и теперь на него накинулось обезумевшее дерево. Ван Буэлэ отскочил и раздавил зажатые в руке жемчужины блуждающего тумана, ослабив хватку на зеленом лотосе, он позволил цветку закачаться. «Проснись! Проснись! Ну же!» Из разбитых жемчужин хлынул туман, но гигантское дерево находилось слишком близко. Стоило ему сделать мощный вдох, как окутавший Ван Буэлэ туман исчез в его легких до того, как успела срабатывать перемещающая сила. Его рука уже тянулась к Ван Буэлэ. На таком расстоянии гигантское дерево давило на него все силы своей могучей ауры. Ван Буэлэ стало трудно дышать. Чувствуя близящуюся катастрофу, он даже не успел толком испугаться. Инстинктивно он задействовал всю свою культивацию и физическую силу, он выбросил почти все духовные сокровища и попытался отбиться от хромическим оружия. От рук мужчины в черном исходила страшная сила. С грохотом она, словно буря, смела все со своего пути. Выброшенные духовные сокровища не смогли защитить Ван Буэлэ. Все артефакты разбились в дребезги. Ван Буэлэ задрожал, на его губах показалась кровь. Даже тхармическое оружие не могло противостоять такой мощи. Рука гигантского дерева почти дотянулась до Ван Буэлэ. В этот момент глаза последнего свирепо сверкнули. С диким ревом он материализовал ножны из своего тела в попытке защититься ими. «Черный, фиолетовый, если вы сейчас не выйдете, мы все умрем!» Когда Ван Буэлэ мысленно это прокричал, рука мужчины в черном находилась в нескольких миллиметрах от ножен. Они ярко вспыхнули, и тут из них вылетел пурпурный москит. Судя по всему, сделал он это нехотя и без особой радости. Крохотное существо устремилось к гигантскому дереву. В следующий миг мужчина в черном халате с диким воплем отскочил назад, его правая рука приобрела пурпурный оттенок, причем странная хворь захватывала все больше кожи. Пораженная ее плоть начинала гнить. Ван Буэлэ изумленно уставился на пурпурного москита, который лениво вернулся к нему. Из страха, что противник еще раз может помешать ему сбежать, он одновременно раздавел все свои жемчужины блуждающего тумана. Его тело исчезло в дымке, в то же время он ударил себя кулаком в живот, разбудив зеленый лотос, а потом задействовал культивацию. От такого цветок задрожал еще сильней. «Ван Буэлэ!» — закричал мужчина в черном, приведя новые попытки побега. Он остановил распространение яда и с безумным блеском в глазах бросился вперед. Он хотел снова втянуть в себя туман, чтобы помешать Ван Буэлэ переместиться, но в этот раз Ван Буэлэ возвал к лотосу. В следующий миг из-под земли раздался оглушительный рев. Всю луну сотрясла мощнейшая вибрация, внезапно потолок пещеры взорвался, в небо ударил черный дьявольский ци, потом начали рушиться стены. Ветка дерева и усохший плод в мгновение ока сгнили и обратились в ничто, и, наконец, из-под земли поднялась рука размером с половину пещеры. Найдя опору, гигант попытался подняться. Глава 283 Уничтожить одним взглядом Как только Ван Буэлэ исчез, произошел мощный толчок. В пещере под землей обратной стороны луны произошел взрыв, во все стороны разлетелись осколки камня и камня грязи, теперь на ее месте зъела гигантская яма. По небу на огромной скорости мчался алый луч света, он спикировал к яме и завис на дни в воздухе. Теперь в свечении можно было разглядеть кроваво-красный кинжал, алая звезда, единственное божественное оружие Федерации. Своим присутствием здесь он, казалось, залил небо и землю кровью, даже местные леса приобрели красноватый окрас. От божественного оружия волнами расходилось неописуемое давление. Несмотря на скромные размеры, кинжал был чуть длиннее ладони, аура оружия напоминала разбуженный вулкан. Его извержение могло всколыхнуть небо и землю. Пугающей ауры оружия было достаточно, чтобы на все и луне началось землетрясение. Никакое дхармическое оружие не могло сравниться с чем-то подобным. В столкновении с кинжалом любой из них, скорее всего, просто расколется. Всё-таки этот кинжал можно было считать богом дхармического оружия. Даже президент Федерации мог использовать лишь часть скрытой в нём силы. Ещё ни разу за историю Федерации владелец этого оружия не высвобождал весь потенциал этого кинжала. С его появлением в лесу стихли все звуки. Бессмертные ночи и лунные духи в запретной зоне не шевелились, как будто оказались перед лицом могучего врага. За пределами запретной зоны оставалось ещё много практиков. Большинство из них состояло в клане Пять Поколений Неба и Секте Закат Галактики. Похоже, перемещённые из пещеры эксперты стадии создания ядра обоих организаций не на шутку встревожились и приказали своим подчинённым разведать обстановку у пещеры. Среди них была Эй Чэнь Хуэй. После пробуждения Бессмертного Короля Ночи и начала землетрясения те, кто находились неподалёку сперва хотели сбежать. Но с прибытием могучего божественного оружия они побледнели и в страхе застыли. Из глубины ямы поднимался демонический ци и раздавалось звяканье железных цепей, словно со дна к поверхности медленно поднимался гигант. В лесу неподалёку от запретной зоны возник Ван Буле. Божественное оружие в небе сразу бросилось ему в глаза. Он кожей ощутил исходящие со стороны запретной зоны демонические ци. «Почему я так близко? Обычно туман закидывает меня гораздо дальше?» В панике подумал Ван Буле. Перемещение блуждающего тумана могло забросить человека на другую сторону луны, а могло и телепортировать на соседнюю поляну. В пещере им были потрачены последние жемчужины, поэтому у него были все поводы для паники. Он тут же припал к земле и осторожно посмотрел на небо. Помимо кровавого красного божественного оружия, от одного взгляда на который у людей тяжелела голова, к месту событий летели практики. Более сотни человек с пронзительным свистом мчались по небосводу. Эта группа почти полностью состояла из лучших практиков стадии создания ядра разных фракций. Вместе с ними прибыл президент. Все их внимание было сосредоточено на противнике в яме запретной зоны. Никто не проронил ни звука, но все привели свою культивацию в боевую готовность. Внезапно из ямы раздался оглушительный грохот, следом оттуда ударил мощный поток демонического цы, соединившись в воздухе в два огромных черных крыла. Скорежит цепи, стал громче, из ямы медленно поднялся гигант. Высотой более трехсот метров облаченные в смолисто-черные доспехи. На лице маска с лицом, застывшим в жуткой гримасе, из-под доспехов проглядывалась кожа, она тоже была черного цвета. На опущенной голове гиганта не было волос, когда он взмыл в воздух, вместе с ним из ямы поднялись девять железных цепей, сковывающих его тело. Жуткое давление и аура, вызывающая необъяснимый страх, волнами расходились от этого исполина, видевшие его вне зависимости от уровня культивации, почувствовали животный страх. Исключением не стал даже президент. Такой гнет, довещий на само людское естество, был вызван огромной разницей в культивации. Практикам казалось, будто кричит каждая клеточка в их теле, с трепетом в душе они взирели в небо так же, как смертные смотрят на бога. Это был легендарный бессмертный король ночи, мертвец, упавший на луну в одно время с появлением меча из позеленевшей бронзы. Однако Ван Буале чувствовал себя немного иначе, его тоже била мелкая дрожь, вот только дело было в зеленом лотосе, который сильно задрожал при виде бессмертного короля ночи. Ван Буале чувствовал его эмоции, печаль и нежелание расставаться, как будто цветок видел старого друга. Пока внутри Ван Буале бушевал ураган эмоций, все практики в небе, включая президента федерации, сильно нервничали. Они боялись гиганта в первую очередь из-за большой разницы в культивации, бессмертный король ночи находился в окружении, но страх испутывал не он, а практики вокруг. Многометровый мертвец в доспехах медленно поднимался в воздух под противный скрыжет цепей. Наконец он завис в воздухе, от его спины расходился демонический цепь подобно двум гигантским крыльям, королатый исполин, словно истинный владыка демонов из самой преисподней, своим присутствием погрузил всю под защитой божественного оружия он немного вылетел вперёд и закрыл глаза. С помощью особой техники он установил связь с бессмертным королём ночи, остальные напряжённо ждали окончания их разговора. Ван Буэлэ сглотнул комок в горле, он пытался разобраться в эмоциях Лотоса, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, он увидел старую знакомую Чэнь Хуэй, её глаза кровожадно светились. Она уже находилась на стадии возведения основания, причём эманацией культивации были Ван Буэлэ знакомы, они принадлежали маленькому треножнику. Когда их взгляды встретились, Чэнь Хуэй неловко отвела глаза, но тут словно о чём-то вспомнив, она искосо посмотрела на старейшин секта закат галактики в небе. Среди них не было старухи, с новообретённой уверенностью она вновь холодно посмотрела в глаза Ван Буэлэ. Чэнь Хуэй, это мелкая мятежница, ещё смеют так на меня смотреть. Ван Буэлэ прищурился, будь это возможно, то он бы с радостью убил Чэнь Хуэй, но их разделяло немаленькое расстояние, вдобавок убийство при таком количестве свидетелей могло плохо для него закончиться. К тому же под давлением гигантского мертвеца и божественного оружия нельзя было действовать необтуманно. С каждой секунды его жажда убийства росла, ему с трудом удавалось её сдерживать. Причиной тому были воспоминания о маленьком треножнике, особенно ярко в его памяти отпечатался момент, когда артефакт вырвали из его тела. «Я убью её!» Ван Буэлэ очищенно задышал. Его жажда крови достигла пика. Как вдруг зелёный лото, словно почувствовав его желание, ещё раскачнулся. Ван Буэлэ не бросился на обидчицу, а вот до этого неподвижный бессмертный король ночи в небе, который разговаривал с Дуань Митсуи, внезапно дёрнулся. Практики в воздухе изумлённо наблюдали, как гигант повернул голову и посмотрел туда, где стояла Чэнь Хуэй. Закрытые веки неожиданно открылись, не явив пару чёрных, как сама ночь глаз. Как только на Чэнь Хуэй опустился взгляд бессмертного короля ночи, её разорвало на куски. Во все стороны разлетелись куски плоти и кровавые брызги, она погибла телом и душой. Даже маленький треножник в теле, не выдержав такого давления, обратился в пепел. Сердца практиков пронзил страх. Практики стадии создания ядра, включая президента, тут же раскрутили свою культивацию до предела. Дуань Митсуи учащённо сдышал. По его команде кровавое освещение божественного оружия Алая Звезда накрыла ещё больше площади. Небеса содрогнулись. Бессмертный король ночи, мы же договорились. Мы не переступаем остановленных границ, и я предоставлю удовлетворительное объяснение относительно случившегося. Глава 284. Слёзы и наставник. Нервы всех присутствующих были натянуты до предела. Чувствуя покалывания на коже, они готовились к неминуемой конфронтации. Ван Боулэ был всерьёз созадачен. Сложно поверить, что всё это произошло на самом деле. Его дыхание стало прерывистым, сердце бешено колотилось в груди. Что вообще происходит? Стоило мне пожелать смерти Чинь Хуэй, как бессмертный король ночи убил её? Ван Боулэ охватила дрожь от одной мысли, что зелёный лотос не только смог пробудить бессмертного короля ночи, но и заставить того действовать. В ходе изучения цветка он недосчитал с одного семечка лотоса, теперь их было не пять и четыре. На основании этого Ван Боулэ сделал шокирующее открытие. Может ли такое быть, что семечками лотоса можно управлять бессмертным королём ночи? Глаза Ван Боулэ недобро блеснули, он уже искал в толпе старуху, вот только та куда-то запропастилась. Ван Боулэ с надеждой посмотрел на парящих в небе Федерации, некоторых членов Сената и экспертов четырёх ДАО Академии, остальных он видел впервые. Ему пришлось отказаться от проверки своей гипотезы, немного успокоившись, он трезво взглянул на ситуацию. «Без достаточного количества семян я вряд ли смогу долго контролировать бессмертного короля ночи», размышлял Ван Боулэ. «Одно семечко лотоса равняется одной попытке взять его под контроль?» Об этом никто не должен был узнать. В таком вопросе только дурак стал бы рассчитывать на честность других людей. «Это же относится и к зелёному лотосу. Надо как-то его замаскировать». На этом Ван Боулэ окончательно отказался от идеи натравить бессмертного короля ночи на старуху. Вместо этого он повторил трюк из деревни истинного дыхания, поглощающая семечко затуманилась и скрыла зелёный лотос от посторонних глаз. Что до формы, немного подумав, Ван Боулэ решил превратить цветок в фиал для пилюль. Отныне остальные будут видеть чудом сохранившийся артефакт, С ним история о чудесном исцелении от ран будет звучать более правдоподобно. Всё-таки такие фиалы предназначались для хранения пилюль. В контексте всего случившегося история нахождения фиала с целебными пилюлями будет звучать очень складно, к тому же все знали его феноменальные удачи в деревне истинного дыхания. Пока Ван Боулэ занимался лотосом, президент Федерации в небе безуспешно пытался вновь установить связь с бессмертным королём ночи. Гигант медленно отвел взгляд от останков девушки поднял голову и посмотрел на небо, где находился меч из позеленевшей бронзы. Какое-то время так простояв, он внезапно устремился ввысь, при этом его глаза засияли призрачным светом. На луне опять началось землетрясение, в результате рывка бессмертного короля ночи натянулись девять железных цепей, не дав тому далеко улететь. Как только цепи натянулись до предела, поверхность луны начала с треском покрываться трещинами, звёздное небо казалось немного сдвинулось, словно гигант своим безумным рывком немного сдвинул орбиту спутника. С большой высоты было отлично видно, как по тёмному небу расходилась рябь, вся луна содрогалась от мощнейшего землетрясения, повсюду образовывались трещины и провалы в земле. Людские сердца жал в тиски страх, президент федерации вновь зачерпнул силу божественного оружия в попытке алым сиянием стабилизировать ситуацию. Натянутые цепи, похоже, только разозлили бессмертного короля ночи, он отчаянно вырывался, словно хотел освободиться от оков и умчаться в вышино. Если цепи не оборвутся, он, похоже, собирался тянуть за собой луну. Ситуация в любую секунду могла перерасти в катастрофу, но тут железные цепи внезапно засияли пурпурным светом, свечение прокатилось под звеньем и окутало бессмертного короля ночи. Судя по тому, как гигант схватился за голову и издал оглушительный вопль, этот свет принёс ему невообразимые страдания. От его крика всё вокруг сдрожало. Практики стадии истинного дыхания неподалёку не могли выдержать такую страшную мощь. Их головы взорвались, как переспелые арбузы. Даже те, кто обладал культивацией стадии возведения основания, не смогли остановить кровотечение из глаз, ушей, носа и рта. Ван Буэлла коснулся пальцами уголка губ. Поднесе их к глазам, он обнаружил на подушечках пальцев кровь. Практики стадии создания ядра, побледнев панике, отлетели подальше от гиганта. Всё это произошло под защитой божественного оружия. Без него погибло бы гораздо больше людей. Дикий войне стихал очень долго. Наконец, бессмертный король ночи, лишившись большей части силы, осознав тщетность своих усилий, начал опускаться вниз. Его веки тяжелели, словно ему было трудно держать глаза открытыми. Борясь с сонливостью, он пытался что-то сказать. Язык его не слушался, поэтому получился лишь шёпот. Его голос нёс в себе непредаваемую печаль, способную тронуть даже самые чёрствые сердца. С такой грустью мог говорить только человек, собственными глазами увидевший уничтожение родного дома. Словно гигант, даже ценой собственной жизни не мог отомстить тем, кто это сделал, оттого его сердце навеки было охвачено горем. Безумие и нежелание мириться с чувством вины со временем улеглись, вместо них его вечным спутником стала вселёнская скорбь. Все эти эмоции соединились в надрывный вой, хоть его сердце разрывали тоска и печаль, у него не осталось слёз. В своём плаче он медленно опустился на колени перед древним мечом из позеленевшей бронзы. Все, включая Ван Буоле, притихли, глядя, как бессмертный король ночи надрывно воя отдаёт земной поклон светилу в звёздном небе. На столь трагичную сцену было тяжело смотреть. Плач не стихал ещё очень долго, и в один момент гигант, казалось, что-то сказал, это был внеземной язык, поэтому никто его не понял, кроме Ван Буоле. Возможно, дело было в лапуле или зелёном лотосе, но Ван Буоле разобрал, что пробормотал гигант. Он сказал, «Наставник». Бессмертный король ночи преклонил колени и склонил голову перед мечом из позеленевшей бронзы, который находился на солнце. В одно единственное слово он вложил всю свою тоску, неискуплённую вину и мириаду других эмоций. «Наставник». Эхо этого слова не стихало очень долго, тело гиганта медленно опустилась в яму. Наконец, плач стих. В следующие несколько секунд царила гробовая тишина. Убедившись, что бессмертный король ночи вновь погрузился в сон, Дуань Мюцуи с облегчением выдохнул, при доме эксперта в стадии сознания ядра прокатился коллективный вздох облегчения. Они с удивлением заметили, что их предводитель весь взмок от пота. Одна ошибка могла привести к чудовищной катастрофе, одна ошибка могла стоить им всем жизни. Пришла пора прибрать этот бардак. У вас три часа. Соберите своих учеников и доставьте их на лунные базы. Допросите всех. Пока расследование не закончится, печать не будет снята, а значит, никто не покинет луну. Дуань Мюцуи мречно окинул взглядом тела учеников, погибших от безумств бессмертного короля ночи, не обделил внимания он и выживших практиков в стадии возведения основания, которые до сих пор не могли остановить кровотечение. Заметив Ван Буэлэ, он коротко кивнул ему и улетел вниз в основном направлении. Остальные эксперты разлетелись в разные стороны в поисках своих учеников. Глава секты Дао Академии Эфира приземлился рядом с Ван Буэлэ. При виде неестественного молчаливого Ван Буэлэ ему стало слегка не по себе. Полный юноша перестал быть тем наивным практиком стадии истинного дыхания, каким он попал в мистический мир Луны. После схватки с гигантским деревом за драгоценный плод и разговор заговорщиков, у него в голове уже сложилась полноценная картина произошедшего на Луне. Мистический мир Луны оказался ловушкой. Он очень сомневался, что четыре Дао Академии ничего об этом не знали. Глава секты хотел что-то сказать, но в итоге лишь тяжело вздохнул и молча отвел Ван Буэлэ на одну из баз Дао Академии Эфира. Тем временем остальные эксперты четырех Дао Академии выискивали своих учеников и уводили их прочь. Ван Буэлэ мельком увидел Джо и Фанни и Джо Юмен, оба достигли стадии возведения основания, особенно выделялась Джо Юмен. Похоже, она совершила прорыв культивации с помощью целого предмета, а не фрагментов. Чэнь Юитун и его группа тоже уцелели. Тем временем в лесу обратной стороны Луны вот-вот должна была начаться схватка. Бледный мужчина в черном халате в панике пытался сбежать. Среди деревьев позади усиливалось алое свечение. Когда оно окружило беглеца со всех сторон, у его лба возник кенжал Алая Звезда. Из-за деревьев медленно вышел Дуань Митсуэ, пойманный в ловушку древесный практик растерянно посмотрел на Дуань Митсуэ, больше он не собирался сопротивляться. Неудивительно, как кто-то столь незначительный сумел выделиться из серой массы кандидатов, превзойти всех людей своего поколения и стать президентом федерации. Дуань Митсуэ, я-то думал, что у тебя есть всего два способа управлять мной, законный и не совсем законный. Кажется, я недооценил тебя. Оказывается, было третий план. Как ты нашел плод раньше меня, а потом напитал его ядом и проклял? Впрочем, это не имеет значения. Я сдаюсь. Рассказывай, что случилось в пещере. Потребовал Дуань Митсуэ. Его пленник горько усмехнулся и начал рассказ. Он не стал упоминать об участии Ван Буэлэ, поскольку тот был единственным инструментом, который мог помочь ему избавиться от президента федерации. Одновременно с этим Ван Буэлэ был ключом к достижению стадии зарождения души. Толстяк поглотил гораздо больше силы плода, чем он. В своих корыстных интересах он скрыл всю информацию Ван Буэлэ от президента. В это время на видимой стороне луны глава секты закат галактики с хромическим оружием девятого ранга наблюдал, как к нему неспешно шел мужчина в длинном халате цвета ночного неба, сжимая в руках не менее пугающее копье такого же цвета. Али Цыдао, как ты, лидер Сената, можешь сотрудничать с Дао Академией Белого Оленя? В нашей схватке не выиграет никто, так зачем вообще драться? Юноша в бордовом халате нахмурился. Глава секты Сюй, ты рискнул и проиграл, что тебя не устраивает. С твоим интеллектом думаю, ты уже догадался, что плод могут использовать только деревья. Он бесполезен для людской культивации. В лучшем случае он лишь усилит физическое тело. В противном случае плод бы не пролежал столько времени на Луне. Кто-то изменил его таким образом, чтобы он стал бесполезен даже для кого-то вроде тебя. Человека, практикующего древесные техники. С ним у тебя бы не вышло взойти на стадию зарождения души. Голова секты Закат Галактики молчал. После длинной паузы он тяжело вздохнул. Я готов отстраниться от мирских дел и оставаться в уединении пятьдесят лет. Достаточно? Разумеется, нет. За такое тебе следует запереть под замок минимум на один шестидесятилетний цикл. Глава двести восемьдесят пятая. Я его названный дедушка. Президент Дуань Митсуэ, сенатор Литса Дао и эксперты других фракций разбирались с мятежным кланом Пять Поколений Неба и секты Закат Галактики. Тем временем на базе четырех Дао Академии шел допрос выживших учеников. В списке на допрос отсутствовало только одно имя Ван Бууле. До сих пор никто не подошел к нему, чтобы расспросить о случившемся в мистическом мире. Особое отношение показывало и предоставленное ему жилище. Оно находилось в уединенном уголке где разместили остальных учеников. Судя по богатству внутреннего убранства, здесь обычно жили старейшины. Следующие три дня оставшиеся в живых ученики четырех Дао Академий и передислоцированные из земли практики стадии возведения основания странно поглядывали на Ван Бууле. Многие задерживали на нем взгляд неприлично долго, в глазах людей отчетливо угадывался страх и благоговейный трепет. Похоже, все уже знали о его приключениях и устроенной им в мистическом мире резне. История о том, как он нашел сохранившийся артефакт, который впоследствии вырвала прямо у него из живота старуха с культивацией стадии создания ядра, заодно уничтожив Дао Академий основание, пересказали бесчисленное число раз. Еще они слышали, как он все же сумел совершить прорыв культивации и залить мистический мир кровью практика в стадии возведения основания. Он не был простым учеником, а экспертом исповелен от хромического оружия, чья слава простиралась далеко за стены родной Академии. К тому же он состоял в программе «Сотни снов Федерации» с таким впечатляющим послужным списком и боевыми заслугами, неудивительно, что к нему было приковано столько внимания. Ван Була это понимал, поэтому был немногословен и особо не показывался на улице. Переждая хаос с поднятыми мятежниками, он ждал, пока его вызовут на допрос. Заговоры его последствия почти не затронули других учеников, но его, вице-главу павильона, инцидент в мистическом мире луны заставил пережить немало ужасов. Это был его самый травматический опыт. Ночью второго дня в лесу на обратной стороне луны шла погоня. Бледная, как мел, взлохмаченная старуха, уничтожившая до основания Ван Була, не разбирая дороги, бежала по лесу. Ее то и дело сотрясал кровавый кашель. В ее потухших глазах застыл страх. «Собра, да, осли! Выслушай меня!» крикнула она куда-то за спину. «Плевать мне на твои отговорки!» оборвал разгневанный крик. Из леса выскочил человек и в мгновение ока оказался рядом с ней. Звук града его ударов эхом прокатился по лесу. Старуха пыталась защититься, но все было тщетно. После особо сильного удара кулака у нее изо рта брызнула кровь. Она бросилась бежать, но преследователь следовал за ней словно гончая. Им был седовласый старик. Судя по погровевшему лицу, он был очень зол. От него исходила такая безумная аура, что он напоминал извергающиеся темные ночи вулканы. Там, где он проходил, загорались деревья и земля чернила от жара. Излучаемое им давление буквально клокотало. Такой могучей силе старуха просто не могла противостоять. «Собра досли!» Кашля крови закричала она. «У всего есть предел! Ты гоняешься за мной целых два дня! С твоей культивацией ты мог сразу убить меня! Зачем меня мочить? Я тоже практик стадии создания ядра, у меня еще осталась гордость! Ван Буле всего лишь один из учеников в твоей ДАО-Академии!» Старуха кричала так, словно окончательно спятила. Последние два дня превратились для нее в кошмар на его. Как она и сказала, прошлый президент Федерации преследовала, мучил ее двое суток, намеренно позволяя ей сбежать, чтобы погоня не прекращалась. Ее оставляли силы, казалось, будто она находилась в аду. «Это твой предел? Просишь о милосердии? Где было твое милосердие, когда ты решила погнаться за Ван Була? Ты ведь выбрала его не просто так. У мальчагана нет прямых родственников с культивацией создания ядра. Почему ты так жестоко с ним обошлась? Забавлялась с ним, как с игрушкой?» Верховный старейший на ДАО Академии Эфира производил впечатление от доброго старика, но знакомые с ним люди отлично знали его взрывном темпераменте. Старуха оцепенела, наблюдала, как к ней медленно подошел старик, у нее округлились глаза, когда он быстрым движением вонзил ладонь ей в живот. Ее разум затопила неописуемая боль, и с пересохшего горла вырвался пронзительный вопль. «А теперь слушай сюда, карга. У Ван Була и вправду нет родственника с культивацией стадии создания ядра. Но мне нравится этот парнишка. Я его названный дедушка. Коли ты посмела тронуть его, будешь иметь дело со мной!» Верховный старейшина крепко сжал ядро в дань тянь у старухи. Стоило ему потянуть на себя, как-то истошно завопило, кашляя кровью, старуха, казалось, еще больше постарела. Ее сильно трясло, болят потери ядра превосходило даже страдание от кражи до уоснования. Ядро было чем-то большим, чем просто органом. Потеря ядра была равна сильно потере жизни. «Не волнуйся, от этого ты не умрешь. И не позволя тебе так просто помереть. Смерть слишком быстра. Нет, ты станешь примером для остальных». Глаза старика холодно сверкнули, он присел на корточке перед дрожащей старухой и ударил ее по лицу в подкрепление своих слов. «Это наказание за нападение на Ван Бууле. Давай, беги! Если так и будешь сидеть, то я запру тебя в пещере Ядовитого Духа на Венере. Такое место идеально подойдет для кого-то вроде тебя». Упоминание пещеры Ядовитого Духа вырвало старуху из забытия. От страха ее затрясло, а глаза затравленно забегали из стороны в сторону. Она хотела убить себя, но не могла этого сделать в таком ослабленном состоянии. Ей ничего не оставалось, как совершить самоубийство, откусив себе язык. Порежде, чем она успела что-то сделать, верховный старейшина мощным ударом ноги в грудь смел легкий, удар оказался настолько мощным, что у нее от напряжения разбились зубы. «Тебе еще рано умирать. Попробуй шупить себя, и я вырву твою душу, помещу в духовное сокровище в виде ночного горшка и оставлю в туалете доу-академии». От спокойного голоса верховного старейшины старуха вся сжалась. «Тэээ!» Она хотела что-то сказать, но старик заставил ее замолчить очередной пощечиной. «Закрой пасть!» Пощечина такого могучего эксперта лишь чудом не сломала ей шею. От невыносимой боли старуха потеряла сознание. Верховный старейшина недовольно цокнул языком, схватил ее за волосы и поволок за собой. Старуху поймали на заре третьего дня. В одной из резиденций на базе четырех доу-академии в позе лотоса медитировал Ван Буэлэ. Внезапно он открыл глаза и посмотрел на дверь. Человек снаружи не пытался скрыть ни звука своих шагов, ни дыхания. Когда неизвестный подошел к двери, он услышал хриплый голос. Буэлэ. Ван Буэлэ узнал голос главы секты дау-академии эфира. Он отворил дверь и поприветствовал гостя, накрыв лодонью кулак. Мое почтение, глава секты! Главу секты дау-академии эфира явно что-то тяготило. После расследования событий в мистическом мире луны все, включая руководство дау-академии, президенты федерации и представители других фракций, были потрясены местью Ван Буэлэ. Особенно их поразили изобретенные им жемчужины блуждающего тумана. Ничего подобного ранее не существовало. Истории о тех ужасах, что выпали на долю Ван Буэлэ, не укладывались у них в голове. Его ответная реакция на случившееся в мистическом мире не оставила равнодушным никого. «Тяжело тебе пришлось», слегка виновата, сказал глава секты. Войдя в резиденцию, он попросил разрешения Ван Буэлэ проверить состояние его здоровья. В момент прикосновения к запесте он сразу увидел в дань тяне Ван Буэлэ фиал для пилюль. Во взгляде главы секты промелькнуло изумление, но определенный скепсис у него все же остался. Взглянув на артефакт, еще раз он отозвал силу своей культивации и поднял глаза на Ван Буэлэ. «Мне повезло найти второй сохранившийся до наших дней артефакт», спокойно ответил Ван Буэлэ, ожидая подобного вопроса. Глава секты ДАО Академии эфира изучающий посмотрел на Ван Буэлэ, но не стал ничего спрашивать. Это был один из основополагающих принципов четырех ДАО Академий. Найденные благословения о судьбе были делом учеников. Все-таки у каждого были секреты. Настойчивые попытки вызнать их могли привести к тому, что ученик потеряет веру в ДАО Академию. Особенно это касалось Ван Буэлэ, пережившего серию травматических событий. Глава секты заметил, насколько Ван Буэлэ изменился после того, как он побывал в мистическом мире Луны. Он все прекрасно понимал и надеялся, что мосты были неокончательно сожжены, поэтому досталось безданной сумке шкатулку. Поставив ее на стол перед Ван Буэлэ, он мягко открыл крышку. В ней лежала кровавая сфера, как будто из плоти, из шкатулки ударил неприятный запах крови и повеяло насыщенной духовной энергией. Ван Буэлэ во все глаза уставился на кровавый красный шарик. Он догадывался, что именно лежала в шкатулке, поэтому вопросительно посмотрел на главу секты. Буэлэ, ты и так знаешь достаточно. Думаю, мне нет смысла говорить что-либо еще. Единственное, что тебе следует знать, сейчас четыре Дау Академии возглавляют Дау Академии Белого Оленя. Что за случившегося, и я, и Верховный Старейшна, едины во мнении, что такое спускать нельзя. О, Тянь Лаани, секты закат галактики вырвало твое Дау основание, поэтому Верховный Старейшна лично вырвал ее ядро культивации создания ядра. За такое преступление смерть стала бы слишком легким наказанием. Верховный Старейшна собирается отправить ее на Венеру в пещеры Ядовитого Духа, в самую страшную Тюрьму Федерации. В качестве наказания она до конца дней своих будет переплавлять ядовитое золото для Дау Академии Эфира. Такое наказание тебя устроит? Глава секты спокойно посмотрел на Ван Буэлэ, тот от неожиданности не нашелся, что сказать. Его глаза немного покраснели, такое чувство было ему в новинку. Вся та обида, что он сдоил на Дау Академию испарилось на вене Ока. Он не ожидал, что кто-то за него заступится, спустя какое-то время он поднялся и низко поклонился гостю. Премного благодарен, глава секты. Глава 286. Прощаю, Луна. Глава секты улыбнулся. Ответ Ван Буэлэ немного его успокоил. Дау Академия Эфира участвовала в этой авантюре по указке Дау Академии Белого Оленя. Ему не хотелось, чтобы образцовый ученик, который ему нравился, кого ждало светлое будущее, лишился веры в родную Академию. Верховная старейшина, похоже, разделила его точку зрения. Вот почему он лично отыскал старуху и отомстил за Ван Буэлэ. Ее сохранили жизнь не из жалости, ее наказание было предупреждением другим политическим силам. Вдобавок, так они выразили свое недовольство ситуацией Дау Академии Белого Оленя и нынешнему президенту Федерации. Выражение лица Ван Буэлэ дало понять главе секты, что все сделанное ими было не зря. Закрыв самый главный вопрос, он еще немного проспрашивал Ван Буэлэ о его приключениях. Перед уходом он оставил ему флакон с крайне редкими целебными пилюлями. Внутри сосуда лежало три переливающихся пятью цветами шарика. Одна такая пилюля стоила немыслимых денег. Ничего удивительного, в этом флаконе лежало три шанса спасти свою жизнь из цепких лап смерти. Проводив голову секта до дверей, Ван Буэлэ остался на крыльце своей резиденции. Какое-то время он просто любовался небом. Наконец он вдохнул полной грудью, чувствуя, как напряжение покидает тело. Мысленно он вернулся к событиям мистического мира Луны. Сейчас те ужасы казались далекими, словно произошли в прошлой жизни. Спустя какое-то время Ван Буэлэ с облегчением вздохнул. Так даже лучше. Смерть не искупит ее грехов. Все-таки смерть мимолетно, а так ее ждут годы или даже десятилетия мучений. Ван Буэлэ наконец смог освободиться от своей ненависти к старухе. Что достигнут закат галактики? Хмуро подумал он, его глаза на мгновение вспыхнули недобрым светом. Теперь осталось только вернуться на Землю. Ван Буэлэ задвинул мысли и чувства, произошедшим на задворке разума. Он посмотрел на усыпанное звездами небо и далекую голубоватую планету посреди черного неба. Его охватила тоска. Он скучал по родителям, друзьям из Академии, по уже ставшей вторым домом Академии, по шуму листвы, тени деревьев и свежему воздуху. Как Ван Буэлэ и полагал, поздно ночью ему пришло сообщение от Академии, где говорилось, что корабль на Земле отбывает на следующий день. Расследование о событиях в мистическом мире Луны подошло к концу. Да, Академия узнала все, что хотела, поэтому им позволили вернуться домой. Ван Буэлэ собрал вещи и сел в позу лотоса. Во время медитации он прогнал из сердца тревоги и мысленно примирился со всем, что с ним произошло. Далеко за полночего посетил неожиданный гость. Ночную тишину внезапно нарушил стук в дверь, вырвав Ван Буэлэ из медитативного транса. За бесшумно открывшейся дверью стоял человек, в поломгле угадывались и черта неомогучего и статного мужчины. Высокие, словно сами небеса, в окружении неописуемого давления, вокруг него потрескивали алые искры духовной энергии. Её явно подавляли, и всё же часть этой энергии просочилась, в мгновение ока затопив все помещение. Ван Буэлэ уже доводилось ощущать на себе ауру божественного оружия и его хозяина Дуань Мюцуэ. Появление президента федерации было тревожным знаком, Ван Буэлэ поднялся и поприветствовал Дуань Мюцуэ, накрыв ладонью кулак. «Добрый вечер, президент!» Дуань Мюцуэ ничего не ответил. Судя по слегка напряжённой позе полного юноши, с его многолетним опытом в политике он сразу понял, что тот явно его опасался. Вместо того, чтобы ослабить свою ауру, он наоборот усилил её. Ван Буэлэ стала трудно дышать, его инстинкты кричали ему попятиться. Визит Дуань Мюцуэ разительно отличался от их первой встречи на церемонии награждения участников программы Столсонов. Тогда Ван Буэлэ практически ничего не знал о президенте. В мистическом мире Луны он узнал достаточно, чтобы составить о нём мнение. Дуань Мюцуэ, старый лис, обладал незаурядным умом. На земле Ван Буэлэ всерьёз занервничал, окажись он один на один с президентом, но сейчас они находились на луне. Зелёный лотос и бессмертный король ночи вселили в него определённую уверенность. Не став пятиться, он поднял голову и посмотрел в глаза Дуань Мюцуэ. Когда их взгляды встретились, в глазах президента вспыхнуло удивление, которое медленно переросло в одобрение, а потом он и вовсе улыбнулся. «Ван Буэлэ, пойдём пройдёмся», сказал он и вышел на улицу. Дуань Мюцуэ с Ван Буэлэ неспешно пошли по просторным улицам лунной базы, они не стали уходить за стены, вместо этого они завернули на неширокую улочку, освещённую тусклым светом висящих на стенах ламп, полчаса прошли в полной тишине. Дуань Мюцуэ до сих пор ничего не сказал, поэтому Ван Буэлэ тоже хранил молчание. Когда они подошли к строящейся пагоди, Дуань Мюцуэ, не поворачивая головы, сказал, «Ван Буэлэ, помни, ты спрашивал меня в столице о том, как стать президентом Федерации?» Услышав это, Ван Буэлэ поднял голову на Дуань Мюцуэ. Он тогда и вправду спросил его о своей мечте. «В тот раз я сказал тебе, как стать президентом Федерации, случившееся в мистическом мире Луны». Дуань Мюцуэ сделал паузу, позволив эху своих слов затихнуть, а потом повернулся и загадочно посмотрел на Ван Буэлэ. «Всту президента!» «Что ты усвоил из этой истории?» «С тенью улыбки?» спросил он. Легким движением кисти он бросил в Ван Буэлэ пузырёк из тёмного стекла. «Внутри противоядие. Плод был отравлен и проклят. Похоже, ты родился в рубашке. Я не чувствую в тебе ни следов проклятия, ни яда. Если ты боишься нежелательных последствий, то можешь принять антидот. Что до самого плода, его действие на людей крайне ограничено, в лучшем случае он может укрепить тело. Для прорыва культивации он бесполезен. Только диковинные существа вроде гигантского дерева могут по-настоящему вобрать его в себя. Быть может ещё глава секты Закат Галактики, который специализируется на древесных секретных техниках. Подозреваю, он уже не совсем человек». Дуань Митсуи покачал голову и со смехом пошёл прочь, оставив ошеломлённого Ван Буэлэ стоять у пагоды. Под влиянием эмоций его размеренное дыхание сбилось, сжимая в руке флакон и наблюдал за удаляющимся президентом. Какое-то время спустя он сделал глубокий вдох в надежде успокоиться. Сегодня он получил последнюю недостающую деталь головоломки. Гигантское дерево играло одновременно против клана Пять Поколений Неба, Секты Закат Галактики и Федерации. Оно не собиралось ни с кем делиться плодом. Клан Пять Поколений Неба работал вместе с Сектой Закат Галактики только потому, что те им что-то пообещали. Что именно Ван Буэлэ не знал, но клану Пять Поколений Неба это нечто было нужно позарез, раз они решились на такой риск. Больше всех усилий и ресурсов в операцию вложила Секта Закат Галактики. На место событий лично прибыла глава секты, который преследовал схожую с деревом цель. Обоим был нужен плод, оба хотели с её помощью совершить прорыв культивации и войти на стадию зарождения души, по этой причине старуха и вела себя столь бесстрашно. Если бы глава их секты действительно достиг стадии зарождения души, то он бы пошатнул устоявшийся Федерацией баланс сил. После этого в стране установился бы новый порядок. Сложно сказать, кто был лисой, а кто зайцем, но одно было несомненно. Ни гигантское дерево, ни клан Пять Поколений Неба, ни Секта Закат Галактики не подозревали, что с самого начала настоящим охотником был президент Федерации Дуань Мюцуэ. Его цель имела куда больше размах, чем их мелкие козни. Он планировал как можно сильнее ослабить кланы Секту, тем самым укрепив политическую стабильность Федерации. Каким-то неведомым образом он обнаружил плод ещё до открытия мистического мира, тогда и родился план впрыснуть в плод яд и наслать на него проклятие. Кто бы ни вышел победителем из Противостояния в пещере, этого человека ждала одна участь. Яд начал бы разрушать тело изнутри, а проклятие подчинило бы его Дуань Мюцуэ. Гигантское дерево, клан Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики проиграли ещё до начала игры. При любом сценарии победителем становился Дуань Мюцуэ. Это мой первый урок на пути к креслу Президента Федерации. Ван Буэлэ долго простоял на улице в полной тишине, его глаза едва заметно блестели, о чём-то похожем он читал в автобиографиях высокопоставленных чиновников. В резиденции Ван Буэлэ долгое время не мог перестать думать о своём разговоре с Президентом. Пережитые в мистическом мире и усвоенные из случившегося уроки сделали путешествие на Луну поворотной точкой в его жизни. В ходе размышлений он пришёл от простого осознания фактов к более глубокому пониманию корня проблемы, что в свою очередь дало ему новую уверенность. Я всё ещё мечтаю стать Президентом Федерации. Рассвет Ван Буэлэ встретил с высоко поднятой головой и решимостью в глазах. Покинув резиденцию, он двинулся к космопорту, где уже готовился к старту корабль. Он запер мысли о случившемся на Луне, особенно обустроенной им резне, в дальний уголок сердца. Подмерный звук двигателей готовящегося к взлёту корабля Ван Буэлэ поднялся на палубу и похлопал себя по животу. Из его глаз исчезли угромость и кровожадность, на их смену пришли жизнерадостность и оптимизм, он обнял стоящего рядом Джо и Фанни и поднялся рассказывать ему о своих приключениях. Когда оба рассмеялись над какой-то шуткой, он посмотрел в иллюминатор на медленно удаляющуюся Луну. Прощай, Луна, прощай, Бессмертный Король Ночи. Эрген, Мир на Ладони, Книга Вторая, Верхняя Дао Академия Эфира, Конец, Читал, Адреналин. Глава 287. Возвращение на Землю. Люди в дороге всегда испытывают странные чувства. На пути к месту назначения время тянется невыносимо медленно, а на пути домой наоборот пролетает с небывалой быстротой. Это же можно было сказать и про полет межзвезд. Обратный путь казалось занял совсем немного времени. Вскоре корабль уже приземлился на острове Верхней Академии, на Землю сошли те, кто достиг стадии возведения основания и их менее везучие собратья. Вместо усыпанной звездами черноты они вновь увидели привычное голубое небо и солнечный меч, услышали пение птиц. Они с наслаждением вдохнули свежий воздух, в котором ощущался неуловимый аромат цветов, дыша полной грудью они чувствовали втекающую в них духовную энергию. Тягостные думы Ван Буле оставил на луне. Наконец он смог расслабиться. Несмотря на гору скопившейся работы, после таких серьезных испытаний он решил устроить себе длинный отпуск. Ему очень хотелось повидать родителей в городе Феникс, его возвращение подняло на уши всю администрацию города. Они не стали выезжать за город на полтора километра, чтобы его встретить, однако мэр с заместителем встретили его в порту. Немного с ним поболтав, они не стали долго его задерживать. На пути домой Ван Буле с завидным спокойствием слушал причитания матери, а отец по большей части хранил молчание, время от времени добавляя к речи супруги свои замечания. Следующие две недели с губ Ван Буле не сходила улыбка. Ван пытался привести мысли в порядок и изучить зеленый лотос, он все больше убеждался, что цветок усиливал его культивацию и тело. Под его влиянием физическая сила Ван Була достигла головокружительных высот. После погони в мистическом мире Луны от смерти его спасла невероятная скорость восстановления, полученные раны затянулись очень быстро, его физическая сила с появлением зеленого лотоса тоже усилилась и до сих пор продолжила расти. На данный момент по физическим данным Ван превосходил любого среднестатистического практика со схожей культивацией, другими словами, если бы он мог разделиться на двух практиков физической силы и культивации соответственно, то победителем в их дуэли стал бы физический практик. Зеленый лотос заставляет поглощающие семечко вбирать жизненную силу всего сущего, пока сам цветок находится внутри и получает подпитку. Размышлял Ван Була. В семенной коробочке лотоса осталось четыре семечка. Его не покидало ощущение, что кроме контроля бессмертного короля ночи у них имелись и другие применения. Цветок появился в Дантяне не так давно, поэтому он еще не до конца разобрался во всех его особенностях. Ван Була попробовал выбрать семечки, но это оказалось сложнее, чем он предполагал. Тем не менее, он не собирался так просто отступать. Преимуществ основания зеленого лотоса было так много, что ему иногда хотелось спуститься в пляс. С поглощающим семечком цветок будет расти вместе с культивацией. Благодаря ему будет расти и моя сила. Ван Була сделал глубокий вдох, сейчас будущее виделось ему светлым и безоблачным. В мистическом мире Лунеон чудом выкарабкался из недр преисподней, но поездка туда стоила того. Все хорошее рано или поздно подходит к концу, он хотел продлить свои каникулы еще на несколько дней, но от этой идеи пришлось отказаться после сообщения от Чин Юй Туна. В одиночку тот уже не справлялся с чудовищным объемом работы в павилоне от хромического оружия. Из академии тоже пришло сообщение с просьбой вернуться и забрать секретную технику стадии возведения основания. Помимо этих двух сообщений, дома Ван Буэлэк своему ужасу обнаружил, что его мать начала подыскивать ему пару и договариваться о смотринах. Дорогая матушка, твой сын прославленный практик стадии возведения основания, юный гений, глава павильона от хромического оружия и участник программы Сотни сынов. Мало осталось людей, кто не знает меня в лицо. Одно слово, и от города Феникс до доуэкадемии эфира выстроится очередь из желающих стать моей девушкой. Ты думаешь, мне нужна помощь в этом деле? Твои попытки меня кому-нибудь сосватать это оскорбление моим безукоризненным внешности и таланта. Его мать закатила глаза, схватила протестующего сына за ухо и строго отчитала. После этого разговора в Анбеуле ничего не оставалось, как собрать вещи и, несмотря на протесты родителей, вернуться в дауэкадемию. Каникулы пришлось закончить досрочно. По приезду Чен Юй Тон ввел его в курс дела относительно последствий, произошедшего в мистическом мире Луне. Две недели назад на Землю вернулись не только ученики четырех дауэкадемий, но и других фракций. После их отъезда на Луне началась настоящая зачистка мятежных сил, быстро переросшая в кровавую баню. В мистическом мире Луны воцарился хаос, запертым внутри магической формации людям из клана Пять Поколений Неба и секты Закат Галактики некуда было бежать. За некоторыми исключениями все практики клана Пять Поколений Неба, участвовавшие в мятеже, были уничтожены. Их истреблением занимались другие семьи, входящие в клан Пять Поколений Неба. Это было необходимо сделать, а они должны были как-то продемонстрировать лояльность Федерации. Для этого им пришлось убить сотни, если не тысячи, забратьев по клану. В качестве наказания клан Пять Поколений Неба лишился трети своих территорий, только после этого Федерация и другие фракции оставили их в покое. Несмотря на тёжесть их преступлений, они не хотели заходить слишком далеко. Секту Закат Галактики постигла участь куда печальней, они были организаторами мятежа. Главу секты заключили в изоляцию на один 60-летний цикл, для предотвращения побега охранять место его заключения поставили экспертов из разных фракций. Из мистического мира домой вернулись небольшая горстка учеников стадий истинного дыхания, кому удалось подняться до стадии возведения основания, а остальных казнили. Ещё у них конфисковали половину территорий, запасов денег и ресурсов. Для секты Закат Галактики настали тёмные времена. От такого удара они долго не смогут оправиться. Мятежных практиков стадии создания ядра обоих фракций взяли под стражу, им была уготована менее страшная участь, чем та, что постигла старуху. Никто не стал трогать ядро их культивации. Правда, всех отправили в тюрьму, где им предстояло провести остаток своих дней. Судьба хуже смерти. Всё это ярко освещалось новостными агентствами. Вся федерация знала о произошедшем. Рейтинги Дуань Митсуи взлетели до небес. После этих событий он обогнал по популярности бывшего президента. В текущем политическом климате с ослабленным кланом Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики больше всех выиграла корпорация Трелунье, которая была у федерации на хорошем счету. Что до замкнутой секты Пренебесное Вознесение, после лунного инцидента они не желали привлекать к себе внимание. Часть населения, не знавшая всей правды, посчитала реакцию федерации медлительной, но исчерпывающей. После такого жестокого наказания они считали, что клан Пять Поколений Неба и Секта Закат Галактики сполна заплатили за содеянное, поэтому их следовало простить. Ван Буэлэ понимал, что прошедшие переговоры и принятые на них решения нельзя было описать парой слов. Сам он совершенно не хотел встроить догадки на этот счет. Попрощавшись с Чень Юй Туном, он занялся насущными делами, которые требовали его внимания. Практикам стадии возведения основания полагалась секретная техника. У Дао Академии Эфира имелось немало секретных техник для этой стадии. Самая популярная называлась Эфирный Раскол Пустоты. Довольно простая техника, подходящая всем ученикам. Вместо нее Ван Буэлэ дали на выбор три лучших секретных техники в распоряжении Дао Академии, которые подходили для стадии возведения основания. Их практиковали только те, кто достиг этой стадии культивации с помощью целого артефакта. Первые две секретные техники назывались Девять Эфирных Аннигиляций и Единение Пяти Элементов. Третья именовалась Первый Том Дао Молний. Технику Девять Эфирных Аннигиляций придумал Верховный Старейшина. Ее силу не стоило недооценивать, к тому же она подходила ученикам, кто в качестве основания использовал целый артефакт. Секретную технику Единения Пяти Элементов нашли в Древнем Мече. Эта завершенная техника обладала не меньшей силой. С ее помощью практик мог управлять силой Пяти Элементов, что интересно, в нее входила дополнительная техника, идеально подходящая для бегства. Что до первого Тома Дао Молний, его нашли не в прибывшем из Звездного Неба Мече, а в вытравленном на Метеорите. Этот Метеорит упал на Землю два тысячелетия назад, задолго до появления Меча из позеленевшей бронзы. Об этом оттиске веками никто не знал, но все изменилось с появлением духовной энергии. После своего нахождения Метеорит неоднократно менял владельцев, пока не попал в руки Дао Академии Эфира. Письмена на его поверхности легли в основу уникальной техники первого Тома Дао Молний. Условием для культивации трех техник было основание, возведенное из целого артефакта. В противном случае освоение этой техники сопровождалось серьезными трудностями, в лучшем случае культивация техники просто занимала очень много времени. При менее удачном раскладе культивация практика повреждалась, что приводило к взрыву основания, а с ним и тело. Ван Буэлэд тщательно взвесил свои варианты. Он отказался от техники девяти эфирных аннигиляций и единения пяти элементов. Первая лучше всего подходила людям с основанием в виде металлического артефакта. Его основание выглядело как фиал для пилюль, но за ним скрывался зеленый лотос. Секретная техника единения пяти элементов порождала в теле духовную энергию пяти стихий. Это была могучая техника, но переизбыток духовной энергии одного типа мог негативно сказаться на остальных четырех стихиях. В итоге осталось только дао-молний, чья культивация усиливала физическое тело. После долгих раздумий Ван Буэлэ остановился на этой технике. Она была разбита на этапы, соотносящиеся со ступенями культивации начальной, средней, поздней и великой завершенностью возведения основания. На каждом этапе практику надлежало нанести на тело громовую татуировку, насыщение их духовной энергии в итоге могло трансформировать их в настоящую молнию. По итогам анализа Ван Буэлэ был вынужден признать, что ему нравилось бить своих противников в пах, естественность этого движения и наносимый урон поражали. По этой причине он решил нанести первограммовую тату на правую ногу. Так во время каждого удара ногой будет бить молния. Даже если противник остановит удар, его все равно ударят током. Такого никто не будет ожидать. Отличная идея! Ван Буэлэ был очень доволен собственной изобретательностью. Во время культивации он почему-то подумал о Лапуле из маски. Лапуля научила меня технике поглощения отцы великой пустоты, когда я находился на стадии древних боевых искусств. Потом методу компрессии на стадии истинного дыхания и теперь на стадии возведения основания. Быть может у неё есть техника лучше пиро от Амадау молний. Взволнованный новой идеей он быстро достал чёрную маску, чтобы поговорить с Лапулей. Глава 288 Запорядная Чёрная Магия Первый том Дао молний впечатлял, но Ван Буола не сомневался, что у Лапули имелась техника получше. Он с нетерпением достал чёрную маску и нырнул в мир иллюзий. Открыв глаза, он вновь увидел заснеженную равнину, обдуваемую холодными ветрами. Его визит в иллюзорный мир немного отличался от предыдущих, в этот раз он не стал предварительно предупреждать Лапулю. Вдалеке он увидел девушку неземной красоты с шелковистыми волосами цвета вороного крыла. Порывы зимнего ветра играли её длинными волосами и полами халата. Она стояла к нему спиной, глядя на далёкий горизонт мира иллюзий. Он не видел её лица, только роскошные волосы. Свободный крой халата скрывал её фигуру. Могло показаться, будто она не принадлежала этому миру. Похожее чувство вызывало заснеженный пейзаж. С такой ослепительной красавицы это место казалось царством бессмертных. Глядя на неё, сердце любого человека пронзал в стыд и чувство собственного несовершенства. Казалось, даже самые могучие и высокомерные люди не могли не склонить перед ней головы и были готовы принести к её ногам всё своё состояние. Если бы кто-то навеки запечатлел эту сцену на холсте, главным её украшением стала бы эта холодная и неприступная красавица далёкая от мирской суеты. Подобно феи, желающая только одного унестись вдаль вместе с ветром. Ван Буоле какое-то время потрясённо любывался ей, её точёное и красивое лицо, которому бы могли позавидовать богине древности, было скрыто от глаз Ван Буоле. Она смотрела на линию горизонта, но на самом деле её глаза лукавые и самодовольно блестели. Маленький толстячок в последнее время не выказывает мне должного уважения. В его взгляде сквозит похоть, я оберну его благодарность за помощь в мистическом мире Луны себе на пользу и напомню ему, кто здесь хозяин, а кто раб. От этой мысли девушка в белом немного приподняла подбородок. Чарующий блеск глаз делал её ещё красивей, такая красота затуманивала разум, заставляла сердце биться быстрее и вызывала желание пасть перед неё на колени. Ван Буола очащённо задышал, он чувствовал внеземную, невесомую ауру Лапули, это разожгло его любопытство. Он вспомнил о том, как чудом избежал смерти в мистическом мире Луны. Без помощи Лапули он бы не вернулся на Землю, никогда бы не увидел солнца и навсегда попрощался с этим миром. Воспоминания о тех ужасах немного остудили его пыл. Он поклонился девушке в белоснежном наряде, в словах не было нужды, все свои чувства он вложил в один-единственный поклон. Ван Буоле молча встал рядом с Лапули и посмотрел вдаль. Время в мире иллюзий, казалось, прекратило свой неспешный ход. Ван Буоле и молодая девушка молча смотрели на далёкое небо, слушая свисты завывания ветра. Упавшие им на волосы снежинки не таяли, со временем их волосы полностью припорошило снегом. Пейзаж действовал на Ван Буоле умиротворяюще, он ещё никогда не чувствовал такого покоя, словно все его заботы остались где-то в другой жизни. Он покосился на девушку рядом, в этот момент в его глазах что-то промелькнуло. Лапуля тоже искоса на него посмотрела, она была довольна произведённым эффектом. Когда она собралась немного его усилить, Ван Буоле сухо покашлив достал пакетик чипсов и начал громко хрустеть. Атмосфера умиротворения безмятёжности была разрушена. Хрусты шуршания пакетика в этом тихом мире звучали, как скрыжет металл о камень. В этот момент девушка повернулась и посмотрела на Ван Буоле. Тот немного смущенно кашлянул и протянул ей пакетик. «Ты тоже хочешь? Не знал, что в этом мире можно создавать еду. На вкус как настоящий. Попробуй. Эти со вкусом барбекю». «Нет, спасибо». Лапуля сделала глубокий вдох, чтобы унять вспыхнувшую была ярость. С некоторым усилием ей удалось сохранить самообладание. По опыту она знала, что её взгляд мог заставить любого почувствовать обжигающий стыд. Что-то подобное и произошло. Под её взглядом Ван Буоле окончательно смутился. Он убрал пакетик чипсов и достал бутылку духовной ледяной воды. Делая маленькие глотки, он с опаской поглядывал на лапулю. Глядя на то, что делал Ван Буоле, рука красавицы инстинктивно потянулась к лицу. Ощущение было такое, будто она играла на цитре ничего не понимающему быку. С чувством обречённости на сердце она взмахом руки сотворила перед Ван Буоле иллюзорную нефритовую табличку. Техника меряет деревьев и ледяного сердца. Эта техника стадии возведения основания лучше всего тебе подойдёт. Ведь ты за этим сюда пришёл, да? Бери её и уходи. В Ван Буоле загорелись глаза. Ему было немного неловко, но он проворно схватил нефритовую табличку. Как оказалось, в этой технике наибольший акцент делался на древесный аспект. Один из пяти элементов. Это была сложная и непростая в понимании техника. Правда, ему она показалась не такой впечатляющей, как единение пяти элементов. Немного расстроен он посмотрел на Лапулю, но в итоге замёлся, словно пытался подобрать слова. Что ещё? Говори. Девушка в белом вопросительно выгнала бровь, когда Лапуле потребовала от него ответа, Ван Буоле оживился. Я хочу что-нибудь очень могущественное. Выпалил он. Было бы здорово, если техника просто при использовании внушала страх в сердца врагов. Взгляд девушки посуровел, когда она услышала такую просьбу. Мысленно она решила преподать обнаглевшему Ван Буоле урок, который тот никогда не забудет. Практик должен чётко понимать пределы своего таланта и никогда не пытаться научиться бежать до того, как у нас водят ходьбу. Как ещё достичь великого Дао? Вот как. Дай-ка подумать. С едва уловимым блеском в глазах сухо сказала она. Да, у меня есть легендарная секретная техника культивации. Именно такая, как ты и просил. Если ты освоишь её, то сможешь сдвинуть небо и землю. Будешь внушать страх и трепет в сердце тех, кто её узреет. Легендарная секретная техника? Ван Буоле встрепенулся. Именно. Техника Мириад деревьев и ледяного сердца во много раз слабее это несравненные техники культивации. Между ними лежит непреодолимая пропасть. Если ты освоишь её, то станешь непобедимым. У неё очень звучное имя «Лицо-мертвеца». Полное название «Тёмное искусство лица-мертвеца». Что скажешь? Девушка развернулась на пятках и одарила Ван Буоле ободряющим взглядом. Согласен. Звучит мощно. Но почему от этого названия мне слегка не по себе? Ван Буоле почесал затылок. Если тебе не по себе, представляешь, как испугаются твои враги, когда ты используешь её в бою? Твёрдо сказала она. Вдовеса к своему аргументу, она похлопала его по плечу. Это имеет смысл. Неуверенно промямлил Ван Буоле. Не став давать ему время на размышления, красавица принялась объяснять, как работала техника лица-мертвеца. В тёмных искусствах использовалась субстанция, скрытая в духовной энергии. По её словам, человечество ещё многого не знало о духовной энергии. Обычный практик умел освобождать духовную энергию, но не мог полностью вобрать её в себя. Всегда оставалась крохотная часть, которая не поддавалась поглощению и естественным образом выделялась из человеческого тела. 99% техник культивации, найденных на земле, в ходе культивации исторгали эту субстанцию из тела. Так культивация могла прогрессировать без каких-либо проблем. Кто бы мог подумать, что эту загадочную субстанцию можно было использовать для культивации. Так и были рождены так называемые тёмные искусства. Там, откуда она пришла, эту субстанцию называли тёмной духовной энергией. Культивация тёмных искусств позволяла поглощать тёмную духовную энергию и трансформировать её в тёмное пламя, способное сжечь всё на свете. Её сила была столь великой, что описать её словами было невозможно, она не только была полной противоположностью обычной духовной энергии, но и превосходила её по силе. Вот почему в некотором смысле с её помощью можно было уничтожить все остальные типы культивации. Во время культивации тёмных искусств на начальной ступени возведения основания создавалось тёмное пламя. Ещё один огонёк этого пламени рождался на средней ступени возведения основания. С созданием третьего огонька практик мог подняться со средней до поздней ступени возведения основания. Потом наступало время обеднить три огонька в гибельное пламя. Тогда практик поднимался до великой завершённости возведения основания. Тёмное искусство получило название лоброви мертвеца, потом глаза, следом нос и губы. В итоге получалось лицо мертвеца. После этого освобождалась поистине всеразрушающая мощь техники. Ван Боуле слушал Лапулю широко разинутым ртом. Когда-то закончил, а он судорожно вздохнул, чувствуя неестественный холод, который медленно растекался по телу. Лицо мертвеца оказалось совершенно ненормальной техникой. Эмм... Ван Боуле замялся. Его не покидало чувство, что Лапуле пыталась выставить его дураком. Она попыталась развеять его сомнения, ещё немного рассказав про невероятные преимущества тёмных искусств, но и это не помогло окончательно убедить его. Ван Боуле, скажи мне, с тех пор, как ты поднялся на стадию древних боевых искусств, я хоть раз отправляла тебя по неверному пути? Ван Боуле стыдливо опустил голову, это было правдой. С самого начала Лапуле относилась к нему хорошо и никогда не пыталась обмануть. Я выучу её, ты права, ты никогда мне не врала! Ван Боуле решительно кивнул, девушка в белом довольно улыбнулась, но почему-то ей не было весело. Она вспомнила несколько случаев, когда пыталась обвести Ван Боуле вокруг пальца. Каждый раз, когда она хотела как следует повеселиться, толстяк превосходил все её ожидания. Было ли дело в его крови или в чём-то другом, ответ она не знала. Иногда она начинала сомневаться в себе. В этот раз всё будет не так, как со золотым телом. Это запретная техника культивации из легенд. Давным-давно я тоже не захотела культивировать технику меря от деревьев в ледяного сердца, посчитав её слабой. Тогда мама преподала мне урок и открыла мне глаза. Так я вступила на путь великого Дао. Даже мне не удалось освоить тёмное искусство. До сих пор помню, как несладко мне тогда пришлось. Наконец-то теперь я смогу посмотреть, как будет страдать кто-то другой. Отказываюсь верить, что он сможет её постечь. Глава 289. Перевод После слов Лапуль Иван Буэлэ неосознанно стал возлагать большие надежды на тёмное искусство лицу мертвеца. Покинув лизорный мир, он начал культивацию техники в пещере бессмертного. Сколько бы он ни старался почувствовать тёмный аспект в обычной духовной энергии вокруг себя, ничего не выходило. Несмотря на отсутствие успехов, сдаваться было рано. Параллельно он культивировал первый том Дао Молний. Если бы ему не было с чем сравнивать, то он бы никогда не понял, насколько сложными в постижении были тёмные искусства. Первый том Дао Молни был мистической техникой культивации. Культивировать её оказалось непростым делом, в противном случае Дао Академия Эфира не стала бы выдавать её только практикам с основанием в виде полноценного артефакта. В сравнении с тёмными искусствами первый том Дао Молни был не таким уж и сложным. Никто бы ему не поверил, поделюсь он этим мнением с кем-нибудь. Точка зрения на вопрос менялась, если человеку было с чем сравнивать. Незаметно прошёл месяц. С культивацией стадии возведения основания ему было неуместно дальше занимать должность вице-главу павильона. Структурные четыре Дао Академии отличались от других организаций. Взять, к примеру, вице-главу павильона от хромического оружия. В других организациях такой важный пост никогда бы не достался практику на стадии истинного дыхания, обычно такой честью удостоивались люди с культивацией стадии возведения основания. В четырёх Дао Академиях сложилась традиция отправлять учеников на стадии возведения основания на службу федерации. На должностях в федеральных структурах они продолжали развивать свою культивацию, по этой причине на позицию вице-главы павильона назначались молодые люди с культивацией истинного дыхания. В этот же месяц Чэнь Юйтон сложил полномочия вице-главы павильона и отправился на службу в столицу. Звание вице-главы павильона стало отличным подспорьем для повышения, причём его новая должность была выше тех, что получили остальные практики, недавно достигшие стадии возведения основания. После возвращения из мистического мира луны новоиспечённые практики стадии возведения основания один с другим получали приказы о переводе. Начиналась новая глава в их жизни. Луцзэхао не стал исключением, его перевели на Венеру, ему очень хотелось найти и сказать Ван Буэлэ, что они теперь стали практиками стадии возведения основания. Он не хотел, чтобы тот называл его сыном. Вспомнив о кровавых событиях на Луне, в которых непосредственное участие принимал Ван Буэлэ, он решил не накликать на себя его гнев. К счастью, такое решение не шло вразрез с его принципами, во всяком случае он хотел в это верить. Джо и Фанн решили остаться в Академии в должности главы павильона боевых искусств. Ввиду уникальности этого павильона, у них не существовало запрета на занятие поста главы павильона практиком скультивации стадии возведения основания. Что до Джо и Емен, Ван Буэлэ ни капли не сомневался, что она вернётся в столицу. У неё была явно непростая семья, раз их дом находился в самом сердце федерации. Поэтому он ничуть не удивился, когда та пришла попрощаться и сообщить о скором отбытии в столицу. Он крепко её обнял и серьёзно сказал. «Емен, береги себя. Если кто-то будет тебя обижать, дай мне знать. Мы, члены ассоциации Адонис, друг за другом горой!» Джо и Емен внимательно посмотрела на Ван Буэлэ, а потом с улыбкой ушла. За этот месяц Ван Буэлэ попрощался со многими знакомыми, но ему почему-то так и не пришёл приказ о переводе. Это показалось ему странным. «Может, они просто не знают, куда меня отправить? Это хорошо!» Самодовольно подумал он. «Меня точно ждёт приятный сюрприз». В попытке найти зайку выяснилось, что та ещё не покинула уединение. Стоя у ворот павильона алхимии, он расстроенно вздохнул. После такого продолжительного уединения, зайка ведь не превратится в старую зайчиху. Павильон алхимии пытается помешать расцвести любви между нами. «Зайка, мама скоро за волосы потащит меня на смотрины. Я отверг все её попытки найти мне жену, но рано или поздно она потеряет терпение». Невольно Ван Буэлла вспомнила Думинь. Оказалось, она с несколькими учениками павильона боевых искусств была на задании за пределами академии. От скуки Ван Буэлла решил вернуться к культивации, но вдобавок ему предстояло пополнить запасы из-за сходованных на Луне духовных сокровищ. Оставшееся свободное время он проводил в уединении, изучая две техники культивации. У него уже созрел план. Первый том Дао Молнии позволит ему сформировать внутри тела первую молнию, а тёмное искусство — тёмное пламя, как только он поймёт, как их культивировать. Обе техники культивации могли поднять его боевую мощь, пока он находился на стадии возведения основания. За физическую силу можно было не беспокоиться, пока в Данте не находился зелёный лотос. Он оценивал собственную боевую мощь довольно высоко. Прошёл ещё месяц, но приказ о переводе так и не пришёл. Ван Буэлла начал нервничать. Поразмыслив как следует, он решил подождать ещё месяц. Если приказ не придёт, он собирался навестить главу секты. К этому моменту большинство знакомых уже покинуло академию. В павильоне дхармического оружия многие до сих пор вели себя с ним крайне вежливо, но и мы их расшаркивания оказались бессмысленными. Одно хорошо — с ним оставался Люда Убинь. Его присутствие чуть приглушало меланхолию Ван Буэлла. Он понимал, что отправка на новое место была уже не за горами. В ожидании приказа о переводе он не терял времени даром, расставляя на важных постах своих людей. Он позаботился о Люда Убине и других своих подчинённых, попавших в павильон с острова Нижней Академии. Люда Убинь прошёл экзамен на звание мастера оружия, пока Ван Буэлла занимался культивацией воединения. Его он поставил во главу административного департамента. Остальные тоже получили должности. Им предстояло тесно сотрудничать с подчинёнными Чен Юйтуна, чтобы сохранить контроль их династии над павильоном дхармического оружия. Ван Буэлла посетил область молний, где выдержал два последних раунда и получил в награду две недостающие техники. Теперь у него был полный комплект техник области молний, а значит он мог использовать электромагнитную бурю. Сделал он это в надежде на то, что так ему будет проще культивировать первый том дау молний. В результате большую часть дня он проводил там. Наконец Ван Буэлла достиг определённых успехов в культивации техники и смог нанести татуировку на правую ногу. Практически сразу он почувствовал пульсацию магического символа. Ощущение было такое, будто у него в ноге назревал небесный гром. Прогресса в изучении тёмных искусств по-прежнему не наблюдалась. Наконец Ван Буэлла вызвали на остров небесного круговорота, где его лично встретил глава секты. В главном павильоне острова у них состоялся разговор. Буэлла, ты знаешь о традиции нашей Академии. Ты привлек к себе немало внимания после устроенного в мистическом мире Луны. Федерации долго решали, куда тебя отправить. Недавно они пришли к консенсусу, но за тобой остаётся право принять их предложение или отказаться. У тебя два варианта. Во-первых, остаться в Академии. Ты станешь главой павильона тхармического оружия, и тебе, пожалуй, чин. Первостепенный пятый ранг. Практики истинного дыхания в должности главы павильона не имеют чина. Их получают только практики стадии возведения основания и выше. Второй вариант. Отправиться на службу в марсианскую колонию. Где именно ты будешь работать, определит губернатор колонии по твоему приезду. Не беспокойся, тебе гарантирована позиция, подобающая человеку с первостепенным пятым рангом. Голова секты Дао Академии за столом в одной из приёмных внимательно посмотрел на Ван Буэлэ. На его губах играла лёгкая улыбка. «Первостепенный пятый ранг?» – ошарашенно переспросил Ван Буэлэ. После прочтения множества автобиографий высокопоставленных чиновников, он примерно представлял себе классовую систему Федерации. Тогда перспективы получить чин казались такими же далёкими, как и стадия возведения основания. Его можно было получить только после поступления на службу в Федерации. На вопрос Ван Буэлэ глава секты улыбнулся, он уже давно знал о мечте этого юноши стать президентом Федерации. «Ты явно знаешь об этой системе побольше других. И всё же позволь немного освежить тебе память, чтобы у нас не возникло недопонимания. Федеральная система чинов состоит из девяти рангов, а они в свою очередь разбиты на два подкласса. Высшим считается первостепенный первый ранг, низшим – второстепенный девятый ранг. Единственный человек удостоенный первостепенного первого ранга в данный момент – это президент Федерации. Вице-президент и глава Сената, а также губернаторы колонии на Марсе и Венере имеют второстепенный первый ранг. Главы сек 4-х ДО Академии вроде меня находятся на первостепенном втором ранге. Мэры 17 главных городов, куда входит наш сосед Линью из города Эфира, за исключением главы Сената, возведены во второстепенный второй ранг руководители ключевых департаментов Федерации – первостепенный третий ранг. Их заместители и заместители главы Сект 4-х ДО Академий – второстепенный третий ранг, ниже располагаются второстепенный и первостепенный четвертый ранг, в этой категории находятся главные старейшины павильонов Академии. В пятом ранге обычно состоят чиновники Федерации, в ДО Академии это скорее условно ненастоящий чин. К примеру, главы павильонов находятся на первостепенном пятом ранге, ты, вице-глава павильона, соответствуешь второстепенному пятому рангу. Глава секты сделал небольшую паузу, а потом спросил. Боуле, что ты решил? Останешься в Академии или отправишься на Марс? Глава 290. Место назначения «Марсианская колония». В голове Ван Боуле вовсю вращались шестерни. Ему предстояло принять важное решение, ведь оно предело его будущее. Он решил взять паузу для размышлений. Глава секты Дао Академии Эфира понимал, что такие решения не принимаются поспешно. Он терпеливо прождал полчаса. Наконец, Ван Боуле поднял голову и посмотрел на него. «Глава секты!» — обратился он, накрыв ладони кулак. «Я не могу выбрать. Что вы думаете?» «Маленький хитрец». Глава секты одобрительно улыбнулся Ван Боуле. Тот смущенно почесал затылок в попытке сойти за простоватого и честного ученика. При виде этого спектакля глава секты не удержался от смеха. Было не очень уместно давать Ван Боуле совет, если бы он сам об этом не попросил. «Ты получишь первостепенный пятый ранг, если останешься в Академии. В будущем, когда ты достигнешь стадии в создании ядра, с твоим послужным списком тебя сделают главным старейшный павильон от хромического оружия. Тогда ты получишь новый чин — второстепенный четвертый ранг. А там не за горами первостепенный четвертый ранг. После этого сделай приемлемый вклад в развитие Федерации или Академии и наберись побольше опыта. Тогда у тебя появится шанс получить повышение до заместителя главы секты до Академии Эфира, что поднимет тебя до второстепенного третьего ранга. Это довольно безопасный путь с малым количеством риска, у него есть свои плюсы, разумеется, есть и минусы. Тебе придется карабкаться вверх ступенька за ступенькой. По сути, тебе понадобится много лет, чтобы приобрести достаточно опыта. Второй вариант с отправкой на Марс. Там у тебя будет куда больше шансов проявить себя, а значит, можно рассчитывать на стремительный карьерный рост. Вдобавок к там ты заведешь много полезных знакомств. Главный минус этого варианта кроется в самом Марсе. Планета колонизирована лишь частично, а значит, присутствует определенный элемент опасности. Шанс каких-то непредсказуемых событий гораздо выше. Тем не менее, мой тебе совет — отправляйся на Марс. Там ты сможешь делом доказать, что достоин второстепенного четвертого ранга. По достижении стадии создания ядра вернешься на Землю, с опытом службы на Марсе тебе почти гарантирован полз заместителя главы ключевого департамента федерации и второстепенный третий ранг. Этот путь раза в два быстрее. Глава секты честно поделился с Ван Буэлэ своим мнением. Тот ловил каждое слово более мудрого практика. «Последую вашему совету, глава секты!» С этими словами Ван Буэлэ поклонился, он не зря изучал автобиографию высокопоставленных чиновников. Этим ответом он дал главе секты свой ответ и одновременно поблагодарил его. Мужчина с улыбкой сказал, что на подготовку у него осталось три дня. Когда глава секты поднял чашку чая, Ван Буэлэ сразу понял намек и вышел из кабинета, после чего вернулся на остров Верхней Академии. После таких хороших новостей он весь день находился в отличном настроении, ему уже не терпелось отправиться на Марс. «Я стану настоящим чиновником!» — восторженно подумал он. Буквально с порога он начал собираться в дорогу. Ему были нужны материалы для переплавки артефактов, а также другие предметы вроде нефритовых табличек. Всё это отправилось бездонный браслет. Внезапно он вспомнил о яйце чудовища, которое ему вручил военный инструктор в лагере для подготовки сотни санов. Он отдал яйцо Людоубиню, а тот своим людям, чтобы те как-то ускорили инкубационный период. Когда по его приказу Людоубинь принёс яйцо, Ван Буэлэ внимательно его осмотрел. С прошлого раза оно немного изменилось. Забросив его в браслет, он обменялся с Людоубинем парой слов, его подчинённый не был дураком. Он сразу понял, что Ван Буэлэ уезжает. Узнав подробности, он поздравил его и буквально осыпал с ног до головы комплиментами. Ван Буэлэ был очень доволен, если судить по его нестихающему смеху и широкой улыбке. Чуть позже он сухо кашлянул и поднял чашку чая. Людоубинь сразу откланялся. Ван Буэлэ поставил чашку на стол. Он с любовью и некоторой ностальгией окинул следом пещеру, в которой провёл последние несколько лет. Как же быстро летят годы. Совсем недавно пухлый красавчик уплетал курицу на борту корабля ДАО Академии, и внезапно он уже прославленный в федерации практик, которому предстояло отправиться на Марс. Но было ещё кое-что. Видимо, часть этой трансформации Ван Буэлэ подошёл к зеркалу. Я похудел и стал ещё красивей. Улюбуясь собой, подумал он. Понятно, почему мама так хочет найти мне невесту. Будь у меня такой же красивый сын, я бы тоже захотел найти ему пару. Пусть другие обивают мой порог в надёжде сосватать моему сыну свою дочку. Ван Буэлэ радостно хлопнул себя по животу. За последнее время он увеличился в размерах, поэтому от шлепка плоть заколыхалась словно желе. Нет ничего естественнее хлопка по пузу. Самодовольно подумал он. Ван Буэлэ понимал свою маму. Когда у меня появится сын, решил он, я назову его Ван Хао. Примечание переводчика. Хао можно перевести как красавчик. Другие будут говорить, смотрите, идут красавчик-санишка с красавчиком-отцом. Ван Буэлэ расхохотался. По его мнению, идея была просто замечательной. Обычно время летело для него очень быстро, но в этот раз оно тянулось невыносимо медленно. Наконец настал день отлёта, Ван Буэлэ уже давно собрался. С первыми лучами рассвета он отправился в космопорт, где уже стоял космический корабль, который должен был доставить его на Марс. Корабль уже был готов к отлёту. Глава секты лично пришёл проводить Ван Буэлэ. В порт пришли Люда Убинь и другие ученики Верхней Академии, многих из которых Ван Буэлэ плохо знал. Несмотря на это, они всё равно хотели его проводить. Ван Буэлэ забрался на корабль и на прощание помахал рукой. «До скорой встречи! Я буду ждать вас на Марсе!» — радостно крикнул он, когда двигатели корабля протяжно загудели. Космический корабль начал медленно подниматься в воздух. Внезапно Ван Буэлэ увидел бегущую девушку в даосском халате. Бежала она к вершине пика павильона алхимии. На самой высокой точке она замахала обеими руками, похоже на что-то кричала. «Брат Буэлэ!» Ван Буэлэ сразу узнал Зайку, с которой ему так и не удалось увидеться. «Зайка!» В его голосе слышалась неподдельная радость. Корабль набирал скорость, поэтому он закричал весь голос в надежде, что девушка на вершине горы его услышит. «Зайка, дождись меня! Изредка выбирайся на улицу, а то я боюсь, что к нашей следующей встрече ты станешь старой зайчихой!» В следующий миг двигатели оглушительно взревели, корабль пробил слой облаков и помчался к звёздам. Люди на острове Верхней Академии наблюдали за удаляющейся точкой в небе, в их сердцах бушевали эмоции. Зайка на вершине пика павильона алхимии расстроенно повесила голову. «Брат Буэлэ, я обещаю к твоему возвращению достичь стадии и возведения основания. После этого я больше не стану запираться в уединении». Ван Буэлэ окутала печаль. Он тоже скучал по зайке. К сожалению, они вновь не смогли встретиться, но впереди было ещё много шансов увидеться. Он смотрел на Землю через иллюминатор, пока корабль не вошёл в космос, после чего он отвёл взгляд и сел, скрестив ноги. Во время путешествия к Марсу ему было очень скучно. Изредка по звёздному небу проносились яркие лучи света или вспыхивали огни, но большую часть времени за окном была лишь тьма. В первый раз это, быть может, и произвело бы на него впечатление, но Ван Буэлэ насмотрелся космоса за два прошлых полёта. Чтобы как-то убить время, он культивировал две новые техники. Он достиг определённого прогресса в культивации первого Тома Дао Молний, поэтому сейчас решил сосредоточиться на тёмных искусствах. В космосе плавало достаточно обломков меча из позеленевшей бронзы, поэтому недостатков духовной энергии не было. Их было не то чтобы много, но Ван Буэлэ всё равно ощущал их присутствие. Пока корабль летел к Марсу, он пытался сдвинуться с мёртвой точки, но каждый раз всё заканчивалось провалом. В космосе было сложно определить время. После серии неудачных попыток постичь тёмное искусство он совсем пал духом, на его счастье они почти достигли точки своего назначения. Ван Буэлэ немного полегчало, когда вдалеке показалась Красная планета, он радостно вскочил с места, напрочь выбросив из головы недавнюю череду неудач. Его внимание было приковано к пустынной Красной планете впереди. Красный шар был меньше Земли. Из восьми планет Солнечной системы, за исключением Венеры, она находилась ближе всего к Земле. Это был Марс. На орбите планеты кружило множество спутников, они взяли под контроль приближающийся космический корабль и положили его на новый курс. Не сбавляя скорость, космический корабль полетел в другую часть Марса. Во время вхождения в атмосферу судно затрясло. Всё внимание Ван Буэлэ было обречено за пределы корабля, стоя у самого борта, он, затаив дыхание, смотрел на песчаную красную равнину и впечатляющих размеров величественный город. Единственную колонию на всём Марсе. Глава 291. Заместитель губернатора Марса. На огненно-красной поверхности Марса были воздвигнуты огромные сферы. Эта гигантская конструкция лишь частично стояла на Земле. Сам же город находился внутри этих невероятных по своим размерам сфер. Каждая из трёх дюжин сфер по размерам была сопоставима с половиной города Эфир. Массивная марсианская колония по площади превосходила дюжину крупных земных городов. В асимметричном расположении сфер проскальзывала какая-то неуловимая чуждая красота. Колония производила неизгладимое впечатление. Сферы на самом нижнем уровне, составлявшие фундамент города и держащие на себе всю конструкцию, были наполовину зарыты в землю. На них стояли остальные сферы. Эта причудливая конструкция и была марсианским городом. Снаружи город внутри сфер выглядел крайне необычно. Часть зданий и улиц, расположенных на внутренней поверхности гигантских шаров, находилась под невероятными с точки зрения землян углом, всё из-за сферического дизайна города. Тем не менее, такой причудливый город потрясал до глубины души тех, кто видел его впервые. Ван Буэлла не стал исключением. Пока корабль приближался к марсианской колонии, он никак не мог унять бёшено стучащее сердце. Несмотря на развитость средств массовой информации Федерации, в глазах простых людей Марс до сих пор окутывала завеса тайны. Это было связано с запретом на распространение информации за пределы планеты, по этой же причине практически отсутствовали какие-либо видеозаписи колонии. Те, что получали добро на открытую публикацию, проходили серьёзную цензуру. Показанная в них коренным образом отличалась от того, что сейчас видел шокированный Ван Буэлла. Тем временем корабль начал сбавлять скорость. Как только левое крыло коснулось поверхности сферы, судно затянуло внутрь. Космический корабль приземлился в одном из городских космопортов. Наконец гул двигателей стих, Ван Буэлла сделал глубокий вдох, расправил складки халата и уверенно сошёл на землю, высоко держа подбородок. В порту его уже ждал сопровождающий. Только Ван Буэлла покинул корабль, как к нему подскочил молодой человек в белой военной форме, не отвесил низкий поклон, накрыв ладонью кулак. Ван Буэлла с оптимизмом смотрел на свою будущую жизнь на Марсе. Со смехом он помог юноше выпрямиться и сказал ему пару ободряющих слов. После знакомства сопровождающий проверил личность Ван Буэлла с помощью специальной нефритовой таблички. Когда-то дала положительный результат. Он расплылся в улыбке и почтительно сказал. «Голова павильона Ван, наш новый заместитель губернатора лично назначит вас на пост. Он уже ждёт вас. Следуйте за мной». «Новый заместитель губернатора?» Ван Буэлла был приятно удивлён. Должно быть, он действительно понравился главе секты Дао Академии Эфира. Тот наверняка послал сюда сообщение перед его вылетом. Он наверняка получит тёплое местечко. Вдобавок на Марсе ему будет на кого положиться. Настроение Ван Буэлла улучшилось. Вдохнув полной грудью марсианский воздух, он последовал за молодым человеком к выходу из космопорта. Оттуда они на специальном летающем корабле, принадлежащем городу, полетели к политическому центру колонии, району номер 18. Марсианская колония была поделена на 36 огромных сферических городов-районов. Свой порядковый номер присваивался согласно расположению. Район номер 18 находился в самом центре. Там работали губернатор вместе со своим заместителем, а также находились три штаб-квартиры ключевых департаментов. Во время полёта Ван Буэлла разглядывал высотные здания и причудливую городскую архитектуру. По специальным путям проносились корабли, по улицам ходили люди. В марсианской колонии кипела жизнь. Здесь проживало намного больше людей, чем в городе Эфир. Колония очень разрослась в результате нескольких волн мигрантов и резкого роста численности населения. Незадолго до отлёта Ван Буэлла изучил всю доступную информацию о марсианской колонии. Это была не совсем колония, а скорее автономный город, входящий в федерацию. Марсианская политическая система также отличалась от земной. Местные чиновники от самого нижнего до самого высокого уровня принадлежали к разным фракциям федерации. Только губернатор лично отчитывался перед федерацией, остальные органы власти находились на самоуправлении. На Марсе имелось и военное присутствие. У армии была здесь своя база. Несмотря на тесную связь с федерацией, на Марсе они больше напоминали военных лидеров отдельных провинций какой-нибудь феодальной страны древности. Силу коренных уроженцев Марса тоже не стоило недооценивать. Несмотря на постоянное давление федерации, они оставались серьёзной политической силой. Другие фракции тоже в или иное время установили своё присутствие на Марсе. В этом месте смешались драконы и змеи, люди самых разных сортов. Можно сказать, марсианская колония была федерацией в миниатюре. К тому же сюда довольно часто отправляли поднабраться опыта наследников кланов и влиятельных семей. Разглядывая город, Ван Буэлэ прокручивал в голове всю известную ему информацию о Марсе. Наконец, их транспорт приземлился на одной из площадей района номер 18. Вокруг широкой площади росли красные деревья и другая растительность. В центре стояло очень приметное здание, по форме напоминающей язык пламени. Оно тоже было окрашено валой. Как только Ван Буэлэ вышел из корабля, он сразу почувствовал исходящий оттуда жар. «Здесь находится офис заместителя губернатора. Голова павильона Ван, следуйте за мной». Юноша в белой форме с лёгкой улыбкой повёл Ван Буэлэ за собой. Несколько мгновений Ван Буэлэ разглядывал высокое здание, а потом пошёл за провожатым. Внутри резким контрастом жарой снаружи их встретила прохлада файе. В воздухе витала богатая духовная энергия, что немного воодушевило Ван Буэлэ. Они поднялись на самый последний этаж. Юноша оставил его у массивных деревянных дверей, выкрашенных в тёмно-пурпурный. За ними находился офис заместителя губернатора. Когда провожатый ушёл, Ван Буэлэ на всякий случай ещё раз разгладил складки халата. Следуя советам из автобиографии высокопоставленных чиновников, он пытался выглядеть профессионально и компетентно. С серьёзным выражением лица он уверенно постучал в дверь, не слишком громко, не слишком тихо, чтобы заместитель губернатора точно услышал стук. В тишине коридора отчётливо был слышен стук трёх ударов костяшками по дереву. Ван Буэлэ медленно открыл дверь. Как мастер дхармического оружия, он с удивлением понял, что этому дереву было по меньшей мере век. Его вымачивали в духовном растворе не один год. Древесина такого возраста и качества была очень хорошим материалом для создания артефактов. «У этой колонии явно есть деньги», — со вздохом подумал Ван Буэлэ. Двери распахнулись внутрь, явив простой и в то же время со вкусом обставленный офис. От антикварной мебели исходили эманации духовной энергии. Её было настолько много. Казалось, ещё немного, и она затопит туманом весь кабинет. На стене висела массивная картина, на которой был изображён пейзаж. В одинокой лодке на реке у подножья заснёженной горы преклонял колени старик. Его голова была обречена к горе, как будто он ей молился. Остальные детали он не смог разглядеть из-за высокой фигуры, загораживающей часть полотна. Человек стоял к нему спиной. На Ван Буэлэ сразу навалилось могучее давление. Его сердце застучало быстрее. По мощи давления легко было догадаться об уровне культивации этого человека. Практик великой завершённости создания ядра! В мистическом мире луны Ван Буэлэ поднаторел в определении уровня культивации эксперта в стадии создания ядра. Заместитель губернатора явно находился на великой завершённости. Он вошёл в кабинет и быстро накрыл ладонью кулак в поклоне перед человеком, который до сих пор не повернулся. Моё почтение, заместитель губернатора! Меня зовут Ван Буэлэ! Пока эхо этих слов гуляло по кабинету, двери позади бесшумно закрылись. Плотная духовная энергия в помещении словно под влиянием невидимого ветра рассеялась. Ван Буэлэ пригляделся к человеку картины, по непонятной причине тот сразу показался ему знакомым. Пока он пытался вспомнить, где мог его видеть, до него донёсся очень знакомый голос. Ван Буэлэ! От изумления у него перехватило дыхание, а глаза чуть не выкатились из орбит. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент хозяин кабинета обернулся и едва заметно улыбнулся. Им оказался мужчина средних лет. Вот мы и снова встретились. Гигантское дерево! Ван Буэлэ застыл как вкопанный, от страха у него душа ушла в пятки. Глава 292. На волоске. У картины стояло гигантское дерево, с которым Ван Буэлэ неоднократно сводила судьба, чьи планы достигнуть стадии зарождения души из-за его вмешательства пошли прахом. Ван Буэлэ в страхе попятился, но уперся спиной в плотно закрытую дверь. В комнате находилась магическая формация. Его лоб покрылся испариной, он понимал, что бежать было некуда, в груди бешено колотилось сердце, его губы безуспешно пытались изогнуться в улыбки, хотя ему очень хотелось расплакаться прямо на месте. Ему казалось, будто он сходит с ума. Даже задаясь он целью выдумать что-нибудь совершенно безумное, ему бы никогда не пришла в голову встреча с гигантским деревом. Его присутствие здесь могло означать только одно. Он был заместителем губернатора марсианской колонии. Не на шутку испуганный Ван Буэлэ был готов любую секунду выхватить кармическое оружие. «Заместитель губернатора, я член одной из четырёх ДАУ Академий!» Дрожащим голосом выдавил из себя Ван Буэлэ. «Я оказался здесь по приказу президента федерации! Не надо горячиться!» Мужчина холодно посмотрел на Ван Буэлэ. Судя по реакции толстяка, тот был настолько напуган, что был готов драться за свою жизнь. «Не ожидал, что президент легитимизирует мой статус, да?» – с прищуром спросил он. «Теперь я официально присоединился к федерации и стал заместителем губернатора марсианской колонии. Хочешь знать почему?» Услышав бесцветный голос гигантского дерева, Ван Буэлэ понял, что во всяком случае сегодня его не убьют. Он облегчённо вздохнул, но не стал ослаблять бдительность. Раз гигантское дерево назначили заместителем губернатора, он не станет открыто нападать на него. Ван Буэлэ быстро оправился от шока, правда теперь отправка на Марс уже не выглядела таким безобидным назначением. «Он явно что-то против меня замышляет! Должна быть, это часть какого-то плана!» С тревогой подумал он. Мысленно вздохнув, он решил подыграть, поскольку понимал, что не может проигнорировать вопрос. «Почему? Почему? Ты спрашиваешь меня почему?» Глаза мужчины опасно вспыхнули, и он сквозь зубы процедил. «Я был в одном шаге от стадии зарождения души. Всего в одном! С моей культивацией силы я могу занимать не только пост заместителя губернатора, но и претендовать на кресло губернатора!» От его слов по спине Ван Буэлэ пробежал холодок, а внутри всё заледенело. Когда оно сказало про «один шаг до стадии зарождения души», он занервничал. Когда тот повторял это ещё раз, у него мурашки побежали по коже. На третий Ван Буэлэ с трудом сдерживал подступающие слёзы, он больше не хотел оставаться на Марсе, как же ему сейчас хотелось вернуться на Землю. Гигантское дерево одарило Ван Буэлэ с пепеляющим взглядом. На самом деле ярость и негодование были напускными. Глубоко внутри он был спокоен, как зимний пруд. Всё это было сделано им осознанно, он заметил выражение лица Ван Буэлэ и услышал бешеный стук его сердца. После этого открытия его брови немного сдвинулись к переносице, а во взгляде на мгновение промелькнуло нечто неуловимое. Похоже, он о чём-то догадался. «Твоё назначение уже решено», — хмыкнув, сказала гигантское дерево. «Чтобы я больше тебя не видел». В раскрытую ладонь Ван Буэлэ приземлилась нефритовая табличка, в этот же миг двери позади распахнулись. Вырвавшаяся из нефритовой таблички сила вышвырнула Ван Буэлэ в коридор. Ещё в полёте он услышал, как дверь с грохотом захлопнулась. Хозяин кабинета даже не посмотрел на закрывшуюся дверь. Гримаса гнева тотчас исчезла, и он задумчиво наклонил голову. Он не участвовал в процессе выбора места службы Ван Буэлэ. Более того, если бы мог, то он предпочёл сохранить их связь в тайне. По этой причине он не стал ничего рассказывать о Толстяке Дуань Мюцэ. Для него Ван Буэлэ был живым воплощением украденного у него плода, последним шансом достичь стадии зарождения души. Он собирался втереться в доверие к Федерации, а потом уже поглотить Ван Буэлэ и достичь совершенства. Толстяк был ему нужен для прорыва культивации. Он не ожидал, что Федерация пришлёт его на службу на Марс. Складывалось впечатление, будто они отправили ему Ван Буэлэ на тарелки с голубой каёмкой. Такое не могло не вызвать подозрений. «Дуань Мюцэ. Это проверка. Разве ты не боишься, что я просто поглощу Ван Буэлэ и достигну стадии зарождения души?» Гигантское дерево нахмурилось. После мистического мира луны он инстинктивно опасался Дуань Мюцэ. Понять о чём думал президент было практически невозможно. Поразмыслив, какое-то время он решил сохранить статус-кво. Что бы ни придумал Дуань Мюцэ, он будет в безопасности, если не клюнет на приманку, что до назначения Ван Буэлэ это решение принимал не он, а Федерация. Найдя нужный документ, он с удивлением выгнул бровь. Толстяка назначили не на такой уж и хороший пост. Тем временем расстроенный Ван Буэлэ выбежал из багряного здания. На улице он немного отдышался и успокоился. Его до сих пор било сноб, ему хотелось рвать и метать. Судьба была к нему несправедлива. Он сразу же связался с главой секты с помощью кольца-передатчика. Как только канал связи был установлен, он практически закричал. Глава секты, я решил посвятить свою жизнь Дао Академии Эфира. Я хочу всю жизнь работать на благо нашего учебного заведения. Я хочу стать главой павильона тхромического оружия. Всю мою жизнь я буду выполнять задания Академии. Можете рассчитывать на меня. Как я понял, ты уже встретился с братом Даосом Асмантусом. Только сегодня узнал, что его назначили заместителем губернатора в марсианской колонии. Ван Буулу услышал, как на другом конце провода раздался вздох. Твое личное дело уже передано в марсианскую колонию. Теперь это их юрисдикция. По закону тебе надо отслужить на Марсе минимум год, а потом уже просить о переводе. Мы оба носим первостепенный второй ранг, не говоря о том, что собрат Асмантус в одном шаге от стадии зарождения души. Это усложняет дело. Ван Буулу всё внутри похолодело, но руки с кольцом от напряжения побелели костяшки. Ему больше не хотелось жить, даже небо, казалось, стало каким-то блеклом. Глава секты, пожалуйста, не напоминайте о стадии зарождения души. У меня до сих пор колени дрожат. Глава секты вздохнул, он попытался успокоить Ван Бууулу. Не беспокойся. Раз заместителя губернатора назначил сам президент, значит он теперь полноправный член федерации. Его связывают наши законы, поэтому он не станет действовать опрометчиво. Не забывай о губернаторе колонии. У неё крутой нрав. Даже президент федерации при встрече выказывает её уважение. Я попытаюсь что-нибудь придумать. Может быть, мне удастся как-нибудь протолкнуть прошение о твоём переводе. На этом их разговор подошёл к концу. Отключив связь, Ван Буулу печально вздохнул. Ему хотелось всплакнуть, но слёз не было. Ему ничего не оставалось, как смириться с судьбой. Спустя какое-то время он мрачно посмотрел на нефритовую табличку в руках. С помощью духовной энергии он увидел её содержимое. Что это ещё такое? Проректор Академии Туманного Дао? Я? На Марсе проживало очень много людей. К тому же присутствие на планете филиалов почти всех фракций создавало довольно непростый политический климат. Эти политические силы держали здесь одни из своих сильнейших экспертов. Для наследников и членов семей этих практиков требовались школы. Самой колонии тоже были нужны учебные заведения, поэтому в городе как грибы после дождя выросло множество академий. Они под контролем администрации колонии, а не в юрисдикции четырёх Дао Академий. Среди них выделились два учебных заведения. Академия Духовного Пламени и Академия Туманного Дао. Это был особый случай. В городе их ещё называли Академиями для богачей. Ректор Академии для богатых обычно находился на второстепенном четвёртом ранге. Проректор носил первостепенный пятый ранг. Чтоб тебе! Хотите заставить меня? Видного практика стадии возведения основания? Члена программы Сотни сынов? Очень знаменитого на земле человека? Работать продектором в какой-то тупой школе? Самое бесполезное использование человека с титулом первостепенного пятого ранга? С таким чином на этой жалкой должности фактически власть у меня будет сгульки нос! В любом другом случае Иван Буэлэ просто бы отказался от назначения. Но тут он вспомнил заместителей губернатора. С его губ сорвался вздох. Иногда было незазорно испытывать страх. Иногда в страхе не было ничего постыдного. «У меня нет выбора. Надо перетерпеть годик, а потом буду выбивать перевод, чтобы свалить отсюда!» Со вздохом он хлопнул себя по лбу и в отвратительном настроении направился к новому месту работы, следуя указаниям из нефритовой таблички. Деваться было некуда, сейчас надо было найти Академию и решить вопрос о месте жительства. По пути Иван Буэлэ то и дело вздыхал. Миновав несколько сфер, он добрался до района номер двенадцать, до Академии Туманного Дао. Глава 293. Элитная Академия Иван Буэлэ сразу оповестил Академию о своем прибытии. После регистрации в духовной сети марсианской колонии он начал искать информацию о новом месте работы. Сведения о двух академиях для обеспеченных граждан колонии лежали в свободном доступе. Немного покопавшись в сети, он нашел много интересного. Академия Туманного Дао обладала серьезной репутацией. Будучи одной из двух академий для богатых, у нее была весьма непростая история. Учредителями Академии выступали практически все главные фракции Федерации. Самым крупным акционером была корпорация Трилунье. Недалеким от истины было утверждение о том, что Академию Туманного Дао основали специально для детей могущественных и влиятельных семей. В этом высококлассном учебном заведении преподавали практически все существующие дисциплины, хотя качество даваемых знаний не дотягивало до уровня четырех Дао Академий. Тем не менее, как учебное заведение начального уровня, где изучающихся воспитывали практика в стадии истинного дыхания, это место было отличной альтернативой четырем великим Дао Академиям. Здесь учились отпрыски состоятельных и влиятельных семей, по этой причине простые люди называли ее Академией для богатых. Нынешний ректор Академии был выходцем из корпорации Трилунье, он занимал текущий пост уже более пяти лет. По множеству причин результаты его работы было сложно назвать впечатляющими, с другой стороны, под его руководством Академия ни разу не столкнулась с серьезными проблемами. Дела шли довольно гладко. Элитная Академия, ага, скорее уж детсад для богатеньких детишек. Изучая найденную информацию, Ван Боулеттуя дело презрительно фыркал. Прочитанное он воспринимал через призму недовольства новой должностью, совсем скоро ему пришлось изменить свое мнение об Академии. Добравшись до Академии, он остановился у ворот высотой более пятисот метров. Величественные врата, украшенные резьбой с изображениями драконов и фениксов, явно были очень древними. Если бы он не знал, что за ними находится Академия, то подумал бы, что здесь находится резиденция губернатора Марса. Но не их размеры или искусная резьба так впечатлили его. Будучи практиком хармического оружия, он сразу почувствовал едва уловимый аромат. Стоило ему присмотреться к вратам, как у него чуть не отвисла челюсть. Эти ворота сделаны из духовной керамики. Они стоят даже больше дверей кабинета гигантского дерева. От изумлению Ван Боулет округлились глаза. Духовная керамика использовалась при переплавке артефактов. Насколько ему было известно, грамм такого материала стоил немалых денег. Сложно поверить, что врата перед ним действительно были сделаны из духовной керамики. Ван Боулет потребовалось какое-то время, чтобы мысленно рассчитать их примерную стоимость. До места он добрался примерно к полудню. Пока он в шоке стоял у ворот, его внимание привлекли проносящиеся мимо летающие корабли весьма изысканного дизайна. Некоторые показались ему знакомыми. Похоже, он видел во время праздника урожая. Что интересно, несколько пролетавших судов были даже дороже тех, что он видел на Перу в городе Эфир. Одни корабли были сделаны из бриллиантов, другие имели фантастический дизайн, попадались даже летающие сюда в виде чудовищ. Разнообразие кораблей поражало. С застывшего у ворот Ван Боулет заметил один из преподавателей. Академия поручила ему встретить нового сотрудника у ворот после того, как они получили сообщение. Худенький мужчина за 30 изучающе посмотрел на Ван Боулет. Убедившись, что это действительно новый проректор, он поспешил к нему со словами. «Собра дос Ван Боулет! Новый проректор!» Ван Боулет еще не пришел в себя. Гигантские врата и проносящиеся мимо ученики на своих кораблях произвели на него неизгладимое впечатление. Услышав вопрос, Ван повернулся к мужчине. После обмена любезностями инструктор проверил личность Ван Боулет и повел его по академии. «Проректор Ван, мы вас очень ждали!» Инструктор дружелюбно улыбнулся. По пути он показывал гостю кампус. Академия занимала обширную площадь и была оснащена всем необходимым, включая крепкий преподавательский состав. Во время прогулки по территории Ван Боулет не покидало ощущение, будто он находится в прекрасном саду, а не в учебном заведении. Рукотворные озера и горы, большие открытые пространства, в воздухе чувствовалась духовная энергия, по плотности она ничуть не уступала острову Верхней Академии. Экскурсия лишь подкрепила сложившиеся об Академии мнения. Проходящие мимо ученики тоже заставляли его не раз и не два выгнуть бровь. Учащиеся здесь девушки, похоже, росли быстрее своих земных сверстниц, которым почти нечего было скрывать под просторной формой. Внезапно из одного здания вышел молодой человек в сопровождении целой группы сверстников. Все, кто приветствовал юношу в голове, накрыв ладони кулак, получали от кого-нибудь из его свита духовные камни. «Что? Что он делает? Его семья владеет шахтой духовных камней? Не обращайте внимания, проректор Ван, он из корпорации Трилонье. Дети называют раздачу духовных камней позёрством, если не ошибаюсь. Идея, конечно, весьма спорная, но никто особо не возражает». Мимоходом объяснил его провожатый. «Позёрство!» – пробормотал Ван Буэлэ. У него не было слов. Он чувствовал себя попрошайкой в тени стены императорского дворца. Тем не менее, даже его воображение имело свои пределы. Новое, чуждое окружение начисто выбило Ван Буэлэ почву из-под ног. Он на автомате следовал за инструктором, пока они не добрались до кабинета ректора. Внутри их уже ждал постаревший двойник Ван Буэлэ, вот только живот старика был раза в два больше. Чтобы подняться с дивана ему пришлось приложить серьёзные усилия, пузатый старик встретил гостя широкой улыбкой. Это был нынешний ректор Академии Туманного Дао. Ван Буэлэ понимал, ему предстояло выполнять приказы этого человека весь следующий год. Несмотря на недовольство своим назначением, он был впечатлён богатством Академии, заложенные автобиографиями высокопоставленных чиновников и уроками Люда Обиня знаний тут не подвели. Он инстинктивно наклонил голову в почтительном приветствии. Пожилой ректор был явно обрадован приездом Ван Буэлэ, если судить по тому, с каким энтузиазмом он поздоровался с ним и усадил на диван. Заметив, что Ван Буэлэ сел на самый край диван и стал уважительно ждать, пока к нему обратятся, не демонстрируя при этом ни капли заносчивости, которую следовало бы ожидать от такого известного человека, взгляд ректора потеплел. Он немного расспросил у гостя его впечатлениях об Академии, а потом серьёзно сказал. Буэлэ, я уже не молод. Сил заниматься Академией всё меньше. На твои плечи ложится тяжкое бремя. Ты молод, недавно выпустился из Дала Академии Эфира. Думаю, ты справишься. Здесь учатся дети из богатых семей, либо отпрыски чиновников высшего эшелона администрации, либо наследники тех, кто внёс большой вклад в развитие нашей колонии. Другими словами, у всех весьма влиятельные родители, каждый из которых возлагает большие надежды на своё чадо. Они хотят, чтобы из их детей вышел толк. На нас лежит большая ответственность. Задача нашей Академии – воспитать из них прекрасных практиков. Это будет основным направлением твоей работы. Ты будешь курировать работу более 800 инструкторов Академии. Закончив с напутствиями, старик познакомил Ван Буэлэ с другими сотрудниками административного аппарата. Этим он подтвердил назначение Ван Буэлэ на должность. Вне зависимости от их отношения, люди, с которыми его знакомил ректор, всегда уважительно с ним здоровались. Всё-таки он находился на первостепенном пятом ранге. За исключением пожилого ректора, во всей Академии не работал никто со статусом выше, чем у него. Перед уходом ректор попросил Ван Буэлэ об одолжении. «Буэлэ, в силу определенных обстоятельств, мы лишились инструктора, который преподавал курс тхармического оружия, а замену ещё не прислали. Не мог бы ты заменить его на несколько занятий?» Старику Ван Буэлэ сразу понравился. Отсюда и такое дружеское к нему отношение. Частично это объяснялось репутацией и заслугами Ван Буэлэ, характер и возраст ректора тоже играли в этом не последнюю роль. Ван Буэлэ всегда отвечал добром на доброту, поэтому он согласился помочь. «Как здорово быть молодым!» Старик похлопал Ван Буэлэ по плечу и с улыбкой пошёл к своему кабинету, а Ван Буэлэ наблюдал за массивной фигурой старика, пока та не скрылась за поворотом. Казалось, ректор в любой момент мог потерять равновесие и упасть. Когда он скрылся в боковом коридоре, Ван Буэлэ отправился осматривать окрестности. Всё-таки это был его первый день на новом месте. Хотя ему не нравилось назначение, долг требовал подчиниться и делать то, что должно. Вскоре его нашёл управляющий академии, он уже подготовил для него жильё и спросил, чем ещё мог ему помочь. Ван Буэлэ уже ждали стопки досье инструкторов и учеников, а также множество мелких административных дел. До конца дня Ван Буэлэ работал не покладая рук, с наступлением ночи он наконец смог немного передохнуть. За этот день он чуть лучше стал понимать внутреннее устройство академии и как тут всё работало. В этой академии всем заправляют ученики, их совершенно не интересует учёба, а инструкторы ничего не могут им сделать, ведь им приходится учитывать, что за каждым учеником стоят влиятельные родители. Да уж, та ещё головная боль. Ван Буэлэ начал массировать виски в тщетной попытке отогнать подступающую мигрень. Старый декан хочет слепить из них что-то толковое. Это невыполнимая задача. Ван Буэлэ нахмрился. По его мнению, Академия Туманного Доу больше напоминала ясли, а не учебное заведение для подготовки практиков. Местные инструкторы не преподаватели, а просто няньки. Он с самого начала был недоволен своим назначением. Узнав о новом месте работы побольше, его недовольство теперь не выглядело таким необоснованным. Глава 294. Кошмарный старт. Ван Буэлэ устало покачал головой, глядя на сваленные на столе документы. На улице уже стемнело, поэтому он вышел из кабинета и направился к своему новому жилью, трёхэтажному павильону на берегу Рукотворного озера. Воздух пронизывала духовная энергия, вокруг царили тишина и покой. Ван Буэлэ сел на берегу и попытался проанализировать прошедший день. «Сначала гигантское дерево, потом эта дурацкая академия. Я член программы «Сотня сынов» и один из самых красивых парней федерации. Я стремлюсь к морю звёзд, а меня заставляют нянчиться с этими детьми». Ван Буэлэ раздосадованно фыркнул, его до сих пор слегка колотило после встречи с гигантским деревом. В академии было не так уж и плохо, но текущая должность ни в какое сравнение не шла с главой одного из павильонов до академии эфира. «Плевать, раз я здесь, придётся как следует поработать. Незаметно пролетит год, и глядишь, глава секта добьётся моего перевода». В который раз Ван Буэлэ сокрушённо вздохнул. Хотя бы на один вечер он выбросил из головы гигантское дерево и проблемы академии, ночь он провёл медитюруя в позе лотоса. Рано утром Ван Буэлэ направился к своему кабинету, ему не хотелось ни заниматься мелкими проблемами академии, ни изучать личные дела учащихся инструкторов. В компании нескольких пачек снэков Ван Буэлэ размышлял об улучшении духовных сокровищ, которые он уже долгое время откладывал. От размышления о стоимости этой затеи его оторвало сообщение. Скоро начинался урок, где он замещал инструктора. «Интересно, как дела у Джо Ифони и Джо Яман? Всяка лучше, чем у меня». Ван Буэлэ не особо хотел читать лекцию, но ему не хотелось идти против своего слова. С учебным материалом для предстоящего занятия он пошёл искать свой класс. Ещё в коридоре до него донёс относившийся из аудитории шум. Он распахнул дверь и вошёл в относительно небольшое помещение, рассчитанное на 30 человек. Девушек и молодых людей в этом классе было примерно поровну. Одни ученики сидели, другие наоборот стояли, некоторые вообще бродили по аудитории. В помещении стоял мягкий гул голосов. Внимание молодых людей приключилось на Ван Буэлэ, стоило ему показаться в дверях. «Новый инструктор под храмическому оружию?» «Ммм, выглядит знакомо. Вы совсем с новостями не следите. Это же Ван Буэлэ, участник программы «Сто сынов». Наш новый проректор!» 30 студентов приглушённо переговаривались. Многие заметно оживились, когда узнали, кто именно будет читать им лекцию. Ван Буэлэ окинул взглядом глаз, с раздражением заметив среди них вчерашнего позёра. К счастью, девушки в классе оказались весьма хорошенькими. Это немного подняло Ван Буэлэ настроение. «Надо убедить старика пересмотреть форму учеников. Нужно что-нибудь не такое мешковатое. Это ради их же блага, разумеется!» Ван Буэлэ сухо покашлял, а потом ударил ладонью по столу. «Начнём!» Студенты неторопливо расселись по местам. Большинство смотрели на Ван Буэлэ с интересом, нежели с уважением. Ван Буэлэ было всё равно. Он согласился на это только из уважения к пожилому ректору. «Быстренько покончим с этим. Мне нужно заняться улучшением моих духовных сокровищ». Ван Буэлэ совершенно не вдохновляла работа неньки для этих детей. Прямо при студентах он достал пакетик с чипсами, чтобы хоть как-то скрасить скучную лекцию. Пока тёты ращились на него во все глаза, он давал материал по учебному плану, разбавляя его своими знаниями о хромическом оружии. Информация из учебников находилась в открытом доступе, а вот его собственные наблюдения были ценнейшими крупицами знаний о хромическом оружии. Студентам явно не доставало мотивации. За исключением нескольких коренных марсиан, ловивших каждое его слово, дети представителей разных фракций слушали его только в самом начале урока. Постепенно их интерес к новому лектору угас, как и даваемой им лекции. Молодые люди из клана Пять Поколений Неба кидали в его сторону презрительные взгляды, совершенно не скрывая своей ненависти к нему. Были в аудитории ученики секта Закат Галактики, фиаско в мистическом мире Луны нанесло серьёзный удар по секте, но практически не задело их родителей, которые жили в марсианской колонии. Тем не менее, ничего не мешало им холодно смотреть на Ван Буула. Несколько человек были из секты Пренебесное Вознесение. Наследникам учеников двух главных сект запрещалось покидать свою организацию, правда это правило не очень строго соблюдалось, поэтому многие послали своих детей на Марс, чтобы там они приобрели базовое образование и культивацию. Позёрствующий молодой человек и его свита были из корпорации Трелунье, они явно привыкли бездельничать и предаваться праздности, во время лекции они шептались и изредка чем-нибудь хвастались. За одну лекцию Ван Буула прикончил пять пакетиков снэков. Вытерев рот, он двинулся к выходу, его ждали духовные сокровища, у самой двери его окликнул один из студентов, юноша по озёр, который вчера запомнился Ван Буула. «Инструктор, подождите!» Он подошёл к Ван Бууле в сопровождении своей свиты, юноша встал прямо в дверях, загородив выход, на что Ван Буула только выгнул бровь. С момента прилета на Марс с ним пока не произошло ничего хорошего, он хмуро взглянул на человека, посмевшего встать у него на пути. Когда он уже хотел заставить юношу убраться с дороги, тот сделался неестественно серьёзным. Он накрыл ладони кулак и беззаботно сказал. «Инструктор, слышал о ваших невероятно реалистичных автоматонах, известных на всю федерацию. Они продаются?» Другие студенты с любопытством посмотрели в их сторону. Если судить по нескрываемому интересу на их лицах, некоторые, похоже, тоже слышали об автоматонах. Ван Буула ожидал какого угодно вопроса, но не про свои автоматоны. За бесстрастной маской он имел оскрыл радость. Ему было приятно услышать о растущей популярности своих творений. «Для юнца у тебя намётанный глаз. Но эти штуки не очень полезны. Не зацикливайся на автоматонах. Это не игрушки. Купишь себе одного, когда станешь взрослым». После этой короткой нотации Ван Буула пошёл дальше. При виде такого безразличия юноша запаниковал. «Инструктор, я уже взрослый. Мой отец купил мне гостиницу в подарок на совершеннолетие. Она стоит прямо напротив Академии Духовного Пламени. Отличное место. Я готов отдать её за одного автоматона». «Что?» Ван Буула затормозил и недоверчиво уставился на юношу. «Гостиницу за автоматона? Всё верно, инструктор. Согласны?» Юноша горделиво задрал подбородок. Он даже не пытался говорить тихо, словно специально хотел показать всем, что стал уже совсем взрослым, и совершенно не стеснялся в деньгах. Ван Буула шумно втянул в лёгкий воздух. Из какой бы семьи ни происходил этот парень, его предложение показалось ему диким. Он невольно задумался о людях из корпорации Трелунье. Быть может, от богатства эти ребята окончательно спятили. «Зачем тебе это?» С любопутством спросил он. «На свете полно производителей автоматонов. Почему именно мои?» На вопрос юноша задрал подбородок ещё выше. «От Зэнь до умен не расстаётся с вашими автоматонами. Во время недавнего визита на Землю он постоянно ими хвастался. Я хочу утереть ему нос, поэтому мне и нужна такая же, как у него девушка-служанка». Ван Буула многозначительно посмотрел на раздувшегося от самодовольства юношу. Если бы он был отцом этого балбеса, то сейчас бы влепил бы ему оплеуху. Этот пацан ненормальный. Похоже, у людей из корпорации Трелунье действительно не все дома. Маленькие прожигатели семейных богатств. Зэнь до умен обменял ткармическое оружие на один фрагмент, а этот парень предложил за автоматон целую гостиницу. С губ Ван Буула сорвался тяжёлый вздох. Судьба явно испытывала какое-то извращённое удовольствие, сталкивая его с невероятно богатыми людьми. Похоже, ему было суждено облегчать кошельки всех этих транжир. В таком случае не вижу причин противиться судьбе. Решил Ван Буула и сделал глубокий вдох. Широкую улыбкой он похлопал юношу по плечу. «Паренёк, с такой головой на плечах тебя ждёт светлое будущее!» Юноша получил столь желанного автоматона, а Ван Буула покинул аудиторию с документами, подтверждающими право собственности на гостиницу. Счастливый владелец автоматона радостно принялся со всех сторон разглядывать своё новое приобретение. Ван Була остановился практически у самых дверей своего кабинета. «Это неправильно», — подумал он, хлопнув себя полбу ладонью. «Я же хочу добиться перевода, а не начать бизнес на Марсе». Ощущение всей ситуации у него было смешанным. Он не мог переехать в свою новую гостиницу, продать её тоже было бы большой ошибкой. Перед отправкой он изучил экономическую ситуацию на Марсе, недвижимость здесь очень ценилась и стоила больших денег. «Ладно, не буду забивать себе голову всякими глупостями. Буду считать это неплохим стартом моей жизни на Марсе». Настроение Ван Була заметно улучшилось. Насвистывая что-то под нос, он вошёл в свой кабинет. Теперь Академия Туманного Дау не казалась ему таким уж плохим местом. «А не сделать ли мне ещё автоматонов? Буду брать их с собой на лекции под предлогом, что мне нужны ассистенты». Идея звучала весьма заманчиво. Это был прямой путь к богатству. Глава 295 Знакомый Проректор Академии Туманного Дау мог как легко занять себя работой, если бы захотел, так и выделить достаточно свободного времени для своих дел. Последним Ван Була сейчас и занимался. Он рано вернулся к себе в павильон, прокручивая в голове возможные варианты улучшений коллекции духовных сокровищ. С подготовительной частью он покончил к полуночи, только тогда началась переплавка. По достижении стадии возведения основания он обнаружил отсутствие барьера, который очень мешал ему при создании духовных сокровищ 4 ранга, а значит пришло время обновить и улучшить свои артефакты. Такой масштабный проект требовал немалых средств. К счастью, Ван Була скопил достаточно денег. Несмотря на высокую стоимость материалов, он купил все необходимые и засел за переплавку. Это не мешало ему параллельно заниматься культивацией первого тома дау-молний. Он чувствовал растущую в татуировке на правой ноге силу, она была готова в любой момент ударить молнией. Похоже, культивируемая им техника была каким-то образом связана с секретной техникой из области молний. В изучении первого тома прослеживался стабильный прогресс, а вот постижение темных искусств продвигалось настолько медленно, что он начал сомневаться в себе. Каждый раз, как он пытался практиковать темное искусство, все его тело пронзала невыносимая боль, Ван Була казалось, будто его плоть медленно разрывали на части, и ему пришлось остановиться. Почему так сложно освоить темное искусство? Ван Була начал массировать виски, чтобы унять первые признаки головной боли. Он нехотя отложил их до лучших времен и переключился на дау-молний. За три следующих дня он в совершенстве освоил первую ступень первого тома дау-молний. Материалы для переплавки подошли к концу, поэтому ему пришлось заняться поиском новых. В духовном интернете он детально изучил марсианский город, ему был нужен магазин с большим выбором материалов, чтобы за один раз купить все необходимое. Больше всего ему были нужны материалы для переплавки ножен. Для изготовления оружейного песка нужно много духовных камней. Ван Була заколола в груди от одной мысли о безумном количестве оружейного песка, которое требовалось для улучшения ножен, к сожалению, сколько бы он ни откладывал, это рано или поздно нужно было сделать. Случившееся в мистическом мире луны показало ему всю необычайность ножен. Это относилось не только к серому москиту, но и к его черному и пурпурному собрату. Нетрудно представить, насколько он станет опасней, если сможет контролировать эту троицу. Надо ускорить процесс переплавки. Ван Була сделал глубокий вдох, наконец был найден магазин, отвечающий всем требованиям. Он погрузился на свой летающий корабль и незамедлительно отправился туда. В марсианском городе отсутствовал запрет на полет, в воздушном пространстве колонии находилось огромное количество судов. Летающий корабль Ван Була был очень хорошего качества, но на фоне большинства судов он выглядел невзрачно и даже блекло. Это намекало на богатство жителей колонии, наконец впереди показалась вывеска нужного магазина. Внезапно по небу прокатилась волна магических символов. Все попавшие в неё корабли тотчас перестали работать, оказавшись под контролем извне, суда зависли в воздухе. Летающий корабль Ван Була тоже угодил в волну, но остороженно крутя головой он пытался что-то понять по реакции людей в других кораблях. Они сидели совершенно спокойно, словно такое было обыденным явлением. Несколько человек выглянули наружу, но большинство спокойно ожидали, когда их отпустят. До его ушей донёсся приглушённый разговор. Уже несколько дней творится, чёрти что. Департамент правопорядка опять проводит случайные проверки. Опять что-то случилось. Слышал, недавно опять появились в практике отступники. Упоминание департамента правопорядка колонии привлекло внимание Ван Була. Вскоре мимо них пронеслись восемь чёрных кораблей. Их окружала зловещая аура, подчёркиваемая мрачной раскладкой судов. В их присутствии все почувствовали себя не в своей тарелке. Похоже, чёрные корабли действительно что-то искали. Спустя какое-то время они улетели. Вскоре магические символы исчезли. Летающие суда вновь заработали. Ван Була продолжил путешествие с завистью, глядя на удаляющиеся чёрные суда. Департамент правопорядка? Один из трёх ключевых органов власти на Марсе. Со вздохом подумал он. Именно в этот департамент он больше всего хотел попасть. Перед прилётом он досконально изучил административные устройства на Марсе. Всем здесь управляли три ключевых органа, военный совет, администрация колонии и департамент правопорядка. Военный совет занимался военными задачами и управлял марсианской армией. Администрация колонии выполняла роль, схожую с федеральным правительством, и отвечала за управление колонии. Департамент правопорядка заведовал городскими законами и следил за их исполнением. Три основных органа власти разделялись на множество более мелких департаментов. Выше этой тройки находились только губернатор вместе со своим заместителем. За кажущейся простотой такого устройства скрывалась запутанная система взаимосвязанных организаций и отделов. Вместе они создавали изощренную сеть, которая отвечала за все аспекты жизни марсианской колонии. Губернатор Марса был не очень известен широкой публике на Земле, но вон было накопал достаточно информации в базе данных до Академии Фира. К его несказанному удивлению, губернатор колонии на Марсе обладал полулегендарным статусом, что самое интересное губернатором был не мужчина, а женщина-практик. Она с рождения обладала духовным телом, ее культивация в данный момент находилась на великой завершенности создания ядра. С авторстепенным первым рангом она обосновалась практически на самой вершине иерархической лестницы. В базе данных Академии он нашел весьма подробное личное дело губернатора марсианской колонии, один раздел особенно его заинтриговал. Помимо должности губернатора, она являлась одним из потенциальных кандидатов президента Федерации. Впускница ДАО Академии Святоречья имела высокие шансы стать следующим президентом Федерации. Девушка из влиятельной семьи, поработавшая губернатором Марса, имела достаточно высокую культивацию, нужные связи и отвечала всем необходимым требованиям для занятия столь важной должности. Ее партнер тоже поработал на нескольких постах в лечевых департаментах Федерации, занимающихся изучением духовной энергии. Он не только носил первостепенный третий ранг, но и был одним из главных идеологов смешения духовной энергии с наукой. Человек с таким впечатляющим послужным списком и культивацией вызвал у Ван Булэ определенное беспокойство. Он практически наизусть выучил биографию своего будущего конкурента. Немного подумав, он решил бороться за кресло президента после окончания ее срока. В этот момент он почувствовал, как с плеч свалился тяжкий груз. На мысли о губернаторе Иваны вели корабли департамента правопорядка колонии. В магазин он зашел погруженный в собственные мысли. Купив все необходимое, он уже хотел вернуться в академию, но тот вспомнил, что его новая гостиница находилась совсем недалеко. Надо взглянуть на мое новое имущество. Ван Булэ сменил курс корабля. Проверив документы, он выяснил, что отель находился прямо напротив другого учебного заведения для богачей, Академии Духовного Пламени. Гостиница Секира? Такое необычное название пришлось ему по вкусу. К тому же это был первый объект недвижимости в его собственности. В отличном настроении он пошел на снижение. Впереди выселся сорокаэтажный павильон с просторной прилегающей территорией. Перед массивным павильоном стояла огромная Секира, придававшая гостинице весьма величественный вид. Перед зданием было припарковано немало летающих кораблей. У входа было оживленно, одни пустояльцы заселялись, другие покидали гостиницу. Такого Ван Булэ не ожидал увидеть. Размеры гостиницы и гигантская Секира действительно впечатляли, он поначалу не поверил своим глазам. Вот это он получил в обмен на автоматона. Как же я люблю иметь дело с богатеями! Ван Булэ чуть не запрыгал от радости. Припарковав корабль, он двинулся ко входу, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Позади стоял лысый молодой человек, именно он буравил затылок Ван Булэ. А я все думал, что там внизу так блестело. Его лысая макушка! Кто мог предположить, что он встретит здесь старого знакомого? Лысый был учеником Верховного Старейшины Дао Академии Фюра по имени Лиу Чэнь. Несколько лет назад Лиу Чэнь и Ван Булэ сошлись в бою во время турнира Павильона Боевых Искусств. Судя по чуть перекошенному лицу, тот тоже не ожидал встретить здесь Ван Булэ. При виде толстяка он сразу вспомнил о потере драгоценной духовной крови. Отвернувшись, Лиу Чэнь попытался сделать вид, будто не заметил старого знакомого. «Лысый Чэнь, вот так встреча! Не ожидал увидеть тебя так далеко от дома! Что привело тебя на Марс?» Спросил Ван Булэ со смехом и помахал ему. Он тоже не ожидал встретить здесь знакомого. «Мне не сообщили, что теперь вся планета принадлежит тебе! С какой стати я должен сообщать тебе о своем визите?» Холодно процедил Лиу Чэнь. Он очень долго не покидал стен Академии. О причинах нахождения Ван Булэ на Марсе он ничего не знал, но услышал о случившемся в мистическом мире Луны. Вспомнив о своем статусе, он презрительно смирил собеседника взглядом и демонстративно прошел мимо в двери гостиницы. «Но он что, совсем зазнался?» Ван Булэ раздраженно посмотрел лысому парню вслед. Когда его старый знакомый вошел в гостиницу, он удивленно выгнул бровь. Глава 296. История гостиницы Секира «Как ты смеешь так смотреть на меня? Тебе еще хватило наглости ввалиться в мой отель? Это уж слишком!» Ван Булэ фыркнул и зашел в просторное фойе. Это была не самая фешенебельная гостиница марсианской колонии, но она входила в известную сеть с хорошей репутацией. Основным мотивом дизайна интерьера была война. Могло показаться, что в этом богато обставленном зале собирались на совет великие войны. Служащие гостиницы вне зависимости от пола носили плотные, прилегающие по фигуре наряды. Сразу становилось понятно, что это были не совсем обычные люди. Все обладали культивацией стадии древних боевых искусств. Стойка администратора находилась прямо напротив входа. Перед ней в четырех углах фойе стояли удобные диваны, где гости могли отдохнуть. Особенно бросались в глаза статуи и чучела различных чудовищ. Из-за этого атмосфера в фойе была немного зловещей. Несмотря на это от посетителей не было отбоя, внутри царило оживление. «Это моя гостиница!» Ван Булэ остановился в центре фойе, чтобы осмотреться. Ли Учень впереди заметил то, как Ван Булэ, словно деревенский простофиль, разглядывал внутренний декор отеля. С этого момента он потерял к нему всякий интерес. В этот момент его заметил мужчина в белой форме за стойкой. Похоже, он ждал именно Ли Ученя. «Господин, вы проректор Ли Учень?» Широкой улыбкой спасил подошедший мужчина. В знак приветствия он уважительно накрыл ладони кулака поклонился. В отличие от других служащих он носил другой наряд. К тому же его культивация находилась на стадии истинного дыхания. Другие работники гостиницы кланились ему, когда тот проходил мимо. Очевидно, он занимал высокую руководящую должность в отеле. «Вы, должно быть, даосюй! Меня зовут Ли Учень!» Ли Учень тоже улыбнулся и кивнул ему. «Я примчался сюда сразу, как получил сообщение. Проектор Ли, давайте присядем и все обсудим!» С губ мужчины в белой форме не сходила улыбка, но про себя он не без ихидства заметил, что Ли Учень находился на стадии возведения основания. За ним стояли могущественные люди, но гостиница была его территорией, поэтому даже столь выдающемуся человеку придется вести себя с ним вежливо. Ли Ученьке внул и сел на один из предложенных диванов, что до ван бууле, его появление прошло незамеченным. Очевидно, администратор не знал, кто он такой. В другое время он бы обязательно лично его поприветствовал из-за одной только культивации стадии возведения основания, но сегодня его главным гостем был Ли Учень. К тому же в гостиницу постоянно заходили практики, администратор слишком привык к гостям с высокой культивацией, поэтому не оказал ван бууле должного внимания. Уединившись в дальнем углу фойе с Ли Ученем, они стали о чем-то разговаривать. Ван бууле выгнал бровь и тоже направился к диванам в углу, а расположившись поудобнее неподалеку от Ли Ученья администратора, он заказал себе первый попавший в меню коктейль. С бокалом в руке он наблюдал за фойе и слушал чужой разговор. Ли Учень не без раздражения заметил сидящего неподалеку ван бууле. У него были дела поважнее, поэтому он выбросил толстяка из головы и сосредоточился на своем собеседнике. Пару секунд спустя он недовольно нахмырился и тихо сказал. Даусюй, эту проблему надо решить сегодня же. Я представляю не только себя, но и Академию Духовного Пламени. Проректор Ли, все не так просто. Я приложу все силы, чтобы найти решение, но я не могу обещать, что смогу уладить все в срок. Администратор с натянутой улыбкой покачал головой. Ван бууле не понял, чего именно добивался Ли Учень. Судя по его тону, тот пытался вынудить администратора что-то сделать. Он придвинулся на другой край дивана, чтобы лучше их слышать, хоть он и не понял цели визита Ли Ученья. Из разговора стало ясно, какую должность тот занимал. Проректор Академии Духовного Пламени? У меня с ним схожая должность! Раздраженно подумал Ван бууле. За впечатляющие заслуги его наградили пятым рангом, тогда как Ли Ученью, который не сделал ничего выдающегося, Чин, похоже, достался просто так. Ван бууле тоже работал проректором в Академии Туманного Дао, но ему пришлось не по вкусу то, что Ли Учень занимался тем же в другой Академии. Он презрительно фыркнул. Во время изучения ситуации на Марсе ему неоднократно попадалась на глаза информация об Академии Духовного Пламени. Это учебное заведение тоже принимало к себе детей из богатых влиятельных семей. В некотором роде эти две Академии могли считаться соперниками. Пока Ван бууле размышлял об этом, разговор Ли Ученья и Администратора перешел на повышенные тона. «Дао, сёй, проблема лишь в направлении, куда смотрят лезвие секиры!» Нахмурившись, сказал Ли Учень. «Это не такая уж и большая проблема. К тому же секиру и раньше переставляли». «Проректор Ли, вам это может и кажется мелкой проблемой, но в таких вопросах не я принимаю решение. Не могли бы вы подождать несколько дней? Я уже обо всем доложил. У нас сменился владелец. Но я уверен, что получу добро через несколько дней». Упоминание владельца разожгло в сердце Ван бууло любопытство. Он никак не мог понять, зачем проректор Академии Духовного Пламени требовал от управляющего гостиницы сделать что-то с секиры на улице. Если бы гостиница не была его собственностью, то ему было бы всё равно. Но это место теперь принадлежало ему. Из любопытства Ван бууло вбил в поисковике в сети слова Секиры и Академия Духовного Пламени. Бегло прочитав найденную статью, у Ван бууло от удивления расширились глаза. А гостиница Секиры не так проста. Гостиницу построили прямо напротив Академии Духовного Пламени. Это было очень удачное место, рядом с Академией, недалеко от делового центра. Дела у них шли очень хорошо, но сама гостиница была довольно странной. Дело было в несовместимости гостиницы Секиры и Академии Духовного Пламени. Люди связывали это с огромной Секирой, стоящей перед входом в гостиницу. С момента постройки Академии Духовного Пламени всё было в порядке вплоть до открытия своих дверей гостиницы Секира. Лезвие жутковатой Секиры гигантских размеров у входа было направлено прямо на Академию. Не прошло и года, как проректор Академии Духовного Пламени умер при загадочных обстоятельствах. На его место взяли нового человека. Он не только обладал высокой культивацией, но и талантом прорицателя. Во время одного из трансов он почувствовал довязчую тёмную ауру Секиры. Гостиница принадлежала людям из высшего звена корпорации Трелунье, поэтому он не мог заставить их убрать Секиру. В итоге ему удалось договориться о небольшой уступке. Лезвие Секиры повернули в другую сторону от Академии Духовного Пламени. Похоже, его план сработал. В этот же год второй проректор получил повышение и перевод на землю, где стал заместителем министра одного из Министерств Федерации. На его место взяли третьего практика. Тот считал суеверие глупостью, поэтому не стал договариваться с хозяевами гостиницы. По этой причине было решено вернуть Секиру на прежнее место. Вскоре разразился коррупционный скандал, фигурантом которого был проректор. Люди из департамента правопорядка колонии арестовали его прямо в Академии. Бедолога до сих пор отбывает наказание в марсианской тюрьме. Третьих случая принесли гостинице Секиры определенную популярность. С тех пор каждый новый проректор первым делом просил руководство гостиницы повернуть Секиру в другую сторону. Людям нравились такие истории. Многие действительно верили в эту легенду, тех, кто считал все это глупостью ими настигала кара. Никто не хотел проверять на себе, действительно ли проклятие работало. Вот почему Лиучень, новый проректор Академии Духовного Пламени, пришел в гостиницу договориться о Секире. «Я и такое могу!» После прочитанного у Ван Буола загорелись глаза, а уголки губ поднялись вверх при виде хмурого лица Лиученя. В этот момент Лиучень потерял терпение. Он поднялся и холодно посмотрел на администратора. «Да осюй!» – угрожающе прошепел он. «Мне нет дела до смены владельца. Мне нужен ответ. Сегодня же!» «Уважаемый, буду с вами откровенен. Изначально с вашей просьбой не было проблем, но несколько дней назад я получил сообщение о смене владельца. Вот почему я пока ничем не могу помочь». Мужчина в белом поднялся и фальшиво улыбнулся гостю. «Пожалуйста, не усложняйте ситуацию, продектор Ли. Давайте поступим так. Я могу спросить нового владельца прямо сейчас. Я еще не встречался с ним, но прошлый хозяин дал мне его контакты. Не волнуйтесь, эту мелкую неурядицу легко решить. Думаю, он не будет возражать». Лиучень немного расслабился и кивнул. В этой ситуации ничто не могло пойти не так. Все-таки за ним стояла Дао Академия Эфира. Верховный, Старейшин и другие эксперты не станут порицать его, заверов бабушкины сказки, ведь он просто хотел перестраховаться на всякий случай. Он отвернулся от мужчины в белом, который пытался связаться с новым владельцем гостиницы и искосо посмотрел на Ван Буэлла. Тот возился со своим кольцом-передатчиком. Заметив самодовольное выражение лица толстяка, он презрительно хмыкнул. «Деревянский простофиля, однажды заставлю тебя выплюнуть проглоченную духовную кровь. Я взыщу этот долг и набежавший пацанта». Пока он предавался приятным мечтам, кольцо-передатчик на руке Ван Буэлла зазвенело. Глава 297. «Зловещая аура захлестнула небо». В кольцах-передатчиках звуковое оповещение обычно не использовалось, поскольку его работа строилась на духовной энергии тела. Тем не менее, на всякий случай в них имелись и более традиционные функции, вроде вибрации и звукового уведомления. Ван Буэлла возился со своим кольцом, чтобы снять его с беззвучного режима. Пару секунд спустя кольцо-передатчик зазвенело. Сухо покашлив, Ван Буэлла немного подождал, а потом включил связь. Все это время он не сводил глаз или учение. Как только связь была установлена из кольца, раздался знакомый голос администратора. «Это господин Ван? Добрый день. Я управляю вашей гостиницей Секира. Меня зовут Сюй Джэнь Цзэн. Но вы можете называть меня просто Сюй». Сказал администратор в кольце-передатчик. К его несказанному удивлению, он услышал собственный голос из кольца человека, сидящего на соседнем диване. Не он один в замешательстве уставился на Ван Буэлла. У примершего к месту Лио Ченя чуть глаза не выкатились из орбит. Он выглядел начисто сбитым с толку. Ван Буэлла чуть довольно не цокнула языком при виде того, какой эффект на них произвел его небольшой трюк, пока шлифон поднес кольце-передатчик поближе к губам. «Да, это я просто Сюй. Я сейчас занят. Что тебе нужно?» Сюй Джэнь Цзэн судорожно вздохнул. Он отупел и переводил взгляд кольца-передатчика на Ван Буэлла и обратно. Ему потребовалось какое-то время, чтобы прийти в чувства. Он хотел подойти и поприветствовать нового босса, как того требовал этикет. Но тот, похоже, был настроен вести разговор через кольца-передатчик. Администратор пытался сообразить, когда мог оскорбить новое начальство, как вдруг его осенило. Он расшаркивался перед Леучением, в то время как его начальник не удостоился даже банального приветствия. Он поежился. «Почему босс не предупредил, что заедет?» От досады ему хотелось взвыть. Он предельно учтиво пересказал просьбу Леучения в кольцо, а потом нервно посмотрел на Ван Буэлла. Леучень все еще стоял как в забытии. Происходящее казалось ему сном, примириться с реальностью было очень трудно, он словно из вояне отстраненно наблюдал за разговором Ван Буэлла человека с фамилией Сюй. Они беседовали через кольца-передатчики, сидя в паре метров друг от друга. Ван Буэлла самодовольно надулся. С деланным непониманием, покосившись на Леученье, он равнодушно сказал в кольцо. «Конечно нет! Секира — отличительный знак нашего отеля! Как мы можем просто взять и переставить ее? Я хочу, чтобы вы установили рядом еще три таких же секиры! Да побыстрей! Лезвия всех топоров у входа должны быть направлены на Академию Духовного Пламени!» Услушав приказ, Сюй Джейн Цзин с трудом проглотил комок в горле. Он не посмел возразить. На всякий случай он громко заверил Ван Буэлла о своей готовности приступить к исполнению поручения. В этот момент Леучень потерял терпение. От перезбытка чувств у него на лбу вздулись вены и покраснили глаза. «Ван Буэлла! Как ты смеешь?!» — вскричал он. Ван Буэлла перешел границу дозволенного. Одна секира могла оборвать карьеру проректора, не говоря уже о четырех. Леучень пришел в бешенство. Он чувствовал, как на горизонте собираются метафорические тучи. Он поюжился, словно кожа, и ощущал грозящую ему опасность. Ван Буэлла никак не отреагировал на крик Леученя. «Что у тебя там за шум, простысюй? Кто-то только что выкрикнул мое имя? Три секиры слишком мало. Распорядись, чтобы изготовили десять. Если крикун на твоем конце провода не угомонится, добавь еще десять!» «И вот еще что. Если проректор Академии Духовного Пламени недоволен моим решением, пусть напрямую свяжется со мной. Любую проблему можно решить. Оброс в цене. Меня ждут дела, поэтому я отключаюсь». С этими словами Ван Буэлла выключил связь. Он поднялся с дивана, потянулся и с довольным видом окинул взглядом фойе. «Отличная гостиница!» Проигнорировав испопеляющий взгляд Леученя, он широкой улыбкой направился к выходу из отеля. Внезапно Сюй Джейн Цзун вскочил с места. Пробежав мимо Леученя, он подлетел к Ван Буэллы и принялся ему кланяться в надежде хоть как-то спасти ситуацию. От напряжения у Леученя побелели костяшки на пальцах, в глазах полопалось еще больше капилляров. Спустя какое-то время ему удалось подавить ярость. Скорежеща зубами он пулей вылетел из гостиницы. При виде огромной секиры у входа он тяжело задышал. «Ван Буэллы, хочешь, чтобы я покорно опустил голову и стал умолять тебя? И не мечтай!» Фыркнув, Леучень вернулся в Академию. На обратном пути к Академии Туманного Дао, Ван Буэллы никак не мог нарадоваться такому удачному стечению обстоятельств. Отель секира оказался отличным вложением. Зловещая аура топора на входе стала приятным бонусом. Особенно ему понравилось, как высокомерно Валию Ченя перекосило от ярости. «Лысый Чэнь, хочешь драться? Если бы ты вежливо попросил меня об одолжении, то я бы не стал усложнить тебе жизнь. Все-таки мы выпускники одной Академии. Но ты решил поупрямиться. Теперь пеняй на себя!» Ван Буэллы хмыкнул. В Академию он вернулся в отличном настроении, где вновь занялся улучшением духовных сокровищ. Незаметно прошло три дня. В своем рвении угодить новому начальству Сюй Джэнь Цзэн лично проследил за производством и установкой новых секир. Теперь перед входом в гостиницу выселся ряд новеньких топоров. Одиннадцать громадин излучали зловещую ауру. Их лезвия были направлены на Академию Духовного Пламени. Предсказуемо в Академии не ожидали ничего подобного. «Небеса! Хозяин гостиницы Секира сумасшедший! Одна Секира может преждевременно закончить карьеру проректора, а одиннадцать, боюсь нынешнего проректора, скоро вынесут из Академии вперед ногами! Хозяин гостиницы что-то не поделил с проректором Ли?» Новые Секиры вызвали переполох не только в Академии Духовного Пламени, но и в окрестных районах. Многие приходили к гостинице посмотреть на новые топоры, шумиха вокруг гостиницы положительно сказалась на бизнесе. В Академии Туманного Дао тоже активно обсуждали случившееся, многие настолько прониклись историей, что никак не могли перестать говорить об этом. Юноша из корпорации Трилунье, продавший Ван Буэлэ гостиницу, сперва не поверил своим ушам. Гостиницу подарили ему совсем недавно, к тому же его не интересовало управление бизнесом, он слышал городскую легенду о Секире, но она не особо его заинтересовала. Всё изменилось, когда он отдал гостиницу Ван Буэлэ, и тот приказал установить ещё десять Секир. Внезапно он понял, насколько бесстрашным был их новый проректор. «По слухам, он не в ладах с проректором Ли из Академии Духовного Пламени!» «Он пытается довести его до ручки!» Ван Буэлэ продолжил давать лекции от хромического оружия. Сегодня ему предстояло прочитать лекцию своему первому классу. Когда он зашёл в аудиторию, студенты сразу притихли. В этот раз они слушали его более внимательно, правда их не интересовали даваемые Ван Буэлэ знания, их просто привлекала личность такого незаурядного человека. Возросший интерес был обусловлен автоматоном, которого выменял юноша из корпорации Трилунье. За несколько дней девушка-автоматон прославилась на весь кампус, в основном благодаря любви юноши бахвалится. Он всюду таскался с красивой и хорошо сложенной девушкой-автоматоном. На практике она показала себя очень полезной помощницей. Словно настоящий человек, она помогала делать записи на лекциях и домашнюю работу. Девушка умела делать массаж спины и плеч. К тому же она постоянно защищала его и заботилась обо всех его нуждах. Другие студенты завидовали ему чёрной завистью. Им тоже хотелось заполучить себе такую помощницу. Вот только установленная им цена была неподъёмной, они не могли позволить себе такую игрушку, хоть им очень хотелось. Юноша из корпорации Трилунье, обменявший гостиницу на автоматона, был крайне доволен собой. По его скромному мнению, он совершил блестящую сделку. Хм, люди болтают, что я типичный транжира, проматывающий богатство семьи. Они не знают, что я специально обменял автоматоны на гостиницу, чтобы задрать на них цену. Теперь мало кто может себе их позволить. В данный момент мой автоматон – штучный товар. Я могу перепродать его в любой момент, благо недостатка в покупателях нет. Надеюсь, проректор тоже будет поддерживать их высокую цену и не станет продавать их за бесценок. В этом он не ошибся. Получив за автоматона гостиницу, Ван Буэлла не собирался продавать их по более низкой цене, да и ему не представилось шанса это сделать. Его нашли несколько беспутных сынов из корпорации Трилунье и клана «Пять поколений неба». В своём желании превзойти друг друга, эти нестеснённые в средствах молодые люди сделали ему не менее щедрые предложения. Ван Буэлла продал ещё несколько автоматонов. В итоге он теперь владел двумя гостиницами и тремя магазинами на Марсе. Даже ему не верилось, что у него в собственности переказалось такое серьёзное имущество. Никогда не пойму, как мыслят богатые люди. Сколько автоматонов я потерял в прошлом, сколько денег. Меня назначили сюда для работы, а не для того, чтобы приторговывать автоматонами. Если продолжу, то в мои двери рано или поздно постучатся люди из департамента правопорядка колонии. Глава 298. Новый инструктор курса от хромического оружия. Ван Буэлла стала неспокойна на душе. Он боялся, что его вызовут на беседу в департамент правопорядка, где потребует объяснить торговлю автоматонами. Тем временем его карьера лектора подошла к концу. В академию прибыл новый инструктор курса от хромического оружия. Ван Буэлла был приятно удивлён выбранной кандидатурой, когда ему передали его личное дело. Встреча со старым знакомым на чужбине, вернее и не скажешь. Ван Буэлла вздохнул. Немного подумав, он распорядился, чтобы кто-то встретил нового инструктора у ворот, а потом привёл его к нему в кабинет. В ожидании нового сотрудника Ван Буэлла прикончил несколько пачек снэков. Услушав стук в дверь, он поднялся, подошёл к карте на стене и встал спиной к двери. «Войдите!» За дверью с кислой миной стоял новый инструктор. Стоило ему открыть дверь и увидеть Ван Буэлла, как он помрачнел ещё больше. Ему явно было очень неуютно находиться здесь. Хоть он и чувствовал себя не в своей тарелке, особого выбора у него не было. Сцепив зубы, он накрыл ладони кулак. «Приветствую, проректор Ван. Меня зовут Линь Тяньхао. Я новый преподаватель курса от хромического оружия». Линь Тяньхао был подавлен. Если бы он знал, что здесь работал Ван Буэлла, то никогда бы добровольно не пришёл сюда. Но правда вскрылась только тогда, когда уже было получено назначение. К тому же отцу пришлось немало заплатить, чтобы отправить его сюда. Смирившись с судьбой, Линь Тяньхао был вынужден явиться. «Тяньхао, подойди!» Не оборачиваясь, сказал Ван Буэлла. Линь Тяньхао не понравилось то, как к ним обратился Ван Буэлла, но спорить было бессмысленно. Вздохнув про себя, он хмуро встал рядом с Ван Буэлла. Будучи хозяином кабинета, Ван Буэлла лишь покосился на гости, но ничего не сказал. Его внимание было сосредоточено на карте. Следующие полчаса они просто стояли в тишине. Линь Тяньхао никак не мог понять, в чём было дело. Внезапно он понял. Вспомнив наставление отца, он осознал, что стоял не там, где положено. Он никогда бы не совершил подобной ошибки, быть проректором кто-то другой. Лёгкое помутнение рассудка было связано с их непростыми взаимоотношениями. В его сердце перемешались раздражение, бессилие, а также отчаянное нежелание признавать поражение. В очередной раз мысленно вздохнув, он нехотя сделал шаг назад. В этот же миг на губах Ван Буэлла расцвела улыбка. «Тяньхао, добро пожаловать в Академию Туманного Дао!» Обернувшись, радужно сказал он. Ван Буэлла усадил Линь Тяньхао на свой диван. С его губ не сходила ободряющая улыбка. Когда Линь Тяньхао сел рядом, он заговорил. «Наша Академия несёт на плечах тяжёлое бремя. Наша задача — воспитать следующее поколение экспертов для Марса и Федерации. Образование в области дхармического оружия особенно важно, но с тобой я могу быть спокоен. Часть этого времени легла на твои плечи, поэтому я жду от тебя безупречных результатов. Проректор Ван, я приложу все силы». Ему было тяжело привыкнуть к изменениям в динамике их взаимоотношений и манере обращения к нему Ван Буэлла как к подчинённому. Сколько бы он ни старался, ему никак не удавалось найти хоть один положительный момент в новом назначении. «Все силы?» «Тяньхао, мы больше не студенты до Академии Эфира. Теперь ты инструктор. Свеча, чей путеводный свет озарит студентам путь к знаниям. Не достаточно приложить все силы? Ты должен посвятить всего себя этой работе. Тебе предстоит передать этим детям все свои знания о хромическом оружии». Свою речь Ван Буэлла закончил на очень серьёзной ноте. Он покосился на развалившегося на диване Линь Тяньхао. Линь Тяньхао сделал глубокий вдох, выпрямил спину, кивнул и уже хотел что-то сказать, но тут Ван Буэлла похлопал его по плечу. «Тяньхао, мы знакомы уже не первый год. В прошлом у нас были разногласия, но ты знаешь меня. Не в моих правилах таить на кого-то обиду. Я человек незлопамятный. Не волнуйся, совершенно незлопамятный. Нет, абсолютно незлопамятный». Каждый раз, говоря «злопамятный», Ван Буэлла хлопал Линь Тяньхао по плечу. Этому трюку он научился у гигантского дерева. Он использовал его на Линь Тяньхао, потому что хотел усмирить его, словно строптивого коня. Из Линь Тяньхао получился бы отличный подчинённый. С ним в марсианской колонии у него будет хотя бы один знакомый. Трюк гигантского дерева сработал. Раздражение Линь Тяньхао трансформировалось в тревогу и неуверенность. Вспомнив о жестокости Ван Буэлла, он в очередной раз про себя вздохнул. Будь проректором кто-то другой, он мог бы использовать связи своей семьи, но Ван Буэлла, несмотря на незнатность происхождения, имел поддержку людей не менее могущественных, чем его отец. После нескольких лет совместной учебы он был прекрасно уведомлён об этом факте, он на полном серьёзе верил в существование загадочного крёстного, который втайне поддерживал Ван Буэлла. Иначе никак нельзя было объяснить то, как Ван Буэлла из раза в раз выходил сухим из воды. И теперь ему предстояло ближайшие несколько лет работать в качестве уподчинённого. Не в силах изменить судьбу, Линь Тяньхао сдвинулся вперёд, чтобы сесть на самый край дивана. В скрипе сердца он достал бездонный браслет и осторожно положил рядом. Такое он делал впервые в жизни. Проректор Ван, это небольшой знак моей благодарности. Пожалуйста, примите его. При виде сдвига в поведении Линь Тяньхао, Ван Буэлла расплылся в улыбке. Немного поболтав об учебе в Дау Академии Эфира, он поднял чашку чая с явным намёком, что разговор окончен. Напоследок он попросил Линь Тяньхао забрать браслет. Тяньхао, искренне сказал он, мы собратья по Академии, в этом нет необходимости. Что до нашего конфликта, мы были молоды, импульсивны. После праздника урожая в резиденции твоего отца я перевернул эту страницу своей жизни. Не позволяя старым склокам тяготить твое сердце, надеюсь, вместе мы положим начало новой эпохи в Академии Туманного Дау и оправдаем возложную на нас ответственность. Искренность его слов немного тронула Линь Тяньхао. Он долго не сводил с него глаз, но в итоге забрал безданный браслет. Перед уходом он накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Я сделаю всё возможное. С этими словами Линь Тяньхао вышел. Это был его первый день на работе. Его ждало ещё много дел. Когда Линь Тяньхао скрылся за дверью, Ван Буэлэ поставил чашку на стол и сделал большой глоток из бутылки с духовно-ледяной водой. Встреча прошла очень хорошо. По одному шагу за раз. Рано или поздно я добьюсь его верности. Этот разговор помог ему пересмотреть отношения к жизни на Марсе. Несмотря на присутствие гигантского дерева, в жизни здесь были свои плюсы. Он не только умножил своё богатство, но и стал начальником Линь Тяньхао. Какое счастливое стечение обстоятельств. Насвистывая весёлый мотивчик, он потянулся к пачке снэков, как вдруг завибрировало его кольцо-передатчик. По его лицу приметнуло удивление. «Ли И?» Ван Буэлэ с недоверием включил связь, и действительно, он услышал голос Ли И. «Ван Буэлэ, знаю ты на Марсе!» Прозвучал спокойный, немного уставший голос. Меня тоже перевели сюда. После выпуска из Академии и поступления на службу к Федерации на меня навалилась необъяснимая тяжесть. Я задумалась обо всём, что произошло в прошлом, особенно о наших разногласиях. «Зачем зацикливаться на таких мелочах? Впереди нас ждёт длинная дорога. Я хочу оставить наш конфликт прошлому помириться. У тебя есть время? Как ты смотришь на то, чтобы вместе пообедать?» А Ван Буэлэ слушала её в полнейшем замешательстве. Звонок Ли И застал его врасплох. Первоначальный скептицизм быстро перерос в подозрительность. За время знакомства с Ли И она показала себя мелочной и мстительной девушкой, которая никогда не забывала обид. С чего такой человек внезапно предложил помириться? «Тебя похитили? Это дело рук моих врагов? Хоть и нет, мои недруги не стали бы похищать тебя. Ты не Ли И! Кто, чёрт возьми, ты такая?» В одном из кабинетов аппарата заместителя губернатора в районе номер восемнадцать Ли И раздражённо скреждала зубами. После ответа Ван Буэлэ она сделала несколько успокаивающих вдохов, а потом негромко заговорила, вновь прикинувшись уставшей. «Ван Буэлэ, ты меня неправильно понял. Я...» Внезапно связь оборвалась. Ли И, непонимающе, уставилась на своё кольцо, а потом в ярости ударила кулаком по столу. «Придурок! Как ты смеешь бросать трубку?» Грудь рассерженной девушки часто вздымалась, что лишь подчёркивало пышность её форм. «Поначалу у меня были сомнения, но теперь решено!» Скрипя зубами, подумала она. «Им станет он! Я использую толстяка для культивации моей секретной техники!» Ли И тяжело вздохнула. Именно из-за секретной техники она пыталась помириться с Ван Буэлэ. Условия культивации техники были более чем странными. Для этого требовалось влюбиться в самого ненавистного человека, а потом порвать с ним. Это был единственный способ культивации техники. Называлась она «Техника бесчувственной Ивы». Эту технику она получила не в ДАО Академии Белого Оленя, а от заместителя губернатора. Тот вручил её сразу после того, как она прибыла на Марс для работы у него помощником. Она тайком сообщила об этом руководству Академии. Те всерьёз удивились, но порекомендовали культивировать её. Их совет унял её тревоги. К выбору кандидата для культивации техники она подошла со всей тщательностью. Среди людей, кого она на дух не приносила, особенно выделялся Ван Буэлэ. Его она презирала больше всего на свете. Глава 299-я «Пытаешься соблазнить меня?» «А она ненормальная!» В Академии Туманного ДАО Ван Буэлэ оборвал звонок. Ли И была не из тех людей, кто протягивал врагам лавровую ветвь. Даже идиот заподозрил бы неладное. Говорят, что у девушек с большой грудью крохотные мозги. У Ли И грудь совсем небольшая. «Так почему у неё в этом плане всё так плохо?» Ван Буэлэ фыркнул. Он считал себя намного умнее Ли И. Такие резкие перемены в характере не могли произойти сами по себе. Беспричинная смена ненависти на доброту была свойственна только подлецам и обманщикам. «Что-то не так. Неужто ли И пытается?» Ван Буэлэ уцепился за образ подлеца и обманщика. У него в голове прозвенел тревожный звонок. Взгляд в зеркало только усугубил его тревогу. Или и должно быть возжелало его красивое тело. «Как ей не стыдно!» Ван Буэлэ был польщён и в то же время расстроен. Его притягательная внешность была благословением и проклятием. Девушкам было нужно только его тело. Такой красавчик, как он, был обречён всю жизнь отбиваться от подобных нападок. Ван Буэлэ нервно распечатал пакетик чипсов. Покачиваясь на стуле, он вкушал лакомство. Время от времени к нему заходили инструкторы со своими докладами. Полдня прошло без происшествий. В Академии Туманного Дау работали инструкторы обоих полов. Нижним порогом их культивации являлся пик стадии древних боевых искусств. Они были в отличной форме. К тому же, как и в случае учеников, носили одинаковую униформу, отлично подчёркивающую фигуру. У проректора в Академии почти нет власти. Тем не менее, под моим началом работает несколько сотен человек. Ван Буэлэ лакомился чипсами и любовался заходящими к нему женщинами-инструкторами. Заведующая канцелярией, молодая замужняя женщина, которая ещё не стукнула и тридцати, была хороша собой. Её глаза словно омуты затягивали его каждый раз, когда он смотрел в них. Сложившееся положение вещей его устраивало. Если бы не гигантское дерево, перевод на Марс уже не казался ему такой плохой идеей. На закате занятия подошли к концу, студенты Академии начали расходиться по домам. Для некоторых это был очередной повод покрасоваться своим дорогим кораблём. Шумом в небо поднялось множество летающих судов. Юноши из корпорации Трелунье вместе с дюжиной одноклассников чуть ли не первыми покинули территорию Академии. Они направились прямиком к гостинице Секира. Ещё во время занятий они решили слетать туда, чтобы своими глазами посмотреть на одиннадцать огромных секир. Ван Буэлэ шёл по пустеющему кампусу к своей резиденции. В это время у ворот Академии стояла нежданная гостья Ли-И. Она была очень красивой девушкой. Постоянное самолюбование в зеркальце и нарциссизм частично объяснялись её привлекательной внешностью. Алебастровая кожа, чарующие изгибы тела, упругая попа и лебединая талия. Такая внешность была магнитом для мужского внимания. На одинокой красавице у ворот Академии Туманного Дао останавливался взгляд практически всех идущих домой студентов. Большинство было юношами пятнадцати-шестнадцати лет. Неудивительно, что привыдели Ио они буквально примерзали к месту, что да само или Ио она, разумеется, понимала, какой эффект оказывала на молодых людей. С довольным видом она достала зеркальце и посмотрела на собственное отражение. Очарованное своей красотой, она тихонько вздохнула. Студенты, наоборот, бросали в её сторону не очень дружелюбные взгляды, на фоне ли Ио они выглядели деревянскими простушками. Они смотрели на неё с нескрываемой ненавистью, некоторые посмелее вообще начали шептаться. «Что за дешёвка? Старушенцы! И не стыдно из дома выходить? Толстожопая!» В окружении очарованных парней и раздражённых девушек Ли Ио гордо сдрала подбородок и громко прокричала. «Ванболы! Я жду тебя!» Культивация стадии возведения основания усилила её голос до громового раската. Студенты у ворот от неожиданности вздрогнули. Многие с любопытством посмотрели в сторону Академии. Ванболы как раз вышел на улицу, поэтому прекрасно её слышал. В ворот Академии он увидел среди студентов Ли И. «Такой откровенный наряд! Думает соблазнить меня и вдоволь поразлечься с моим прекрасным телом!» «Зачем она сюда пришла?» Ванболы насторожился. Его рука невольно потянулась к лицу, ему следовало как можно скорее покончить с этим фарсом. Раз и навсегда. Проигнорировав любопытствующих студентов, он подошёл к старой знакомой и заговорил, прежде чем та успела хоть что-то сказать. «Ли И, знаю, я тебе нравлюсь. Я красавчик, один из участников программы «Сотня сынов» и чуть ли не лучший среди всех практиков с моей культивацией. В Федерации нет никого, кто бы мог соперничать с моим гением. Даже президент Федерации назвал меня избранным, но я не какой-нибудь беспринципный распутник». У студентов вокруг округлились глаза после такого смелого заявления Ванболы. Они в шоке уставились на своего проректора, а потом перевели взгляд на Ли И. Они не могли поверить своим ушам. «Проректор Ванн высоко себя оценивает. Он что, пытается избавиться от неё? Где его стыд? Эта красавица даже не сказала, что он ей нравится!» Ли И была удивлена не меньше остальных. Она чуть не вспылила. К счастью, ей вовремя удалось взять гнев под контроль. В своей речи Ванболы намекнул, будто это она была беспринципной распутницей. И его проницательность её слегка удивила. Несмотря на бесцеремонность его тирады, он довольно точно угадал её намерения. Всё-таки она пришла сюда для того, чтобы использовать Ванболы в культивации секретной техники. Сделав глубокий вдох, она попыталась ещё раз. «Ванболы, я... Можешь ничего не говорить!» Сказал он, отмахнувшись рукой. Со смесью раздражения и лёгкой досады он накинул взглядом чарующую фигуру Ли И, а потом сухо продолжил. «Я знаю, что тебе нужно! Сегодня развею все иллюзии у тебя в голове!» Со вздохом Ванболы сделал шаг вперёд. Студенты у ворот молча наблюдали, как он подошёл к растерянной Ли И, а потом крепко обняла деревеневшую девушку обеими руками. У Ли И от неожиданности расширились зрачки. Инстинктивно она хотела вырваться и залепить наглецу пощёчину, но тут вспомнила про свой план. Она судорожно вздохнула и задрожала, но всё же подавила накатившую на неё волну отвращения. Среди ещё не ушедших домов студентов поднялся маленький переполох. Стана обнимающихся Ли И, Ванболы выглядела дико. Даже очень богатое воображение не могло породить подобный образ. «Небеса! Глаза меня не обманывают! Наш продактор крут! С ним хочет встречаться такая красавица! Мир несправедлив!» Разумеется, Ванболы, как и любой уважающий себя мужчина, воспользовался ситуацией и облапал её. Обнимать Ли И было очень приятно. Он не хотел отпускать Ли И, но внезапно понял, что тогда она может неправильно его понять, поэтому успешно отпустил её. «Ты уже обняла меня!» Спокойно сказал он. «Можете!» Ли И про себя проклинала его, на чём свет стоит. Она уже сожалела о своём решении использовать Ванболы в культивации, но при мысли о секретной технике стиснула зубы и промолчала. Эту партию надо было доиграть до конца. Она подняла голову и тепло на него посмотрела, её губы немного приоткрылись, словно она собирала что-то сказать. В этот момент у Ванболы завибрировало кольцо передатчик. Прочитав сообщение, он побагровел от ярости. В его глазах, казалось, заискрились молнии. «Сломать мои секиры?» Сообщение прислал Сюи Джэнь Цзэн из гостиницы «Секиро». Из текста следовало, что Ли И Чэнь вместе с группой студентов Академии Духовного Пламени пришли к отелю с целью сломать выставленные у входа секиры. Он не мог их долго сдерживать, поэтому и прислал сигнал о помощи. «Ли Учэнь, а тебе наглости не занимать!» Ванболы пришёл в бешенство. Он уже хотел броситься к месту событий, как вдруг его взгляду полнороскошное тело Ли И. «Ли И», непринуждённо бросил он. «Я знаю, ты очарована моей красотой, так и быть. Я дам тебе шанс искупаться со мной. Я поверю в искренность твоих намерений, если ты принесёшь мне по одному виду всех снеков, продающихся на Марсе». Ванболы не обратил никакого внимания, ни на поднявшийся после его заявления шум, ни на поёжившуюся Ли И. Похоже, сказанное всерьёз на неё подействовало. Запрыгнув летающий корабль, он полетел в гостинице Секира. Глава трёхсотая. Разногласия. Ванболы умчался в гостинице, оставив в рот Академии Туманного Дау лёгкий переполох. Этот инцидент обсуждали не только ученики, но и инструкторы. Ректор наблюдал за оживлением ворот из окна своего кабинета. Ли и кипела от ярости. Она уже сожалела о своём решении прийти сюда, но это никак не пошатнуло её решимость. Решение уже было принято. Она не собиралась отказываться от задуманного. Сложность поставленной задачи оказалась выше ожидаемой, но от её внимания не ускользнуло то, как Ванболы буквально пожирал взглядом её фигуру. Она была уверена в успехе. Этот отвратительный толстяк. Отличный кандидат для культивации секретной техники. Ванболы тем временем на всех парах мчался к гостинице Секира. Он тоже кипел от злости, хотя его гнев немного смягчился, когда он подумал о своей несравнённой красоте. Хм, простое объятие её так обрадовало. Выражение её лица, когда я дал ей шанс доказать искренность намерений... Ванболы усмехнулся. Его глаза холодно блеснули. Лии ведёт себя подозрительно. Раньше она терпеть меня не могла, но сейчас ничего не сказала ни после объятий, ни после моей подначки. Она явно замышляет что-то недоброе. Ванболы с подозрением прищурился. Его недавняя выходка могла показаться домогательством, но так он пытался испытать её. Внезапное желание Лии забыть старые разногласия и её появление в Академии выглядели подозрительно. Проверка подтвердила его подозрения, хотя он не стал ничего говорить. Он отложил эту проблему до лучших времён и сосредоточился. Корабль стремительно приближался к гостинице. Тем временем снаружи отеля Секира столкнулись две группы студентов из Академии Туманного Дау и Академии Духовного Пламени. В воздухе повисла напряжённая атмосфера, и любая искра могла спровоцировать конфликт. «Дзэнь Доджо, ты совсем не соответствуешь своему имени!» Примечание переводчика. «Дзэнь Доджо можно перевести как «золотая свинья». Сунчао, ты посмел увезти корабль, на который я положил глаз? Сегодня я отомщу тебе за это! Лиха, только болтать можешь! Мой брат несколько дней назад избил твоего! Сегодня я сделаю тоже с тобой!» Снаружи гостиницы собралось больше сотни студентов. Большинство учились в Академии Духовного Пламени. Часть Академии Туманного Дао защищала всего пару дюжин человек. Последние были все в синяках и ссадинах. Несмотря на численное превосходство соперника, они не потеряли присутствие духа. Обе группы обменивались угрозами и оскорблениями. Соперничество двух Академий плавно перенеслось и на их студентов. Обе группы терпеть не могли друг друга. Многие студенты с обеих сторон конфликта принадлежали к одним и тем же политическим группировкам, но даже в рамках одной фракции существовало много противоборствующих клик. Конфликтом этих группировок не было ни конца, ни края. Цзэнь Доджи и его друзья прилетели к гостинице не для того, чтобы устроить неприятности. Они просто хотели посмотреть на новые секиры. В гостинице они случайно столкнулись с учениками Академии Духовного Пламени, а обмен оскорблениями быстро перерос в драку. Академия Духовного Пламени стояла через дорогу от отеля, поэтому заведев потасовку к ним на помощь быстро подоспели товарищи. Сотрудники гостиницы хотели вмешаться, чтобы не допустить поножовщины, но тут Лио Чэнь, воспользовавшись общим хаосом, подскочил к секирам и одним ударом уничтожил сразу три. Это лишь усугубило конфликт. Ничто не предвещало того, что он может скоро закончиться. Если бы Лио Чэнь не знал, что гостиница сменила хозяина, он бы не стал ничего предпринимать, опасаясь ответной реакции корпорации Трелунье. Но недавно он выяснил, что отель больше не принадлежал корпорации, а значит ему можно было не опасаться их гнева. Под прикрытием конфликта между студентами он не прекращал атаки на установленные у гостиницы секиры. Вскоре у входа уже валялись обломки всех поставленных по приказу в Анбулы секир. Он переключился на последнюю, установленную в одно время с открытием гостиницы. Оригинальная секира была сделана из другого материала, поэтому она устояла под его натиском. Правда, с каждым ударом на лезвие появлялось всё больше трещин. Охрана гостиницы в основном состояла из практиков стадии истинного дыхания. Они ничего не могли сделать Лиу Ченю. Не в силах остановить его, они могли лишь наблюдать за всем со стороны. Слава проректору Ли! Давайте снесём эту мерзкую гостиницу секира! Ха-ха! Наш проректор Ли силён! В ходе атаки Лиу Ченю на секиры во все стороны разлетались осколки камня. Символ гостиницы всё ещё держался, но трещин становилось всё больше. Дзынь, Доджи и его друзья запаниковали. Вы перегибаете палку! Проектор Ван Баула скоро будет здесь! Вы что, ничего о нём не слышали? Студенты Академии Духовного Пламени разразились хохотом и с нескрываемым презрением посмотрели Дзынь, Доджи и его друзей. О да, мы слышали о нём! Вы про того толстяка? Наш ректор Ли сегодня побьёт его! После избиения он ещё больше распухнет! Верно! Слышал, ваш ректор Ван только выглядит сильным! На самом деле он тот ещё трус! Ты тоже, Дзынь, Доджи! Каким идиотом надо быть, чтобы обменить гостиницу на автоматона? По слухам, его недолюбливает заместитель губернатора. Мой отец работает вместе с ним. Если он сегодня здесь покажется, я обо всём расскажу отцу! Обмен оскорблениями продолжился. Гости гостиницы слышали крики студентов обеих академий и грохот от ударов кулаков Ли Ученя по секире. Внезапно вдалеке послышался пронзительный свист. Звук приближающегося корабля люди внизу услышали до того, как увидели его в воздухе. Ли Учань, тебе жить надоело! В этот же миг Ван Буэлэ выпрыгнул за борт. Словно пушечное ядро, он умчался вниз быстрее своего корабля. Одним прыжком он пересёк три сотни метров, поразив людей внизу. Ещё два шага, и он уже стоял перед Ли Ученем. При виде приближающегося кулака Ван Буэлэ тот прищурился. Он быстро отскочил на ходу, выполнив несколько магических пассов. Перед ним возникла капля воды. Им был воздвигнут прозрачный, словно хрусталь защитный барьер, который принял на себя всю ярость удара Ван Буэлэ. От грохота задрожали небо и земля. Шестое чувство Ли Ученя забило тревогу. Стена воды не устояла под таким натиском. Ван Буэлэ разбил её одним ударом. Ли Учень видел, как к нему с кровожадным блеском в глазах приближался Ван Буэлэ. Внезапно кто-то хмыкнул. Из Академии Духовного Пламени вышло восемь человек. Среди них был мужчина в расцвете сил. Его культивация поздней ступени создания ядра была выше всех в этой группе. Его окружала властная аура. Такой человек внушал трепет в сердца других. Судя по тому, как надменно тот держался, он был ректором Академии Духовного Пламени. Остальные были преподавателями в его Академии. Они поддержали затею Ли Ученя, поскольку тот лучше них понимал пределы возможностей Ван Буэлэ. Правда, большинство его информации базировалось на слухах и чужих рассказах. Сам он не видел Ван Буэлэ в бою, но знал, что тот был опасным противником. Преподаватели и ректоры решили помочь Ли Ученю по двум причинам. Во-первых, он попросил их посодействовать. Во-вторых, сама идея, что перед их Академией теперь стоит 11 секир, казалась им ужасающей. Но решающим аргументом выступил конфликт между двумя Академиями. Таким нехитрым способом они хотели установить собственное превосходство над соперником. Никого не беспокоил тот факт, что Ван Буэлэ только что назначили на пост, и ректор Академии Туманного Дау не молодел, да и его учебное заведение постепенно сдавало позиции. Академия Духовного Пламени не собиралась оставаться одной из двух Академий для богатых и влиятельных, они хотели сделать её единственной элитной Академией на Марсе, лучшей Академией на всей планете. Их целью было установить превосходство над конкурентом, они хотели, чтобы Ван Буэлэ в будущем стыдливо отводил глаза при виде людей из Академии Духовного Пламени. Ректор Академии на всякий случай расспросил знакомых о Ван Буэлэ, оказалось, что в мистическом мире Луны тот избегал практиков поздней ступени возведения основания. Вместо драки он предпочитал перемещать их в другое место, это подкрепило его уверенность в победе. «Проваливай!» Голос Ректора напоминал раскат грома. Оглушительный крик обрушился на Ван Буэлэ в виде звуковой атаки. Лио Чень на это только рассмеялся. Перестав отступать, он внезапно бросился навстречу Ван Буэлэ. Вместе с Ректором они атаковали Ван Буэлэ с флангов. «Ты действительно думаешь, что я боюсь практиков поздней ступени возведения основания?» Взгляд Ван Буэлэ не сулил ничего хорошего. Он поднял руку и призвал дхармическое оружие седьмого ранга, мечем он ударил в сторону Ректора Академии Духовного Пламени. В этот же миг вокруг него завел ветер, буря приняла форму черного крокодила. Существо жутко взревело, одновременно с этим внутри Ван Буэлэ ожил зеленый лотос. Из его тела начали расходиться могучие волны духовной энергии, они до предела усилили культивацию и физическую силу Ван Буэлэ. Этот момент стал кульминацией конфликта. В реве Ван Буэлэ потонула звуковая атака Ректора Академии Духовного Пламени. Его довещая аура взмыла до небес, когда клинок начал опускаться вниз. Небо пришло в смятение, все на мгновение застыло. Леучения захлестнули изумление и страх, преподаватели Академии Духовного Пламени тоже ошеломленно застыли, у Ректора их Академии округлились глаза. Он утром чуял, приближалась страшная опасность, словно огромная океанская волна, грозившая утянуть его в морскую пучину. Невозможно! Ван Буэлэ, словно живое воплощение бури, рассек мечом в воздух, сотворив сияющий рощерк несколько десятков метров в длину. Рощерк, способный рассечь небеса. Глава 301. Чего мне бояться? У Ректора Академии Духовного Пламени покраснели глаза. Для отражения удара он использовал всю свою силу, но ему все равно не удалось устоять под натиском Ван Буэлэ. Клинок опускался с оглушительным свистом, в результате атаки воздух покрылся рябью, студенты у входа в гостиницу в ужасе отшатнулись, многие из них закашлялись кровью. Люди в панике бросились бежать, даже преподаватели Академии Духовного Пламени согнулись в приступе кровавого кашля, а они зашатались и на нетвердых ногах отошли подальше от места сражения. На губах Ректора Академии Духовного Пламени проступила кровь, волосы у него на голове в один миг испарила энергетическая волна. Удар плоской стороны клинка пришелся ему в центр груди, словно пушечное ядро он отлетел обратно в кампус своей Академии. Ван Буэлэ пожалел его. В последний момент он немного вывернул кисть, чтобы ударить Ректора не лезвием, а плоской стороны клинка. Не сделай он этого, Академия Духовного Пламени сегодня бы лишилась Ректора, а сам Ректор Головы. В мистическом мире Луны Ван Буэлэ такое было не по силам. Тогда он только достиг стадии возведения основания и не знал ни одной подходящей новому уровню культивации секретной техники. По возвращении на Землю он начал изучать первый том Дао Молнии. Могло сложиться впечатление, что он постиг лишь первый сегмент и нанес всего одно громовое тату на правую ногу, но это было не так. Культивация секретной техники помогала в переплавке духовной энергии внутри тела, по прошествии времени оно становилось только чище. Всё это время его физическая сила тоже находилась на пике возможностей. Слияние с зелёным лотосом усилило тело до совершенно заоблачных высот. С тех пор, как Ван Буэлэ вернулся из мистического мира Луны, он стал намного сильней. Отправив Ректора в полёт одним ударом двуручного меча и парализовав страхом его преподавателей, Ван Буэлэ внезапно обернулся. Его взгляд был направлен на Леучене, тот был белее мела, он не мог поверить своим глазам. С самого начала он знал о способностях толстяка, но совершенно не ожидал, что тот окажется настолько сильным, кто мог предположить, что Ван Буэлэ окажется монстром в шкуре человека. «Ван Буэлэ, только и можешь размахивать этим тхармическим оружием! Слабо подраться на кулаках!» Отступая, закричал Леучень, он всё ещё не хотел признавать поражение. «Раз ты напал на моих студентов, будь готов к тому, что я приду за тобой с моим тхармическим оружием наперевяз!» Не растерялся Ван Буэлэ. С самопоморочительной скоростью он вмиг догнал свою жертву, пронзительно просвистел клинок. «Яня!» Слова застряли у Леученя в горле. Он хотел объясниться, но, завидев оттоку, в панике попытался защититься. Его глаза внимательно следили за опускающимся ему на голову мечом, поэтому он не заметил странного блёска в глазах Ван Буэлэ и молниеносного удара правой ногой. Рефлексы сработали быстрее, чем мозг, поменявшись в лице, Леучень инстинктивно заслонился от удара ноги левой рукой. С характерным звуком кости в его руке тут же растрескались, от острой боли пронзившей всё тело его лоб покрылся испаренной. К счастью, ему удалось заблокировать удар Ван Буэлэ. «А ты крепкий орешек!» Глаза Ван Буэлэ блеснули, он не стал вкладывать в удар всю силу, они были выпускниками одной академии, да и их разногласий язык не поворачивался назвать смертельной враждой. Чтобы решить эту мелкую ссору, достаточно было преподать ему урок. Неудачная атака ничуть не расстроила Ван Буэлэ. Из его ноги внезапно ударила молния, жутким треском она обогнула сломанную руку остолбеневшего Леученья и угодила ему прямо в пах. В воздух сотряс мучительный вопль. Леученья отбросила назад, словно тряпичную куклу. В сравнении с Ван Буэлэ, кому довелось выйти победителем из множества схваток, ставкой в которых была его жизнь, Леученья явно не доставала культивации, опыта и инстинктов настоящего бойца. На стадии истинного дыхания Леучень находился на одном уровне с Ван Буэлэ, но сейчас между ними лежала пропасть. Студенты неподалеку, ставшие свидетелями драки, лишились дара речи, их собратьев из Академии Духовного Пламени начала бить мелкая дрожь. Они не могли без страха взглянуть на Ван Буэлэ, особенно боялись те, кто недавно позорил себе более чем смелые заявления в его адрес. Они, казалось, почувствовали боль своего проректора. Удар мечам, который отшвырнул их ректора до самого кампуса, не произвел на них особого впечатления. Тогда он показался им пугающим и опасным практиком, но какой-то особой реакции его победы над ректором у них не вызвало. Но при виде последующего удара ногой выстрела молнии, у студентов Академии Духовного Пламени затряслись под жилки. Он ударил ногой ему в пах! После такого удара там ничего не осталось! Какой подлый трюк! Удара ногой ему было мало! Он еще добавил молнию! Если после удара ногой у проректора что-то осталось в целом, молния превратила все это в угли! Проректор Иван из Академии Туманного Дао явно не любит яйца! Может он чем-то болен? Побледневшие студенты Академии Духовного Пламени на всякий случай отошли подальше, а вот молодые люди из Академии Туманного Дао воодушевились. В глазах избитых студентов разгорелось пламя. Они считали его очередным ни на что не способным бюрократом, но сейчас почти все смотрели на него с нескрываемым уважением и благоговейным трепетом. А они не могли сдержать восторга. У них в душе поднялось совершенно необъяснимое чувство. Их избил не Лиучень, а студенты из Академии Духовного Пламени, но проректор Иван не мог об этом знать. В таких обстоятельствах он заступился за них и уложил на лопатки ректора и проректора из другой академии. Такое не могло не тронуть, особенно при виде того, насколько сильным был Иван Буэлэ. Одним ударом меча он отправил ректора в полет, деморализовал его преподавателей и пинком разобрался с проректором. Биение их юных сердец ускорилось, они прониклись к Иван Буэлэ уважением. Иван Буэлэ заметил выражение лиц Дзэнь Доджи и его друзей, моргнув он гордо выпятил грудь. «Вот что ждёт тех, кто нападает на моих студентов!» – спокойно сказал он, наставив на Лиучень острёклинка. «Запомни, только я могу помыкать ими! Больше никто!» Лиучень мысленно ругнулся. У него явно имели способы, как защитить себя. После удара молнии его окутало яркое пурпурное свечение. Благодаря нечеловеческой скорости восстановления он вскоре смог встать на ноги. Слова Ван Буэлэ показали ему, что этот бесстыдник никак не изменился. Он не тронул ни одного его студента. В ярости он хотел выразить свой протест. Вот только ему не удалось вымолвить и слово. «Ты абсолютно прав!» Ван Буэлэ хмыкнул. «Даже у меня есть слабости!» «И это мои студенты!» «Я не...» Лиучень не знал, что сказать. Он ни разу не упомянул слабость Ван Буэлэ. Ему даже не дали шанса что-либо сказать. «Знаю, у тебя есть сестра. Это не имеет никакого отношения к сегодняшнему инциденту. Лисю уже предложил познакомить меня со своей старшей сестрой. Меня не интересует твоя сестра. Пора раз навсегда кое-что прояснить. Пока мои студенты называют меня проректором, относятся ко мне с уважением и во всем меня слушаются, я не позволю никому их обидеть. Ни тебе, Лиучень, ни твоим коллегам, ни вашему ректору, ни самому президенту федерации!» Ван Буэлэ был доволен эффектом, который произвела его высокопарная речь, когда он последний раз проигрывал кому-то в ораторском искусстве. Студентов Академии Туманного Дао захлестнули эмоции, их едва заметно задресло от радости. Слова про ректора очень их тронули. Все-таки они были еще слишком молоды. На их глазах Ван Буэлэ показал свою силу в бою и заступился за них, а потом произнес пафосную речь, от которой у некоторых в уголках глаз появилась влага. «Проректор! Отныне мы будем беспрекословно слушаться вас! Мы сделаем все, что вы прикажете! Да здравствует наш могучий проректор! Проректор, вам не нужен крестник! С этого дня я, Зэнь Доджи, буду считать вас моим красным отцом!» Лиучень, захромавший ректор Академии Духовного Пламени, и его преподаватели пораженно уставились на кричащих студентов. Переведя взгляд на своих подопечных, они заметили немалое число молодых людей, которые с восхищением смотрели на Ван Буэлэ. Эти студенты завидовали Зэнь Доджи и его друзьям из Академии Туманного Дао. В головах экспертов Академии Духовного Пламени раздался тревожный звонок. Ситуация складывалась не так, как им того бы хотелось. «Ван Буэлэ!» С тревогой закричал Лиучень. «Мы оба практики и проректоры в своих академиях. Победа в дуэли практически ничего не стоит. Через три месяца будет День Марса. Можно устроить небольшое дружеское соревнование. Посмотрим, чьи преподавательские навыки лучше. Чьи студенты сильней. Проигравший станет внуком победителя. Каждый раз при встрече он будет кланяться и называть его дедушкой». «Ван Буэлэ выгнал бровь. Речь Лиучень показалась ему отрепетированной. Прищурившись, он взмахнул перед собой мечом и равнодушно сказал «Без проблем! Чего мне бояться?» Его волосы красиво колыхались на ветру. В теплых лучах заходящего солнца Ван Буэлэ выглядел немного стройней. К тому же его окружала неописуемая аура. Несколько девушек в толпе студентов Академии Туманного Дао и Академии Духовного Пламени галядя на Ван Буэлэ слегка озарделись. Некоторые тихонько пробормотали, проектор Ван такой крутой! Глава 302 Трансформация Линь Тянь Хао Благодаря своему острому слуху Ван Буэлэ услышал восхищенные комментарии студентов. По его мнению, чутье у этих ребят было что надо. Он слегка повернулся, чтобы в закатных лучах его профиль выглядел более эффектно. При виде позирующего для публики Ван Буэлэ Лиучень заскрепел зубами. Он ругнулся себе под нос, а потом пошел к Академии. По приказу преподавателей, студенты Академии Духовного Пламени начали расходиться, некоторые все еще находились под впечатлением от речи Ван Буэлэ. Они обернулись и с восхищением посмотрели вслед уходящему проректору из другой Академии. Студенты Академии Туманного Дао в полном восторге толпились вокруг Ван Буэлэ. Никто не пытался скрыть свои эмоции. Для них Ван Буэлэ был выдающимся человеком. Академия Духовного Пламени предложила нам устроить соревнования. Скажите мне, вы готовы? Спокойно убрав тхромическое оружие, Ван Буэлэ пробежал со взглядом по толпе студентов. От их нестроенного орёва вздорожал воздух. Да! Отлично! Раз вы так уверены, я научу вас своему секрету! Под радостный гул своих студентов Ван Буэлэ взмахом руки достал свой летающий корабль. Перед уходом он решил перекинуться парой слов с управляющим гостиницей Сьюи Джэнь Цзином. Сделай сотню секир! Распорядился он. И чтобы лезвия смотрели на Академию Духовного Пламени! Администратор ещё не успел прийти в себя после недавней демонстрации силы. На приказ начальника он с готовностью закивал. Он понимал, что его новый босс был не в ладах с Академией Духовного Пламени, это была правда. Ван Буэлэ не особо любил ли учения. Тот отвечал ему взаимностью. Их персональный конфликт стремительно перерастал в нечто большее. Ван Буэлэ понимал, что после их недавней стычки, особенно с учётом того, что они занимали схожие должности, он был обязан показать все свои навыки в предстоящем соревновании. Тебя не победить меня! И твоим студентам тоже! Ван Буэлэ ухмыльнулся. Он планировал покинуть Академию Туманного Дау спустя год, но после такой провокации он был обязан преподать леучению урок. Три дня спустя перед гостиницей появился плотный строй из сотни блестящих секир. В Академии Духовного Пламени воцарилось невесёлое настроение. Напуган был не только леучень, но и преподаватели с ректором. Что за наглец! Мы должны выиграть соревнования через три месяца! Инструкторы Академии Духовного Пламени были настроены серьёзно. Особенно это касалось леученья. Он со всей тщательностью готовился к состязанию. Стараниями очевидцев, новости о стычке у дверей гостиницы секиры и слова Ван Булы распространились по Академии Думанного Дау быстрее лесного пожара. Академия Духовного Пламени пала так низко. Они привели больше сотни человек, чтобы побить нас. К счастью, за нас заступился проректор Ван. Он разобрался со всеми их преподавателями и защитил нас. Проректор Ван сказал, что никто не имеет права трогать его студентов. Даже президент федерации. Это право принадлежит только ему. Вы не уловили самого главного. И до сих пор не могу забыть той сцены, когда проректор Ван подобно дракону стоял в лучах заходящего солнца. Как с длинным мечом, способным пронзить облака, он атаковал ректора Академии Духовного Пламени. После того случая все в Академии стали относиться к нему за самым почтением. Проректор Ван так силен. Мне больше всего запомнился момент, как он ударил того проректор ногой. Десятки студентов, восхищенные подвигом Ван Бууле, среди которых особенно выделились дзюнь-доджи с друзьями, растрезонили новости по всей Академии. Их красочный пересказ, пережитывая особый акцент на моменте, где Ван Бууле нанес громовой удар в пах оппоненту, быстро стал самой обсуждаемой новостью среди учащихся Академии Туманного Дао. Рассказы очевидцев привели студенческое сообщество в восторг. Взрослые никогда бы так не отреагировали на эту историю, да и вряд ли многие поверили бы в её правдивость. Но студенты были ещё слишком юны и невинны. Видя с какой гордостью дзюнь-доджи с друзьями демонстрировали всем свои синяки, остальные студенты проникались с желанием победить. Академия Духовного Пламени заключила пари с проректором Ваном. Мы должны победить в этом соревновании! Согласен, я бы с большим удовольствием нападал Академии Духовного Пламени! Не прошло и дня, как у всех студентов Академии Туманного Дао забурлила кровь. Инструкторы Академии могли их понять. Их новый проректор оказался человеком, с кем не стоило шутить. Ван Буэлэ был доволен тем, какой эффект на Академию произвело его заявление. Его грандиозные амбиции быстро столкнулись с суровой действительностью, когда он попытался оценить уровень студентов. Академия Туманного Дао и Духовного Пламени являлись элитными учебными заведениями. Ректор всегда добросовестно работал на благо Академии Туманного Дао, вот только он не молодел, поэтому с каждым годом ему всё больше хотелось идти безопасной и проторенной дорогой вместо рискованного пути развития и улучшения качества образования. При таком курсе с годами упало как качество инструкторов, так и самих студентов. Вдобавок, ректор Академии Духовного Пламени в пути лицо трудился над своим учебным заведением, параллельно завоёвывая поддержку многочисленных фракций Марса. Если ничего не предпринять, то в предстоящем состязании студенты Академии Туманного Дао проиграют своим собратьям из Академии Духовного Пламени. Эта проблема была источником бесконечной головной боли для Ван Пуле. Он мог изменить Академию, но не за три месяца. Во всяком случае, без существенных вливаний денег и ресурсов. Академия Туманного Дао производила впечатление богатого и процветающего учебного заведения, но на деле была лишь чем-то вроде красивого фантика без серьёзных запасов ресурсов для культивации внутри, которые бы Ван Пуле мог использовать в своих целях. Прошения о дотации марсианскому правительству вполне могли одобрить, правда бюрократические проволочки наверняка займут не один месяц. Произведя в уме расчёты, Ван Пуле осознал, что у него осталось совсем мало времени. Это нисколько не обнадёживало. Я никогда всерьёз не занимался делами Академии, поэтому не знал, насколько всё плохо. Если бы знал о печальном состоянии дел, то никогда бы не согласился на состязание. Лио Чейн тот ещё хитрец. Ван Пуле был в замешательстве. Он обсудил ситуацию с ректором Академии Туманного Дао. Старик с улыбкой дал Ван Пуле карт-бланш. В любом случае он скоро планировал уйти на покой. К сожалению, ректор не подкинул ему ни одной стоящей идеи. Ван Пуле вздохнул. Работа под началом такого человека имела один существенный плюс – полная свобода. Старик хотя бы был разумным человеком с трезвой головой на плечах. Он согласился со всеми предложениями Ван Пуле, но из-за этого стоящую перед ним проблему новоиспечённому проректору предстояло решить самостоятельно. Немного подумав, Ван Пуле внезапно вспомнил о Линь Тяньхао. Во времена конфликта в Дао Академии Эфира этот малый умелый манипулировал общественным мнением. Он явно не дурак. Ему просто не повезло встретиться со мной. С этой мыслью он немедленно вызвал к себе Линь Тяньхао. Тяньхао, от решения этой проблемы зависит репутация и будущая Академия Туманного Дао. Я поручаю её тебе. Если справишься, я замолвлю за тебя словечко перед ректором. Ван Пуле прочистил горло и похлопал Линь Тяньхао по плечу, как бы показывая свою уверенность в его талантах. Линь Тяньхао не ожидал услышать такое от Ван Пуле. Он задумчиво посмотрел на начальника, борясь с подступающей головной болью. По его мнению, Ван Пуле не знал, что такое чувство стыда. Он принял вызов от другой Академии, но потом, когда задача оказалась слишком сложной, решил скинуть её на него. Линь Тяньхао не верил, что Ван Пуле станет пятим у Дифферамбы перед ректором, правда, у него не было выхода. По положению в иерархии он уступал Ван Пуле своему непосредственному руководителю. Такой приказ требовал от него слишком многого. Почему я такой невезучий? Сначала Ван Пуле доставал меня в Дао Академии, после выпуска ничего не поменялось. Линь Тяньхао совершенно не хотел решить проблему своего начальника, но сейчас было не самое удачное время для выражения своего недовольства, поэтому он всерьёз задумался. Наконец он нехотя вышел вперёд и негромко сказал. Проректор, если вопрос в средствах, у меня есть идея. Вот как? Ван Пуле внимательно посмотрел на Линь Тяньхао из заподнятой чашки чая. Проректор, знаю, вы уже об этом подумали. Вы ведь просто меня испытываете, верно? Моя идея мало чем будет отличаться от вашей. Как по мне, проблему Академии очень легко решить. Родители наших студентов люди непростые, им далеко до вас, но на Марсе они всё равно обладают серьёзным влиянием. Думаю, они с радостью нам помогут. Всё-таки матч состоится в день Марса. Если внесём небольшие корректировки в план и добавим места для зрителей, то мы сможем пригласить родителей студентов. Тогда Академии Духовного Пламени придётся последовать нашему примеру, иначе они рискуют потерять лицо. В этом случае на матч соберутся родители студентов обоих Академий. На такое знаковое событие, да ещё в день Марса, с большой долей вероятности приедет посмотреть губернатор. Тогда родители получат отличный шанс покрасоваться перед ней успехами своих отпрысков. Никакой родитель не захочет, чтобы их ребёнок проиграл, особенно перед таким важным гостем. Лин Тяньхао поделился своей идеей, не заметив свой слегка льстивый тон. Он всеми силами пытался не порезаться об эту острую проблему. Глава 303. Техника поглощения небес Ван Буэлла тяжело задышал. Лин Тяньхао нестандартно подошёл к решению проблемы, теперь он сам взглянул на неё под другим углом. Почему я сам об этом не подумал? Я что, зря читал автобиографию высокопоставленных чиновников? Ван Буэлла заблестели глаза. Метод переложения своих обязанностей на подчинённых обладал почти стопроцентной эффективностью. Сегодня ему пришлось переосмыслить своё отношение к Лин Тяньхао. Годёт он за дворках сознания появился червячок сомнений, а не читал ли Лин Тяньхао автобиографию высокопоставленных чиновников? Хотя его сообразительность в подобного рода вопросах легко объяснялась личностью отца. Он носитель второстепённого второго ранга, Лин Тяньхао не требовалось читать автобиографии, всему его научил отец. «Тяньхао, ты буквально создан для решения этой проблемы!» Со смехом Ван Буэлла похлопал его по плечу. «Я знал, что на тебя можно положиться! Не зря я собирался замолвить за тебя словечко перед реактором! Ты предложил именно то, что крутилось у меня в голове!» От широкой улыбки Ван Буэлла Лин Тяньхао чуть не стошнило, но он никак не показал своего отвращения. «Это результат работы с такими блестящими руководителями!» Лин Тяньхао добавил ещё ложечку лести, сказав это, он немного покраснел от студа. Про себя он проклинал судьбу. Если не про делки судьбы, как ещё объяснить то, что их пути постоянно пересекались? Ван Буэлла не давал ему жизни в ДАО Академии, теперь то же самое происходило на Марсе, вместо бессмысленного сопротивления он предпочёл просто плыть по течению и посмотреть, куда оно его занесёт. Попытка Лин Тяньхао немного подлизаться к начальству получилась не очень впечатляющей, да Людообини ему пока было ещё далеко. Это показывало, что подобное было ему в новинку. «Тяньхао», — с улыбкой сказал Ван Буэлла, «вижу, ты понимаешь главную задачу нашей Академии. Твой отец носит второстепенный второй ранг. Он специально прислал тебя сюда. Я планировал напомнить тебе об этом, если бы качество твоей работы не соответствовало моим ожиданиям». Улыбка Ван Буэлла стала шире. Для пущего эффекта он многозначительно посмотрел на своего подчинённого. На самом деле он только что сделал небольшое открытие. Так называемая элитная Академия оказалась не такой бесполезной, как он вначале предполагал. Должность проректора открывала неслыханные перспективы. С покладистыми студентами, которые во всём его слушались, и Академии под его контролем, он по сути получил выход на многих влиятельных людей Марса. Знакомство с ними в случае необходимости могло очень ему помочь. Хотя не это было самым важным, когда сегодняшние студенты вырастут, он прославится ещё больше как де-факто ректор их Академии. Когда Ван Буэлле всё это понял, у него внутри поднялась волна эмоций, хотя внешне он сохранял невозмутимость. Больше работа на новой должности не казалась ему пустой тратой времени. Сейчас он не мог нарадоваться своей удаче. Теперь понятно, почему эснатор Линь прислал ста своего сына. Ван Буэлле умело скрыл все свои внутренние переживания за добродушной улыбкой, Линь тянь хао замялся, сложно сказать, знал ли Ван Буэлле об истинном предназначении Академии, или же он просто реагировал на новое откровение. Раз в их отношениях наметилось потепление, он решил ничего не скрывать. Проректор, я совершенно не хотел приезжать сюда, но отец настоял и сказал не принижать ценности летных Академий Марса. Родители здешних студентов либо богаты, либо обличены властью. Это крайне серьёзные люди с большими связями на Марсе, преподаватель их детей, даёт доступ к ним и к их связям. К тому же в будущем человек, кто обучал всех этих детей, будет обладать совершенно иным статусом и пользоваться большими привилегиями. Отец отправил меня сюда, чтобы я отточил здесь свои навыки и вошёл в доверие к этим важным людям. Это показало Ван Буэлле, что сенатор Линь, отец Линь тянь хао, не зря занимал кресло мэра города и являлся одним из сенаторов. Его аргументация звучала незамысловато, но за этой простотой скрывалась широта взглядов по-настоящему мудрого и дальновидного человека. Ван Буэлле обсудил с Линь тянь хао циркулирующие по Академии слухи и детали предстоящей операции, он полностью передал проблему Линь тянь хао, а потом поднял чашку с чаем. Линь тянь хао успешно поднялся и быстро покинул кабинет. Наблюдая за его уходом, Ван Буэлле поставил чашку на стол. Сделанные в ходе их разговора открытия оставили его в лёгком возбуждении. После ухода подчинённого он, не в силу хустить на месте, вскочил и принялся мерить ногами кабинет. В предстоящем состязании просто обязан победить! С серьёзным настроем на победу Ван Буэлле начал работать над планом. Сперва следовало заняться студентами на первой ступени древних боевых искусств. Для дальнейшего продвижения по этой стадии их следовало привести в хорошую физическую форму. Только так у них будет достаточно крова овоцы для перехода на ступень физической печати, а потом она укрепления пульса. Улучшить их физическую форму недостаточно. Нужен ещё какой-то козырь! О размышлении о тренировочном плане напомнили Ван Буэлле о нём самом. На стадии древних боевых искусств он был весьма сильным. Если ему удастся воспитать десять или даже сотню таких же юных дарований, тогда победить в матче будет очень легко. Этот козырь станет решающим фактором победы! Ван Буэлле решил научить студентов своей техники захвата. Хотя чему-то подобному учить было не особо нужно, любой, кто видел технику, мог впоследствии повторить её. Требовался только точный навык. Но никакие тренировки не могли довести их до мастерства Ван Буэлле. Наличие поглощающего семечка делало технику захвата Ван Буэлле столь опасной. Техника поглощения отцы великой пустоты это моя основа. Я не могу учить этому навыку, кого попало. Да и Лапуля не позволит мне этого сделать. Проблема. Какое-то время поломав голову, он решил заглянуть в мир иллюзий, чтобы посоветоваться с Лапулей. На заснеженной равнине Ван Буэлле никого не нашёл. Тогда он достал чёрную маску и задал ей свой вопрос. Спустя какое-то время маска едва заметно вспыхнула. На её поверхности появились письмена. Ван Буэлле быстро пробежал со глазами по тексту. Это возможно? С блеском в глазах подумал он. Чёрная маска посоветовала технику культивации, которая в некоторых аспектах походила на технику поглощения отцы великой пустоты. Её можно было назвать упрощённой версией оригинальной техники. Изучение упрощённой версии не создаст в студентах поглощающая семечка, но сформирует достаточную поглощающую силу. Этого хватит для освоения техники захвата. Но не это было самым важным. В сообщении Лапулей говорилось, что все изучившие упрощённую технику культивации окажутся под контролем поглощающего семечка. Не очень этично, но такое положение вещей имело свои преимущества. К тому же изучение этой техники культивации оказывало благотворное воздействие на практиках в стадии древних боевых искусств. С её помощью их культивация будет расти как на дрожжах. Если в будущем они не станут врагами Ван Буоле, то с ними не произойдёт ничего плохого. Наоборот, тренировки под началом Ван Буоле впоследствии очень им помогут. Ван Буоле практически сразу принял решение. Покинув мир иллюзий, он засел за составление плана тренировок. В первую группу попало 500 человек. За следующие три месяца из них будет выбрана сотня, которые и примут участие в состязании. Студентов ждали не одиночные поединки, а масштабная схватка с участием сотни человек с обеих сторон — это не только проверит их боевые навыки, но и умение работать в команде. Из-за этого возрастала сложность, но это соответствовало духу Федерации. Федерации были нужны герои, но ещё больше им требовалась сплочённость людей. Ректор Академии Туманного Дао никак не мешал Ван Буоле работать. Через три дня в особую зону для культивации пришёл Ван Буоле. У него за спиной стоял суровый Лин Тяньхао, здесь же присутствовали десятки инструкторов, которые выглядели предельно серьёзно. Со сложенными за спиной руками Ван Буоле стоял перед большой площадью, где выстрелись пятьсот студентов. Девушек и парней было примерно поровну, все они с интересом и восхищением смотрели на проректора. Особенно выделялась небольшая группа студентов, вроде Цзинь Доджи, чьи глаза не просто светились уважением, в них полыхало практически фанатичное пламя. Ван Буоле отметил то, какой эффект он наказывал на студентов. Скользнув глазами по толпе, он спокойно сказал «Сегодня я научу вас несравненной технике культивации. Эту могучую технику вы сможете использовать до конца жизни, именно это делает её такой поразительной. Без моего разрешения вам не позволено передавать её другим. Называется она «Техника поглощения небес Була». Глава 304 Пятьсот толстяков Голос Ван Була услышали все на площади. Студенты удивлённо переглянулись, для многих это стало сюрпризом. Они пришли в восторг, когда поняли, что Ван Була собирался передать им несравнённую технику. Больше всего вопросов вызвало название «Техника поглощения небес Була». В толпе молодых людей послышались растерянные шепотки. Это... название какое-то странное. Может, изначально она называлась «Техника поглощения небес»? Подозреваю, что проректор Ван сам добавил к ней своё имя. Звучит как-то тупо. Дзэнь Доджи из корпорации Трелунье и его друзья, которые собственными глазами видели драку в гостинице Секиро, гневно повернулись к перешёптывающимся студентам. «Заткнитесь! Вы понятия не имеете, насколько это ценный навык!» «Наш проректор бескорыстно предложил научить вас секретной технике, а вы шепчетесь у него за спиной? Название техника поглощения небес БОЛА буквально пропитано мощью. Эта техника в несколько раз лучше тех, что передаются у меня в семье». В их небольшой группе больше всех разозлился Дзэнь Доджи. Его голос звучал громче всех. «Что такого в том, чтобы назвать придуманную тобой технику в честь себя? Как по мне, весьма логично. К тому же, это показывает уверенность проректоров техники. Только очень сильный практик мог придумать технику с названием поглощения небес. Такое название вынуждает усердно изучить и культивировать ее. Это послание практикам нашего поколения. Небо — это не предел. Однажды мы сможем сломать границы и сделаем себе имя, поглотив небеса. Проректор добровольно жертвует собой во имя нашего успеха. Простое название техники символизирует возложенную на нас надежду его бесстрашие перед лицом Дао Небес, а также стремление помочь нам вступить на великое Дао, дабы притворить в жизни наши мечты. Как вы можете не понимать всего этого? Дзэнь Доджи сказал все это с болью в голосе, и недоступное знание, которое не понимали остальные. Молодые люди на площади перевели взгляд на Ван Буэлэ, их глаза буквально горели. Объяснение Дзэнь Доджи развеяло сомнение людей на площади, многие уже представляли себе, как ступят на облака и поглотят небо и землю. Вскоре сомневающиеся перешли на сторону Дзэнь Доджи и с нетерпением стали ждать, когда Ван Буэлэ передаст им свои знания. Дзэнь Доджи горделиво выпетил грудь и низко поклонился Ван Буэлэ. «Благодарю вас за желание поделиться знаниями!» Остальные последовали его примеру. Отрыва 500 студентов задрожал воздух, даже Ван Буэлэ не ожидал от них такого пыла. Взятое с потолка название получило весьма оригинальную интерпретацию от Дзэнь Доджи. Удивился не один Ван Буэлэ, Лин Тяньха у него за спиной неосознанно попятился, когда услышал название техники. Инструкторы поначалу ничего не поняли, но после объяснения от Дзэнь Доджи многие задумались, каким-то непостижимым образом его объяснение звучало разумно. Ван Буэлэ моргнул и тепло посмотрел на Дзэнь Доджи, паренёк определённо обладал талантом. «Теперь вы понимаете, почему я так поступаю. Я, в свою очередь, требую от вас усердия. Четыреста человек со временем будут отсеяны. Оставшиеся сотни будут считаться моими учениками!» Гордо объявил Ван Буэлэ. Эти слова ещё больше распалили студентов, в глазах многих из них разгорелось пламя, хотя и оставались исключения. Ван Буэлэ какое-то время просто стоял, купаясь в восхищении студентов. Когда был воздвигнут барьер и инструкторы вместе с Лен Тяньха ушли, Ван Буэлэ начал учить студентов техники поглощения небес. Это была упрощённая версия техники поглощения отцы великой пустоты, которая не создавала поглощающая семечка, однако с её силой и притяжением всё равно приходилось считаться. По этой причине изучать её было несравнимо легче. Пятьсот студентов сосредоточенно запоминали каждую деталь техники, наконец наступил практический этап. Техника поглощения небес по своей эффективности намного превосходила технику крепления отцы. Любой, кто осваивал технику, сразу же чувствовал могучую силу притяжения. Под её влиянием духовная энергия стекалась к ним в несколько раз быстрее. Ого! Техника поглощения небес была потрясающая! Как быстро! По меньшей мере в пять раз быстрее моей старой техники! Дзинь Доджи был прав. Вот как продектор Ван сделал себе имя и стал таким сильным. Эта техника культивации непобедима! Самостоятельно испытав технику, студенты пришли в восторг. Несколько дюжин человек изначально обладали хорошим скрытым талантом. После культивации техники они почувствовали возросшую силу, у них даже возросла концентрация кровавого цы. Это подстегнуло других работать усердней, ведь им в руки попал бесценный навык. За несколько дней все пятьсот человек успешно освоили технику поглощения небес, на себе ощутив её невероятную эффективность. В их душах разразилась буря эмоций, с одной стороны они соперничали друг с другом, с другой во время тренировки от мощи техники поглощения небес у них мурашки бегали по коже. Никто не собирался расслабляться во время культивации этой техники. Избалованные молодые люди вроде них почти никогда не проявили такого усердия в учебе, всё-таки богатство превратило их в лентяев. Каждый раз, как у них появлялось свободное время, никто не думал о культивации, но сейчас несколько факторов зарядили их небывалой мотивацией. Их головокружительный прогресс не укладывался в голове. К удивлённым инструкторам Академии Туманного Дау вскоре присоединились родители, заметив пугающий рост культивации своих детей. Некоторые беспокойные родители пытались проверить технику культивации, дети наотрез отказывали что-то рассказывать, но по неосторожно брошенным фразам они составили картину происходящего. Расследовав ситуацию, они установили безопасность техники культивации, дальнейшая работа с техникой должна была повысить культивацию их детей. Они дали добро на продолжение занятий. Многие родители заинтересовались Ван Бууле. Должно быть в эту технику Ван Бууле вложил весь свой жизненный опыт. Большинство держат свои техники в тайне, но Ван Бууле не такой. Он решил научить наших детей разработанные им техники. Мы обязаны ему. Эта техника культивации отлично подходит для практиков в стадии древних боевых искусств. Раз Ван Бууле лично передала её нашим детям, мы не должны допустить утечки. В противном случае мы потеряем лица. Родители студентов пришли к негласному соглашению. Они узнали, что состязание их детей со студентами другой академии должно состояться через месяц. С благословением от родителей студенты стали ещё усерднее работать над своей культивацией. Ван Бууле раздал каждому студенту список ресурсов для культивации, чтобы им их купили родители. Обдумав всё как следует, родители решили добровольно пожертвовать необходимые средства академии, раз ресурсы всё равно собирались потратить на их детей. Незаметно пролетели две недели. Студенты с удивлением замечали, как кровавые цы внутри них день ото дня становятся плотнее. К сожалению, у техники поглощения небес имелся существенный недостаток, который со временем становился всё более очевидным. Ожирение! Две недели пятьсот студентов культивировали технику как одержимое, поглощенная ими духовная энергия превратилась в духовный жир. Вне зависимости от пола их вес рос с пугающей скоростью, они медленно трансформировались в маленьких толстячков. Полмесяца назад они были стройными и красивыми, но сейчас на площади тренировалось пятьсот толстяков. Их тела приобрели округлую форму, в то же время кровавый цы в их телах стал в два раза плотней. Некоторые талантливые студенты, доверявшие ван Боулэ, вроде Дзинь Доджи, разрослись до размеров своего учителя. Прирост их культивации был самым впечатляющим, они вплотную приблизились к верхней границе ступеницы и крови. С выросшим в шесть раз объемом кровавого цы они оказались в одном шаге от ступени физической печати. Некоторые не ожидали, что в результате культивации не так растолстеют, хуже всех пришлось девушкам. Они беспокоились о своем внешнем виде, поэтому подумывали бросить тренировки. Лин Тяньхао, инструкторы академии и родители студентов были рады их успехам, но обеспокоились из-за побочного эффекта культивации техники. По академии теперь ходило 500 уменьшенных копий Ван Буэлэ. Сам Ван Буэлэ с самого начала знал, что это произойдет. Когда у студентов начались серьезные проблемы с лишним весом, он собрал их всех на площади, где, жуя чипсы, объявил. Вам ничего бояться. Повода для паники нет. Это все часть моего плана. Набор веса это лишь первый шаг к заложению крепкого основания. Второй шаг сброс веса и одновременное повышение культивации. Такое станет возможным только благодаря технике, которая превосходит по ценности даже технику поглощения небес. Я собираюсь научить вас великой технике культивации через похудение. Глава 305. Способный уничтожить будущее поколение. Первая фаза культивации через похудение БЕК. По команде Ван Буэлэ 500 студентов побежали только не по площади, а по всей территории Академии. Они быстро перешли на спринтерский бег. Как и Ван Буэлэ несколько лет назад, от бега они совершенно не уставали. Их организм поглощал энергию, получаемую из сжигаемого духовного жира и становился сильнее. Три дня спустя студенты с облегчением обнаружили, что к ним вернулась прежняя худоба. Одновременно с этим стало понятно, чем толще был человек, тем выше поднялась культивация в ходе потери веса. К примеру, Цзэнь Доджи пробился со ступени ци и крови на физическую печать. Многие достигли великой завершенности ступени ци и крови. Эти ребята были одними из самых толстых. Я же говорил вам довериться про ректору! Что такого в том, чтобы быть толстым? Чем толще, тем сильней! Высокомерно объявил Цзэнь Доджи, ничуть не беспокоясь о своих недавних проблемах с лишним весом. Студенты постепенно убеждались в его правоте. Они продолжили бегать и еще усерднее культивировать технику поглощения небес. Ван Буэлэ был доволен результатом. Его подопечные стремительно менялись. Стоило им похудеть, как они опять набрали вес и разрослись до пугающих размеров. В этот раз больше никто не выказывал недовольства, ни инструкторы, ни студенты, ни их родители. Все-таки они видели результаты, а также страсть в глазах студентов, которые у них появились менее месяц назад. Такого энтузиазма у своих детей родители никогда еще не видели. Вдобавок Ван Буэлэ не отмахнулся от проблемы лишнего веса. Когда большинство его подопечных опять потолстело, он перешел ко второй фазе великой техники культивации похудения. Поднятие тяжестей! Ван Буэлэ до сих пор не забыл, каких результатов достиг в прошлом во время поднятия тяжестей. По этой причине он сделал на этом особый акцент, заставив студентов работать железом на отведенной для тренировок площади. Парни тренировались поте лица бок о бок с девушками. Что интересно, гантели и штанги девушек были тяжелее, чем у большинства парней. Тяжелое пыхтение когда-то прекрасных созданий удивило мужскую половину тренировочной группы. Ван Буэлэ с довольным видом ходил между студентами, время от времени давая советы и говоря слова поддержки. За пределами площади несколько инструкторов оцепенело наблюдали за студентами, которые стервенело поднимали тяжести. Один из них что-то неразборчиво бормотал, а он смотрел на соревнования студенток с Дзинь Доджи. Какой-то месяц назад Джоу Мэй была миловидной девушкой. Под слоем жира угадывали серьезные мускулы, она поднялась со ступеницы и крови до физической печати, Джоу Мэй дышал от Дзинь Доджи в затылок. Практически половина студентов могла похвастаться неплохим прогрессом. За месяц тренировок и похудения их физическая сила серьезно выросла. По одному их виду становилось понятно, что они стали очень сильны, каждый за это время приобрел уверенность в себе. Вскоре некоторые студенты, достигшие большого прогресса в культивации, похоже, достигли плато. Топить духовный жир стало очень трудно, не помогали ни бег, ни поднятия тяжестей. Ван Буалэ, прошедший через это, просто улыбнулся. Кто из ваших родителей может построить большую плавильную печь по моим чертежам? На его вопрос со всех сторон площади прозвучало множество утвердительных криков. Дзинь Доджи обладал самой высокой культивацией, поэтому он растолкал других студентов и вызвался решить эту проблему. Не беспокойтесь, продектор, я пошлю весточку моему дедушке. Громко заявил он. Если печь не построят за два дня, то я отрекусь от него. Дзинь Доджи высокомерно посмотрел на остальных на площади, он не собирался опускать ни единого шанса подлизаться к продектору. Ван Буалэ похлопал Дзинь Доджи по мясистому плечу. Искренне поблагодари своего дедушку. Дал ему совет Ван Буалэ, не отрекаясь от родни по таким мелочным поводам. Всегда уважай родителей и их родителей. Дзинь Доджи с готовностью кивнул. Этим же вечером в Академию приехала большая бригада строителей из корпорации Трилунья. Несколько практиков в стадии возведения основания явно участвовали в строительстве без особой охоты, но у них не было другого выбора. Через два дня была построена огромная плавильная печь. Она не дотягивала до экземпляра Дао Академии Эфира, но по многим параметрам почти не отличалась от него. Не стоило забывать, что её возвели всего за два дня. За срочность заказчику явно пришлось доплатить солидную сумму. Наконец, Ван Болос мог приступить к третьему этапу плана по культивации через похудение. Первая группа студентов вышла из печи полной энергии сил. Лишний вес тоже ушёл, в то же время культивация поднялась ещё выше. Остальные с нетерпением ожидали своей очереди. С постройкой плавильной печи план по культивации можно было признать успешным. Основная идея заключалась в использовании техники поглощения небес для ускорения роста культивации студентов. Поглощающая сила должна вобрать большие объёмы духовной энергии, которая затем трансформировалась в жир. Без неё это было бы невозможно сделать. Сначала был бег, за ним следовало поднятие тяжестей и под конец испытания в плавильной печи. За три шага, позволившие растопить и поглотить духовный жир, студенты вернули себе первоначальную комплекцию и повысили культивацию. Это была лишь первая часть плана, и он собирался перейти ко второй только после успешного завершения первой части. Тем временем шёл постепенный отсев студентов, не все могли поднимать тяжести до изнеможения и жариться в печи ради роста культивации, первые выбывшие просто не обладали необходимой для этого целеустремлённостью. Их проректор Ван Боуло чувствовал ответственность за этих ребят, все выбывшие благодаря безжелостным тренировкам вернулись к прежнему виду. Тогда Ван Боуло сурово сообщил им, что те, кто не могут продолжить тренировки, не должны культивировать технику поглощения небес. Если же они всё равно хотят культивировать её, тогда им следует тщательно следить за своим весом. В противном случае вернуть первоначальные пропорции тела будет очень трудно. Такой итог ждёт всех, кто не занимается физической культивацией. До состязания оставалось меньше полутора месяцев. Половина из изначальной сотни уже выбыла из тренировочной программы, остальные решили остаться. К такому решению они пришли после того, как они вновь похудели после выхода из плавильной печи. С тех пор они занимались культивацией без каких-либо возражений, теперь не всерьёз нацелились полностью о свою технику поглощения небес. Разумеется, через несколько дней они опять потолстели. С каждым новым визитом в плавильную печь эффективность процедуры падала, что замедлило рост культивации. Они обратились за советом к Ван Бууле, в них он, казалось, видел самого себя из далёкого прошлого. Попивая духовно ледяную воду, он лишь уверенно сказал, «Не тревожьтесь, я уже обо всём позаботился, с земли уже везут пилюли для похудения, корабль прибудет завтра». Ван Бууле ободряюще посмотрел на студентов, на следующее утро прибыла посылка с пилюлями смерти от Сеха Аяна из ДАО Академии Эфира. После раздачи пилюль в следующие несколько дней в Академии не стихали крики, даже прохожие на улице испуганно разбегались, стоило им заслышать вопли, многие гадали, что творилось в Академии. Эффект от пилюль был потрясающим. Некоторые студенты не выдержали испытаний добровольно вышли из тренировочной программы. В конце концов осталось меньше 150 человек. После пытки пилюлями смерти в плане силы и культивации ненамного превосходили сверстников. Особенно Дзейн Доджи и ещё около 30 молодых людей. У них изначально был заложен крепкий фундамент. После особого тренировочного курса в Ан Бууле они перешагнули со ступеней физической печати на укрепление пульса. Не последнюю роль в этом сыграл заложенный ими фундамент, но родители и инструкторы Академии всё равно не могли поверить своим глазам. Их успехи мотивировали других менее способных студентов, которые ещё не пробились со ступеней от своей крови. В результате тренировок они достигли пика этой ступени. В ходе изнурительной культивации они стали физически сильней. Ван Бууле впервые почувствовал упомянутые лапули преимущества от всей этой затеи. По мере прогресса культивации студентов Ван Бууле ощущал усиление своего поглощающего семечка. Это же касалось всей его культивации. Такого он не ожидал. Ван Бууле по себе знал о трудности похудения, поэтому строго запретил студентам дальше культивировать технику поглощения небес. Как только эффективность пилюль смерти начнёт снижаться, им надлежало немедленно прекратить тренировки. В противном случае вес будет сбросить уже не так легко, хотя они и станут сильней. Вы не умрёте и сможете сбросить вес. Тем не менее вам следует осторожно подходить к каждому решению. Теперь я научу вас одному из моих козырей непобедимой техники Бууле. Как и могли догадаться из названия, это непобедимый навык. Когда я использовал первое движение, мой противник рухнул на колени и в слезах попросил пощады, назвав меня попочкой. Второе движение лишило человека сознания, а потом убило его. Третье движение настолько могущественное, что его нельзя использовать без веской причины. Если применить его сегодня, то можно уничтожить будущее поколение практиков. Глава 306. Безумная мысль Этому козырю Ван Бууле научился еще на стадии древних боевых искусств. Назывался он техника захвата. Ван Бууле заработал себе именно стадии древних боевых искусств своими заломами пальцев и сокрушительными ударами ноги. Даже сейчас, на стадии возведения основания, эти особые приемы не до конца потеряли свою эффективность. Ван Бууле еще не встретил человека, кому бы удалось выдержать три его приема, если, конечно, его противник не обладал очень высокой культивацией. Зейн Доджи и другие студенты, видевшие финальную атаку Ван Бууле у гостиницы Секира, пришли в восторг, когда узнали, чему их собирается научить проректор. Они в красках описали технику захвата своим товарищам, вскоре уже вся группа сгорала от нетерпения. Забыв о идее с ней, они с удвоенным усердием культивировали технику. Ван Бууле выдал каждому студенту по автоматону, чтобы те помогали им тренироваться и вносили в монотонный процесс культивации некоторое разнообразие. В следующие несколько дней инструкторы и другие студенты приходили к площади понаблюдать за спаррингом между студентами и автоматонами, молодые люди на площади заламывали пальцы и выворачивали запястья, Джо, Мэй и другие девушки с нездоровым энтузиазмом практиковали три движения техники. Они чаще всего наносили удары ногой, вселяя в страх в сердца любого мужчины, который видел их за работой. Студенты и преподаватели при виде ретивости девушек покрывались холодным потом, остальные парни, даже дзинь-доджи, их немного побаивались. По их мнению, им больше не требовалось участвовать в состязании через месяц, достаточно будет показать ребятам из Академии Духовного Пламени тренировку девушек, и те сами сдадутся. Это слишком жестоко. Почему мне кажется, что особая техника проректора была создана специально для женщин? Дзинь-доджи, остальные студенты были вынуждены признать, что девушки гораздо лучше ухватили суть техники проректора, никто не хотел признавать поражение, поэтому парни стали еще больше тренироваться. Техника захвата в некотором смысле изменила их жизнь, открыла дверь, которая бы сама никогда не отворилась. Понимание фундаментальных аспектов навыка позволило им придумать собственные козыри, к примеру, хватать противника за волосы. Практически все инструкторы Академии Туманного Дау не могли поверить своим глазам. Слишком невероятной была трансформация студентов, когда те шли в атаку, это было особенно заметно. Большинство студентов последовали совету Ван Пула не культивировать технику поглощения небес, чтобы опять не потолстеть. Некоторые самоуверенности, пренебрежение к собственному весу или по какой-то другой причине не перестали работать с техникой проректора. Боевые мощи последние далеко ушли от остальных, их сила росла с той же скоростью, что и набирался лишний вес. В эту группу входили Джоу Мэй, Дзинь Доджи и те, кто был свидетелем драки у гостиницы Секира. К ним присоединились чуть меньше сорока студентов, в ходе такой интенсивной культивации они тоже стали заметно толще, их маленькая группа состояла из сильных толстячков. Когда они ходили по площади, то напоминали отряд маленьких Ван Була. Таким образом тренирующиеся разделились на три группы. В первую входили толстяки, вторая состояла из юноши и девушек, кому удалось сохранить свою фигуру, правда они немного отставали от первой группы. Несмотря на это они превосходили большинство своих сверстников, поскольку находились на ступени физической печати. Третья группа была самой многочисленной, они вынесли всё, что заставило их делать Ван Була, но так и не смогли пробиться со ступенюцы и крови. Вне зависимости от причастности к одной из трёх групп все те, кто участвовал в тренировочной программе проректора последние два месяца, преобразились в плане культивации, уверенности в себе и в своём внешнем виде. Ван Була служил для них примером. С такой культивацией, умением драться и известностью ему завидовали многие студенты. Со временем завесть переросла в восхищение, сами того не заметив они завели привычку питаться снэками, во время культивации техники захвата характер студентов медленно менялся. Они стали более изворотливыми толстокожими, так они спокойно переносили странные взгляды, которые бросали в их сторону другие учащиеся. На душе Ван Була потеплело, когда он это заметил. По его мнению, эти студенты воплощали с собой всё самое лучшее, он не удержался и достал зеркало, чтобы полюбоваться собой. Может быть, я просто слишком красив? Ван Була покачал головой. Площадь он покинул в отличном настроении. Наблюдавший за ним Цзэнь Доджи заметил в руках своего кумира зеркальца, у него тотчас загорелись глаза. Но в следующий день в его бездонной сумке уже лежало дорогое зеркальце, инкрустированное духовными камнями. Время от времени он его доставал и завороженно рассматривал себя, пухлые щёки ничуть не мешали ему считать себя настоящим красавчиком. Его примеру последовали остальные, и вскоре зеркальце стало одним из основных аксессуаров студентов. Некоторые почти с ними не расставались, другие, наоборот, редко ими пользовались, всех их обедняло одно очарование собственной внешностью и постоянное самолюбование. Возможно, это было следствием развития у них нарциссизма, со временем Цзэнь, Доджи и другие студенты привыкли к своим округлым формам. В какой-то момент они и вовсе стали считать себя неотразимыми. При взгляде на Ван Бууле они видели настоящего красавчика. Когда Ван Бууле узнал об изменившемся стандарте красоты у своих подопечных, он не стал ничего с этим делать. Это навело его на довольно безумную идею. Что если всё население федерации потолстеет и люди с лишним весом станут новым стандартом красоты? Тогда мне больше не придётся худеть, хотелось верить в эту пусть и несбыточную мечту. Логика подсказывала, что ему в голову пришла очередная неуполнимая идея, но он никак не мог перестать о ней думать. Если он когда-нибудь станет президентом федерации, то всеми силами будет продвигать в массы технику поглощения небес. С ней человечество станет сильней. В качестве приятного бонуса он притворит в жизнь только что пришедшую ему в голову идею. Теперь задача не казалась такой неуполнимой. Он ещё больше уверился в этом, когда к нему пришёл ректор с вопросами о технике поглощения небес. Старик объяснил свой интерес с желанием понять технику. На просьбу ректора Ван Буоле просто дал ему нефритовую табличку с техникой поглощения небес. Если всё удастся, то любая стройная девушка в моих глазах всё ещё будет красавицей, а вот остальным они будут казаться уродинами. Ван Буоле резко ударил себя ладонью по лбу. Эту мысль не стоило дальше развивать. Не стоит больше об этом думать. Ван Буоле несколько раз глубоко вздохнул, выбросив тлетворные мысли из головы, он вернулся к культивации. За тренировкой студентов он не забывал о собственной культивации. Благодаря культивации студентами техники поглощения небес он всё быстрее приближался к границе начальной ступени возведения основания. Оставалась только одна проблема. Он всё ещё не мог постичь тёмные искусства. Каждый раз, когда он пытался форсировать их культивацию, всё его тело пронзало острое, более не менее. Неспособность понять технику служила для него бесконечным источником раздражения. Он хотел обратиться со своей проблемой к Лапуле, но так и не решился. Не хочу верить, не хочу верить, что мне не получится постичь тёмные искусства. Шли дни, Иван Буэлэ продолжал заниматься культивацией, тренировать студентов. День Марса был всё ближе. Этот праздник отмечал день основания марсианского города и увековечивал подвиг храбрых воинов-колонизаторов. Линь Тяньхау распустил слух о готовящемся состязании двух академий. Его план принёс свои плоды. По мере приближения праздника в колонии всё больше обсуждали готовящийся поединок. Линь Тяньхау арендовал самые лучшие духовные экраны в каждом районе колонии. Он разослал всем родителям студентов Академии Туманного Дао приглашение на состязание, которое должно было состояться в день Марса. Но это было ещё не всё. Он связался с Академией Духовного Пламени и умудрился убедить их разделить расходы пополам, а также пригласить родителей их студентов. Вдобавок Линь Тяньхау хотел как-то пригласить губернатора. Перерыв все личные дела выпускников Академии, он пригласил всех. Не все приняли приглашение, но многие согласились. Всё-таки письмо пришло из их альмаматор. Почти половина облечённых властью людей приняла приглашение. Теперь будет не стыдно пригласить и губернатора. Линь Тяньхау уверенно отрапортовал Ван Буэлэ о проделанной работе. К этому моменту он уже свыкся с мыслью, что ему приходится работать на своего бывшего недруга. Что касается губернатора, он понимал, что эта проблема находилась вне его компетенции. Письмо такому важному политику должен был отправить кто-то с более высоким статусом в Академии, а именно Ван Буэлэ. Глава 307. Я лишь крохотное пламя свечи. Ван Буэлэ возлагал большие надежды на предстоящий матч. Изначально он согласился на предложение Лио Чене из чистого высокомерия, он победил в их драке, установил собственное превосходство и показал свою силу. Состязание выросло из их мелкого конфликта. Только осознав истинную ценность Элитной Академии, у него в голове завращались шестерни. Его не покидало чувство, что ему представился отличный шанс ослабить хватку гигантского дерева и уменьшить исходящую от него угрозу. Надо заявить о себе новость, Марс. Показать себя местным во всей красе. Если не это удастся, то гигантскому дереву придётся пройти через множество преград, чтобы добраться до меня. Чем известнее буду на Марсе, тем безопаснее будет моя жизнь. Более того, если я познакомлюсь с губернатором и заслужу её расположение, мне можно будет вообще не бояться гигантского дерева. Ван Буэлл размышлял о своей проблеме все три месяца работы со студентами, пока наконец не пришёл к этой мысли. Вот почему он так зациклился на победе, сокрушительной победе. Он хотел не просто победить в состязании, нет, ему была нужна безоговорочная победа, чтобы студенты проявили себя перед родителями, губернатором и всем марсианским городом. Так он сможет укрепить своё положение, оставить след на Марсе, победа принесёт ему всеобщее признание, за ним закрепится репутация прославленного педагога. Для достижения этой цели Ван Буэлл включился в процесс продвижения предстоящего матча, реклама транслировалась по всей марсианской колонии через духовные экраны, арендованные Линь Тяньхао. В ней основной упор был сделан на перечисление достижений Ван Буэлл. Это было сделано с единственной целью внушить людям мысль, что Ван Буэлл был не просто человеком достойным подражания, он являлся ещё и педагогом. Как в крылатой фразе «Талантливый преподаватель растит талантливых учеников». В роликах упоминались и успехи его студентов. Линь Тяньхао подготовил почву для следующего этапа плана. Ван Буэлл немедленно направился в кабинет ректора, где деликатно поделился с ним своим предложением. Старик с улыбкой кивнул согласившись с идеей Ван Буэлл. Они вместе написали письмо и отправили его в резиденцию губернатора марсианской колонии. Ван Буэлл неспроста пришёл к ректору. Хоть он и являлся де-факто руководителем академии, формально пожилой ректор всё ещё находился у руля. Вдову академии эфира Ван Буэлл поднялся от простого ученика до вице-главы павильона. Он знал, как обычно решались подобные вопросы. Такая внимательность очень польстила ректору, поэтому он дал Ван Буэлл ещё больше свободы в управлении академией. С наступлением дня Марса всё было готово. В городе с раннего утра было очень оживлённо, в воздухе витало предвкушение. Дело в том, что студенты академии Туманного Дау убедили своих родителей прийти посмотреть состязание. Эту миссию им поручил Ван Буэлл, чьи приказы они выполнили беспрекословно. В данный момент Ван Буэлл обладал непререкаемым авторитетом в Академии Туманного Дау, Академия Духовного Пламени, их соперник, тоже попросила студентов предложить своим родителям пустить матч. В день Марса жители всех районов видели огромное число летающих кораблей, все направлялись к району номер 12, заслонив с собой небо. Многие предпочитали путешествовать пешком. Несмотря на выходное, родители некоторых студентов работали, но они все равно пытались уйти с работы пораньше, чтобы поддержать своих детей. Во время праздника ориентованные Лин Тяньхау духовные экраны беспрерывно транслировали рекламу предстоящего состязания для подогревания общественного интереса. Отношения между некоторыми семьями были далеки от дружеских, поэтому их дети учились в разных академиях. Эти люди больше всех ждали состязания. Им очень хотелось, чтобы именно Академия, где учились их дети, одержала победу. Непосредственных участников больше всех были заинтересованы в состязании между Академиями. Они прибыли на стадион раньше всех, причем среди них были не только родители, но и представители старшего поколения. Местом проведения дружеского состязания стал стадион района номер 12 с вместимостью в 100 тысяч человек. Быстро наполняющиеся трибуны вскоре затопил гул голосов. Многие зрители знали друг друга. Одни обсуждали шансы Академии на победу, другие шутили и смеялись. В ожидании начала мероприятия люди весело проводили время. Старина Джан, ты решил выбраться из дома? Не каждый день такое увидишь. Мое сорвание затащил меня сюда. Надеюсь, детишки не разочаруют. Пока трибуны заполнялись зрителями, участники состязания из Академии Туманного Дао погружались на летающий корабль. На нем они отправились к стадиону района номер 12. Этот матч представлял огромную важность для всей Академии, поэтому на борту присутствовали все инструкторы и ректор. Во время полета Ван Буэлэ с довольной улыбкой проверял готовность своих учеников. Пухленькие молодые люди жевали чипсы, пили духовно ледяную воду и разглядывали себя в зеркало. Эти студенты будущее федерации. Со вздохом подумал Ван Буэлэ. Он хотел разразиться воодушевляющей речью, но тут один глазастый студент заметил духовный экран в районе номер 12. С блеском в глазах он указал на экран рукой. Гляньте туда, это же проректор! Пассажиры корабля увидели огромный духовный экран диагональю в 300 метров, на нём был изображён Ван Буэлэ в парадной форме. Выглядел он сурово и серьёзно, вдобавок его глаза практически светились. Он положил правую руку на грудь и поднял голову к небу. «Я не педагог, я лишь крохотное пламя свечи. Я готов пожертвовать пламенем своей жизни, чтобы провести детей Марса через тьму к светлому будущему. Колянусь посвятить всего себя этому делу. Мой долг учить и просвещать, мой долг культивировать наших студентов. В эту непростую эпоху духовного истока я превращу их в столпы человечества. Их мечты, убеждения, идеалы и стремления к самосовершенствованию приведут Марс к процветанию. Они будут сражаться за честь и славу Марса, торжественно клянусь вам в этом!» Его голос переполнили эмоции, но взгляд оставался суровым. Его глаза полыхали пламенем истовой веры, словно они были отражением его надежд и уверенности в будущем своих студентов. Оператор подобрал удачный угол, поэтому на записи он даже выглядел более стройным. Некоторые даже назвали бы его красивым человеком с особой харизмой, который искренне ратовал за своё дело. В своей речи он ни разу не упомянул Федерацию «Только Марс». Для уроженцев этой планеты это было очень важно. Трансляция с духовного экрана растревожила сердца людей высшего эшелона марсианской администрации. Пока ошеломлённая публика пыталась переварить услышанное, заиграла драматическая музыка, это не ограничивалось районом номер 12. Во всех частях города с духовных экранов вещал Ван Буэлэ, речь получилась очень вдохновляющей. Удивлены были не только спешащие к стадиону родители, но и простые прохожие. Хотя их реакция бледнела на фоне эмоций, которые и сейчас испытывали пассажиры летающего корабля Ван Буэлэ. Теперь студенты смотрели на него с фанатичным огоньком в глазах. Трансляция на духовном экране очень их взволновала. Даже инструкторы Академии Туманного Дао потрясённо уставились на Ван Буэлэ. Только Лин Тяньхау про себя вздохнул. Ван Буэлэ предложил снять этот ролик и пустить его в назначенный день на всех экранах. Горжини сегодня впервые его увидели. Во время съёмок сценарий не произвёл на него особого впечатления. Более того, его посыл показался Лин Тяньхау излишне мелодраматичным и слащавым. Только увидев реакцию пассажиров корабля, он понял, насколько это была блестящая идея. Если мы победим в состязании, Ван Буэлэ не только упрочит своё положение на Марсе, но и оставит на нём свой след. Слова «результат» и «достижение» отличались только одним иероглифом, но их значение коренным образом отличалось. Примечание переводчика. Эти слова звучат как «чэнь-зы» и «чэнь-дзю». Вот почему Лин Тяньхау вздыхал. Реакция людей на борту обрадовала Ван Буэлэ. Он сухо покашлял, решив ничего не говорить, чтобы не разрушить магию своего выступления. Сложив руки в замок за спиной, он устремил свой взгляд вдаль. Суровый и непостижимый. Вскоре впереди показался район номер 12. Ещё на подлёте люди на борту услышали гул голосов на стадионе. Сверху стадион напоминал птицу в полёте. Два широко разведённых крыла были забиты зрителями. В центре стадиона находилось большое поле, где должен был состояться матч между академиями. С двух сторон от него находились платформы для больших летающих судов. Сходившие из приземлившихся кораблей студенты были скрыты от глаз зрителей. Платформы опускали специальную зону, откуда по коридору можно было попасть на поле. Мы на месте! Ван Буэлэ был весь в предвкушении. Летающий корабль приземлился слева от поля. Когда платформа начала опускаться, студенты перестали видеть, что творилось снаружи. Наконец все сошли на землю. Ван Буэлэ окинул взглядом свою команду. Ваши родители будут наблюдать за всем с трибун. Закончим все быстро, покажем из чего сделаны студенты Академии Туманного Дао. Не забудьте об особом подарке для нашего противника. Нам нужна только победа! Хором проключили Цзэнь Доджи и остальные. Глава 308 Не подходи К стадиону стекало все больше людей. Те, кто уже сидел на трибунах, видели прилет корабля Академии Туманного Дао. Многие из них, особенно прибывшие пешком, видели драматическое выступление Ван Буэлэ по духовным экранам. Это не могло не вызвать дискуссии о предстоящем состязании, и с поединка между студентами Ван Буэлэ или учений никто никогда не делал секрета. Тогда новости о предстоящем матче быстро облетели весь город. За это стоило сказать спасибо как репутации двух Академий, так и самим Ван Буэлэ или учению. В глазах жителей Марса оба были весьма примечительными молодыми людьми. Ли учень был учеником Верховного Старейшины Дао Академии Эфюра, куда бы он не направился, к нему всегда было приковано пристальное внимание. Тоже можно было сказать и о Ван Буэлэ. Он не имел такого же впечатляющего покровителя, но на его счету было много заслуг и ратных подвигов. В мистическом мире Луны он заявил о себе на всю Федерацию. После тех событий к нему стали присматриваться все политические группировки. Они не могли игнорировать его, слишком много практиков в стадии возведения основания погибло от его руки. Особого упоминания заслуживал его талант в области дхармического оружия. Федерация намеренно скрыла от общественности создание жемчужин блуждающего тумана. Однако некоторые фракции имели на руках достаточной информации, чтобы сложить факты вместе, они понимали насколько жемчужины блуждающего тумана изменят все на Луне. Отправка обоих на Марс вызывала интерес у многих влиятельных людей. Они получили одинаковый ранг и как будто бы случайно оказались продекторами соперничающих академий. Это вылилось в дружеское состязание. Гуляющие последние несколько месяцев слухи, рекламная кампания и огромное количество зрителей на трибунах вызвали нешуточный ажиотаж на всей планете еще до фактического начала матча. Когда новости дошли до средств массовой информации Федерации, те незамедлительно отправили своих корреспондентов на Марс. Вот только их марсианским коллегам не нужны были конкуренты, они связались с Ленте Аньхау и заплатили за право транслировать матч в прямом эфире. Это навело Ван Буэлэ на одну мысль. По его приказу Ленте Аньхау скрежещё зубами начал искать спонсоров, его стараниями весь стадион был увешан баннерами и плакатами, их яркие цвета лишь усиливали праздничную атмосферу. Больше половины известных людей Марса, принадлежащих к разным фракциям, почтили своим присутствием этот дружеский матч, военные тоже не сидели сложа руки, они обеспечивали безопасность гостей. Обычное состязание между студентами переросло в масштабное событие, состав гостей был прямым тому доказательством. Незадолго до начала матча в небе появился алый летающий корабль в сопровождении восьми черных судов, толпа взорвалась радостными криками, красный корабль явно был сделан из особого материала, даже с большого расстояния он излучал жар, по мере его приближения жар возрастал, словно корабль был сгустком огня, сжигающий все на своем пути. Губернатор! Губернатор лично прибыла сюда! Завидев красный корабль зрители на трибунах встали, чтобы поприветствовать губернатора, из зависшего в воздухе корабля выпрыгнуло два человека, и люди разразились приветственными криками, оглушительный рев толпы казалось мог достичь небес. Приветствуем губернатор! Мое почтение заместитель губернатора! Из корабля выпрыгнули мужчина с женщиной. Женщине было за тридцать, но многие не дали бы ей двадцати пяти, выглядела она очень молода, красивая, с волевыми чертами лица и пронзительным взглядом, отчего многим она казалась суровой. Она обладала глубокой культивацией, что интересно, от ее алого халата волнами расходился жар. Это был губернатор марсианской колонии. За ней следовал мужчина средних лет в черном халате, заместитель губернатора. Под личиной человека скрывалось гигантское дерево. При приземлении на стадион его губы тронула легкая улыбка, гигантское дерево намеренно сделало шаг назад и характерным жестом предложило губернатору сесть первой. Женщина валом наряде лишь улыбнулась, кивнув она села в кресло на главной платформе, рядом с ней расположился ее заместитель. Марсианские чиновники и другие важные люди немного подались вперед. Родители детей, участвовавших в состязании послали им сообщения. В нем они потребовали от них не ударить в грязь лицом, все-таки не каждый день им представлялся шанс проявить себя перед губернатором. С приездом губернатора ее заместителя атмосферы на стадионе накалилась до предела, состязание началось, Лин Тяньхау показал себя прекрасным организатором. Он как будто интуитивно чувствовал, как работать с аудиторией. После консультации с Академией Духовного Пламени он привлек двух комментаторов для работы во время состязания. Оба были хорошо известны на Марсе, в центре поля стояли мужчина и женщина, на глазах многотысячной толпы они совершенно беззаботно болтали, их смех был слышен на весь стадион. Ладно, поговорили и хватит. Уважаемые гости, все внимание на правую часть стадиона, вот-вот должна появиться команда Академии Духовного Пламени, объявил мужчина-комментатор. Все люди на трибунах посмотрели на выход из правого коридора. Оттуда вышел Лео Чень в даосском халате, спокойный, в окружении неземной ауры, он возглавлял группу из сотни студентов в одинаковой форме, выглядела их команда впечатляюще. Команду Академии Духовного Пламени возглавляет пролектор Лео Чень, вы наверняка уже слышали о нем, его наставник бывший президент Федерации, собрат до ослитов к стадии возведения основания в очень молодом возрасте, чувствуете его необычайную ауру, похоже эти студенты унаследовали позитивные качества своего пролектора, все высокие и красивые как на подбор, приезжие говорят, что люди Марса с рождения наделены красотой, никогда раньше об этом не задумывался, если подумать, то так оно и есть. От болтовни комментаторов многие на трибунах начали улыбаться, операторы навели камеры на Лео учения его студентов, родители последних радостно засмеялись, довольные тем, как представили их детей. Родственники студентов Академии Туманного Дао с другой стороны почувствовали легкое раздражение, а они ничего не сказали. Губернатор взглянула на студентов, а потом с улыбкой кивнула, повернувшись гигантскому дереву, она тихо обменялась с ним парой слов. За этим событием наблюдало не только население колонии, но и много людей федерации, особенно из Дао Академии «Теперь взглянем налево, представляю вам Академию Туманного Дао». Девушка комментатора была очень хорошенькой, особенно когда она улыбалась. После ее объявления из левого коридора раздался рев «Мы победим! Мы победим!» В этих громоподобных криках сквозила жажда крови. Для студентов кричать что-то такое было простительно, но как ревы примешивались крики ван булы. В их могучем боевом кличе потонули последние слова девушки комментатора. Сбросив оцепенение, она заговорила громче. «Капитан команды Академии Туманного Дао!» Посреди фразы земля содрогнулась. Зрители на трибунах изумленно увидели, как из левого коридора выбежала толпа толстяков. Во главе группы находились Дзинь Доджи и Джоу Мэй. Они были не только толстыми, но и потрясли всех людей на стадионе. За этой парочкой бежало девяносто восемь человек. Не все были толстыми, но даже самые худые члены команды были заметно крупнее студентов Академии Духовного Пламени. У них руки были толще, чем талии некоторых студентов из другой команды. Когда они выбежали на поле, оба комментатора прикрыли ладонью рот. На трибунах поднялся шум. Что происходит? Небеса, эти толстяки учатся в Академии Туманного Дао? Это разве не внучок старика Дзыня? Черт возьми, я видел его каких-то шесть месяцев назад. Что с ним случилось? Одна команда явно уступает другой. Что ели эти толстяки, чтобы стать такими здоровыми? На трибунах поднялся гвалт. Даже губернатор не ожидал чего-то подобного. Гигантское дерево не мигая смотрел на поле, зрители прямой трансляции с федерацией не могли поверить своим глазам. На самом деле реакция на появление команды Ван Буэлэ была бы намного мягче не быть зрителем с чем сравнивать. Из двух групп студентов на поле с первого взгляда становилось понятно, кто был слабее. На фоне здоровых толстяков Академии Туманного Дао студенты Академии духовного пламени инстинктивно попятились, а когда терянулись вперед в панике закричали «Не подходите! Стойте! Матч еще не начался! Черт, как они так раскабанели! Как нам против них драться? Один из них может удалить сотню человек!» На поле и на зрительских трибунах воцарился хаос. Глава 309 Другой человек Леучейн застыл как вкопанной. Его охватило замешательство при виде группы толстяков. У него в голове появился предательский вопрос, а не мерещилось ли ему все это? Ему казалось, будто на них бежит целая сотня ван була. Его дыхание сбилось, но он быстро оправился от шока. Когда его подопечные в панике попятились, он помрачнил и заскрипел зубами. Некоторые студенты от страха не удержались от вскрика. Такая реакция опозорила их академию, под его гневным взглядом студенты наконец перестали пятиться и просить противника не подходить. Правда, они не могли подавить неуверенность, поселившуюся в их сердцах. Они не сводили глаз Дзинь Доджи и других накачанных студентов академии Туманного Дао, их начала бить мелкая дрожь. Два комендатора до сих пор стояли столбом, они ожидали такую же группу студентов, а не жаждущих драки толстяков. Создавалось впечатление, будто эти молодые люди по несколько раз в день наедались до отвала, они действительно напоминали молодых быков. Комментаторы были готовы ко многому, но не к такому. Все до единого толстяки высокомерно задрали подбородок, словно чувствовали себя неуязвимыми, комментаторы никак не могли подобрать слов. Пауза слишком затянулась, наконец девушка комментатор сделала глубокий вдох и попыталась продолочь как ни в чем не бывало. Студенты Академии Туманного Дао выглядят сильными, их могучее сложение поражает, судя по всему они абсолютно уверены в победе. Тем временем из коридора Академии Туманного Дао вышел Ван Була. Его появление стало для ведущих настоящим спасением. Наконец они могли сменить тему. Капитаном команды Академии Туманного Дао тоже выступает проектор, в представлениях нет нужды, но для тех кто не знает скажу, его зовут Ван Була. Ван Була выпятил грудь и уверенной походкой двинулся к своим ученикам. Те хором его поприветствовали. Да здравствует наш могучий проектор! Наш проектор непобедим! Леученя ждет поражения! Их рев вновь перекрыл слова комментаторов. Оба ведущих неловко попытались продолжить вести шоу, но тут Ван Була неожиданно достал мегафон. Благодаря усилению артефакта его голос было в несколько разгромче, чем у комментаторов. Его услышали все на стадионе. Отставить разговоры! Приготовьтесь к поединку! Студенты Академии Туманного Дау покажите мне, чего вы стоите! В этой схватке нам нужна только победа! Во все горло прокричало сотня студентов. У них на лбу вздулись вены. В этот момент от них ударила мощная волна энергии. Только пять студентов Академии Туманного Дау достигли ступени укрепления пульса. Тридцать один обладали культивацией физической печати. Остальные до сих пор находились на ступенице и крови. Их оглушительный рев произвел неожиданный эффект. Студенты в самой слабой группе внезапно почувствовали небывалый прилив сил. Их культивация поднялась со ступенице и крови на физическую печать. На трибунах началось что-то невообразимое. Одновременный прорыв! Больше пятидесяти человек за раз. Впечатляющая группа студентов. На пике ступенице и крови они превосходят по силе других детей со схожей культивацией. А теперь после прорыва они станут еще сильней! Этот Ван Бууле что-то с чем-то! Зрители никак не могли успокоиться. Родители участников, ставшие свидетелями прорыва культивации своих детей при таком стечении народу испытали прилив гордости. На самом деле благодаря изнуряющим тренировкам эти студенты уже несколько дней находились на грани прорыва. По настоянию Ван Буле они намеренно удерживали себя от перехода на новую ступень культивации. Он хотел по-настоящему удивить Академию Духовного Пламени и чиновников Марса. Для последних схватка между студентами с культивацией древних боевых искусств была не более чем детской забавой. Вряд ли могучие эксперты и люди облеченные властью долго смогут сохранить интерес к такому событию. Чтобы состязание надолго им запомнилось надо было сделать что-то особенное. Если больше половины команды совершит одновременный прорыв культивации на глазах у стотысячной толпы то об этом еще долго будут говорить в городе. Вдобавок это деморализует студентов Академии Духовного Пламени еще до начала схватки. Против морально подавленного противника победа была практически гарантирована. К тому же это станет незабываемым событием для самих студентов. Все-таки не каждый мог похвастаться тем что перешел на новую ступень культивации на глазах самого губернатора. В сравнении с прорывом в уединенной обстановке подобное заявление имело совершенно иной вес. После такого победа в дружеском состязании поднимет их уверенность себе на новую высоту по этой причине было решено совершить прорыв прямо на поле стадиона. Предсказуемо это произвело эффект разорвавшейся бомбы. После всплеска энергии оглушительного рыва студентов и одновременного прорыва культивации концентрация ци и крови в воздухе выросла в 10 раз. У зрителей перехватило дыхание а у студентов Академии Духовного Пламени затряслись поджилки. Ведущие стояли с разъянутым ртом лицо и учение позеленело от ярости он посмотрел на своих подопечных. Бледные как мел студент и его Академию судорожно ловили ртом в воздух. Они лишились всех надежд на победу до начала матча. В сотне толстяков не было ничего страшного. Но сейчас практически все находились на ступени физической печати. Причем их кровавый ци был намного плотнее чем у среднестатистического человека с такой культивацией. Вот чего стоило бояться. Студентов Академии Духовного Пламени охватил ужас. У них просто не было времени как следует все осмыслить. По правилам они не имели права покинуть поле не признав поражение. Их противник из Академии Туманного Дау с другой стороны пережил три месяца безумных крайне болезненных тренировок сводящих с ума. Они с трудом контролировали себя. Их так и подмывало броситься на соперника и дать выход всем накопленным эмоциям. После прорыва культивации они незамедлительно пошли в атаку на студентов Академии Духовного Пламени. Комментаторы даже не успели покинуть поле как в самом его центре началась свалка. Воздух прорезали вопли, крики ярости и боли, звуки ударов, целая какафония звуков. Студенты Академии Туманного Дау словно голодные волки набросились на стадо овец. Молодым людям из Академии Духовного Пламени нечего было противопоставить такому сверепому натиску. Они могли лишь отступать, зрители не мигая наблюдали за сражением. Команда Академии Духовного Пламени по всем параметрам уступала группе разъяренных толстяков. Лиучень, стоящий на краю поля, запаниковал. Время плана Б! Построите магическую формацию! По команде Лиучень а паникующие студенты кое-как построились для создания магической формации. Этот маневр они тренировали во время занятий культивацией. Представители План Лиучень был не лишён смысла. Магические формации могли остановить натиск толстяков из Академии Туманного Дао. План возымел эффект. С одной стороны дело было в самих формациях, с другой студентам Академии Туманного Дао почти не доводилось сталкиваться с организованным противником. По их хаотичным действиям и слабой координации между собой легко угадывалось почти полное отсутствие опыта в таких вещах. Мы что, пропустили завтрак? Недовольно прокричал Ван Пола в мегафон. «У вас одна минута! Если через 60 секунд будет стоять хотя бы один противник, я больше не буду считать вас своими учениками! Время пошло!» Сотни бойцов Академии Туманного Дао тяжело задышали. Глаза всех студентов налились кровью, особенно у Цзинь Доджи. Его охватила паника от одной мысли о потере статуса ученика Ван Була. С диким рёвом гора мускулов бросилась вперёд, он принялся остервенело заламывать пальцы. Остальные тоже последовали его примеру. Казалось, в их тела вселился бог войны. Полагаясь на физическую силу и более высокую культивацию, они словно сто пушечных ядер обрушились на магическую формацию оппонента. Они озверели и окончательно сошли с ума. Как вихрь уносит остатки туч, они навалились на строй противника, заламывая пальцы и выворачивая запястье, как будто в загон с овцами запустили волков. Воздух на стадионе сдрожал от воплей и криков. Зрители ошеломленно наблюдали за сценой, разворачивающейся у них на глазах. От увиденного многим стало не по себе. Студенты Академии Духовного Пламени в отчаянии закричали. «Не стыда, не совести! Отпусти палец, больно! Извини, извини, я больше не хочу драться! Прости меня, папочка!» Цзинь доджи заломил палец своему главному врагу, человек, который избил его у гостиницы Секира. Резко вывернув палец, он прошипел. «Даже если ты назовешь меня папочкой, тебе это не поможет!» Марсианские чиновники, включая губернатора и гигантское дерево, со странным выражением лица наблюдали за хаотичной схваткой на поле. Внезапно у них чуть глаза не выкатились из орбит. Джоу Мэй во главе группы накачанных девушек вломилась в вражеский строй. Помимо заломов, запястьев и пальцев они использовали еще одну тактику «Удар в промежность!» Целью Джоу Мэй стал студент, который имел дурную привычку постоянно над ней издеваться. Несколько раз он даже опускался до шантажа. Его отец работал в департаменте правопорядка колонии, поэтому ему все сходило с рук. В прошлом Джоу Мэй была скромной, забитой и немногословной девочкой. В силу характера она никому не рассказывала о своих заключениях. Тренировки ванболы позволили ей раскрыться. Наконец ей подвернулся шанс отомстить. Мощный удар ноги пришелся точно в цель. «Посмотрим, как теперь ты будешь ко мне приставать!» Лицо парня побелело. Схватившись за пах, он рухнул на землю. Его полные боли в ополе услышали зрители даже на самых дальних трибунах. Чиновники Марса не знали, как на это реагировать. На одной из трибун сидела мать Джоу Мэй. Ее подруга на соседнем месте изумленно спросила. «Это Май Эр?» Глава 310. «Пожалуйте нам наказание!» Марсианские чиновники потрясенно наблюдали за схваткой на поле. Сегодняшний день был полон сюрпризов. Сначала всех удивили габариты студентов Академии Туманного Дао и объема их ци и крови, потом одновременный прорыв культивации на ступень физической печати более 50 учеников. Затем, после пары слов от Ван Буулы, они словно безумцы набросились на магическую формацию студентов Академии Духовного Пламени. Когда они накинулись на перепуганных молодых людей, особо чуткие люди на трибунах почувствовали в толстяках жажду убийства. Ее было совсем немного, но среди зрителей было много практиков с опытом войны и сражений, поэтому они сразу распознали жажду убийства. В их глазах на поле дрались лишь дети, но под руководством Ван Буулы они быстро выбрались из своей скорлупы. Они не полностью лишились детскости, но в эту неспокойную эпоху были нужны люди с такой суровой кровожадной аурой. Именно это так переполошило зрителей. У некоторых родителей руки опускались из-за неспособности как-то решить эту проблему. Чем богаче была семья и безопаснее окружение, тем сильнее дети отличались от них родителей. В отличие от них они не занимались культивацией в совершенно нечеловеческих условиях, не знали войны. По мнению родителей их дети росли в тепличных условиях. Им никогда не сравниться с выпускниками четырех ДАО Академий. Ученикам ДАО Академии зубами приходилось прогрызать себе путь наверх. Члены малых сект и не очень крупных фракций по всем параметрам им уступали. Они могли выиграть дружеское состязание, но на настоящем поле боя их ждала гарантированная смерть. Похожая ситуация складывалась в Академиях Туманного ДАО и Духовного Пламени. Ситуация на поле боя была красноречивей любых слов. Студенты Академии Духовного Пламени в слезах кричали и молили о пощаде, а не начисто лишились желания сражаться. Их парализовал страх, магическая формация рассыпалась на части, теперь они отчаянно пытались спастись. Их противник, команда Академии Туманного ДАО наоборот отлично себя показывала. Сотня толстяков ворвалась в ряды противника и обратила его в паническое бегство. В некоторых случаях один толстяк мог преследовать целую дюжину перепуганных студентов. На этом этапе сражения зрители наблюдали, как одна команда безжалостно раздавила другую. Было очевидно, кто был волками, а кто овцами. Шокирующая разница в силе обнажилась прямо на глазах чиновников Марса. На трибунах повисла тишина, родители детей и побеждающей команды, родители тех, кто проигрывал, даже те, чьи дети вообще не участвовали в состязании, молчали. Слишком ярким был контраст. Приближённый к реальному бою сценарий сразу показал, кто был сильнее. Никого не беспокоил тот факт, что студенты Академии Туманного ДАО заламывали пальцы, вворачивали кисти и били в пах. И этическая сторона использования таких приёмов никого не волновала. Эксперты Марса понимали, в настоящем бою никому нет дела до того, какие приёмы ты используешь. В схватке за собственную жизнь, где одна ошибка могла привести к уничтожению тела и души, главным было выжить. Чем больше боевого опыта было у практика, тем больше он или она одобряли использование таких приёмов. В этом их поддерживали родители студентов Академии Туманного ДАО. Они лучше всех понимали, насколько преобразились их дети, насколько они стали увереннее в себе, насколько изменились их аура, боевой дух и культивация. Такой качественный рост показывал эффективность метода культивации Ван Бууле. Они были очень довольны результатом. Многие считали, что их дети действительно в будущем станут опорой общества. Восторженные родители увидели Ван Бууле в совершенном свете. Майер отлично справляется! Мать Джоу Мэй улыбнулась, теперь она была спокойна за дочь. По её мнению, внешний вид имел важное значение, но его можно всегда исправить. Внутренний стержень нельзя создать за один день, только сейчас она поняла, что самоуверенность и суровый настрой студентов Академии Туманного Дао, который они демонстрировали до матча, были обычной бравадой. Совершенно неубедительной бравадой, но стоило Ван Бууле поставить ультиматум, как они набросились на врага, словно им было нечего терять. Именно это переломило ход схватки, и в этот момент они показали свой внутренний стержень. Впечатляющий выход на поле, прорыв культивации. Всё это должно было подвести к этому моменту. Ван Бууле не только необычайный человек, он ещё талантливый педагог. Наконец, зрители нарушили затянувшееся молчание, гигантское дерево на главной трибуне нахмырилось и многозначительно посмотрело на Ван Бууле. Мужчина в чёрном не хотел, чтобы Ван Бууле привлекал к себе излишнее внимание на Марсе. Это могло нарушить его планы, к сожалению, он не мог в открытую мешать ему, поэтому приходилось действовать скрытно. Удивительно, но толстяк, похоже, решил использовать дружеское состязание, чтобы заработать себе дополнительные очки популярности. С этой мысли он искоса посмотрел на губернатора, в соседнем кресле сидела женщина валом на ряде с нейтральным выражением лица. Никто не знал, о чём она сейчас думала, пока она молчала, остальные переговаривались полушёпотом. На поле по-прежнему царила неразбериха, студенты Академии Туманного Дау продолжили преследование членов команды противника. Дзинь, Доджи и Джоу Мэй возглавили погоню, грохотали взрывы, а воздух прорезали крики и вопли. Осталось ещё немного. Пробормотала женщина в багряном наряде. Как только губернатор досказала, Ван Буэлэ на поле нахмурился. Он переключил своё внимание на Дзинь, Доджи, который радостно преследовал студентов Академии Духовного Пламени. Дзинь, Доджи, хватит валять дурака! Слова Ван Буэлэ прогремели на всё поле. Дзинь, Доджи, который никогда ничего не боялся, даже своего отца, поёжился. Он тут же стал серьёзнее, вспомнив о том, что им перед матчем сказал Ван Буэлэ. Остановившись, он громко спросил плачущих противников. «Академия Духовного Пламени! Вы сдаётесь?» Его поддержали другие студенты Академии Туманного Дау. «Сдаётесь?» От крика ста человек задрожал в воздух. Перед лицом непобедимого противника студенты один с другим в ужасе признавали поражение. Их капитуляция подлила масло в огонь, полыхающего в сердцах студентов Академии Туманного Дау. Под влиянием эмоций они разразились радостными криками «Они победили!» Победа принадлежала не кому-то одному, а всем им. Они испытывали гордость за себя, товарищей и свою команду. Теперь они чувствовали себя более уверенно. В этот момент переполняемые их чувства трансформировались в нечто неощутимое. В их сердцах пробился крохотный росток. Росток, который останется с ними на всю жизнь. В будущем им наверняка предстоит пережить немало ужасов, но пока в их сердцах будет жить этот росток, они не опустят головы перед лицом трудностей и невзгод. Они не станут послушно склонять головы перед судьбой. Выкованные в этом сражении узы были глубже дружбы с одноклассниками. Чиновники марсианской администрации на трибунах одобрительно закивали. Родители победителей пришли в неописуемый восторг, они были очень благодарны Ван Бууле. Ван Бууле тоже был рад за своих студентов, вот только его не покидало чувство, будто он что-то выпускал. Было бы глупо так просто закончить это мероприятие. Вспомнив кое-что из автобиографии высокопоставленных чиновников, он с блеском в глазах сделал пару шагов вперёд. Построиться! Радостные крики на поле тут же стихли, студенты Академии Туманного Дау моментально построили за спиной Ван Бууле в несколько рядов. Даже не взглянув на студентов, он поднял глаза на центральную трибуну, где сидела губернатор колонии, он накрыл ладони кулак и поклонился. Уважаемый губернатор, ваш покорный слуга хотел бы сформировать взвод практиков Марса. Они будут сражаться на войне, никогда не уступят злу и будут бесстрашно биться с любым врагом. Сегодня они заработали свою первую победу, но у них нет имени. Ваш покорный слуга надеется, что вы пожалуете на звание отряду студентов Академии Туманного Дау. Его просьба потрясла чиновников на зрительских трибунах. Если судить по блеску их глаз, многие были заинтригованы. Глаза родителей тоже заблестели, эта идея показалась им блестящей. К тому же теперь они еще больше убедились в важности Ван Бо Ле для жизни их детей. Придумать такое? Этот парень? Что-то с чем-то? Он не только могучий воин, но и еще весьма сообразительный и малый с подвешенным языком. С таким рвением цепляться за любую возможность, Ван Бо Ле ждет светлое будущее. Мы еще не раз о нем услышим. Глава 311 Поднебесный ученический отряд Люди на трибунах несколько раз поменялись в лице. В голову Ван Бо Ле пришла отличная идея. Такая просьба без какого-либо преувеличения прозвучала крайне уместно. Вместо себя он выдвинул на первый план своих студентов. Просьба дать их подразделению название преследовала ту же цель, одновременно подчеркивая значимость самого Ван Бо Ле. Важным было другое. Жалование губернатора на название этому отряду станет равносильно признанию, что теперь на Марсе не две элитных академии, а всего одна. К тому же молодые люди удостоенные такой чести будут бесконечно благодарны и верны губернатору. Ван Бо Ле мог легко затметь успехи своих студентов, но этот план успешно обходил эту проблему. Вдобавок к таким нехитрым способам он получал расположение губернатора. Если отряду присвоят название, Ван Бо Ле как его основатель навеки останется на страницах марсианской истории. Пока будет существовать этот отряд, будет существовать и след, оставленный на планете Ван Бо Ле. Нечто подобное мог сказать любой, но не каждому могла прийти в голову такая идея. Все-таки за простые просьбы скрывалось гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. К тому же немногие обладали храбростью попросить губернатора об одолжении при таком количестве свидетелей, да и мало кому вообще представился бы подобный шанс. К счастью, Ван Бо Ле это удалось, что и впечатлило людей на трибунах. У ректора Академии Туманного Дау от восторга закружилась голова. Он задумался о славе и почестях для Академии, если губернатор согласится даровать ими отряду. Ван Бо Ле все равно останется главной звездой, но его вклад как ректора Академии тоже не будет забыт. Когда он вернется на землю, в свете таких заслуг его вряд ли отправят перекладывать бумажки в какую-нибудь глухомань, эта мысль согревала сердце, старик был очень благодарен Ван Бо Ле. Для Академии Духовного Пламени просьба Ван Бо Ле стала настоящей катастрофой. От лица ректора и преподавателя отлила кровь. Они выглядели так, словно вот-вот расплачутся. В этой ситуации они ничего не могли сделать. Они смотрели на Ле учения со смесью гнева и раздражения, явно сожалея о своем решении участвовать в этой авантюре. Зачем ты вообще сцепился с ним? Ле учень тоже был бледен как мел. На этот невысказанный вопрос ему нечего было ответить. Когда студенты Академии Туманного Дао показали свой несгибаемый боевой дух, он понял, что проиграл. В пух и прах. Он не только проиграл Ван Бо Ле в схватке один на один, но показал себя некомпетентным, когда дело касалось воспитания студентов. И все же он не хотел признавать поражение. В его голове проносились мысли о прошлом и будущем. Об огромном количестве вещей. После просьбы Ван Бо Ле дать название отряду его начала бить крупная дрожь. Он поднял голову и посмотрел на Ван Бо Ле. В его душе сплелись мириады эмоций. Еще никогда в жизни он не испытывал такой зависти. Одни люди на стадионе пребывали в прекрасном настроении, вторые не знали, что и думать, третьи были в отчаянии. Постепенно все звуки стихли, на трибунах повисла тишина. Студенты Академии Духовного Пламени понурили головы. Их сверстники из Академии Туманного Дау наоборот почти перестали дышать, в нервном возбуждении ожидая ответа женщины валом халате. Молодые люди на поле принадлежали к одному поколению, но какие же у них были разные команды. Губы губернатора Марса при взгляде вниз медленно изогнулись в улыбки. Своей недавней ремаркой она подразумевала капитуляцию противника. Было мало просто обратить в бегство студентов Академии Духовного Пламени. Это могло подарить им веру в собственные силы, но не сплотить как команду, как боевой отряд. Этого можно было достичь только одним способом сломить соперника и вынудить его сдаться. Академия Духовного Пламени сдалась не одному человеку, а всей команде. После просьбы Ван Буоле она внимательно на него посмотрела, а потом окинула взглядом студентов. Какое-то время она размышляла над ответом. Поднявшись из кресла Движимые высокими порывами всегда стремятся к небу. Великие устремления поднимаются выше облаков, гремят на все девять небес. Отныне вы будете называться Поднебесным ученическим отрядом. Трибуны взорвались криками. Члены администрации Марса немного поменялись в лице. Слова губернатора имели огромную важность для студентов. С объявлением губернатора мероприятие достигло своей кульминации. Члены Академии Туманного Дао пришли в такой восторг, что просто начали радостно кричать. Ректоры преподавателей Академии Духовного Пламени с другой стороны выглядели раздавленными. Ван Буэлэ низко поклонился губернатору. Прям много благодарен губернатор! Женщина валом наряде одарила Ван Буэлэ еще одним внимательным взглядом, а потом покинула стадион вместе с гигантским деревом. После ее ухода студенты Академии Туманного Дао наконец смогли выплеснуть всю свою радость, и хликование оказалось достигло небес. Все-таки они были еще молоды, поэтому могли искренне радоваться таким вещам. Они заразили своей радостью весь стадион. Губернатор, услышав позади рев толпы, слегка улыбнулась. Ван Буэлэ интересный молодой человек. Весь Марс облетели новости о поднебесном ученическом отряде, созданном по результатам матча между двумя Академиями. Благодаря прямой трансляции о них узнали и люди на Земле. Ван Буэлэ вновь стал самым обсуждаемым стал на ноги на Марсе. По завершении дружеского состязания он напомнил всем студентам поблагодарить родителей за поддержку. Вскоре молодые люди вовсю болтали и делились своими впечатлениями. Немало студентов из Академии Духовного Пламени попросили о переводе в Академию Туманного Дао. Ранее Ван Буэлэ проинструктировал Лин Тяньхау сообщить горожанам через арендованные духовные экраны об их сокрушительной победе и признании губернатором их заслуг. Теперь Ван Буэлэ стал гордым обладателем двух титулов. Он не только прославился как блестящий педагог, но и стал основателем поднебесного ученического отряда. В этот отряд попали выбранные лично им студенты, которые затем тренировались под его чутким руководством. С ростом влияния Академии Туманного Дао будет расти и отряд. Будущее выглядело безоблачным. Ван Буэлэ понимал, что с новообретенной известностью гигантское дерево вряд ли сможет ему что-то сделать. С гордостью подумал Ван Буэлэ. Опасность от такой близости гигантскому дереву всё ещё сохранялась, но он хотя бы больше не чувствовал постоянного давления. Попытаясь он ранее заставить меня что-то сделать, мне бы не удалось отвертеться. Сейчас, с двумя титулами педагога и основателя отряда, я теперь могу выполнять его приказы так, как я хочу, а не так, как ему нужно. К сожалению, у меня слишком мало политического веса, чтобы напрямую отказаться выполнять приказы. Сегодня Ван Буэлэ упрочил своё положение на Марсе. Поражение Академии Духовного Племени означало, что Ван Буэлэ выиграл пари с Ли Ученем. Отныне тот при встрече должен будет называть его дедушкой. К сожалению, Ван Буэлэ не смог в полной мере насладиться победой. Оказалось, что Ли Учен покинул стадион, чтобы в уединении заниматься культивацией. Ван Буэлэ немного расстроился. Он что, пытается увильнуть от выполнения условий пари? Это же просто форма обращения. Такая мелочь. Этот парень явно не умеет проигрывать. По мнению Ван Буэлэ, Ли Ученем показал себя малодушным человеком. Он послал сообщение на кольце передатчик Сю и Джэнь Цзина с приказом установить ещё 500 секир, их следовало поставить у входа в гостиницу лезвиями в сторону Академии Духовного Пламени. Такое количество секир с их жутковатой аурой не на шутку встревожило ректора Академии. Он попытался убедить Ли Ученем уладить конфликт с Ван Буэлэ, и ректор понимал, что это были мелкие разногласия двух выпускников одной Академии, которые почему-то не взлюбили друг друга. Предсказуемо Ли Ученем даже не стал его слушать. Его изнутри сжигала зависть. Он ни при каких условиях не собирался склонять голову перед Ван Буэлэ. Единственным утешением было отсутствие доказательств влияния секир на судьбу проректора. Неудачи его предшественников легко объяснялись простым совпадением, ему нечего было бояться. Но где-то в дальнем уголке разума поселился червячок сомнений, что если байки про гостиницу Секира были правдой. Вскоре поползли слухи, что губернатор оказалась недовольна работой Академии Духовного Пламени, а она дала несколько комментариев о методах обучения студентов и о результатах недавнего матча. От этих новостей у Ли Ученя всё внутри сжалось. В голове сразу всплыли истории об Академии Духовного Пламени и гостинице Секира. Пока он решил, как поступить, пришёл приказ о переводе. Его прислали из администрации марсианской колонии и его переводили обратно на Землю. Об этом Ли Учень не подумал. Поражение в дружеском состязании прогневало родителей его студентов, многие из которых обладали на Марсе огромной властью. Этим людям не было дела до его семьи или биографии, против такого количества влиятельных людей даже у него не было ни единого шанса. Его работа на Марсе закончилась сокрушительным провалом. Через несколько дней Ли Учень тихо покинул планету. Тем временем дела у гостиницы Секира шли в гору. Через несколько дней после отъезда Ли Учения в Академию Духовного Пламени с помпой прибыл новый проректор. Глава 312 Новый Проректор Академии Духовного Пламени В космопорте марсианской колонии послышался рокот, звук доносился с неба и был слышен во многих частях города. В вышине завел ветер, когда с неба начало опускаться сокрушительное давление, рокот вкупе с давлением перепугал сотрудников космопорта. Они задрали головы к небу и увидели там совершенно невероятный летающий корабль, такой им еще никогда не доводилось видеть. Хотя громадина в 3000 метров в длину с трудом могла называться кораблем, это была практически летающая крепость, по ее блестящему корпусу переливался солнечный свет. У любого, кто долго смотрел на корабль, начинали слезиться глаза. Словно не смотрели на миниатюрное солнце. Работники космопорта, жители марсианской колонии на улицах не могли отвести глаз от этой сияющей крепости. Небеса! Что это? Звезда? Но форма уж больно странная. На площади Академии Туманного Дао Ван Буолы наблюдал за культивацией Цзэнь Доджи и других студентов. При виде слепящего объекта в небе он напрягся. Бомба? Ворвалась у него. Цзэнь Доджи долго всматривался в небо, спустя какое-то время он кисло сообщил. Проректор, это не бомба. Прилетел тот придурок Цзэнь Доумин. Этот показушник прилетел на своей крепости. Естественно, это не бомба, сказал Ван Буолы. Про себя он с облегчением выдохнул и с любопытством спросил. Цзэнь Доумин твой брат? Проректор, разве похож на старика? Цзэнь Доумин приходит со мне дядей. Я совсем не похож на этого транжира без царя в голове. Я никогда не трачу деньги по пустякам. Цзэнь Доджи сказал это с таким видом, будто был крайне горд своей рачительностью. Ван Буолы странно посмотрел ничего говорить. Цзэнь Доумин явно прилетел сюда не просто так. Их пути пересекались на Луне. Тогда он выменил у него осколок надхармическое оружие. Косвенно он очень помог Ван Буолы в мистическом мире Луны. На Марсе становится людно. Надо будет навестить Цзэнь Доумина, раз уж он здесь. Решил Ван Буолы. Цзэнь Доджи все еще смотрел на сияющую в небе крепость. Мой дядя много чем интересуется. Его главное увлечение красивые девушки. Должно быть, он положил глаз на какую-то местную красавицу, раз лично заявился сюда. Иначе человек с его характером никогда бы добровольно не явился сюда. Ван Буолы сразу вспомнил о свите, которая сопровождала Цзэнь Доумина на Луне. Он вздохнул, почувствовав укол зависти. По возвращении домой он решил расспросить отца о дальних родственниках. Кто знает, быть может, среди них найдется настоящий богач. Например, его дедушка. Интересно, куда он подевался. В детстве он задавал этот вопрос. Тогда отец ничего не ответил. Ван Буолы такая реакция показалась подозрительной. Что-то в истории с дедом было не так. Может ли такое быть, что у меня есть загадочный и жутко богатый дедушка? Эта мысль его взволновала. Появление корабля нарушило размеренную жизнь в марсианской колонии. Пока Ван Буолы витал в облаках, из разных районов города к космопорту слеталось множество кораблей. Все были серебряного цвета и имели обтекаемую форму. Судя по всему, они принадлежали весьма богатой фракции. Несколько сотен летающих кораблей мчались к космопорту. Похоже, они обладали определенными привилегиями, позволяющими игнорировать защитную магическую формацию космопорта. Без каких-либо проблем они приземлились у самой большой взлетной площадки. Не прошло и минуты, как там ужасновало больше тысячи практиков в одинаковых халатах. Сначала они расчистили периметр других судов, а потом построились в несколько рядов. Склонив голову, они принялись ждать. Люди в порту пораженно наблюдали за практиками из серебряных кораблей. Сообразив, что те ждали приземления крепости, они изумленно ахнули. «Корпорация Трелунье! Эти ребята из корпорации! Они встречают летающую крепость! Должно быть, на ней прилетела какая-то важная шишка!» Наконец, люди внизу смогли получше рассмотреть снижающуюся летающую крепость. Ее корпус был сделан из алмазов, изготовленных по особому заказу. Такие алмазы по крепости превосходили даже мистическое железо. Они очень хорошо проводили духовную энергию, поэтому считались крайне полезным материалом для изготовления дхармического оружия. Ценность дхармического оружия делала такие алмазы крайне дорогими. Тем не менее, кому-то хватило денег сделать корпус такой громадиной столь дорогостоящего материала, цена корабля была невообразимой. Ни с чем не сравнимая роскошь. Сверкающая крепость немедленно снижалась, и людям внизу стало трудно дышать, им пришлось перенаправить духовную энергию в глаза, чтобы не ослепнуть от сияния такого гигантского корабля. Корпус покрывали сложные начертания, перемежаемые пушками, изготовленные из специальных духовных камней. Крепость внушала трепет не только своими размерами и броским внешним видом, но и потенциальной огневой мощью. Залп из этих орудий мог вызвать настоящее землетрясение. Пока толпа восхищенно любовалась приземлившейся крепостью, рокот начал стихать. Из открывшихся ворот вышло несколько дюжин мужчин в чёрном. Все обладали внушительной культивацией. За ними на землю сошли десятки красивых служанок разных рас и национальностей. В самом конце процессии шёл Дзэнь Дуумин в неизменных очках-авиаторах. Вместо цветочной рубашки и шорт он был облачён в дорогой костюм. Его волосы до плеч едва заметно колыхались на ветру. На его губах играла ленивая улыбка. За ним неотступно следовали три автоматона. Мужчина, женщина и чудовище. Троица носила доспехи. Судя по эманациям духовной энергии доспехи явно превосходили по уровню силу самих автоматонов. Приветствуем, юный господин! Как только Дзэнь Дуумин сошёл на землю более тысячи практиков порту, накрыли ладонью кулак и низко ему поклонились. Воздух задрожал от крика тысяч человек. Для Дзэнь Дуумина такое отношение было привычным. Ничего не сказав, он вместе с телохранителями поднялся на другой летающий корабль. С эскортом из нескольких сотен серебряных судов он полетел к району номер 12. Люди поражённо замирали при виде такой впечатляющей процессии в небе. Такое не каждый день увидишь. Флотилия кораблей напоминала россыпь сверкающих духовных камней. Как же здорово быть богатым! Подобное неоднократно говорили прохожие, когда у них над головой пролетали серебряные суда. Во время путешествия к району номер 12 Дзэнь Дуумин снял очки и положил голову на колени двум красивым девушкам-практикам. Те принялись резать фрукты и кормить своего господина. В последних лет и пытался сделать доклад. Юный господин, в этом году корпорации принесли прибыль в следующие предприятия марсианской колонии. Старик Ли, доложи обо всём отцу. Ты же знаешь, меня такие вещи не интересуют. Зевнув, оборвал его от Зэнь Дуумин. Его собеседник нахмурился и устало покачал головой. Он при встрече заметил, что культивация юного господина находилась на стадии возведения основания, причём его основание было построено не из фрагментов, а из полноценного артефакта. Покосившись настоящих поудоль автоматонов, он со вздохом продолжил, правда, уже тише. Юный господин, политическая ситуация на Марсе весьма чувствительная, быть может, не стоило так громко заявлять о своём приезде. Очевидно, речь шла о летающей крепости, а Зэнь Дуумин лишь рассмеялся. Мой отец старается не выделяться за нас двоих, и если начну так же себя вести, то люди могут чего не доброго подумать про нашу корпорацию Трилунье. Закрыли тему. Старик Ли, ты подготовил досье Ли И, как я просил? Мужчина всерьёз задумался после заявления о Зэнь Дуумином, но вопрос заставил его вымученно улыбнуться. Со странным выражением лица он передал Зэнь Дуумину нефритовую табличку, чем больше он читал, тем ярче становился блёск его глаз. В конце он вообще хлопнул себя по бедру. Ли И настоящий самородок достойный Зэнь Дуумина. Она работает заместителем губернатора. Такую девушку ждёт светлое будущее. От мысли о Ли И в сердце Зэнь Дуумина разгорелось пламя страсти. Ещё в мистическом мире луны она сразу привлекла его своей потрясающей фигурой, его сразу к ней потянуло. Зэнь Дуумин испытал это чувство более двухсот раз, но каждый раз восторг и страсть были ничуть не меньше, чем в первой. Он прилетел на Марш, чтобы добиться Ли И. Раз ему предстояло какое-то время жить на планете, он получил официальное назначение. По удачному стечению обстоятельств на тот момент было вакантным местом в Академии Духовного Пламени. В итоге его назначили новым проректором. Глава 313. Враждебность Лапули. Зэнь Дуумин слышал историю о гостинице Секиро и Академии Духовного Пламени. Тогда она показалась ему забавной. Гостиница Секиро не являлась собственностью корпорации Трелунье, но в некотором смысле принадлежала их семье. Зэнь Дуумина не особо беспокоил тот факт, что хозяином гостиницы являлся Ван Бууле, ему было нечего бояться. В Академии Духовного Пламени маленький флот воздушных судов встретили ректор вместе со своими сотрудниками, через дорогу от Академии выселись пятьсот боевых топоров. Хоть Зэнь Дуумин верил в свою удачу и считал историю про гостиницу обычной городской легендой, при виде ряда поблескивающихся Секирун невольно сглопнул комок в горле. Немного подумав, он решил разобраться с проблемой самостоятельно, вместо того, чтобы просить о подолжении Ван Бууле. Первым делом у себя в кабинете он приказал построить огромный щит и установить его снаружи Академии, чтобы тот защищал от зловещей ауры Секир. Щит получился поистине гигантским, к тому же его сделали в кратчайшие сроки, город быстро облетела новость об огромном щите перед Академией Духовного Пламени. Вскоре об этом узнал и Ван Бууле. Он бы выгнал бровь, сделая это кто-нибудь другой, но Цзинь Дуомин понравился ему еще во время их первой встречи. Он послал сообщение управляющему гостиницей Сюй Джэнь Цзину, в нем он попросил убрать Секиры, разумеется, оригинальные Секиры, давшие название отелю, остались на месте. Правда, Ван Бууле распорядился повернуть лезвие в другую сторону. Соперничество с Академией Духовного Пламени фактически закончилось после дружеского поединка, когда губернатор лично дал название студенческому отряду Академии Туманного Дао. После своего провального выступления Академия Духовного Пламени запятнала свою репутацию. Теперь в марсианской колонии осталась только одна элитная академия, Академия Туманного Дао наслаждалась славой и подсчетом. У Ван Бууле не осталось причин продолжить конфликт с конкурирующей академией. С назначением Цзинь Дуу Мина на пост проректора Ван Бууле решил, что теперь они могут не мешать друг другу спокойно работать. В качестве жеста доброй воли он приказал убрать секиры. С окончанием конфликта с Академией Духовного Пламени Ван Бууле вновь взялся за культивацию. Еще во время подготовки студентов к поединку он не забывал о своей культивации. Мистический мир Луны оставил на его душе глубокий след. Фундаментом его силы и репутации была культивация. Вот почему он старательно постигал первый том Дао Молний. В изучении темного искусства лица мертвеца он уже долгое время топтался на месте, тем не менее он максимально приблизился к полному освоению первого сегмента Дао Молний. Как только я достигну второго сегмента первого тома Дао Молний, то смогу пробиться на среднюю ступень возведения основания, создам второе громовое тату и увеличу силу небесного грома. Жаль, что темное искусство лица мертвеца так сложно постичь. Ван Бууле был одновременно счастлив и раздосадован. Источником радости служила пиковая культивация начальной ступени, а раздражение вызывало неспособность обнаружить темную духовную энергию техники лица мертвеца. Если он не может ее почувствовать, то как ему создать темное пламя? Отбросив стыд, он нанес визит в мир иллюзий, чтобы проконсультироваться с Лапулей. Когда он рассказал о проблеме с темными искусствами, она состроила такое лицо, будто на свете не существовало ничего проще культивации темных искусств. Это был серьезный удар по гордости Ван Буула. По возвращении из мира иллюзий он предпринял серию новых попыток. Каждый раз все внутренности как будто леденели, а потом его скручивало в болезненном спазме. Это дно и мысли об изучении темных искусств на него накатывало отчаяние. К счастью, из депрессии его вытащил прорыв переплавки артефактов. С первых дней на Марсе он мог создавать духовные сокровища четвертого ранга. Сейчас он чувствовал, что мог попробовать замахнуться на пятый ранг. Дело не в моей технике. Все упирается в культивацию. Подумал он в тени основания он точно сможет создавать духовные сокровища пятого ранга. Следующую неделю Ван Буоло занимался культивацией в уединении, переложив все свои обязанности на плечи Лин Тяньхао. Вскоре он достиг пика первого сегмента Дао Молнии, что подняло его до великой завершенности на начальной ступени возведения основания. До прорыва оставался один шаг. Я достигну прорыва в культивации за месяц. К такому выводу пришел Ван Буоло после оценки своей культивации. Текущий темп поглощающая семечка продолжала вбирать и выделять духовную энергию, зеленый лотос испускал более сильные эманации, да и его физическое тело стало сильней. В один из таких дней, пока Ван Буоло не покладая рук работал над достижением средней ступени возведения основания, ему пришло сообщение от Ли И. Ван Буоло нахмырился, он подумывал проигнорировать сообщение, но Ли И написала, что купила почти все доступные на Марсе снеки. Прочитав это, у Ван Буоло перехватило дыхание. Должно быть Ли И на самом деле было что-то от него нужно. Кто-то другой никогда бы не стал выполнять его бредовые условия. Хоть я и красавчик, как их поискать, хоть она и по уши в меня встрескалась, я не настолько красив, чтобы она пошла на такое ради меня. Мрачно подумал Ван Буоло. Его глаза холодно блеснули, он отправил Ли Ин Тяньхаус сообщение, чтобы тот проверил Ли И. Ли Ин Тяньхаус работал очень оперативно, он связался со своими знакомыми и быстро прислал Ван Буоло их ответ. Когда подтвердилась информация о том, что Ли И работала помощником гигантского дерева, Ван Буоло и всерьёз забеспокоился. Взвесив свои варианты, он решил отказаться от встречи с Ли, и когда он уже хотел сообщить ей об этом, в его голове раздался голос Лапули. Её тон был холоднее обычного. «Не отказывайся, хочу посмотреть, что замышляет эта девица». Ван Буоло сразу почувствовал враждебность в голосе Лапули, он мракнул, а потом покашлял, умело скрыв довольную улыбку. Потянув время для виду, он написал Ли И, что будет ждать её в полдень в кафе на территории Академии Туманного Дао. Ли И в повелении заместителя губернатора с блеском в глазах перечитала его сообщение. «Этот похотливый толстяк!» с самоуверенной ухмылкой подумала она. «Ему не устоять перед моей красотой!» На самом деле, последние несколько дней выдались для неё весьма тяжёлыми. Цзинь Доу Мин из корпорации Трелунье упорно пытался добиться её внимания, она ничего к нему не чувствовала, даже ненависти. Тем не менее, его попытки ухаживать мешали ей культивировать технику бесчувственной Ивы. Со временем это начало её раздражать. С другой стороны, такое внимание со стороны Цзинь Доу Мина помогало её чувствовать себя неотразимой. «Все мужики свиньи!» Ли И достала зеркальце и очарованно посмотрела на своё отражение. От такой ослепительной красоты с её губ сорвался томный вздох. Покачивая бёдрами, она направилась к Академии Туманного Дао. Там она быстро нашла нужное кафе. Её роскошная фигура привлекла внимание всех студентов. Оказавшись в центре всеобщего внимания, она внефть почувствовала уверенность в себе. Когда она села, её фигура стала напоминать идеальные песочные часы. Многие студенты в кафе ту и дело глотали слюну. Они с завистью смотрели на Ван Пауле, который шёл к столику Ли И. Она мило улыбнулась, её ресницы кокетливо запорхали. Достав безданный браслет, она положила его на стол со словами «Бауле, внутри снеки специально для тебя». Ван Пауле перевёл взгляд с браслета на притягательные формули И. У него в голове невольно фыркнула Ла Пуле. Интересно. Раньше это было не так очевидно, но сейчас ощущение намного сильнее. Эта девица практикует технику бесчувственной Ивы. Она хочет использовать тебя для её культивации. Слова Ла Пуле чётко прозвучали в голове Ван Пауле. Ван Пауле застыл. Ла Пуле в деталях объяснила особенности секретной техники. Узнав о требованиях техники, у Ван Пауле расширились глаза. Он с недоверием посмотрел на Ли И, то восприняла его взгляд немного иначе. Она залилась краской, словно что-то вспомнив, и уропка опустила голову. Она наклонилась к нему и прошептала. «Бауле, и не только принесла тебе снеки, у меня есть новости. Джои Сянь получил назначение на Марс. Он прибудет через несколько дней. Его назначили в департамент правопорядка колонии. Еще Кун Дао. Помнишь его? Приемный сын президента. Он уже какое-то время несет службу в марсианской армии. Оба имеют реальную власть, особенно Джои Сянь. Слышала ты с ними не в ладах, поэтому и решила предупредить тебя, чтобы ты случайно не оказался в неудобной ситуации». Глава 314-я Тхармическое оружие девятого ранга Ван Бауле сразу распознал фальшь за якобы заботливыми словами Ли И. Не в первый раз он задумался о том, что был истинным сыном Земли. За пределами планеты его как будто полностью оставила удача. Эта мысль не покидала его на Луне, и теперь на Марсе ситуация повторялась. В самом начале он столкнулся с опасным врагом в лице гигантского дерева, потом был конфликт с Леучением. Уладив его и прочно укрепившись на планете, он так и не придумал, как решить проблему гигантского дерева. Теперь на него положила глаз Ли И. Про принесённые ей вести и говорить не стоило. «Почему все мои враги собрались на Марсе? Это несправедливо», раздосадованно подумал Ван Бууле. Ощущение было такое, будто все его враги сговорились, а друзья, наоборот, забыли о нём. На этой планете он был совсем один. К счастью, у меня появился союзник, мой бывший противник Лентяньхау. Без него всё было бы намного хуже. Должно быть, это заговор против меня. Ван Бууле хмуро посмотрел на Ли И. «Кто одобрил приказ о переводе?» Внезапно спросил он. Ли И одарила Ван Бууле многозначительным взглядом. Какое-то время она размышляла над ответом, а потом придвинулась поближе. В такой близости от девушки Ван Бууле почувствовал аромат её духов. Перед приходом сюда она специально несла самые лучшие, зная, какой эффект они оказывают на мужчин. Заместитель губернатора. Вдыхая аромат духов Ли И, Ван Бууле улыбнулся. Наконец он всё понял. Гигантское дерево не хотело идти против него в открытую, предпочитая действовать чужими руками. Поэтому его стараниями на Марс перевели всех его врагов. Это явно не было простым совпадением. Гигантское дерево точно что-то замышляло. Глубокие познания автобиографии высокопоставленных чиновников не помогли понять, что задумало дерево. Как всё запутано. Со вздохом Ван Бууле вновь поднял глаза на Ли И. Ты явно ко мне неровно дышишь, раз поделилась этими новостями и принесла столько снеков. Так и быть, пойдём ко мне. Поможешь мне принять ванну? Ван Бууле со вздохом поднялся. Ли И судорожно втянула носом в воздух. Ей очень хотелось запустить в наглого толстяка столом, но это точно нарушит заданное ей настроение встречи. С усилием успокоившись, она натянута улыбнулась. «Бууле, это не самое удачное время. Мне нужно идти». Ли И вскочила со стула. С блеском в глазах и улыбкой Ван Бууле проводил её до ворот. Стоило ему отвернуться, как его улыбка померкла. Всюду враги. И что с того? Если бы ему противостояло одно гигантское дерево, то он бы подумал о том, чтобы покинуть Марс. Но на данный момент он слишком хорошо устроился и сделал себе имя в колонии. В окружении такого числа недоброжелателей он отказался от идеи сбежать с планеты. Чего мне бояться? Они не смогли превзойти меня ни на Земле, ни на Луне. На Марсе я в третий раз раздавлю их. Но Ван Бууле нашёл приступ чистолюбия. Он заперся в своей резиденции, решив не показываться на людях, пока не совершит прорыв. Всё-таки в этом мире культивация была основой всего. Ван Бууле понимал, что с культивацией стадии создания ядра мог бы просто отмахнуться от козни злопыхателей, что до Ли-И, которая решила сделать его объектом для культивации секретной техники, он заставит её сполна заплатить за это решение. Когда он с ней закончит, от злодейки ничего не останется. Пока Ван Бууле шёл к своей резиденции, а Ли-И летела на корабле к себе домой, Цзинь Доумин у себя в кабинете в Академии Духовного Пламени скрежетал зубами при виде творящегося на духовном экране. Он смотрел запись встречи Ли-И и Ван Бууле в кафе Академии Туманного Дао. Они сидели очень близко друг к другу и о чём-то тихо шептались. На губах Ли-И играла улыбка, а глаза кокетливо поблецкивали. Ван Бууле тоже улыбался, его глаза были полуприкрыты, словно он наслаждался компанией девушки и запахом её духов. Узнав, что Ли-И направляется в Академию Туманного Дао, Цзинь Доумин потянул за несколько ниточек и вышел на студента, который за скромную плату согласился заснять их встречу. После прибытия на Марс Цзинь Доумин не стал докучать ежедневными визитами, но послал ей множество сообщений с обещаниями вечной любви. Безразличие Ли-И только распалило его интерес, чтобы повысить свои шансы, он нанял человека для слежки за ней. Так он знал обо всех её передвижениях, включая сегодняшнюю встречу. Он не трубил о своём новом интересе на каждом углу, некоторые знали о его новой пассии, но таких людей было немного. Всё-таки он совсем недавно прибыл на Марс, через неделю его кампания по завиванию сердца Ли-И перестанет быть секретом. Новости об этом разлетятся по городу быстрее лесного пожара. Ли-И! Ван Бу-Лэ! Скрипя зубами, Цзинь Доумин не сводил глаз с экрана. Внутри он разрывался на две части. С Ван Бу-Лэ он познакомился в мистическом мире Луны. Тогда он подумал, что они могли бы стать друзьями. Без необходимости он не хотел наживать себе новых врагов. Неправильно отбивать девушку у друга. Цзинь Доумина терзали сомнения. На основании собранной информации он просто не мог поверить, что Ван Бу-Лэ и Ли-И могли начать встречаться. Он повернулся к девушке практику рядом и спросил. Додо, есть парень с девушкой, которые терпеть друг друга не могут. Каждая их встреча заканчивается скандалами и спорами. Как думаешь, какие у них шансы в итоге стать парой? Девушка по имени Додо с улыбкой нарезала фрукты. Довольно высокая, юный господин. Вы не понимаете женщин. Насколько я могу судить, Ли-И всерьез заинтересована Ван Бу-Лэ? Не зря же говорят, что от любви до ненависти один шаг. Цзинь Доумин заслонил ладонями лицо. В этот момент его глаза задумчиво заблестели. Когда он убрал руки, блеск исчез. На его место вернулись беспокойство и гнев. Он силой нажал на лежащую рядом пурпурную нефритовую табличку. Огромная крепость в марсианском космопорте загудела. Работники порта ошарашно наблюдали, как она сама поднялась в воздух и на автопилоте полетела к району номер 12 в сторону Академии Духовного Пламени. Летающая крепость не осталась незамеченной горожанами. Вскоре она достигла Академии Духовного Пламени. Когда Цзинь Доумин поднялся на борт, крепость вновь загудела и полетела к Академии Туманного Дао. Всё это произошло за какие-то полчаса. Ван Бу-Лэ только хотел сесть медитировать, как над Академией Туманного Дао зависла летающая крепость. В Академии начался переполох, преподаватели и студенты уставились в небо. «Что за чертовщина? Небеса! Посмотрите на начертания! Какая громадина! Это легендарная космическая крепость!» Из крепости раздался голос Цзинь Доумина. «Ван Бу-Лэ! Тебя пришёл навестить старый друг! Есть разговор!» С одного из балконов крепости на Академию смотрел Цзинь Доумин. Его визит не означал, что он верил в существование отношений между Ван Бу-Лэ или И. Тем не менее, он чувствовал Ван Бу-Лэ угрозу, поэтому решил впечатлить и запугать его, поэтому им было решено прибыть к Академии на крепости. Услышав голос Цзинь Доумина, Ван Бу-Лэ вышел из резиденции. При виде гигантской крепости в воздухе у него перехватило дыхание, несколько дней назад он мельком её видел, да и то с очень большого расстояния. Сейчас он, наконец, получил шанс разглядеть её вблизи. Как экстравагантно! Материалы, из которых изготовили крепость, стоили огромных денег. Такая крепость могла принадлежать только по-настоящему богатому человеку. Она обладала несравнимой аурой. В сравнении с ней состязание летающих кораблей детей-сенаторов во время праздника урожая выглядело так, будто бы они хвалились выловленными в реке камушками. Ван Бу-Лэ с подозрением прищурился. Цзинь Доумин прилетел практически сразу после ухода Ли И. Он задумался, не было ли между этими событиями связи. Тем не менее, он не чувствовал неуверенности, к тому же это была его территория. Цзинь Доумину его не запугать. Подойдя к ряпости, он перелетел на балкон. «Собра, даос, Цзинь!» Сказал он. «Ты явно не просто так прилетел сюда. Да еще при таком параде. Чем обязан?» Цзинь Доумин внимательно посмотрел на Ван Бу-Лэ. Он запомнился ему человеком прямолинейным, который не любит, когда собеседник ходит вокруг да около. «Ван Бу-Лэ, мне нравится ли И?» Без обиняков сообщил он. «Не мог бы ты не соперничать со мной за ее внимание? Мы хорошие друзья. Я могу дать тебе все, что захочешь!» Ван Бу-Лэ оцепенел. Такое драматическое появление гигантской крепости и все ради девушки. Его сердце стало биться быстрее. Цзинь Доумин, по сути, предложил сделку, в которой ему предстояло называть Соно. Поэтому он решил испытать удачу. «Тхармическое оружие девятого ранга?» Цзинь Доумин пару секунд молчал, а потом Сипло спросил. «Тхармическое оружие девятого ранга? В обмен на него давай лучше я откажусь, если и...» Глава 315 Сделка На встречное предложение Цзинь Доумина Ван Бу-Лэ расхохотался. Он изначально заломил слишком высокую цену, а Цзинь Доумина явно не был от хармического оружия девятого ранга. «Ты не мог бы быть немного посерьезней? Я пришел к тебе с серьезным предложением!» Цзинь Доумин вздохнул. Он пафосно влетел в Академию на крепости, чтобы показать свое невероятное богатство. Заданный им тон был частично разрушен простым вопросом Ван Бу-Лэ. «Ладно, буду серьезней. Даос Цзинь, как насчет храмического оружия восьмого ранга? Тогда я, Ван Бу-Лэ, навсегда забуду Али-И. Хоть она и встрескалась меня по уши, я не стану отвечать ей взаимностью. Я даже могу победить ее в схватке, чтобы она выбросила меня из головы!» Ван Бу-Лэ несколько раз ударил себя в грудь. После его заявления у Цзинь Доумина загорелись глаза. Его собеседник даже предложил дополнительные услуги. Он не ожидал такой реакции от Ван Бу-Лэ. Похоже, тот был весьма взволнован предстоящими переговорами. Разве он не должен был немного посопротивляться хотя бы для виду? Это бы позволило Цзинь Доумину смягчить позицию, что в итоге привело бы к компромиссу. «Ван Бу-Лэ, тебе вообще интересно со мной об этом разговаривать? Ты действительно хочешь бороться за Ли-И?» Серьезно спросил Цзинь Доумин. Даос Цзинь не будь с крягой. Ли-И прекрасная девушка. Приятная личика, фигуристая. Допустим, она не стоит артефакта девятого ранга, но тхармическое оружие восьмого ранга... Ладно, так и быть. Как насчет тхармического оружия седьмого ранга? Что скажешь? Со вздохом предложил Ван Бу-Лэ. Он выглядел так, словно отрывал от себя самое дорогое. Ван Бу-Лэ, ты меня за дурака держишь? Тхармическое оружие седьмого ранга? Можешь ли ты гарантировать, что она станет моей девушкой, если я отдам тебе этот артефакт? Цзэнь Доомин выгнал бровь и раздраженно посмотрел на Ван Бу-Лэ. Он действительно пытался добиться расположения Ли-И, но даже по его мнению она не стоила от хромического оружия седьмого ранга. Все-таки эта ситуация отличалась от случившегося в мистическом мире Луны. Тогда для победы в паре ему не хватало всего одного фрагмента. Сделка произошла из-за того, что он находился всего в одном шаге от победы. Ухаживание за девушкой было совсем другим делом. Никто не знал, где именно пролегала грань между важным и неважным. Его не покидало ощущение, будто он крупно сидит в лужу, если отдаст хромическое оружие седьмого ранга. Ван Бу-Лэ задумался над словами Цзэнь Доомина. Он был согласен с ним и даже почувствовал себя неловко за то, что вообще предложил это. «С тобой не поспоришь?» Со вздохом согласился он. «Оно того не стоит. Я не стану мешать тебе, но я хотел бы получить повышение. Ты можешь это устроить?» Цзэнь Доомин с облегчением выдохнул. Если бы Ван Бу-Лэ продолжил настаивать над хромическим оружием, он бы отказался от попыток завоевать сердце Ли-И. «Ректор Академии Туманного Дао слишком стар», с уверенной улыбкой сообщил он. «Его скоро отправят на пенсию и переведут на Землю». Ректор посвятил большую часть своей жизни Академии Туманного Дао. За время своей работы он вырастил много талантливых студентов, которые стали столпами Марса и Федерации. Немедленно напомнил Ван Бу-Лэ своему собеседнику. Цзэнь Доомин недоуменно на него уставился. Он пытался намекнуть, поможет ректору с переводом из Академии Туманного Дао на Землю. Тогда Ван Бу-Лэ повысит до ректора Академии. Цзэнь Доомин даже не подумал, что станет с ректором после перевода. Поняв намерение Ван Бу-Лэ, он немного подумал, а потом кивнул. Несмотря на преклонный возраст, ректор в отличной форме. К тому же он многое сделал для школы. После перевода на Землю ему найдут не менее важный пост. Ван Бу-Лэ это устроило. Цзэнь Доомин тоже был довольен результатом переговоров. Они улыбнулись. Повисшее между ними напряжение исчезло, как-то сама собой у них завязалась беседа. Цзэнь Доомин приказал принести вино, расположившись в креслах на балконе, они болтали словно старые друзья. Перед уходом Ван Бу-Лэ хлопнул себя кулаком в грудь. Старина Цзэнь, не беспокойся. Я слишком красив, чтобы останавливаться на Ли-И. Зачем делать бедняжку несчастной? Я не такой парень. Признаю, что Ли-И втюрилась в меня, но ради моего друга я готов пожертвовать всем. Ван Бу-Лэ еще раз ударил себя в грудь, включил кольцо-передатчик и прямо на глазах Цзэнь Доомина связался с Ли-И. Ли-И, у нас ничего не получится. Надеюсь, ты найдешь человека, который всегда будет рядом. Нам не суждено быть вместе. Ван Бу-Лэ отключился до того, как Ли-И успела что-то ответить. Он поднял глаза с кольца на Цзэнь Доомина. Тот не знал, что сказать. Чем дольше он смотрел на Ван Бу-Лэ, тем больше убеждался, каким хорошим другом тот был. Бу-Лэ, может, я немного поспешил? Если на тебе нравится, я не стану вам мешать. Цзэнь, старина, ничего не говори. Я на все готов ради друзей. Ван Бу-Лэ на секунду испугался. Он успешно сбагрил Ли-И, да еще кое-что поимел с этого. Если Цзэнь Доомин откажется от сделки, то все его старания были напрасны. Ударив себя кулаком в грудь, он спрыгнул вниз. С балкона Цзэнь Доомин восхищенно наблюдал за удаляющимся Ван Бу-Лэ. С его губ сорвался вздох. Вот это настоящий друг! Растроганно сказал он. Его крепость полетела прочь от Академии Туманного Дао. Скрывшись внутри крепости, с его лица тотчас исчезло восхищенное выражение. Теперь он выглядел задумчивым. Скользкий тип. Он из тех людей, кто всегда улыбаются, и вообще само дружелюбие. Но стоит тебе стать его врагом, как он без всякого сожаления вонзит тебе нож в спину. Зачем отец сказал мне подружиться с таким опасным типом? Зачем попросил по мере возможности помогать ему? Неужто это как-то связано с причиной моего прилета на Марс? Цзэнь Доомин был всерьез озадачен. Многие думали, что он прибыл на Марс только ради Ли И, но на самом деле у него были гораздо более важные дела. Тем временем Ван Бу-Лэ зашел в свою резиденцию. Его улыбка давно погасла. «Этот Цзэнь Доомин тот еще актер!» Задумался он. «Этот парень явно не дурак. Никогда не поверю, что он не раскусил мой спектакль. Но он все равно сделал вид, будто купился. Одно хорошо. Я заработал себе повышение». Ван Бу-Лэ внезапно рассмеялся. Он хотел продолжить свое уединение, но тут вспомнил прилетающую крепость Цзэнь Доомина. С момента прилета на Марс именно она произвела на него самое яркое впечатление. Заброским внешним видом скрывалась серьезная огневая мощь. Он не был внутри крепости, но чувствовал исходящую из ее недра могучую ауру. С этой громадиной можно было дать бой даже практику стадии создания ядра. Крепость, по сути, являлась усовершенствованным до предела отхармическим артефактом. Будь у меня такая штука, то перед лицом гигантского дерева я бы не был столь беспомощным. По крайней мере, я хотя бы мог что-то ему противопоставить. Это напомнило Ван Бу-Лэ, на каком факультете он учился. С момента поступления в Дао Академию Эфюра он занимался переплавкой артефактов. В теории, постройка такой крепости не была для него чем-то невозможным. «Мне потребуется очень много ресурсов», — со вздохом заключил Ван Бу-Лэ. На острове Нижней Академии другие ученики называли практиков ткармического оружия ходячими денежными станками. Все считали их богачами. Сейчас, на стадии возведения основания, он уже умел переплавлять артефакты 4-го и 5-го ранга. Он, как никто другой, понимал, что такое быть бедным. Переплавка пожирала слишком много ресурсов. Как бы быстро он не создавал духовные камни, ему никогда не угнаться за ростом стоимости материалов. «В ближайшее время мне не удастся построить крепость, но готовиться лучше начать сейчас. Когда у меня появится достаточно материалов, я смогу сразу начать строительство». Ван Бу-Лэ решил создать несокрушимую неприступную крепость. Название само родилось у него в голове. «Вечная крепость». Отличное название. В глазах Ван Бу-Лэ разгорелся огонёк. Даже с чертежами и необходимым количеством материалов он не мог взвести такую огромную крепость в одиночку. Ему на ум сразу пришли автоматоны. «Если мне не хватает рабочих рук, тогда надо понять, как создать автоматонов, которых можно было бы использовать при строительстве для выполнения простых задач и базовых работ». Во время своего уединения Ван Бу-Лэ культивировал первый том «Дао Молний», постепенно приближаясь к прорыву культивации. В свободное от культивации время он разрабатывал дизайн строительных автоматонов и рисовал чертежи будущей крепости. Так прошёл месяц. В один из ничем не примечательных дней Ван Бу-Лэ внезапно открыл глаза, выйдя из медитативного транса. Из его тела послышался рокот, а потом из правой ноги вырвались молнии. Угрожающе потрескивая, они принялись кружиться вокруг него. В воздухе запахло озоном, всё помещение затопило электричество. В самом центре этого искрещившегося моря в позе лотоса сидел Ван Бу-Лэ. Его культивация буквально вспыхнула. Он совершил прорыв с начальной к средней ступени возведения основания. Глава 316. Департамент правопорядка колонии. После прорыва культивации в жизни Ван Бу-Лэ началась белая полоса. Через три дня ректор Академии Туманного Дао получил новое назначение от федерации, его переводили на землю, а также повысили до второстепенного четвёртого ранга. Вдобавок новое место работы находилось в городе, где он родился. По сути, ему выделили тёплое местечко, где он мог с комфортом провести пенсию и установить своё влияние. Всё-таки это был его родной город. Это показало, насколько хорошо корпорация Трелуньи относилась к своим людям. Цзэнь Ду-Мин тоже показал себя с лучшей стороны. Он выполнил свою часть сделки всего через две недели после разговора с Ван Буэлэ. В это же время пришёл приказ о новом назначении Ван Буэлэ. Марсианская колония могла нарушить вето на некоторые приказы федерации. В некотором смысле это был автономный город. Марс старался не злоупотреблять этим правом, особенно в рамках такого незначительного события, как повышение Ван Буэлэ с первостепенного пятого до второстепенного четвёртого ранга. В итоге Ван Буэлэ получил повышение без каких-либо проблем и стал ректором Академии Туманного Дао. Всё благодаря огромному влиянию корпорации Трелунье. Заслуги Ван Буэлэ тоже не стоило сбрасывать со счетов. Победа в недавнем матче закрепила за ним репутацию блестящего преподавателя и расширила его сеть контактов. Известность поднебесного ученического отряда стала его защитным талисманом. Вот почему его повышение не встретило сопротивления. Он был не самым юным аристократом со второстепенным четвёртым рангом, но для федерации его случай всё равно был редкостью. Он превзошёл большинство сверстников, с повышением в ранге он переместился из нижней аристократии в её среднее звено. Этот шаг мог показаться незначительным, но у многих он мог занять лет 10, 20 или даже всю жизнь. Ван Буэлэ прекрасно понимал значимость своего нового ранга, вот почему он с такой радостью воспринял своё повышение. Он ответил на все поздравительные сообщения от преподавателей и студентов, не стал он забывать о вознаграждении, достойных за усердную работу. Марсианская администрация получила его запросы на значение Лин Тяньхау на пост проректора. Накануне Ван Буэлэ сообщил об этом Лин Тяньхау, тот был вне себя от восторга. Он находился на Марсе меньше полугода, но уже получил повышение по службе и в ранге. И в страху, что кто-то мог попытаться воткнуть ему палки в колёса, он связался с отцом. Лин Ю держал руку на пульсе ситуации на Марсе. Как только он услышал новость от Лин Тяньхау, у него загорелись глаза. Он сделал всё, чтобы назначение Лин Тяньхау одобрили. С авторостепенного он поднялся на первостепенный пятый ранг и вступил в должность проректора Академии Туманного Дао. Лин Тяньхау был очень благодарен Ван Буэлэ за помощь в карьере. Сейчас ему было стыдно за своё ребяческое поведение в Дао Академии Эфира. Теперь он понял правоту отца. Работая на такого талантливого человека, ему не на что было жаловаться. «Не стоит благодарности, Тяньхау! Держись меня! За полгода я поднялся до второстепенного четвёртого ранга! Скоро я потащу тебя за собой на этот же ранг!» Ван Буэлэ со смехом похлопал Лин Тяньхау по плечу. Буквально светясь от счастья, он налил начальничку чашечку чая и сел на краешек дивана. Ван Буэлэ проинструктировал Лин Тяньхау относительно некоторых аспектов работы Академии. На его плечи легла практически вся работа Ван Буэлэ, что позволило тому сконцентрироваться на своей культивации средней ступени возведения основания. Часть свободного времени он посвящал крепости и строительным автоматонам. Через два месяца после повышения Лин Тяньхау и Ван Буэлэ на Марс пришла зима. С наступлением первых холодов пошёл снег, земли за пределами города стали выглядеть ещё более безжизненно, в колонии возвращались группы боевых практиков и охотники. В городе тоже стало заметно холодней. Несмотря на постоянную циркуляцию воздуха, горожане при дыхании выпускали облачка пара. Эти два месяца прошли без происшествий. В академии Лин Тяньхау по-настоящему раскрыл свой талант управленца. Не прошли даром уроки, которые дал ему в детстве отец. При поддержке Ван Буэлэ новоиспечённый проректор мог наконец оплатить в жизнь все планы своего начальника. Основным навыком в академии стала техника поглощения небес Буэлэ. Теперь академия делала большой акцент на боевых навыках своих студентов. Численность поднебесного ученического отряда уверенно росла. Постоянное внимание со стороны общественности со временем сформировало за ними определённую репутацию. Больше им не стоило бояться быть забытыми гражданами после того, как склынут впечатления о дружеском состязании. Лин Тяньхау занимался делами в академии. Ван Буэлэ рисовал чертежи крепости и продумывал дизайн строительных автоматонов. Его идеи медленно обретали чёткие очертания, поэтому он изготовил первую партию автоматонов. После испытаний Ван Буэлэ понял, что его ждёт ещё много работы. У автоматонов было полно проблем, да и работа над чертежами крепости продвигалась довольно медленно. До полевых испытаний автоматонам было ещё очень далеко. Перед началом массового производства ему было нужно доработать их дизайн. Беспокоиться об этом не стоило. С самого начала проект задумывался как долгосрочный. Пока он занимался своими делами, Лин Тяньхау регулярно приносил ему доклады и рапорты преподавателей, чтобы держать его в курсе дел. Ван Буэлэ принёс академии популярность. За последние несколько месяцев многие молодые люди, услышав об академии, попросили родителей перевезти их туда. Количество студентов выросло. Ван Буэлэ стал незаменимой фигурой в академии, её духовной опорой. Текущий преподавательский состав не справлялся с возрушенной нагрузкой из-за притока новых студентов. Академии пришлось открыть набор новых инструкторов. Ван Буэлэ появилось ещё три помощника. Бок о бок замужней женщиной с глазами омутами теперь работало ещё две красавицы. Ван Буэлэ не было причин для недовольства. Обе новенькие хищно поглядывали на него, явно размышляя, как бы соблазнить его. Ван Буэлэ у себя в кабинете за чашечкой чая хотел расспросить новых сотрудниц, как они освоились на новом месте. Но тут в дверях показался Лин Тяньхао, он перешёл сразу к делу. «Реактор, надо что-то делать. У нас мало сотрудников, нам нужно больше инструкторов. Можно организовать дружеский поединок поднебесного ученического отряда с командами Дао Академии Федерации, а именно с учениками их Нижних Островов. Так мы напомним людям об отряде и повысим их репутацию». Ван Буэлэ был очень доволен энтузиазмом Лин Тяньхао. Он разрешил состязания и задумался о найме новых инструкторов. У них было слишком много студентов и слишком мало преподавателей. При найме учителей всегда проходили проверку, всё-таки это была элитная академия, которая серьёзно относилась к безопасности учащихся. От разговора их отвлёк громкий сигнал тревоги. Через окно они увидели в небе дюжину чёрных летающих кораблей, они приближались к Академии Туманного Дао. Появление кораблей остановило работу всех духовных устройств Академии Туманного Дао, от кораблей ударила энергетическая волна, сотворившая полупрозрачный щит, который накрыл павильон, где жили инструкторы. «Департамент правопорядка колонии!» В панике воскликнул вскочивший с места Лин Тяньхао. Ван Буэлэ нахмырился и тоже поднялся. Через окно он наблюдал за тем, как корабли департамента правопорядка возводили блокаду вокруг общежития инструкторов. Чуть больше дюжины людей в чёрной форме выпрыгнули из кораблей и рассредоточились. Следом появились мужчины с женщиной, из них двоих более высоким статусом явно обладала женщина. Её культивация находилась на великой завершённости возведения основания, аура напоминала готовые к извержению вулкан, от неё исходило сокрушительное давление. Она тоже носила униформу, но та настолько плотно облегала её тело, что создавалось впечатление, будто она была на пару размеров меньше. Роскошное тело, огненно-рыжие волосы, каскадом нисходящие по спине, серо-голубые глаза создавали очень женственный образ, словно созревший и сочный персик. При виде такой красотки у любого мужчины учащалось сердцебиение, вот только это была холодная, неприступная красота, лишённой эмоций. От взгляда её холодных глаз у людей мурашки пробегали по коже. Именно причудливое сплетение льда и пламени делало эту женщину такой привлекательной. Ван Боуле на своём веку повидал немало красивых девушек, но даже он при виде рыжей красавицы на мгновение оцепенел. Позади шёл её помощник, Ван Боуле знал его, это был его старый знакомый Джо Исянь. Спустя дюжину вдохов Ван Боуле перевел взгляд с Джо Исяня на людей в чёрной форме, которые вломились в общежитие и выволокли на улицу мужчину средних лет. Они подвели его к Джо Исяню, почувствовав на себя взгляд Ван Боуле, тот поднял голову и одарил его исправляющим взглядом, а потом взглянул на арестованного инструктора. «Увести его!» Они не только проигнорировали присутствие Ван Боуле, но и не предупредили его о том, что прилетят совершить арест. Ван Боуле помрачнел. Хоть это были люди Департамента правопорядка колонии, их действия можно было расценить как плевок ему в лицо. Ухмыльнувшись, Ван Боуле распахнул окно и вылетел на улицу. Лень Тяньхау хотел что-то сказать, но просто не успел. Стоило ему кинуться следом, как над всем кампусом прогремел голос его начальника. В моей академии Туманного Дал что, никого нет? Инструкторы и студенты, я хочу, чтобы вы продемонстрировали мне свою культивацию. Давайте покажем всем, что в нашу академию никто не может войти, как себе домой. Глава 317. Властный. Слова Ван Боуле прогремели на всю академию. Сбежавшиеся к месту события инструкторы гневно уставились на сотрудников департамента правопорядка колонии. Их культивация пришла в движение. Самый слабый в группе из практически тысяч человек находился на ступени укрепления пульса стадии древних боевых искусств. Большинство обладали культивацией начальной ступени истинного дыхания. Несколько десятков человек были на средней ступени. По меньшей мере 30 преподавателей Академии Туманного Дау находились на поздней ступени истинного дыхания. За исключением Ван Боуле среди них нашлось всего два практика стадии возведения основания. Восвобождение культивации такого количества людей было пугающим зрелищем. Сотрудники департамента правопорядка колоний застыли как вкопанные. Это было ещё не всё. По команде Ван Боуле десятки тысяч студентов Академии Туманного Дау под предводительством Цзинь Доджи и Джоу Мэй гневно взревели. От них повеяло невероятно плотным кровавым цы. Дело было в особенности техники поглощения небес, которую культивировали большинство студентов Академии Туманного Дау. В глазах чужаков студенты вне зависимости от пола выглядели как маленькие толстячки. Несмотря на лишний вес, их кровавый цы был плотнее, чем у других практиков такого же уровня. Их высокая физическая сила была очевидной. В урагане кровавого цы огромное количество учеников и преподавателей со всех сторон окружили людей из департамента правопорядка колонии. Несколько десятков людей в черных халатах побледнели, на их фоне женщина с огненно-рыжими волосами не потеряла хлопнокровие. Джои Сенридом с ней не обладал столь крепкой выдержкой. Глядя на огромную толпу и чувствуя исходящие от них кровавые цы, он тяжело задышал. Будь ректором не Ван Буэлэ, а кто-то другой, то он бы не стал беспокоиться. Зная о скверном характере Ван Буэлэ, который зачастую решал проблему кулаками, когда ситуация шла не по плану, он боялся, что его старый знакомый прикажет своим людям атаковать. Все могло закончиться кровопролитием. Ван Буэлэ, это что, мятеж? Как бы он ни старался, ему не удалось скрыть дрожь в голосе. Академия хочет устроить мятеж? Джои Сен был сообразительным малым, своими словами он попытался поставить Ван Буэлэ в невыгодное положение и запугать его людей. Смысл был ясен. Любой атаковавший будет обвинен в измене, это остудило пыл некоторых в толпе. Часть преподавателей, испугавшись последствия ослабила ауру, Ван Буэлэ, который все еще стоял на балконе, был доволен тем, что Академия выступила против чужаков единым фронтом, но после слов Джои Сене решительность некоторых из них дала трещину, он презрительно взглянул на струхнувших преподавателей, а потом на Джои Сене. В этот момент Зэнь Доджи, внимательно следивший за Ван Буэлэ, внезапно понял, что ему представился отличный шанс проявить себя перед ректором. Глаза юноши восторженно заблестели, небеса явно были благосклонны, раздали ему такой отличный шанс продемонстрировать ректору свою преданность. Выскочив вперед, он во все горло закричал. Департамент правопорядка злоупотребляет властью, вы так себя ведете только потому, что вы сильней! Со всей силы он ударил себя кулаком в грудь. От такого мощного удара у него изо рта брызнула кровь, он зашатался и жалобно выдавил. Как вы посмели ударить меня? Я обо всем расскажу, дедушке! У Джоу Мэй загорелись глаза, она тут же ударила себя в живот. Вскоре другие студенты подхватили эту инициативу. Не боясь последствий, они били себя в грудь или живот, вызывая либо кровавую кашель, либо капельки крови в уголках губ. Это сделали больше половины студентов. В качестве последнего штриха многие начинали шататься и громко кричать. Люди из департамента правопорядка колоний напали на меня! Я сообщу обо всем матери! Как вы посмели? Мой отец Джоу Юньтао! С самого детства меня никогда не били! Храбрости вам не занимать! Мой дед это так не оставит! Инструкторы ошарашенно крутили головой. Элентя Аньхао и Иван Боулы тоже были сбиты с толку. Про людей из департамента правопорядка и говорить не стоило. От гневных криков студентов они задрожали, явно не готовые к такому сопротивлению. Очевидно, никто из них не трогал студентов. Те в свою очередь обвиняли во всем департамент правопорядка колонии. Люди в черных халатах беспомощно взирали на толпу. Джо и Сянь судорожно вздохнул. Его глаза затравленно бегали из стороны в сторону. Если бы только прикидывалась маленькая группа студентов, то скандала можно было избежать, но симулянтов было слишком много. Вдобавок, у многих были могущественные родители. Причем настолько, что конфликт с ними мог потребовать вмешательства клана Пять Поколений Неба. Что эти дети задумали? Почему меня не покидает ощущение, что это театральная школа, а не Академия Культивации? Джо и Сянь был напуган и возмущен наглостью студентов. Им явно не доставало актерского мастерства. Несмотря на фальшивость их игры, кровь была настоящей. При виде всего этого он почувствовал подступающую головную боль, ведь именно с его подачи департамент прибыл в Академию Туманного Дао. При проведении арестов соблюдалась стандартная процедура. Сначала он должен был обсудить все с руководством Академии. В свете их натянутых отношений с Ван Буэлэ он решил проигнорировать формальности, полагая, что толстяк не станет ничего делать, как бы сильно он не был недоволен ситуацией. Джо и Ся не подумать не мог, что Ван Буэлэ получит такую мощную поддержку преподавателей и студентов. От выходки Цзэнь Доджи остальных Ван Буэлэ лишился дара речи. Он знал, что простой кровавый кашель был для этих негодников не опасней чихания. Такая обильная кровопотеря вызывала опасения, но на самом деле студенты могли оправиться от ран после пятиминутной медитации. И все же Ван Буэлэ был доволен их спектаклем. Вне зависимости от ситуации его академия не должна показывать слабины, что до арестованного преподавателя Ван Буэлэ был с ним не знаком. Его наняли совсем недавно, к тому же он еще проходил внутреннюю проверку, потому его пока не допустили к работе с детьми. Он мог приступить к работе только по окончании проверки. Ван Буэлэ не очень беспокоил тот факт, что департамент правопорядка арестовал одного из его инструкторов. Они прилетели в академию без предупреждения, поставив его в ситуацию, где он не имел на руках всех фактов. Такое отношение к себе он не мог стерпеть. Все-таки он был аристократом второстепенного четвертого ранга. Взглянув на Дзэйн Доджи и остальных, он поднял руку. Тишина! Инструкторы и студенты вмиг стихли. Дзэйн Доджи застыл по стойке смирно в ожидании приказа Ван Буэлэ. Такое беспрекословное подчинение демонстрировала власть Ван Буэлэ. Люди в черных халатах поглядывали на него со смесью уважения и страха, только Джо Исэнь продолжал недовольно сверлить его взглядом. Ван Буэлэ проигнорировал его, он обратился к неестественно спокойной женщине рядом. — Сестра Доус, если вы собираетесь арестовывать моих людей, то неплохо бы сначала сообщите потом мне. Ван Буэлэ, не перегибай! — надменно сказал Джо Исэнь. Департамент провел всестороннее расследование. С чего это нам тебе что-то объяснять? — Ты... Оглушительный крик Ван Буэлэ оборвал его на полусловие. — Закрой рот! Я разговариваю с твоим начальником! Держи свой рот на замке, выскочка! Ты спрашиваешь, с какой стати мне нужно что-то объяснять? Я ректор Академии Туманного Дао, известнейший педагог Марса, основатель поднебесного ученического отряда, чье название пожаловала сама госпожа губернатор, благородный второстепенного четвертого ранга верный слуга Федерации. Этого достаточно? Ты, Джои Сянь, посмел обвинить нас в мятеже? Я сообщу родителям этих студентов, что Джои Сянь из департамента правопорядка колонии подозревает их детей, в частности, членов поднебесного ученического отряда, в подготовке мятежа! От каждого слова ван Буэлэ Джои Сянь вздрагивал. Последняя угроза особенно его напугала. Он хотел возразить, но тут ржеволосая красавица жестом приказала ему молчать. Молчать! Поначалу она была довольна рвением культивации. Джои Сянь сдрожал как осиновый лист. Он понурил голову, не смея ослушаться приказа. Глубоко внутри он кипел от ярости, но не стал перечить своей начальнице. За время работы на Марсе он услышал о недостаточно. К тому же он знал достаточно о её семье и культивации. С такими людьми шутки были плохи. Осадев Джои Сянь и красавица посмотрела на ван Буэлэ, даже не пытаясь скрыть холода во взгляде. Департамент правопорядка колонии берёт подорез людей на основании исчерпывающих доказательств. Можете позже сами во всем убедиться. С этими словами она бросила ему нефритовую табличку, а потом скомандовала. Отведите этого эритика на корабль! Глава 318. Ректор Ван, требуется ваше содействие. Когда ван Буэлэ поймал нефритовую табличку, арестованный преподаватель внезапно начал вырываться. Ван хотел что-то сказать, но не успел, женщина-командир холодно смирила его взглядом, а потом подошла к нему и размашисто ударила ладонью. В этот момент выплеснулась культивация великой завершённости возведения основания, она находилась на грани прорыва на стадию создания ядра. От всплеска энергии по воздуху пошла репь. После удара в грудь преподаватель Академии Туманного Дао сложился пополам и закашлял кровью. В кровавом месте виногруди проглядывались ребра, но удар был не смертельным. Можешь забыть о смерти, так легко ты не отделаешься. С этими словами она вонзила руку в грудную клетку и сломала ему три ребра. От боли пленник протяжно взвыл, вытерев руку об его халат, рыжеволосая красавица подняла голову и холодно посмотрела на инструкторов со студентами. По толпе прокатилась волна нервных вздохов, Цзинь Доджи внезапно понял, кем была рыжеволосая женщина. Он резко выпрямился, всем видом пытаясь показать, что был здоров. Он надеялся, что женщина-командир всерьёз не воспримет его недавнюю выходку. Запугав всех, командующий департаментом правопорядка даже не посмотрел она Ван Буула. Когда она взошла на корабль, Джо Исень с облегчением выдохнул. Воспользовавшись ситуацией, он и остальные люди в чёрных халатах затащили потерявшего сознание преподавателя на корабль. Вскоре чёрные суда поднялись в воздух и скрылись в небе. С их уходом духовные устройства вновь заработали. Ван Буула нахмурился. Он не мог их остановить, даже его изумело содержимое нефритовой таблички. Жертвоприношение для культивации запретной техники, убийство семи человек на стадии древних боевых искусств и одиннадцати простых смертных. В нефритовой табличке была короткая справка, где описывались преступления преподавателя. Изучив список его злодеяний, Ван Буула поднял глаза на улетающие корабли департамента правопорядка колонии, молчание нарушил, стоявший рядом Линь Тяньхао. «Ректор?» Серьёзно начал он. «Не связывайтесь с этой женщиной. Она сумасшедшая. Ты знаешь её? Кто она?» Он с самого начала заметил, что Линь Тяньхао хотел что-то сказать, но по какой-то причине словно воды в рот набрал. Дело явно было не в присутствии рыжеволосой женщины. Вдобавок он заметил внезапную перемену в поведении Цзэнь Доджи и его отрешённый взгляд, когда тот заметил её. Похоже, он тоже узнал её и побоялся провоцировать. Линь Тяньхао знал, что проявил небольшую слабину, но в присутствии этой ненормальной женщины он не посмел даже пикнуть. «Ректор, помните Лиссю?» Неграмко сказал он в попытке исправить свой промах. «Сын главы Сената. Это сумасшедшая его родная сестра». Уван был и округлились глаза. «Сестра Лиссю?» Осторожно переспросил он. Он вспомнил о серьёзном выражении лица Лиссю, когда тут рассказывал ему о своей сестре в мистическом мире Луне. «Да, её зовут Ливан Эр. Несмотря на довольно милое имя, она не женщина, настоящая ледышка. Если посмотреть на Лиссю, то сразу становится понятно, что за фрукт его сестра». Ливан Эр обладает невероятным скрытым талантом. Она старше нас всего на несколько лет, но уже находится на великой завершённости возведения основания. На грани перехода на стадию создания ядра. Очень властная девушка с тяжёлым характером. Она похожа на заледневшую гору, которая не оттает даже спустя миллион лет. Она не замужем. За такой красавицей пытались ухлёстывать многие, но всех ухажёров она избила до полусмерти. Такой у неё непростой характер. Взять, к примеру, Дзэнь Доумина. Он как-то пытался за неё убиваться. Невенный флирт обернулся для него крайне скверно. Ливан Эр тогда чуть его не кастрировала. По слухам, этот яволиц избивал Алисю всё детство. В отместку за побои в детстве он решил, что найдёт своей сестре уродливого и бесстыжего извращанца. Линь Тяньхау настолько увлёкся рассказом, что не заметил меняющееся выражение лица Ван Буэлэ. Когда он, наконец, обратил на это внимание, то сразу смолк. Причина такой реакции была для него загадкой, поэтому он решил остановиться и больше ничего не говорить. Решив сменить тему, он быстро скомандовал толпе разойтись. Скорежаща зубами, Ван Буэлэ вернулся в свой кабинет. «Элисю, лучше бы тебе не появляться у меня на глазах». Мрачно подумал он. «Проклятие! По-твоему, я уродливый и бесстыжий извращанец! Он просто не может разглядеть мою красоту! Должно быть, он слепой!» Больше всего Ван Буэлэ оскорбила то, что Лисю, судя по всему, считал его уродливым, поэтому он решил показать ему настоящую красоту при их следующей встрече. Выбросив Лисю из головы, он ещё раз взглянул на нефритовую табличку. Произошедшее никак его не касалось, ему не понравилось только одно, как департамент правопорядка подошёл к аресту. Успокоившись, он достал чертежи крепости и строительных автоматонов. В полдень следующего дня Ван Буэлэ направлялся к своему кабинету. По его мнению, инцидент с департаментом правопорядка был ущерпан ещё вчера. Ван Буэлэ не понравилось их отношение, но ему удалось не ударить в грязь лицом. Кто бы мог подумать, что днём позже прилетит корабль департамента правопорядка колонии, правда, на сей раз всего один. Он не стал бесцеремонно влетать на территорию Академии, а был припаркован снаружи. Прилетевший на нём человек оказался прямолинейным малом. Он ожидал Ван Буэлэ у его кабинета. Ректор Ван, начальнику требуется ваше содействие в расследовании. Не став ходить вокруг да около, он перешёл сразу к делу. Ван Буэлэ неприветливо посмотрел на мужчину в чёрном халате, а потом прищурился. Какое ещё расследование? Ректор Ван, об этом мне не сообщили. Это приказ департамента правопорядка колонии. В нашей власти требуется сотрудничество от любого, кто находится ниже всерастепенного третьего ранга. Мы действуем с одобрения губернатора. Ректор Ван, пожалуйста, следуйте за мной. Ван Буэлэ помрачнёл, он не сделал ничего плохого, с другой стороны он зачем-то понадобился департаменту правопорядка. Если он откажется сотрудничать, пойдут разговоры. Немного подумав, он связался с главой секты Дао Академии Эфира с помощью нефритовой таблички. Тот заверил его, что все проверят и посоветовал сотрудничать. Ван Буэлэ поднялся, но не последовал за гостем к его кораблю. Вместо этого он запрыгнул в свой и полетел вслед за ним к району номер девятнадцать, где находился департамент правопорядка. Вскоре они достигли территории департамента, все здания в этом районе были выкрашены в чёрный, буквально излучая давящую зловещую ауру. Между ними основали люди в чёрных халатах. Офис директора департамента правопорядка колонии находился на последнем этаже здания в центре комплекса. Распахнув двери, Ван Буэлэ увидел внутри Ли Ван Эр сестру Лисю. Она холодно смирила взглядом вошедшего, её культивация великой завершённости возведения основания трансформировалась в давление. Стоило сказать, что даже с такой бесстрашной маской и отталкивающим характером, по красоте она не уступала Джао Юмен. По мнению Ван Буэлэ, с такой фигурой она даже немного обходила его знакомую. Ректор Ван, вас пригласили, чтобы вы ответили на несколько вопросов? Отвечайте предельно честно. Ли Ван Эр не стала размениваться на любезности, её вопросы касались арестованного преподавателя. Когда его наняли на работу, с кем он часто контактировал? Ван Буэлэ без особой охоты ответил на все вопросы, ему не было смысла что-то скрывать. Ли Ван Эр молча обдумала его ответы, сверилась с документами, а потом неглядя сказала «Можете идти. Согласно правилам, наш разговор не подлежит разглашению. Если информация куда-то просочится, вас ждут серьёзные последствия». Ван Буэлэ посмотрел на отстранённую и холодную как лёд девушку, которая уже читала какой-то документ. У дверей он повернулся к ней и спокойно сказал «Директор Ли, я не вчера родился. В ДАО Академии Эфира я занимался расследованием правонарушений учащихся. Потом стал вице-главой павильона на острове Верхней Академии. Тогда в мои обязанности тоже входили поддержание порядка и расследование правильности учеников. Мне отлично знакома внутренняя кухня. С ваших слов он виновен. У вас точно и железные доказательства. И можете не пытаться напугать меня силой великой завершённости возведения основания. Мне ещё не доводилось убивать кого-то с такой культивацией, но я прикончил достаточно людей на начальную и среднюю ступеню возведения основания, когда я сам только взошёл на эту стадию. Я могу без особого труда отправить на тот свет и практика поздней ступени возведения основания. Меня совершенно не пугает кто-то на великой завершённости возведения основания. Ливан-Эр нахмурилась и подняла глаза от бумаг. Ван Бо-Лэби страшно встретил взгляд холодных глаз. В полной тишине кабинета два человека долгое время не сводили друг с друга взгляда. Глава 319-я Аномальное явление Ни разу в жизни никто со схожей культивацией не разговаривал со мной в подобном тоне, не говоря уже о ком-то на средней ступени возведения основания. Взгляд Ливан-Эр стал холоднее, от неё повеяло угрожающей аурой, отчего все предметы в кабинете завибрировали. Перед лицом Ливан-Эр и её сокрушительного давления Ван Бо-Лэ выгнал бровь и рассмеялся. «Какое совпадение! Все, кого я убил, перед смертью говорили нечто похожее. Сравним, кто убил больше практиков в стадии возведения основания!» Спокойно предложил Ван Бо-Лэ. От него ударила пугающая аура, он был готов драться, будь он на начальной ступени возведения основания, то не стал бы говорить с ней в таком тоне. После перехода на среднюю ступень, получения второго громового тату и роста физической силы, он открыто высказал своё недовольство директору департамента правопорядка колонии. Незремое противостояние закончилось тем, что Ливан-Эр внезапно поднялась из-за стола. Она не стала атаковать, а просто отворила окно и вылетела наружу. У неё под ногами тут же возник летающий корабль. «Ты намекаешь на то, что допустила ошибку? Запрыгивай! Я покажу тебе доказательства!» Ливан-Эр сказала это невозмутимым тоном. Ван Бо-Лэ взвесил Судно резко набрало скорость и быстро умчалось вдаль. Сотрудники департамента правопорядка колонии даже не поняли, что их директор покинул здание. Внешний слой магической формации марсианской колонии пропустил корабль, сделанный специально для департамента правопорядка. Вскоре судно вылетело за пределы города. Зимой на Марсе было очень холодно. Ветер пронизывал до костей. Корабль летел настолько быстро, что на его фузелёже начала нарастать корка льда. Глаза Ван Бо-Лэ сияли. На всякий случай он связался с главой секты ДАО Академии Эфира и сообщил ему о своей вылазке за пределы города. С нефритовой табличкой в руках он холодно поглядывал на Ливан Эр, размышляя о её возможной связи с гигантским деревом. Если бы такая связь действительно существовала, то его сообщение не дошло бы до получателя. Раз ему дали его послать, значит Ливан Эр не была в сговоре с гигантским деревом. Во взгляде Ливан Эр промелькнуло презрение, когда она заметила, как Ван Бо-Лэ отправил сообщение, не став ничего говорить, она продолжила управлять кораблем. Они постепенно удалились от колонии, пока не достигли заснеженной и безжизненной равнины. В некоторых частях равнины виднелись участки тёмно-красной земли. Корабль медленно приземлился. Под ногами выпрыгнувший из корабля Ливан Эр захрустел снег. Ван Бо-Лэ нахмырился и тоже выбрался из корабля. Ливан Эр достала нефритовую табличку. Стоило ей приложить её к земле, как вспыхнул яркий пурпурный свет. Ван Бо-Лэ прищурился, когда пространство вокруг них покрылось рябьё. Снежное покрывало разбилось, словно зеркало, явив скрытую до этого подземную пещеру. Похоже, эта пещера появилась здесь довольно давно. Кто-то возвёл здесь магическую формацию, чтобы посторонне не могли найти вход. При виде пещеры дыхание Ван Бо-Лэ участилось. Тем временем Ливан Эр уже скрыл из пещеры. Что случилось? Послышалось из туннеля. Испугался? Разве ты не хотел увидеть доказательства? Взмахом руки Ван Бо-Лэ вызвал тхармическое оружие седьмого ранга. С мечом наперевес он вошёл в пещеру, внутри было заметно теплее, чем снаружи. Он дошёл до конца туннеля, где его ждала Ливан Эр, заканчивался туннель распахнутой дверью, за которой лежала тайная пещера, залитая тусклым светом духовных камней. Будучи практиком стадии возведения основания, он отлично видел в темноте, несмотря на слабое освещение. На полках и на столах стояли стеклянные сосуды и склянки странной формы, в одних плавали человеческие органы, в других лежали трупы младенцев. Многие сосуды хранили в себе куски плоти неизвестного происхождения. Ван Бо-Лэ не мог определить, что именно в них находилось. В этой секретной пещере проводились какие-то зловещие эксперименты, в этом сомнений не было. Ван Бо-Лэ тяжело задышал, некоторые границы нельзя было переступать. В пещере происходило что-то чудовищное, бесчеловечное. «Теперь понял?» бесцветно спросил Ливан-Эр и взмахом руки достал нефритовую табличку. Крошечный предмет залил светом проекции всю пещеру, ничего не изменилось, только Ван Бо-Лэ и Ливан-Эр исчезли, вместо них в пещере появился мужчина средних лет. Ван Бо-Лэ сразу узнал в нем арестованного департаментом правопорядка преподавателя. В проекции мужчина медитировал в позе лотоса, хотя его лицо искажало гримаса. Судя по всему, он занимался культивацией. Из расставленных вокруг колб с человеческими органами, он поглощал какую-то таинственную энергию. Ван Бо-Лэ сделал глубокий вдох. Он понимал, что у департамента правопорядка были все основания для ареста. Не дав ему ничего сказать, Ливан-Эр отключила проекцию. Эта область была скрыта для того, чтобы заманить его сообщников. Тебе не должно быть здесь, но я сделал для тебя исключение. Я больше не потерплю препирательств относительно решений моего департамента. Ливан-Эр отвернулась и невозмутимо пошла по тоннелю. При других обстоятельствах он бы вспылил, если бы кто-то посмел так с ним разговаривать, но сейчас он даже не почувствовал гнева. Он смущенно поспешил следом. Во время возвращения по тоннелю ему открылся потрясающий вид. Манящие контуры в обтягивающей форме его спутницы напомнили ему о Лисю и его предложении познакомиться со своей сестрой. Пока он размышлял об этом, снаружи раздался чей-то тоскливый плач. Услышав склипывание, Ливан-Эр и Ван Бо-Лэ напряглись. Из туннеля они увидели поднявшуюся на равнине вдалеке кроваво-красную бурю. Хотя это был скорее не ветер-туман, который взялся непонятно откуда и накрыл практически всю равнину. Казалось, будто со всех сторон надвигалась гигантская багровая волна. С высоты птичьего полёта это алое клокочущее море казалось необъятным. Они не успели выскочить наружу. Кроваво-красный ветер практически мгновенно накрыл место, где находилась секретная пещера. Плача, всклипывания стали громче, будто бы в багровом тумане испытывали невыразимые страдания мириады душ. От их вою обоих по спине пробежал холодок, словно они и вправду вошли в контакт с миром духов. Обоих охватили изумление и страх, в то же время из тумана послушался шёпот. Зловещие звуки эхом отражались от стен тоннеля, Ливан Эр и Ван Буалы от удивления застыли, странный багряный туман накрыл всю округу, сильно понизив видимость. В это же время духовная энергия в них внезапно остановилась, как будто на неё наложили печать. Они больше не чувствовали в себе духовной энергии, словно она полностью исчезла. «Духовное давление!» С тревогой воскликнула Ливан Эр. «Что происходит?» В голове Ван Буалы роились сотни мыслей, он тоже не мог ощутить присутствие духовной энергии, даже связь с зелёным лотосом казалось оборвалась. Ван Буалы смутно чувствовал присутствие поглощающего семечка, хотя и на него повлияло это аномальное явление. В этом странном состоянии он не мог задействовать духовную энергию. В данный момент оба из практиков превратились в простых смертных. Кольца-передатчики, бездонные браслеты, всё это перестало работать. Всё, что функционировало на духовной энергии, оказалось подавлено неведомой силой. К счастью, жизненная эссенция в созданной культивации не пострадала, поэтому им можно было не беспокоиться о дыхании, по крайней мере первое время. Тем не менее, долгое нахождение за пределами города представляло для них серьёзную угрозу. События развивались крайне стремительно. После исчезновения культивации, духовного подавления и резко погасшего света духовных камней они потеряли способность видеть в темноте. Теперь тьма оказалась совершенно непроглядной. Ван Буоле повезло сохранить слабую связь с поглощающим семечком, поэтому он, пусть немного, но всё же мог видеть во тьме. По этой причине он увидел, как по тоннелю стелится багровый туман. Везде, где проходила странная дымка, всё начинало разлагаться. Инстинкты Ван Буоле забили тревогу. На них надвигалась страшная опасность. Контакт с красным туманом закончился для них гарантированной смертью. Он схватил Ли Ван Эр за руку, которая потеряла духовную энергию и бросился к пещере. Ли Ван Эр хотела вырваться, но она тоже чувствовала чудовищную опасность приближающегося тумана, поэтому Ван Буоле не потребовалось тащить её за собой. Она вместе с ним побежала к пещере. Вот только они спохватились слишком поздно. Бурлящий туман дошёл до середины туннеля, после чего остановился. Когда они заскочили в пещеру, у них за спиной захлопнулась дверь. Перед этим туман, словно почувствовав присутствие Ван Буоле, рванул за ним, как будто обладал разумом. Частечка тумана успела проскользнуть в дверь перед её закрытием и проникла в Ван Буоле через нос и рот. Ван Буоле почувствовал нестерпимую боль, словно его жизнь и дух начали рассыпаться на части. К счастью, тумана было довольно мало, тело Ван Буоле могло растворить его, поэтому боль со временем улеглась. Чувствуя слабость, он весь покрылся потом. В полной темноте они с тревогой прислушивались к звукам снаружи. Осознав, что туман дошёл только до середины туннеля и не затопил пещеру, они с облегчением выдохнули. Правда, они не знали, что туман появился не только на равнине. Практики колонии зафиксировали его во многих частях Марса. Глава 320 Странное поселение Треть поверхности Марса оказалась во власти загадочного багрового ветра. Ничего подобного раньше никогда не случалось, ни после основания марсианской колонии, ни за время более ранних наблюдений за планетой. Из космоса Марс как будто с огромной скоростью затягивала кроваво-красная волна тумана. Магическая формация Марса засекла аномалию, поднялась тревога. В марсианской колонии губернатор и её заместитель лично посетили ядро формации, чтобы разобраться в происходящем. Ядро формации располагалось на военной базе. Сама формация накрывала практически 60% Марса, её возвели для военных целей, на максимальный уровень доступа был у губернатора. На огромном духовном экране где-то на военной базе была изображена проекция планеты, 30% проекции покрывал бурлящий туман. За ней напряжённо наблюдали эксперты армии, губернатор и другой персонал. Кровавый туман появился внезапно, без каких-либо предпосылок. Согласно докладу разведки, туман обладает коррозийным эффектом и способен подавлять духовную энергию. К тому же в нём что-то скрывается. Армией командовал крепко сложный мужчина, в данный момент он водил губернатора в курс дела. «Поршу вас усилить магическую формацию Марса, чтобы мы могли изучить ситуацию и понять, что происходит в тумане». Губернатор в ярко-красном платье хмуро изучала проекцию, спустя пару секунд она внезапно выполнила несколько магических пассов, а потом приложила руку к огромному духовному экрану. Тот задержал, проекция начала затуманиваться, но вскоре стало ещё чётче, словно могла выйти за пределы экрана. На багровый туман казалось наложился фильтр, теперь люди у экрана могли увидеть, что находилось под клубящимся покровом. В кроваво-красном тумане земля и камни никак не изменились, местные и завезённые растения, которые с появлением духовной энергии Федерация пыталась вырастить на планете полностью завели и погибли. В тумане что-то скрывалось, это нечто было полупрозрачным, практически сливаясь с туманом. С помощью магической формации их присутствие можно было заметить, но они оставались невидимо невооружённому глазу. В помещении воцарилась предельно серьёзная атмосфера. В то же время губернатор посмотрел он небольшой участок на северо-западе проекции Марса. Ха? Она прищурилась. Стоило ей указать на этот район, как он тут же увеличился, включились ещё несколько фильтров, теперь духовный экран показал, что находилось под слоем тумана, все в помещении охнули. Экран показал поселение. Невозможно! Мускулистый мужчина в военной форме поражённо открыл рот. В то же время со всех сторон послышались изумлённые вздохи и тяжёлое дыхание. Откуда на Марсе взялось поселение? Я знаю это место. В этой низменности ничего не было. Никакого поселения! Люди в помещении поражённо переглянулись. Мужчина подошёл поближе к духовному экрану. По взмаху его руки изображение отмасштабировалось обратно, после чего он указал на несколько других регионов Марса. Там тоже обнаружились непонятно откуда взявшиеся поселения. Всего их было семь. Люди выглядели встревоженными. Магическая формация не обнаружила серьёзной опасности в этих поселениях. В то же время в семи поселениях нашлись останки разрушенных магических формаций и повреждённых дхармических сокровищ. Это делало поселения ещё более загадочными. Либопытно. Глаза губернатора опасно блеснули. Наконец она сказала. Магическая формация не нашла особой опасности в этих семи областях. Но нам нельзя действовать неосмотрительно. Ими будет заниматься генерал Ли. Пошлите семь отрядов в каждую из ЗАН. Каждую группу должен возглавлять практик стадии создания ядра. Возьмите с собой городских практиков магических формаций и экспертов под хромическому оружию. Если объекты из семи областей нельзя будет перенести, пусть не изучают их на месте. Генерал Ли пошёл раздавать приказы. Марсианская армия активизировалась. Были проверены досье всех живущих в городе практиков хромического оружия и магических формаций. В список попали Лин Дяньхау и Ван Буула. С военной базы в воздух поднялось множество судов. Они должны были собрать экспертов и доставить их к месту сбора семи команд. Для того, чтобы не допустить паники, миссия проводилась в условиях строжейшей тайны. Один из кораблей прилетел к Академии Туманного Дао. Ещё на подлёте они послали Ван Була сообщение, но так и не получили ответа. Солдаты немного поломали голову и решили найти Лин Дяньхау. Появление военных удивило Лин Дяньхау. Он сразу же послал своему начальнику сообщение, но и ему не удалось связаться с Ван Буула. «Лин Дяньхау, вы завербованы на военную службу», сказал один из военных. Лин Дяньхау не мог отказаться, да и вообще не знал, имел ли он на это право. Несколько вдохов спустя он кивнул и взошёл на военный корабль, оставив позади Академию Туманного Дао. Вскоре семь особых кораблей, способных короткое время сопротивляться духовному подавлению, разлетелись в разные части Марса. За границей колонии на залитой багровым туманом равнине, в тёмной пещере, где раньше творил свои злодеяния арестованный практик, Ван Буула на ощупь пробирался вдоль стены. С его губ сорвался судорожный вздох, когда он подумал о той жуткой боли, которую испытал из-за проникшего в тело кровавого тумана. К счастью, тело рассеяло туман в считанные мгновения. Тихо! Негромко потребовала Ливан Эр. Ван Буула покосился на неё. Вспомнив о недавних недоразумениях и своих беспочвенных подозрениях, он что-то пробормотал себе под нос. Он закрыл глаза в попытке установить контакт с поглощающим семечком, чтобы вернуть себе культивацию. По прошествии какого-то времени его охватила тревога. Сидеть в заперти и ничего не делать, такая пассивная тактика была не в его духе. Тем не менее, он понимал, что багровый туман снаружи не продержится долго. Чем дольше Ливан Эр будет недоступна, тем выше был шанс, что в марсианской колонии заподозрят неладное и пошлют поисковую команду. Следуя поставленным зацепкам, они быстро найдут их. К счастью, я обо всём сообщил главе секты. Если я долго не буду отвечать на сообщение, он поймёт, что случилась беда. Ван Буула с облегчением выдохнул, он не оставлял попыток укрепить связь с поглощающим семечком, Ливан Эр тоже пыталась как-то вернуть культивацию. Духовное подавление накрыло их слишком внезапно. После такого масштабного всплеска они не смогут восстановить культивацию в ближайшее время. В подземной пещере было темно, но не это было главной проблемой. На Марсе стояла зима, температура зависла на опасно-низкой отметке. Магическая формация защищала колонию от холода. За её пределами, благодаря культивации, практики спокойно переносили марсианский холод. Под духовным подавлением Ван Буэлэ и Ливан Эр превратились в простых смертных. Потеряв связь культивации, они больше не могли сопротивляться холоду. В следующие полчаса два человека в кромешной тьме чувствовали, как в пещере становится всё холодней. Несмотря на жировую прослойку и толстокожесть, Ван Буэлэ поёжился. На него накатилась слабость, которая так и не прошла после рассеивания частицы багрового тумана. Что дали Ван Эр, её культивация была выше, чем у Ван Буэлэ, но физически она была слабей. Вскоре Ван Буэлэ услышал, как у неё застучали зубы и стало слабеть дыхание. Быть может, температура действительно сильно упала. С другой стороны, существовала вероятность, что здесь с самого начала было очень холодно. И этот холод они почувствовали только после потери культивации из-за красного тумана. Ливан Эр стремительно теряла тепло, она была на пределе. Если ничего не сделать, они, конечно, продолжат дышать, но в конечном итоге умрут от переохлаждения. Ван Буэлэ прекрасно это понимал, но всё ещё колебался. Ван Буэлэ, снимай одежду! Раздалось из темноты. Ливан Эр била дрожь, но её голос оставался спокойным. Глава 321. Я никому не скажу, даже если меня изобьют до полусмерти. Эм, Ван Буэлэ не ожидал от Ливан Эр такой прямоты. Ливан Эр, нас уже точно ищут? Помощь скоро будет здесь. Не поддавайся отчаянию. Мне кажется, ещё не время для последнего раза перед смертью. Хватит нести вздор. Снимай одежду. Быстро! Сурово повторила она. В голосе Ливан Эр сквозил раздражение. В такой непростой ситуации она больше не могла держать в узде свой крутой нрав. С какой стати? Тебе холодно? Мне тоже? Хотя Ван Буэлэ и был крупным молодым человеком, его всё равно бил озноб. Ему было не так холодно, как Ливан Эр, но без одежды он быстро коченеет. Ливан Эр нахмырилась, не ожидая такого упрямства от Ван Буэлэ. Её глаза немного привыкли к темноте, но она практически ничего не видела. Почувствовав, где сидит Ван Буэлэ, она мрачно посмотрела в его сторону. Ван Буэлэ! С усилием подавив гнев, она спокойно сказала. Если так пойдёт, то мы замёрзнем насмерть до прихода спасателей. Нам нужно как-то сохранить тепло и в одежде этого не сделать. Ливан Эр медленно чеканила каждое слово. Решив показать пример, она стала раздеваться. Тишину пещеры нарушила шуршание одежды. Ливан Эр решительно раздевалась, хотя она вся дрожала от холода. Вот только она не знала, что с потерей духовной энергии Ван Буэлэ стал видеть меньше, но всё ещё мог различать предметы. Правда, без особых деталей. В этот момент он увидел в темноте женский силуэт с осиной талии атласной белоснежной кожей. Ван Буэлэ ещё в туннеле отметил, что у неё была чертовски сексуальная фигура. Неснятый лифчик, скрывавший роскошную грудь, показался Ван Буэлэ меньше на размер или два. А? Вот как можно согреться. Ван Буэлэ прочистил горло, размышляя, как поступить. Так и быть. Со вздохом подумал он. Это ради нашего спасения. С этой благородной мысли Ван Буэлэ поднялся и разделся намного быстрее Ливан Эр. Разумеется, он не стал снимать нижнее белье. Что дальше? Ты найдёшь меня? Или мне попробовать тебя отыскать? Моя культивация ниже твоей. Ничего не вижу. Где ты? У него в голове осталась только одна мысль. Их вынужденное заточение в пещере постепенно перерастало во что-то интересное. Ливан Эр поверила Ван Буэлэ. Она не поставила под сомнение его слова, потому что её культивация действительно была выше, чем Ван Буэлэ. Если она видела лишь смутное очертание предметов, Ван Буэлэ должно быть на самом деле это стало одной из причин, почему она вообще решилась на подобное. При виде раздевшегося Ван Буэлэ в позе лотоса Ливан Эр стиснула зубы и поднялась с места. Ежась от холода она пошла в его сторону. Чем ближе она подходила, тем явственно не ощущала исходящее от него тепло, как будто впереди полыхал костёр. Она неосознанно ускорила шаг. В груди Ван Буэлэ бешено колотилось сердце, в горле пересохло. У него на глазах разворачивалось крайне волнующее зрелище. За всю свою жизнь Ван Буэлэ не видел такой сексуальной фигуры. Неважно в одежде или нет. Длинные ноги, белоснежная кожа, чарующие изгибы тела. Она присела к нему на колени и прильнула к груди. Её тело было словно ледышка. Ван Буэлэ немного задрожала контакта с холодной кожей. Ливан Эр инстинктивно прижалась к нему. Эм... В жизни Ван Буэлэ редко наступал момент, когда он находился в таком замешательстве. Он неуверенно поднял правую руку, не зная, куда её положить. Его дыхание тоже ускорилось, он не знал, что сказать. «Теперь накрой нас одеждой!» Сделав глубокий вдох, скомандовал Ливан Эр. Ван Буэлэ кашлянул и медленно кивнул. Сейчас он чувствовал себя самоотверженным Буддой. Он делал благородное дело. Накрыв себя и Ливан Эр всей имеющейся у них одеждой, он интуитивно обнял Ливан Эр в самых мягких местах. Ливан Эр нахмурилась, её глаза опасно блеснули, она хотела осадить его, но большие и сильные руки Ван Буэлэ были очень тёплыми. Поэтому она ничего не сказала и просто отвернулась. В пещере повисла тишина. Делясь теплом, они наконец немного согрелись. В холодной пещере они крепко прижимались друг к другу. Ливан Эр пахло очень приятно. Ван Буэлэ только удалось унять бешеное сердцебиение, как от чуть сладковатого запаха, оно вновь забилось быстрее. Его руки сами по себе сжали мягкие формы девушки. В этот момент он внезапно пришёл в себя. Он хотел остановиться, но тут заметил очащённое дыхание Ливан Эр. Чуть наклонившись, он искоса посмотрел на неё. Щеки Ливан Эр заливал румянец. Ван Буэлэ посетила предательская мысль. Неужто Ливан Эр была не против? Забудь. Я пытаюсь спасти её. В самопожертвовании нет ничего страшного. Всё-таки я, Ван Буэлэ, не эгоист. Ван Буэлэ хотел продолжить, но тут с лица Ливан Эр начал уходить румянец. Он вновь инстинктивно сжал пальцы, отчего девушка в его объятиях опять зарделась. Что происходит? Покрасневшая Ливан Эр закрыла глаза. Ван Буэлэ не планировал этого делать, но его руки начали блуждать по телу под громкий стук крови в висках. Ливан Эр на мгновение одеревенела, но не стала сопротивляться. От этого дыхание Ван Буэлэ стало тяжёлым. Вскоре в пещере раздался холодный голос Ливан Эр. Если хочешь лишиться своего хозяйства после нашего спасения, то можешь продолжать. От её холодного голоса Ван Буэлэ окаменел. Обдумав всё как следует, он решил больше не испытывать судьбу. В пещере опять повисла тишина, нарушаемая лишь едва слышным звуком их дыхания и воем ветра снаружи. Неосознанно они ещё крепче прижались друг к другу. Время тянулось невыносимо медленно. «Расскажи о себе», внезапно попросил Ливан Эр. «Я слышал, а ты чуть не убил лисю на луне». «Чуть не убил? Я? Этот парнишка хотел прикончить меня, думая, что я лёгкая добыча. В итоге я великодушно отпустил его». Постановка Ливан Эр вопроса не понравилась Ван Буэлэ. В итоге он рассказал ей о своих приключениях на луне, опустив детали, о которых никто не должен был узнать. Ища тепло друг в друге, они тихо разговаривали. Сначала своей историей поделился Ван Буэлэ, потом пришёл черёд Ливан Эр. За разговорами незаметно пролетела ночь. Наутро кровавый туман рассеялся. Ван Буэлэ и Ливан Эр сразу же почувствовали возвращение духовной энергии. С восстановлением духовной энергии к ним вернулось зрение. Размытые предметы наконец обрели чёткость. Теперь им больше не нужно было сохранять тепло. Ливан Эр без лишних слов покинула объятие Ван Буэлэ. Не обращая внимания на Ван Буэлэ, она невозмутимо начала одеваться. Глядя на спину Ливан Эр, успокоившийся за ночь Ван Буэлэ вновь почувствовал, как в его жилах разгорячилась кровь. Он спешно натянул одежду. Когда оба полностью оделись, Ливан Эр вновь вернулась к своему старому образом манящей неприступной красотке, чей холодный взгляд не подпускал людей слишком близко. Она вновь стала заснеженным горным пиком, который не таял даже летом. Ван Буэлэ, если ты проболтаешься о том, что произошло сегодня... Ливан Эр замолчала, но её ледяной взгляд был красноречив и любых слов. От удара её кулака часть каменной стены обратилась в пыль. Тут же вспыхнула её культивация великой завершённости возведения основания в одном шаге от создания ядра. Ван Буэлэ нахмырился, но про себя фыркнул. По его мнению, он должен был это сказать, но Ливан Эр опередила его. Только он собрался возразить, как в руке Ливан Эр возник огромный топор, тхармическое оружие седьмого ранга. Приведя артефакты, Ван Буэлэ решил уступить ей. В этом не было ничего постыдного. Не беспокойся. Хлопнув себя в грудь, заверил он. Я никому не скажу, даже если меня изобьют до полусмерти. Глава 322 Могучий кондор Ливан Эр пристально посмотрела на Ван Буэлэ, а потом вышла из пещеры. Её вновь укутала леденящая аура, а глаза засияли, словно начищенная сталь, как бы говоря, держаться от неё подальше. Ван Буэлэ огрюмо подумал. Я ведь спас ей жизнь. В любом случае, оба извлекли выгоду из ситуации прошлой ночью. Она тоже мной воспользовалась? Как она смеет угрожать мне? Он посчитал такое отношение к себе несправедливым. Немного подумав, Ван Буэлэ решил не делиться со спутницей своими мыслями, прикинуться слабым. Это была беспроигрышная тактика для введения противника в заблуждение, а не демонстрация трусости. Эта мысль придала ему уверенности. Сложив руки за спиной, он вышел из пещеры, снаружи ему в глаза ударил солнечный свет. Безоблачное небо, искрящийся лёд и снег, казалось, будто вчерашние события и погровый туман были сном. Словно ничего этого не было, вот только вчера туман действительно чуть их не убил. Ливан, Эр и Ван Буэллоне капли в этом не сомневались. На голые равнине они отчётливо чувствовали, что на Марсе творилось нечто странное, и они никак не могли отделаться от ощущения, что с каждой секундой нахождения здесь опасность для их жизни возрастала. Ливан Эр незамедлительно достала корабль, куда ловко запрыгнул Ван Буэлле. Судно взмыло в воздух, испугающую скорость и помчалось колонии. Их кольца-передатчики вновь заработали. Во время путешествия к городу оба разбирали накопившиеся сообщения. Ван Буэлле получил сообщение от Лин Тяньхау и нескольких преподавателей Академии Туманного Дао, а также весточку от Зинь Дуомина и нескольких анонимных абонентов. Глава секты Дао Академии Эфира вчера неоднократно пытался с ним связаться. Ван Буэлле ответил всем так быстро, как мог. При виде текста сообщения от Зинь Дуомина по его лицу промелькнула тревога. Прошлой ночью треть Марса накрыл то ли кровавый красный туман, то ли ветер. Ван Буэлле потрясённо поднял глаза на Ливан Эру руля. Его спутница тоже выглядела встревоженной. С её статусом она явно получила больше информации. Ван Буэлле угадал. Ливан Эр, ключевая фигура Департамента правопорядка колонии, получила подробные отчёты ситуации. В то время, как на равнине туман рассеялся, по меньшей мере в половине областей всё ещё висела алая дымка. Только сейчас Ливан Эр по-настоящему поняла масштаб ситуации и то, насколько ужасающим был эффект и площадь распространения багрового тумана. Если не разобраться в причинах произошедшего, то в будущем это может перерасти в катастрофу. За пределами колонии, если в следующий раз он затопит город, представив себе эту сцену, Ливан Эр помрачнела. Она выжимала из летающего корабля все соки, их транспорт со свистом чёлся по небу, впереди её ждала гора работы. Её команде предстояло докопаться до причин случившегося. Ван Буэлле пытался привести свои мысли в порядок, хмуро разглядывая кольца передатчик. Одно из сообщений прислал инструктор. В нём он сообщил, что накануне в академию пришли военные, в его отсутствие они забрали с собой Лин Тяньхао. Точных причин в академии не знали. Ван Буэлле тут же попытался связаться с Лин Тяньхао, но тот не ответил. Очевидно, Лин Тяньхао был отрезан от связи с внешним миром. «Вчера в академии меня искали военные», сказал он, Ливан Эр. «Вместо меня они забрали моего проректора. У тебя явно больше информации на руках. Ты не знаешь, зачем он им понадобился?» Ливан Эр нахмурилась и повернулась к Ван Буэлле. В обычной ситуации она бы просто проигнорировала вопрос, но сейчас после небольшой паузы связалась с кем-то и задала пару вопросов. Наконец, она отключила кольцо и невозмутимо сказала. «Вчера ночью появился кроваво-красный туман и ветер. Вместе с ними были обнаружены семь загадочных поселений. По нашей оценке они не представляют большой угрозы. Губернатор приказала армии послать туда семь команд. Проверка магической формации показала, что там могут находиться останки дхармических сокровищ и формаций. Каждую команду сопровождают эксперты по магическим формациям и дхармическому оружию». Ван Буэлле беспокоился за Лин Тяньхау, которого забрали на задание вместо него. Подумав о жутком тумане, ему стало ещё тревожней. Ситуация была серьёзной, раз за дело взялись губернаторы военные. Возможно, он просто себя накручивал. Военные явно не отправят своих людей на задания неподготовленными. Они должны были сделать всё возможное, чтобы гарантировать успех миссии. Ли Ван Эр заметила беспокойство Ван Буэлла. На всякий случай к каждой команде представили практика стадии создания ядра. Разумеется, все команды действуют в условиях радиомолчания. Участникам миссии запрещено связываться с людьми во внешнем мире. То, что я тебе сейчас рассказала, это секретная информация. Если ты проболтаешься, знаю, знаю. Разделю участь той истины в пещере, да? Я всё понял. Ли Ван Эр смогла немного успокоить Ван Буэлла. Внезапно он не таким уж и плохим человеком. Девушка у руля фыркнула, больше она ничего не сказала, и корабль полетел ещё быстрее. Вскоре они добрались до границы марсианской колонии. На подлёте к городу Ли Ван Эр немного повозилась с одной панелью корабля. Судно окутало чёрное свечение, позволив ему пройти через магическую формацию города. В пограничном районе номер 36 корабль неожиданно завис над безлюдной улицей. На выход! Ван Буэлла понимал, что она не хотела, чтобы кто-то увидел их вместе, без лишних слов он выпрыгнул из корабля. Пока он летел вниз, корабль сорвался с места и скрылся вдали. Его неожиданно посетила любопытная мысль. Раз никто не знал об их вчерашней вылазке, значит события прошлой ночи стали их маленьким секретом. Ладно, при следующей встрече с Лисю не стану его бить. Ван Буэлла покачал головой. На своём корабле он полетел к Академии Туманного Дао. Там всё было как обычно. Инструкторы вели лекции, студенты культивировали и ходили на занятия, очевидно, появление кровавого тумана было засекречено. За исключением небольшой горстки людей, никто ничего не знал. Ван Буэлла знал обо всем благодаря сообщению Цзинь Доумина. Надеюсь, Тенихау, всё в порядке. По возвращении в Академию Ван Буэлла вздохнул. Беспокоиться было бессмысленно, поэтому он сосредоточился на культивации и работе. Чтобы держать руку на пульсе событий, он связался с родителями своих студентов, некоторые из них служили в армии. Когда они поняли, что он осведомлён о ситуации, то намекнули, что свяжутся с ним, если получат новости о семи отрядах. Через несколько дней Ван Буэлла узнал о возвращении одной из семи команд. К сожалению, он не обладал необходимым доступом, чтобы прочесть принесённую ими информацию. Остальные команды регулярно присылали отчёты. Они были в безопасности, но в силу непредвиденных обстоятельств им требовалось больше времени для завершения задания. Это относилось к шестой команде, с которой ушёл Лин Тяньхао. С плеч Ван Буэлла как будто свалился тяжёлый груз. Наконец он мог со спокойной душой продолжить культивацию первого тома до молний. Он хотел как можно скорее достичь пика средней ступени возведения основания. После этого он сможет пробиться на позднюю ступень. Наброски чертежей крепости были почти готовы, осталось отшлифовать мелкие детали. Он определил общий дизайн и план строительства, теперь ему требовалось создать достаточное количество строительных автоматонов, поэтому он сосредоточился на них. За работой незаметно пролетели две недели. Судя по редким новостям от родителей и студентов, дела у семи команд шли хорошо. За эти две недели в колонию вернулись ещё две команды, прошло ещё неделя. Во время одной из многодневных медитаций Ван Буэлле вернулась четвёртая команда. Внезапно из его безданного браслета послышался странный звук. Что это за шум? Ван Буэлле раск открыл глаза и поражённо уставился на браслет. Движением кисти он открыл его. Порывшись в нём, он со странным выражением лица достал яйцо размером с ладонь. Это было яйцо чудовища, которое он получил от инструктора во время тренировок техники сверхновая. Тогда он сказал, что нашёл его в море чудовищ. К сожалению, он не знал, чьё это яйцо. Помимо Ван Буэлле ещё одно яйцо получил Кун Дао. Ван Буэлле вернулся с ним в Дао Академию Эфира, где попросил своих людей присмотреть за ним и как-нибудь ускорить вылупление. Инкубационный период получился очень длинным. Существо внутри начало демонстрировать первые признаки вылупления только перед его отправкой на Марс. Тогда он просто закинул яйцо в свой браслет. Оказавшись в круговороте событий, он начисто о нём забыл. Вытащив яйцо из безданного браслета, он увидел на скорлупе трещины. От него расходились эманации стадии истинного дыхания. Похоже, существо внутри было готово вылупиться в любую секунду. Ещё не вылупилось, а уже на стадии истинного дыхания? Ван Буэлэ был приятно удивлён. Интересно, как оно выглядит. Должна быть, это птица? Во всяком случае, яйцо похоже на птичье. Может, это легендарный кондор? Красивый, потрясающий, прямо как я. Глава 323. Я. Перспектива заполучить питомца настоящего кондора не на шутку взволновала Ван Буэлэ. Ему сразу вспомнился один случай, тогда он ещё был практиком стадии древних боевых искусств, и во время возвращения домой мимо их корабля пролетел крылатый зверь. Крылатое чудовище убил какой-то практик, но это не остановило полет фантазии ещё совсем зелёного юноши. У себя в голове Ван Буэлэ видел себя со сложными за спиной руками, взирающим на мир внизу со спины гигантского кондора. В то время он мечтал когда-нибудь притворить свои фантазии в жизнь. В момент рождения у него уже культивация стадий истинного дыхания потрясающе. Скрытый талант этой птички ничуть не хуже, чем у меня. Ван Буэлэ охватил неописуемый восторг. В предвкушении он принялся ждать. Следить за яйцом было интереснее, чем работать над чертежами крепости и заниматься культивацией. Затай в дыхании, Ван Буэлэ следил за растрескивающимся яйцом. Трёск становился всё громче. Надо придумать ему имя, чтобы хорошо звучало. Ван Буэлэ прокрычивал в голове варианты. По его мнению, имя должно черныш? Железное яйцо? Примечание переводчика. Железные яйца это особая версия маринованных в соевом соусе и смеси специй яиц. Это популярная закуска родом Стоиваня. Ван Буэлэ почесал затылок. Все варианты показались ему слишком обычными. Они не подходили такому великолепному существу, как легендарный кондор. Он ещё долгое время ломал голову над именем, но так и не смог придумать подходящее. Пока он размышлял над кличкой, скорлупа полностью покрылась трещинами. С треском от яйца начали отваливаться кусочки размером с ноготь. Мысли о кличке моментально вылетели у него из головы, из отверстия в яйце высунулась лохматая лапа. Это лапа Кондора! У Ван Буэлэ загорелись глаза. Он радостно вскочил со своего места, но тут его охватили сомнения. Разве у Кондоров такие большие лапы? Что-то тут не так. Сомнения Ван Буэлэ усилились после появления второй лапы. Он поражённо уставился на две лохматых лапы, торчащих из яйца. Разве у птицы на лапах не когти? Это что, копыта? Ван Буэлэ судорожно втянул в лёгкий воздух. У него появилось дурное предчувствие. Из растрескавшегося яйца высунулись ещё две лапы. Откуда у легендарного Кондора четыре лапы? Это какая-то шутка! Мысли в его голове спутались. Тем временем с громким хрустом яйцо продолжило рассыпаться. Из него показалась небольшая мокрая головка, с которой капала неизвестная жидкость. Рождённое существо пыталось разлепить глаза и впервые увидеть мир. Ван Буэлэ во все глаза уставился на голову чудовища. Полностью чёрный, два длинных уха, вытянутая морда, большая пасть. Не могу поверить, что это... ИА! Примечание переводчика. В китайском языке звук ИА очень похож на слово Сын. Крохотное существо наконец открыло глаза. Заметив Ван Буэлэ, оно от радости издало свой первый в жизни звук. Вылупившееся создание было очень маленьким, размером с ладонь, но его культивация уже находилась на стадии истинного дыхания. Хоть оно только родилось, его первый крик вышел очень громким и звонким, Ван Буэлэ закрыл лицо рукой, и разница между фантазией и реальности была слишком жестокой. Из яйца чудовища вылупился осёл! Чёртов ослик! Ван Буэлэ не мог поверить своим глазам. Из большинства яиц вылуплялись крылатые чудовища. Он бы даже согласился на змею, но осёл! Ван Буэлэ всегда считал, что ослы рождались из утробы, а не вылуплялись из яиц. Маленький ослик, похоже, не заметил раздражения и досады Ван Буэлэ. Выбравшись из скорлупы, он попытался встать на ноги. Его дрожащие ноги подогнулись, и он плюхнулся на пол. Ослик начал ползать по полу в тщетные попытки встать. Ему потребовалось какое-то время, чтобы подняться на две передние ноги. Каждый раз, как ослик пытался встать на задние ноги, он терял равновесие и падал. Через несколько неудачных попыток новорождённый ослик сдался. Его уши опали, и он потрясённо посмотрел на Ван Буэлэ. Но тут взгляд существа упал на скорлупу рядом. В следующий миг маленькие зубки впились в осколок скорлупы. Судя по всему, ослику скорлупа пришлась по вкусу. Ван Буэлэ угрюмо наблюдал за тем, как растянувшийся на полу ослик поедал скорлупу. Покончив с ней, он слезал всю жидкость. Похоже, он всё равно не наелся. Ослик моргнул своими большими глазами и опять подал голос. «Я!» Лицо Ван Буэлэ потемнело. Он понимал, что такие звуки издавали все ослы. Но крики малыша почему-то показались ему странными. Ван Буэлэ никак не отреагировал, поэтому маленький ослик запаниковал. Он попробовал закричать громче. «Я!» Ван Буэлэ подошёл к растянувшемуся на полу ослику, взял его за загривок и поднёс поближе к лицу. «Прекрати!» гневно потребовал он. «Я! Я!» Ослик не только не прекратил, а он начал кричать ещё громче. Ван Буэлэ помрачнил ещё больше. У него не было слов, чтобы описать то, что он сейчас чувствовал. У него не было корма для маленького ослика, да и его крики больно резали слух. Ван Буэлэ положил маленькое существо, достал несколько пачек из коллекции снеков, которые ему подарила Леи, и бросил на пол. При виде снеков ослик перестал кричать и с огромным трудом пополз к лакомству. Вскоре он добрался до еды. Не став разгрызать упаковку, ослик умел пачку вместе с содержимым. Несмотря на небольшие размеры, он быстро справился с брошенной едой, а потом довольно завалился на бок и уснул. Ван Буэлэ внезапно почувствовал изнеможение. После долгой паузы он вздохнул и принял позу лотоса, надеясь культиваться и развеять своё раздражение. Не прошло и суток, как Ван Буэлэ вышел из медитативного транса, услышав неподалёку ослиный крик. «Я!» Ван Буэлэ дернулся и обречённо открыл глаза. При виде осла он удивлённо присвистнул. «Это зверюга растёт так быстро?» Меньше чем за сутки ослик в несколько раз увеличился в размерах. При рождении он был размером с мышь и легко мог поместиться у него на ладони. Странное существо теперь можно было поднять только двумя руками. Ослик стал размером с кролика. Немного подумав, Ван Буэлэ бросил ему ещё несколько пачек снэков. Ослик тут же оживился и принялся за еду. Услушав довольные крики осла, Ван Буэлэ вздохнул. Из яйца вылупился не боевой зверь, а какой-то маленький обжора. Прошло две недели. За это время ослик подавал голос каждый раз, как хотел есть. Наёвшись, он засыпал. К несказанному удивлению, Ван Буэлэ с каждым днём ослик всё чаще просил еды. За две недели он дорос до размеров маленького пони. Чёрная шёрстка, большие глаза и длинные уши придавали ему весьма милый вид, пока он не открывал пасть для очередного крика. Стремительный рост сделал животное сильнее. Ослик теперь уверенно мог стоять на ногах. Ван Буэлэ не обращал внимания на ослика, который целыми днями бегал по его резиденции. Он не мог примириться с чудовищным аппетитом своего питомца, у него были крепкие зубы, а желудок был какой-то чёрной дырой. Уже немаленький ослик мог прокусить и переварить практически всё. За две недели он уничтожил практически всю коллекцию снеков Ван Буэлэ. Лишившись вкусной еды, он стал жевать мебель. Когда бы Ван Буэлэ не выходил из медитативного транса, он замечал отгрызенную ножку у дивана или исчезнувшую дверь. В один момент из его резиденции пропала вся мебель, Ван Буэлэ чувствовал, как медленно сходит с ума. Содержание такого обжора было ему не по карману. Он взглянул на ослика, который вгрызся в дверь шкафа. «Ладно, продолжай есть!» раздражённо сказал он. «Рано или поздно ты так вымахаешь, что я больше не смогу тебя прокормить. Тогда я свяжу и зажарю тебя!» Ослик, пережёвывая дверь гардероба, внезапно что-то почувствовал и невинно посмотрел на Ван Буэлэ. Похоже, он подумал, что Ван Буэлэ пытается забрать у него еду, поэтому в панике начал работать челюстями ещё быстрей. Несколько мощных укусов и от двери шкафа ничего не осталось. От спешки Ослик чуть не подавился. «Какой глупый осёл!» Ван Буэлэ вымоченно улыбнулся, окинув взглядом опустевшую резиденцию, он тяжело вздохнул. Глава 324 «Что ты не можешь есть?» Ни снеков, ни мебели не осталось, но аппетиты Ослика не уменьшились. Наоборот, они росли вместе с увеличением размеров животного. Ситуация выходила из-под контроля, Ослик сводил его сама своими криками, пока не наедался до отвала. Новый питомец стал неиссякаемым источником раздражения. Ван Буэлэ посмотрел на чёрного Ослика, вымахавшего до размеров пони, и с сожалению был вынужден признать, что в нём было не так уж и много мяса. Если зажарить его, хватит от силы на пару ужинов, поэтому он решил оставить всё как есть. От этой мысли Ван Буэлэ вздохнул. Окинув взглядом опустевшую резиденцию, он решил взять Ослика на прогулку. По пути они могли купить немного снеков. На улице Ослик чуть приоткрыл пасть и уставился на дверь резиденции. Ван Буэлэ почувствовал подступающую головную боль. Мелкий обжор явно раздумывал, а не съесть ли ему дверь. Ван Буэлэ в ярости схватил осло за загривок и запрыгнул ему на спину. От веса стройного Ван Буэлэ маленький Ослик тут же растянулся на земле. Скребя копытцами землю, он истошно кричал «Я! Я! Такой хиленький! За последние две недели ты сожрал всё в доме, уплёл все мои снеки. Ради чего, позволь спросить?» Ван Буэлэ в открытую высказал своё отношение к питомцу. Свидетелями этой сцены стали проходящие мимо студенты, и Ослик показался довольно хилым, особенно Дзинь Доджи. Он вбил себе в голову, что его долг не заниматься культивацией или учиться, а тайком следить за Ван Буэлэ в попытке найти способы укрепить отношения с ректором. Завидев возможность, Дзинь Доджи тут же подскочил к своему кумиру. «Крёстный! Этот Ослик никуда не годится! Вы такой худой! Но он всё равно не может выдержать ваш вес! Разве так можно?» Дзинь Доджи скептически посмотрел на Ослика, он не стал спрашивать о происхождении этого зверя. По его мнению, ему представился отличный шанс осыпать Ван Буэлэ комплиментами. Пока Дзинь Доджи рассыпался в лебезностях, а другие студенты о чём-то перешёптывались, Ослик разозлился. Никто не знал, понимал ли осёл человеческую речь, но сейчас он с громкими криками пытался подняться на ноги. Ван Буэлэ покосился на Дзинь Доджи, они принадлежали к одному поколению, поэтому ему было вдвойне приятно слышать, как тот называет его крёстным. Увидев, как его кумир удовлетворённо кивнул, Дзинь Доджи вызвал сопроводить Ван Буэлэ до ворот. Ноги Ослика сильно дрожали под весом Ван Буэлэ, выехав за ворота, он направил Ослика вниз по улице. Прохожие поражённо провожали их взглядом, первым делом они обращали внимание на маленького Ослика, а потом переводили взгляд на Ван Буэлэ. Выражение лиц прохожих было более чем странным. Видишь, каким презрением Ослик, не способный выдержать вес даже такого худого парня, как я? Со смесью раздражения и досады сказал Ван Буэлэ и хлопнул осло по голове. Животное, похоже, его поняло. Ослик закачался, а потом с громким криком внезапно сорвался с места. Ван Буэлэ у него на спине довольно воскликнул. Отлично! Ты не безнадёжен! Но-но! Он не ожидал, что Ослик окажется таким гордым животным, поэтому похвалил его. К сожалению, маленький осёл не смог долго поддерживать такой темп. Через полчаса он полностью выдохся. За это время он и вёз Ван Буэлэ не так уж далеко от Академии. Наконец он не выдержал и начал громко кричать словно просееды. Они как раз проезжали мимо цветочной клумбы. Внезапно Ослик вонзился в неё зубами и проглотил внушительный кусок клумбы вместе с цветами и травой. Он и это ест! Поражённо подумал Ван Буэлэ. Ко Слу немного вернулись силы. Он повёз Ван Буэлэ дальше, то и дело вгрызаясь зубами во всё, что попадалось им на пути. Сначала он откусил кусок дерева, потом покусал припаркованный неподалёку летающий корабль. Когда ему нечего было есть, он начинал грызть бордюр, проглатывая внушительные куски камня. Ван Буэлэ у него на спине оцепенело за этим наблюдал, постепенно оцепенение переросло в тревогу. Он повернул голову и посмотрел на дорогу позади. Всюду виднелись следы зубов, оставленные Осликом. Вскоре по жалобам горожан на место прибыл департамент правопорядка. Подавив раздражение, Ван Буэлэ заплатил штраф. Ему пришлось показать ему удостоверение, чтобы те отпустили его. После разговора он направил Ослика обратно в Академию. По возвращении в Академию Ослик не отказался от привычки есть всё, что удавалось найти. Инструкторы и студенты заинтересовались этим странным животным. Многие поражённо охнули, когда чёрный Ослик мощным щелчком челюсти откусил кусок статуи на одну из площадей. Небеса! Из чего сделаны его зубы? Он откусил часть статуи! Ван Буэлэ схватил своего питомца и потащил к своей резиденции. Только сейчас он понял, насколько тот был неприхотливым в еде. Ослика не беспокоило, что было съедобным, а что нет. Пока он был голоден, почти всё было для него едой. Что это за существо такое? У резиденции Ван Буэлэ посмотрел на Ослика, который радостно кинулся к двери. Он не успел остановить его. Прожорливое существо молниеносно оторвало зубами внушительный кусок двери. Ван Буэлэ начало больно колоть в висках, дверь была сделана из железа, а не дерева или камня, но Ослик несколько раз переживал металл и проглотил его. Похоже, ему понравился вкус железа. Открыв рот пошире, он собрался укусить дверь во второй раз, но тут Ван Буэлэ в панике схватил его за уши и оттащил подальше от двери. «Ты перешёл, черту!» гневно закричал Ван Буэлэ. «Это мой дом! Что ты пытаешься учинить?» От крика Ослик в страхе захлопнул пасть. Кусочек двери, который он не успел переживать, выпал изо рта и слезгом упал на землю. Ослик невинно посмотрел на своего хозяина. Такое послушание пришлось Ван Буэлэ по душе. Он ещё немного поругал Ослика и в качестве наказания поставил его в угол. Размышляя, как дальше поступить со словом, Ван Буэлэ досталось без данного браслета один из заставленных про запас пакетиков со снэками, только он собрался распечатать его, как у Ослика расширились зрачки. Оттолкнувшись копытами от пола, он молниеносно преодолел разделяющие их расстояния. Ван Буэлэ не успел ничего понять, как Ослик щелкнул зубами, проглотив весь пакет целиком. Ван Буэлэ поражённо уставился на пустую руку, а потом на осла. Жуя снэки, животное продолжало невинно смотреть на хозяина. «Ослик, ты серьёзно решил пойти против меня?» В ярости вскричал Ван Буэлэ. «Ему придётся наказать осла, иначе тот никогда не научится себя вести». Он натравил на Ослика девять обычных москитов, словно крохотные стрелы, они громко жужжо быстро подлетели к нему, но тут у осла загорелись глаза. Несколькими ловкими движениями он проглотил всех москитов, а потом довольно посмотрел на хозяина. Глаза Ван Буэлэ чуть не выкатились из орбит, чёрный Ослик очень быстро выхватил снэки у него из рук, но в тот момент он смотрел на пачку, пони на животное. В первый раз он не заметил, насколько быстрым могло быть это животное. Но во второй всё стало предельно ясно. Это порядком его удивило. Он вспомнил, как во время недавней прогулки Ослик какое-то время быстро вёз его по улицам колонии. А Ослик не совсем бесполезен. Быть может, это был скрытый талант осла, и всё же ему не понравилось то, каким довольным сейчас выглядело несносное животное. Ему следовало преподать урок, иначе он так и будет безобразничать. Он быстро схватил животное, не дав тому возможность реагировать. Пока Ослик бешено колотил копытами и кричал, Ван Буэлэ вновь вызвал девять москитов. Когда на шкуре Ослика появилась дюжина припухлости, Ван Буэлэ отпустил его. Он хладнокровно наблюдал, как животное в попытке унять зуд отчаянно пыталось расчесать места укусов. Это тебе урок. Ван Буэлэ не успел закончить. Ослик с громким криком умчался к двери и прямо на глазах ошарашенного хозяина быстро съел её. Похоже, этого оказалось мало. Ослик покосился на дверную раму, но пробу он несколько раз укусил её, пока он жевал при пухлости от укусов москитов начали заживать. У покусанной рамы, где совсем недавно ещё была дверь, Ослик самодовольно посмотрел на оцепенявшего хозяина. Я! Я! Глава 325-я. Я больше не могу содержать тебя. Лицо Ван Буэлэ потемнело, когда ему в уши ударили крики осла. Ему сейчас очень захотелось ударить маленького ослика по морде. Его взгляд становился всем менее дружелюбным, пока он раздумывал об использовании своего самого действенного приёма. Ослику надо было показать, кто тут главный. Зверь сразу почувствовал перемену в настроении Ван Буэлэ. Он перестал кричать и невинными глазами посмотрел на хозяина. Сообразив, что это не помогает, он резко развернулся и попытался удрать. Хочешь улизнуть? Ван Буэлэ рассвирепел. Он бросился за ним в погоню, но Ослик оказался очень шустрым. Во время бегства он кусал всё, что попадалось ему на пути. На ходу он откусил внушительный кусок от ствола дерева, отчего побежал ещё быстрее. Инструкторы и студенты на его пути поражённо замирали при виде пробегающего мимо Ослика. Статуи, цветочные клумбы, углы зданий и бордюры. Во всё это Ослик бесстрашно вонзал зубы. Он даже откусил несколько кусков от жутко дорогих ворот Академии. Один студент достал духовный камень, чтобы расплатиться за покупку, как вдруг камень испарился из его рук. Парень поражённо уставился на свою руку, боковым зрением увидев промелькнувшую тень. По Академии распространялся хаос. Ван Буэлэ больше не мог держать гнев под контролем. Его культивация и физическая сила взмыли вверх. Его скорость тоже возросла. Ослик был быстрым, но в плане культивации сильно уступал Ван Буэлэ. Разъярённый Ван Буэлэ вскоре нагнал беглеца и схватил его за длинное ухо. За милой внешностью осла скрывалась животная свирепость. Всё-таки он был родом из моря чудовищ. Его глаза налились кровью. Загнанный в угол зверь повернул голову и вцепился зубами в кисть Ван Буэлэ. «Ты посмел укусить меня?» Всё это время Ван Буэлэ был скорее раздражён, чем по-настоящему разгневан. Его глаза холодно сверкнули. В следующий миг он ударил ногой прямо в пах Ослика. Животное рухнуло на землю и завыло от боли. Ван Буэлэ нанёс удар под влиянием ярости, но всё равно не стал бить полную силу. Фыркнув, он потащил Ослика за уши к резидёмце. Когда они пришли домой, боль отступила. Ослик покорно лёг в углу и посмотрел на Ван Буэлэ, так словно хотел заслужить прощение. Такое послушание спасло Ослика от дальнейшего наказания. Ван Буэлэ не знал, что выдержки Ослика хватит ненадолго. Три дня спустя он на радостях не удержался и съёл новую дверь резиденции, а потом сбежал в академию. С криками он восторженно вонзал зубы во всё, что видел. Его снова поймали. Ван Буэлэ ещё раз задал своему питомцу взбучку, но цикл всегда повторялся. Через три-пять дней он опять принимался за старое. Это сводило Ван Буэлэ с ума. Студенты и инструкторы начали строить прогнозы относительно новой угрозы для академии. «Боевой зверь ректора через месяц, хотя нет, через два, съест всё в академии!» Головная боль стала постоянным спутником Ван Буэлэ. Ему начал оказаться, будто он растил не боевого зверя, а одного из своих обжор проотцов. Он начал подумывать о покупке сумки для чудовищ. Такая сумка отличалась от обычных духовных браслетов. К тому же они считались предметами роскоши, поэтому стоили очень дорого. Эт мысли о цене у Ван Буэлэ всё внутри жалость. Даже студенты из павильона украшения зверей до академии эфира отпускали своих питомцев свободно гулять, поскольку мало кто мог позволить себе сумки для чудовищ. Ван Буэлэ посчитал нецелесообразным тратить дополнительные деньги на несносного ослика. Он вылупился меньше месяца назад, если сложить количество съеденного, все уплаченные Ван Буэлэ штрафы и денежные компенсации, то получилась немаленькая сумма. На эти деньги он мог бы купить материалов для создания духовного сокровища пятого ранга. Я не могу содержать такого обжора! Всё это время Ван Буэлэ пребывал в подавленном настроении. После стольких выходок он подумывал продать ослика мяснику. С другой стороны, жаль было терять столь ценного зверя. Со вздохом он посмотрел на дверь, где ослик с маниакальным упорством продолжил грызть раму, как будто та чем-то его обидела. Впервые в жизни на Ван Буэлэ накатило чувство полного бессилия. Главная проблема заключалась в том, что у осла была короткая память. Сколько бы он ни бил его, спустя несколько дней тот принимался за старое. Ван Буэлэ оказался в безвыходной ситуации. Звонок Дзинь Доумина стал для него манной небесной. «Баулэ, слышал, у тебя появился редкий зверь. Быстрый, с непростым характером. Почему бы тебе не привезти его ко мне? Любопытно взглянуть на него. Если договоримся, то я вполне могу купить его». Ван Буэлэ несколько не удивился тому, что Дзинь Доумин знал о его новом питомце, а про жорливом ослике давно уже знала вся Академия. Очевидно, Дзинь Доумину кто-то о нем рассказал. Услышав предложение Дзинь Доумина, в глазах Ван Буэлэ разгорелось пламя. Когда он посмотрел на ослика, еще грызущего дверную раму, это пламя стало ярче. «Вот так дела. Дзинь Доумин хочет купить осла. Отлично. Попрошу за него тхармическое оружие седьмого ранга. Нет, восьмого». Настроение Ван Буэлэ улучшилось, теперь он по-другому смотрел на ослика. Суровость его взгляда сменилась теплотой, столь резкая перемена напугала животное, ослик застыл и даже перестал жевать дверную раму. Из его приоткрывшейся пасти выпал ее крохотный кусочек. Животное попробовало свою тактику с невинным взглядом, для пущей убедительности улегшись на пол. «Не бойся, малыш», – мягко сказал Ван Буэлэ, подойдя к ослику. Непривычная интонация в голосе хозяина насторожила зверя. Он внезапно вскочил и попытался улизнуть, но Ван Буэлэ уже давно привык к его поводкам. Его рука уже держала ослика за загривок. «Куда это ты собрался? Пойдем, надо тебя помыть. Перед потенциальным покупателем надо выглядеть наилучшим образом», – радостно сказал Ван Буэлэ, не обращая внимания на попытки ослика вырваться. Он как следует его вымыл. Во время мытья он насвистывал какую-то веселую мелодию. Сейчас по неизвестной причине чистка шерсти дрожащего ослика не показалась ему морокой. С помощью простого заклинания он высушил его. Немного подумав, он попросил трех своих ассистенток принести несколько флаконов духов. Прямо у них на глазах перепуганного ослика накрыло приятно пахнущее облако. Он с огромным удовольствием повязал ослику на шею верёвку и вывел на улицу. Ослик не переставал кричать, его глазки в страхе бегали из стороны в сторону. «Не волнуйся, мы идём не к мяснику!» Ван Буэлэ повернулся и широкой улыбкой похлопал ослика по голове. Теплота в голосе хозяина напугала ослика ещё больше, его крики стали ещё громче, он плюхнулся задом на землю, отказываясь идти дальше, и обнажил зубы, словно раздумывая, а не перекусить ли ему верёвку. «Если ты оборвёшь поводок и сбежишь, я тебя кастрирую!» – пригрозил Ван Буэлэ. От спокойного тона хозяина по спине ослика пробежали мурашки. Животное резко вскочило на ноги, а потом печально посмотрело на Ван Буэлэ. Ван Буэлэ давно понял, что ослик понимал его, просто животное было непослушным и имело короткую память. Было справедливо обменять на такого зверя термическое оружие восьмого ранга. Сгорая от предвкушения, он вёл ослика к резиденции Цзиньдоомина. Они договорились провести встречу у него дома в районе номер 12, а не в Академии Духовного Пламени. Вскоре Ван Буэлэ привела слад трёхэтажному павильону. С первого взгляда было понятно, что здесь жили люди зажиточные. На прилегающей к павильону территории можно было построить целую гостиницу. «Богачи!» Ван Буэлэ с трудом сдерживал возбуждение. Ворот он связался с Цзиньдоомином. Створы беззвучно распахнулись. За воротами его уже ждали три красивых служанки. Они привели его в просторную гостиную первого этажа и вышли. Ван Буэлэ с осликом тяжело задышали. Вокруг них всё буквально кричало о роскоше. На длинных полукруглых полках, выполненных из духовного дерева, стояли флаконы с множеством целебных пилюль. Одни полки стоили целое состояние. Каждый прочный флакон подсвечивался отдельно. Несмотря на пробки, от них исходил приятный травяной аромат. На стенах в качестве украшений висели духовные сокровища. Диван, столы, стулья и другая мебель были инкрустированы духовными камнями. Редкие предметы из дерева, судя по всему, были дорогими и очень редкими сокровищами. Шторы были сшиты из духовного шёлка. Лампы, в которых были вставлены духовные камни, излучали мягкий свет. Вдобавок комната буквально утопала в духовной энергии. Ван Буэлэ и Ослик были поражены богатством внутреннего убранства. Первый разглядывал духовные сокровища и пилюли, тогда как второй поглядывал на диван и другую мебель. Ослик опустил голову и тайком принюхался. Маленькие глазки Ослика заблестели, и он невольно облизнулся. Но в свете странного поведения хозяин пока решил не рисковать. Он не стал впиваться зубами в мебель. С каждой секунды его выдержка стремительно таяла. Но тут со второго этажа послышался смех. По лестнице спускался Дзиньдоумин. «Брат Буэлэ, добро пожаловать в мое скромное жилище. Пока тут все немного по-спартански. Я недавно прибыл на Марс и еще не успел как следует устроиться». Глава 326. Сила информации. Ван Буэлэ сухо покашлял. Сложив руки за спиной, он хотел что-то сказать, но тут его внимание привлек Ослик. Несносное животное облизывало ножку дивана. Приведя лужи слюны на полу, он невольно подумал, что требовать от Ослика слишком многого было бессмысленно. Пока Дзиньдоумин не видел, Ван Буэлэ из-под тяжкапнул Ослика, а потом повернулся к хозяину дома, который уже спускался по лестнице. «Да, чё так простовато?» — согласился Ван Буэлэ. После удара ноги Ослик тут же навострил уши и невинно посмотрел на Ван Буэлэ. Не прошло и пары секунд, как его взгляд переместился на стол неподалеку. Ван Буэлэ на мгновение лишился дара речи. Ослика, похоже, совсем не было мозгов. В будущем это глупое животное будет постоянно ставить его в неловкое положение. К его несказанному облегчению Дзиньдоумин изъявил желание приобрести этого Ослика. Когда он посмотрел на хозяина дома, его улыбка стала еще шире. На замечание гостя Дзиньдоумин слегка выгнал бровь. Он описал убранство как спартанское, просто из вежливости. На самом деле он вложил немало сил и времени в свой особняк. Чтобы построить и обставить этот дом, ему пришлось потратить огромные деньги. Его любимый диван вообще был практически бесценным. Ремарка гостя вызвала у него раздражение, но он понимал, иногда слово «здравый смысл» не применялось к Ван Буэлэ. И все же он хотел преподать ему небольшой урок, поэтому с улыбкой указал на диван. «Да, ничего особенного. За исключением, пожалуй, этого дивана. Он обит кожей короля-чудовищ в стадии создания ядра. Его много лет напитывали духовной кровью практики создания ядра. Остальные элементы сделаны не из дерева, а из костей короля-чудовищ. Можно сказать, что этот диван – воплощение настоящего короля-чудовищ. Культивация на нем развивается в два раза быстрее, чем при обычной медитации в пещере бессмертного». Цзинь-Доумин с улыбкой заметил, как у Ван Буэлэ слегка приоткрылся рот. Закрыв эту тему, он посмотрел на ослика рядом с Ван Буэлэ. От одного вида животного у Цзинь-Доумин у загорелись глаза. Ослик выглядел очень мило, особенно после того, как Ван Буэлэ помыл его и как следует причесал. Его шерстка поблескивала, стоячие ушки создавали образ уязвимого и ранимого зверяка, а большие глаза буквально сели невинностью и любопытством. Всё это делало ослика весьма приятным глазу. Цзинь-Доумин с первого взгляда понял, что перед ним необычайное существо. Он сразу проникся к ослику симпатией, поэтому обратился к Ван Буэлэ с вопросом. «Собродал с Ван, зачем мучить это бедное существо поводком? Тебе не нужно беспокоиться, что оно сбежит из моего дома на улицу? Ослик явно обладает интеллектом, к тому же он ещё слишком юн. Если плохо с ним обращаться, то в будущем он будет видеть в людей врагов. Вдобавок чудовище в стульном возрасте неосознанно подражает своим хозяевам. «По моему скромному мнению, это неподходящая кандидатура для воспитания этого ослика». Цзинь-Доумин не смог скрыть недовольство в голосе. Было очевидно, что с животным плохо обращались. Ван Буэлэ чуть не вспылил, но вовремя напомнил себе, что Цзинь-Доумин был настоящим богачом. Не стоило припираться с человеком, особенно таким богатым, да ещё и перед столь важной сделкой. Для снятия из себя ответственности он предостерёг Цзинь-Доумина. «Послушай, этот ослик – настоящий обжора. Раз ты просишь, я отвяжу его, но если он что-то съест, я не стану за это платить». Ван Буэлэ должен был всё прояснить, иначе Цзинь-Доумин мог потребовать компенсацию за ущерб. Такие суммы явно окажутся ему не по карману. Цзинь-Доумин рассмеялся и с ноткой надменности сказал. «Это же простая еда. Я, может, и не имею всего на свете, но у меня полно пилюли еды. Если ослик хочет есть, пускай, я угощаю. К тому же я уже решил, что хочу купить его. Цены обсудим позже, не волнуйся. Я, Цзинь-Доумин, никогда не беру свои слова назад. Раз ты сказал, что хочу купить ослика, значит так-то и быть. Что до цены, думаю, тебя она устроит». Всё это время Цзинь-Доумин глазами следил за осликом. Чем больше он смотрел на него, тем больше тот ему нравился. Тем временем Ван Буэлэ с чистой совестью отвязал верёвку и мягко похлопал ослика по голове. «Теперь это твой новый дом!» Освобождённый ослик пугливо сжался. Он посмотрел на Ван Буэлэ, затем на Цзинь-Доумина, а потом немного попятился. Цзинь-Доумин с болью в сердце посмотрел на перепуганного зверя, а потом ожёг Ван Буэлэ недовольным взглядом. Ван Буэлэ прочистил горло и хотел перейти к обсуждению цены, как вдруг у ослика загорелись глаза. Похоже, он понял, что ему разрешили поесть, осмелев, он подскочил к древней полке, где стоял флакон с пилюлей. Мощным движением челюсти он расколол защитный барьер и проглотил пилюлю вместе с флаконом. Ван Буэлэ хотел накричать на ослика, но Цзинь-Доумин опередил его. «Какое впечатляющее существо! Очень быстрое! Его даже не остановила защита! Валяй! Ешь всё, что душа пожелает!» Цзинь-Доумин сказал это так, будто нашёл настоящее сокровище. Он отключил защиту на древних полках с флаконами, ослик недоверчиво перевел взгляд с пилюль на Цзинь-Доумина, а потом запыхтел. Сколько он себя помнил, его били каждый раз, когда он что-то ел, и вот настал день, когда ему позволили есть всё, что душе угодно. Ослик взволнованно подскочил к другой полке, с хрустом в его пасте ищас ещё один флакон с пилюлей. Ван Буэлэ решил ещё раз предупредить Цзинь-Доумина. «Он может съесть?» Хозяин дома наклонил голову и с высокомерной улыбкой сказал, «Так пусть ест!» От такого заявления Ван Буэлэ перехватило дыхание. По непонятной причине его не покидало смутное чувство тревоги. Сообразив, что ни Цзинь-Доумин, ни Ван Буэлэ не собираются его останавливать, ослик пришёл в неописуемый восторг. Его радостный крик прогремел на весь дом, словно маленький ураган он начал носиться по первому этажу особняка. Ослик съел все флаконы с пилюлями, а потом с интересом посмотрел над хромические сокровища на стене. После нескольких пробных укусов он понял, что их вкус его вполне устраивал, вскоре со стены исчезло несколько артефактов. Ничего из находящегося в доме не принадлежало Ван Буэлэ, но он всё равно с ужасом наблюдал за буйством ослика. «Цинь-Доумин, мы договорились!» — выпалил он. «Только не пожалея о своём решении!» «Цинь-Доумин приятно удивил о умении ослика разгрызать духовные сокровища четвёртого ранга. От предупреждения Ван Буэлэ он просто отмахнулся. «Расслабься! За ослика я дам тебе хромическое оружие!» Ван Буэлэ немного успокоился. Про себя он подумал, что эта сделка была настоящим спасением. «Цинь-Доумин тем временем тоже думал о своей невероятной удаче. По его мнению, ослик был очень ценным приобретением». «Ван Буэлэ совсем не дурак, но тут он просчитался. Вот она, сила информации!» На самом деле он знал о привычке ослика есть всё, что ему попадалось в Академии Туманного Дао. Но такое не было чем-то необычным. Согласно данным корпорации Трилунье, юные чудовища после рождения переживали свой первый скачок культивации. На этой критической стадии еда служила источником нутриентов и духовной энергии. Чем больше они ели, тем выше поднималась их культивация после скачка. Однако у этого периода был свой предел. Когда звери наедался, его аппетиты уменьшались. Улыбка дзинь-Доумина стала шире. И ослик словно буря смёл пилюли с полок и даже начал облизывать мебель, словно всё ещё хотел есть. Взмахом руки дзинь-Доумин открыл люк в полу, за которым находился большой склад с пилюлями и частями духовных сокровищ. У ван буолы отвисла челюсть. Ослик восторжно закричал и пулей нырнул в кладовку. Оттуда послышались такие звуки, будто это был последний обед в жизни ослика. «Там полно всего!» Надмённо поделился дзинь-Доумин. «На самом деле мне интересно, сколько этот ослик сможет съесть». Глядя на восторжно кричащего ослика, ван буолы несколько раз моргнул. У него появилось дурное предчувствие. «Брат дзинь, хватит об этом проказнике! Может, обсудим цену?» Дзинь-Доумин рассмеялся. Тепло посмотрев на ослика, он пригласил гостя на второй этаж. После непродолжительных торгов они сошлись над хромическим оружием седьмого ранга и материалом для культивации. Когда они уже хотели ударить по рукам, на первом этаже что-то громохнуло. На звук сбежались несколько охранников и служанок. «Небеса! Что стряслось? Нас грабят?» Глава 327. Я беру свои слова назад. От грохота внизу ван буолы бешено застучало сердце. Ван протянул руку цень-доумину, чтобы рукопожатием завершить сделку, но тот подскочил с места и пулей бросился на первый этаж. Вот и всё. Ван буолы с тяжелым вздохом закрыл ладонью лицо и последовал за хозяином дома. По пути он размышлял, как спасти положение, но уже на лестнице понял – ничего не поможет. За время их отсутствия первый этаж разительно преобразился. Склад был вычищен подчистую, и осталось ни пилюль, ни полок, ни фрагментов духовных сокровищ. На месте люка на полу появилась длинная борозда, как будто его силой вырвали. Сам люк, разумеется, исчез. Некоторые участки стены отсутствовали, скрытые за ними кладовые тоже кто-то обчистил, но не это было самое страшное. Все висящие на стенах гостиной духовные сокровища исчезли. Шторы из духовного шелка тоже куда-то пропали. Осталось только половина ламп с духовными камнями, но и на уцелевших виднели следы зубов. Всюду валялись куски разбитой мебели, древние полки тоже не избежали катастрофы, их осколки сейчас были разбросаны по полу, на ковре и плитке тоже виднели следы зубов. Единственным элементом интерьера, который не пострадал, оказался любимый диван Цзинь-Доумина. От увиденного у Ван Буэла разболелась голова. Он искусно посмотрел на Цзинь-Доумина, тот, похоже, пытался осмыслить, что произошло. Впервые за сегодня Цзинь-Доумин почувствовал оторопь, но при виде еще целого дивана он облегченно выдохнул и вымученно улыбнулся. «Слава небесам!» Не успел он закончить фразу, как кожа на диване внезапно просила, словно ее кто-то жевал изнутри. С пронзительным криком из образовавшегося разрыва в обивке дивана высунулась голова ослика. Даже не посмотрев на Ван Буэла, он радостно закричал Цзинь-Доумину «Я! Я!». В это же время ослик перешел с первой на вторую ступень истинного дыхания, его шерстка буквально засияла, выглядел он весьма впечатляюще. Цзинь-Доумин отшатнулся, как от удара, его дыхание сбилось, зрачки расширились. Ван Буэлэ с тяжелым вздохом попытался успокоить его. «Брат Цзинь, успокойся! Не ты ли недавно разрешил ослику есть все, что душа пожелает?» Не успел Ван Буэлэ закончить, как Цзинь-Доумин в ярости закричал. «Схватить его!» Стражи и служанки тут же бросились на ослика, животное в страхе зарылось обратно в диван, оттуда послушался странный хруст и треск. Цзинь-Доумин бросился к дивану, но тут он не выдержал и развалялся на части, сам ослик под шумок сбежал. Он изначально был очень шустрым, а с прорывом культивации стало еще быстрее. Похоже, животное не совсем правильно интерпретировало ситуацию. Оно подумало, будто все люди решили присвоить себе его еду, поэтому во время бегства он впивался зубами во все, что попадалось ему на пути. Его жертвами стала оставшаяся мебель, потом редкие лампы на стенах, ему даже удалось оторвать пару кусков от дивана. После перехода на вторую ступень истинного дыхания ослик, похоже, открыл в себе новый талант. Ускользнув от Цзинь-Доумина и его слуг, он вмиг взлетел на второй этаж. Цзинь-Доумин побледнел. С дикими криками он бросился в погоню. Ван Буэлэ бессильно наблюдал, как погоня переместилась с первого на второй этаж. Вскоре оттуда послушался топот, звук разбивающихся предметов и редкие крики ослика. «Я! Я!» Ван Буэлэ с досады хлопнул себя ладонью по лбу. Сделка точно сорвалась. Что до ослика, его скорость не могла сравниться с быстротой практика в стадии возведения основания. В конечном итоге его поймали. Через несколько минут Ван Буэлэ и ослик уже стояли за воротами резиденции Цзинь-Доумина под присмотром многочисленной стражи. Точнее, они стояли перед тем, что от них осталось. Охрана с враждебной осторожностью следила за осликом. Такой исход переговоров совершенно не устраивал Ван Буэлэ. «Брат Цзинь!» Возмущенно сказал он. «Не буду отрицать. Этот ослик непослушный, но это уникальное существо. Ты ведь не передумал? Сам ведь недавно говорил, что все раз настроен купить его!» Цзинь-Доумин скривился. Идея купить ослика больше не казалась ему такой уж хорошей. Как он вообще мог заинтересоваться этим монстром? Крепость зубов ослика впечатляла. А вот его аппетит и, как следствие, способность сеять разрушения вызывала скорее ужас, чем восхищение. Стоимость дивана, древних полок, пилюли, духовных сокровищ приближалась к двум дхармическим артефактам седьмого ранга. Все-таки таких диванов федерации осталось совсем немного. Каждый стоил немалых денег, его привезли с земли только для того, чтобы он стал пищей для маленького ослика и помог ему перейти с первой на вторую ступень истинного дыхания. Какая ирония! Не стоило забывать, что переходный период ослика еще не закончился. Вывод напрашивался сам собой. Этот ослик обладал некудышным скрытым талантом. По мнению Цзинь-Доумина, если бы обычной земной свинье скормить такое количество ресурсов, то она бы поднялась до третьей или даже четвертой ступени истинного дыхания. В свете новой информации он был вынужден пересмотреть свои планы. «Я беру свои слова назад. Мне больше не нужен этот ослик!» Сказал мрачный как-то учет Цзинь-Доумин. «Не ты ли сегодня хвастался, что никогда не нарушаешь слово? Ладно, мне не нужны ресурсы для культивации. Одно от кармической оружия седьмого ранга меня устроит!» В тщетной попытке сбагрить ослика Ван Буэлэ немного сбил цену. Ввидя, что Ван Буэлэ не собирается уступать, Цзинь-Доумин замялся. Быть это кто-то другой, то он бы сейчас нарвался на грубость. Цзинь-Доумин слышал историю о скверном характере Ван Буэлэ, поэтому с тяжелым вздохом попытался уладить все миром. «Ван Буэлэ, между нами нет вражды. Мне действительно не нужен ослик. Я ошибся. Если я купю его, то он объест меня подчистую!» Тут Ван Буэлэ не мог не согласиться. «Давай, я оставлю тебе ослика на какое-то время!» Со вздохом предложил он. «А ты пришлешь мне дхармическое оружие позже!» «Брат, пожалуйста, не шути так! Я не возьму его даже бесплатно! Может тебя устроить немного пилюль?» Цзинь-Доумин с тяжелым сердцем бросил Ван Буэлэ бездонную сумку. Внутри не было дхармического оружия, только ресурсы для культивации. Когда Ван Буэлэ поймал сумку, Цзинь-Доумин уже скрылся в доме. Охрана ворот смотрела на человека с осликом с нескрываемой враждебностью. С усталым вздохом Ван Буэлэ посмотрел вниз на ослика с повисшими ушами. Тот выдавил из себя тихо «я!» И с обидой посмотрел на Ван Буэлэ. «Это всё, что ты можешь сказать?» «Я!» Ван Буэлэ с размаху ударил ослика, но его питомец, похоже, не почувствовал боли. У животного загорелись глаза. Услушав знакомый звук «я!», оно решило, что Ван Буэлэ пытается с ним поговорить. Его уши встали торчком, и он запрыгал на месте. «Я!» «Я!» Ван Буэлэ закрыл лицо рукой. Давно он не чувствовал такого бессилия и отчаяния. Ещё раз пнув ослика, он с тяжёлым вздохом направился к академии. Повисевший питомец кинулся следом за хозяином. Первая же встреченная на пути цветочная клумба подверглась безжалостной атаке. Ван Буэлэ пришлось закинуть непослушное животное в летающий корабль, и остаток пути проделать по воздуху. Дома ослика ждала серьёзная взбучка. Несколько дней он вёл себя очень послушно, а потом опять взялся за старое. Глядя, как ослик в очередной раз жуёт дверную раму, Ван Буэлэ пришёл в ярость. «Похоже, придётся использовать мой козырь. Если я сейчас не приструню этого ослика, он меня со свету сживёт». Глава 328. «Заткнись». Каждый период непослушания ослика стоил Ван Буэлэ денег. Многочисленные штрафы серьёзно били по его кошельку. Будучи ректором Академии Туманного Дао, он не мог закрыть глаза на наносимый осликом ущерб его учебному заведению. Ему ничего не оставалось, как расплачиваться из своего кармана за восстановление разрушений. Первый в резиденции Цзинь Доумина немного помог унять безумные аппетиты ослика, но его желудок, казалось, был бездонным колодцем. Ослик всё ещё ел каждый день без перерыва. Ван Буэлэ начало казаться, что он растит не осла, а свинью. Много раз его посещала предательская мысль просто отдать это бестолковое животное мяснику. С другой стороны, ослик объел Цзинь Доумина примерно на одно от кармического оружия восьмого ранга. Убить его после такого всё равно, что выбросить свои инвестиции на помойку. Поэтому Ван Буэлэ решил преподать ослику незабываемый урок. С такой толстой шкурой ты даже не чувствуешь побои. Даже москиты не могут тебе ничего сделать. Ван Буэлэ молча смотрел на ослика, жующего дверную раму. Внезапно в помещении появился серый москит. Это был его козырь. Серый москит мог искусать до смерти даже практика стадии возведения основания. Чудовищная ядовитость насекомого не беспокоила Ван Буэлэ. Он мог контролировать москиты и количество выделяемого яда. Серый москит молниеносно подлетел к ослику. Животная с любопытством подняла голову и испугающей быстроты проглотила москита. А потом посмотрела на Ван Буэлэ, словно упрекая за скромность лакомства. Ван Буэлэ же ухмыльнулся. В этот же миг у ослика расширились зрачки. Дико закричав, он сдрожал. Его внутренности внезапно охватил страшнейший зуд. Ослик забил копытами и стал громко кричать. В панике он вонзил зубы в дверную раму и умял её буквально за секунду. Следом пришёл черед стены. Вскоре он осознал, что это не помогает. Зуд ни на йоту не ослаб. Ослик словно безумец принялся грызть стену резиденции Ван Буэлэ. Ван Буэлэ никогда бы не позволил ослику это делать, но сегодня был особый случай. Он хотел дать ослику понять одну простую истину, чтобы он не ел ему не сравниться с серым москитом. По этой причине Ван Буэлэ в своей самонадеянности был готов рискнуть обрушением резиденции. Тем временем ослик с дикими криками продолжал жевать всё, что попадалось ему на пути. Спустя пять минут Ван Буэлэ вышел на улицу. Как вдруг стены не выдержали и обрушились, из-за обломков донеслись крики ослика. У Ван Буэлэ в голове не укладывалось, как целый дом мог поместиться у этого зверя в животе. Через час Ван Буэлэ всё так же высокомерно смотрел на свою резиденцию. Точнее на место, где она недавно стояла. Не осталось ни одного, даже самого маленького камушка. Ослик с другой стороны всё ещё боролся с зудом. Теперь он переключился на траву. «Сдаёшься?» Спокойно спросил Ван Буэлэ. Время пришло. Ослик, судорожно жующий траву, повернул голову к Ван Буэлэ, словно прося прощения. Как вдруг он посмотрел на своё тело, глаза Ослика засияли. Именно в этот момент он поднялся со второй на третью ступень истинного дыхания. Ван Буэлэ примерз к месту. Его удивил не прорыв культивации, а тот факт, что Ослик, судя по всему, одолел зуд. Ван Буэлэ от удивления слегка приоткрылся рот, когда исчезла связь с серым москитом. Хоть Ослик и проглотил москита, тот совершенно не пострадал. Оказавшись в желудке, серый москит по-прежнему находился под управлением Ван Буэлэ. Вот почему никакое количество еды не могло помочь Ослику унять зуд. С прорывом культивации серый москит по неизвестной причине растворился в теле Ослика. Ван Буэлэ был уверен, что москит именно растворился, а не исчёз. Было ли дело в маленьком Ослике или сером моските, но факт оставался фактом, москит растворился. В результате москит каким-то непостижимым образом соединился с плоти и кровью Ослика. Это было похоже на поглощение серого москита Осликом. Ван Буэлэ впал в замешательство. Первым делом он проверил ножны и с удивлением обнаружил, что внутри уже зрел новый серый москит. С его нынешним контролем над ножнами он сразу ощутил изменения в ауре москита, хотя внешне насекомое не изменилось. Как будто старый москит действительно растворился в Ослике, а новый был иным москитом. Вдобавок с рождением второго серого москита его ножны лишились своего блеска, словно из них высосали большой объём энергии. Ван Буэлэ спросил об этом Лапулю, но та не смогла ничего ответить. Вместо этого она долгое время задумчиво его рассматривала. В конце концов она сказала ему, что ножны были имманентным тхармическим артефактом, который мог непредсказуемым образом меняться. Даже она не знала пределов таких изменений. Покинув обитель Лапули, Ван Буэлэ долгое время смотрел на Ослика, потом крепко схватил его, не обращая внимания на попытки вырваться. Силой культивации он проверил животное внутри и снаружи, москита нигде не было. В ходе изучения внутренних органов Ослика Ван Буэлэ заметил странную мутацию. А они посерели. Это никак не угрожало Ослику, наоборот, он, похоже, стал ещё энергичней. Но не это шокировало Ван Буэлэ. Оказалось, что теперь между ним и Осликом появилась духовная связь. Это ввело его в ступор. Раньше Ослик всегда таскался за Ван Буэлэ, но он был живым существом и нетхромическим сокровищем, поэтому не мог установить с ним связь и признать хозяином. Даже эксперты-укротители Федерации не могли объяснить, при каких условиях чудовище признавало человека хозяином. Процесс было очень трудно воспроизвести. Вдобавок, у укротителя было ограниченное количество попыток. Может быть, предназначение серого москита ассимилировать. Благодаря ему маленький Ослик признал меня хозяином. Ван Буэлэ сразу решил испытать пределы своего контроля. Ослик, сидеть! Ван Буэлэ отпустил Ослика. Животное вскочило на ноги и бросилось к месту, где раньше стояла дверная рама. Оттуда он гордо посмотрел на хозяина. Ван Буэлэ ещё раз словко дал команду Ослику. Вскоре стало понятно, что Ослик не собирается его слушать. С губ Ван Буэлэ сорвался разочарованный вздох. Как выяснилось, ассимиляция москита с Осликом ничего не дала. Ослик сообразил, что Ван Буэлэ ничего не мог ему сделать, и энергично задрал голову. Восторженный блеск его глаз сменился самоуверенностью. «Я! Я! Я!» Ослик стал кричать ещё громче. Ван Буэлэ с досады схватился за волосы. Он не знал, что делать с Осликом. Он бил его, пинал и даже натравил на него серого москита. Не прибегая к убийству, он не мог проучить Ослика, не мог преподать ему урок. Тем временем Ослик довольно горцевал, время от времени громко крича. А Ван Буэлэ в раздражении наклонил голову и вскричал. «Заткнись!» После команды Ван Буэлэ Ослик как будто лишился голоса. По щелчкам захлопнулось. Даже сам Ослик такого не ожидал. Ван Буэлэ сразу почувствовал неладное. Пока он внимательно разглядывал Ослика, на пустырь пустилась тишина. Зрачки Ослика и Ван Буэлэ от удивления осузились. Спустя пару секунд Ослик начал нервничать. Попытки открыть пасть ничем не увенчались. Как будто она перестала его слушаться. Ослик перепугался не на шутку. Даже когда Ван Буэлэ ударил его в пах, ему было не так страшно. Его хозяин, наоборот, тяжело сдышал. В его голове проносились идеи относительно причин произошедшего. «Серьёзные команды почему-то не действуют, но простенькие вроде «заткнись» работают. Надо проверить эту теорию. Открой рот! Я! Я! Заткнись! Э!» После нескольких проверок Ослик пришёл в полный ужас, а Ван Буэлэ расхохотался. Мир вокруг как будто резко заиграл красками. «Ослик, всё это время ты сводил меня с ума своим блением. Следующие несколько дней будешь молчать. Если будешь безобразничать, то я увеличу наказание до трёх месяцев». Глава 329. Тёмное пламя. Ослик дрожал как осиновый лист. Его самодовольство испарилось. Ослик попытался состроить ему невинные глазки. Когда это не сработало, он начал тереться о ноги хозяина. Наконец Ослик понял, что это не помогает. До появления связи с Осликом Ван Буэлэ практически не понимал, что тот от него хотел. С установлением контакта его намерения стали более очевидны. На попытке Ослика загладить вину, Ван Буэлэ фыркнул. «Никаких уступок! Кыш! Да, теперь я буду звать тебя Кыш! Как тебе? Если не нравится, два раза подай голос!» Ван Буэлэ покашлял и ожидающе посмотрел на Ослика. Тот, похоже, понял, что хозяин дал ему не очень хорошее имя. В панике он хотел закричать, но пасть почему-то не слушалась. «Смотрю, тебе очень понравилось имя! Раз ты не против, отныне будешь зваться Кыш!» Ван Буэлэ похлопал себя по животу и на глазах у Ослика достал пакетик снеков. У бедного животного расширились зрачки при виде того, как хозяин медленно открыл пачку и забросил себе в рот пригоршню чипсов. Ослик не сводил глаз с еды в руках Ван Буэлэ. Ему хотелось кричать, но, сколько он не пытался, пасть оставалась закрытой. Бедолаге пришлось наблюдать за перекусом Ван Буэлэ. Под конец трапезы Ослик, словно потеряв желание жить, лёг на земле и отрешённо уставил сноположенную перед ним пустую пачку снеков. Заметив это, сердце Ван Буэлэ сжалось, но он сразу же вспомнил, что после побоев Ослик вёл себя так несколько дней, а потом вновь обо всем забывал и начинал безобразничать, полностью игнорируя приказы Ван Буэлэ. Он не стал снимать наказание, получив долгожданный покой, он занялся культивацией. Незаметно прошло три дня. Студенты и инструкторы Академии Туманного Дао были в замешательстве, привычный Ослик преобразился, больше он не кричал на весь кампус, не горцевал у всех на виду и не поедал собственность Академии. С Осликом что-то случилось. Согласен, он недавно проходил мимо меня, даже не посмотрел на духовный камень у меня в руках. Уже несколько дней я не видел покусных бордюров или голых кломб. Все больше людей замечали Ослика, лежащего на мосту через небольшую речушку. Животное лежало совершенно неподвижно и печально взирало на текущую воду, пока Академии поползли слухи. Какая-то студентка с добрым сердцем жалилась над бедным Осликом и принесла ему немного еды. Тот принюхался, а потом из его глаз побежали слезы. В слезах он продолжал нюхать лакомство, но так и не притронулся к нему. «Давай же кушай», – мягко сказала девушка. Сколько она не пыталась убедить Ослика поесть, еда оставалась нетронутой. Ослику стало настолько плохо, что он ударом копыта сбросил еду с моста, а потом убежал к новой резиденции Ван Буэлла. Ван Буэлла находился в уединении, перед этим он специально предупредил Ослика не беспокоить его, иначе время наказания возрастет еще на десять дней. Поэтому Ослику ничего не оставалось, как лечь перед дверью. Он грустно посмотрел на небо. Еще никогда в жизни он не чувствовал такой безысходности. За время наказания он сильно похудел. Время от времени животное поглядывало на место уединения хозяина, словно в ожидании его возвращения. Ведь тогда с него будет снято наказание. Пока Ослик старался быть послушным питомцем, Ван Буэлла закончил культивацию второго сегмента первого тома «До о молнии». Его культивация выросла, а небесный гром в ногах стал еще сильней, поглощающая семечка продолжала вбирать духовную энергию, да и зеленый лотос укреплялся. Самую заметную трансформацию претерпело тело Ван Буэлла, похоже, но стало заметно крепче. У него появилось чувство, что одно к одним ударам убить могучее чудовище, совершенно не прибегая к помощи культивации. Однако он был недоволен финальным результатом. Постижения темных искусств зашли в тупик. Это заставило его усомниться в собственном скрытом таланте. По словам Лапули, ей хватило одного месяца, чтобы постичь и культивировать темные искусства. Я уже бьюсь над проблемой почти год. Каждый раз, как он думал о тёмных искусствах, у него начинался приступ головной боли. Он уже выучил технику, знал о мне Монике наизусть, но это никак не помогало ему в поиске так называемых негативных духовных частиц. Все попытки культивировать технику вызывали они менее во всём теле и острую боль, которая обрушивалась на него подобно океанской волне. Он бы мог выдержать даже самую страшную пытку, если бы это помогло ему культивировать технику, но за весь год этот подход не принёс результатов. Ван Буууле уже не раз посещала мысль сдаться. Ничего страшного, прошёл всего год. Как я могу сдаться? Ван Буууле несколько раз глубоко вздохнул. Он считал себя человеком решительным, с железной выдержкой, что хорошо показывал недавний инцидент в подземной пещере, где он провёл ночь с Ливан Эрой и смог устоять перед соблазном. Ван Буууле решил попробовать ещё раз. Так называемые тёмные искусства требовали от практика поглощить негативные духовные частицы в духовной энергии. Никто в Федерации не практиковал такой метод культивации, даже в мире девушки в маске это считалось запретной техникой. С одной стороны, техника давала невероятную силу, пусть и была непредсказуемой, даже тем, кто успешно культивировал её, следовало быть осторожными. Неконтролируемая жадность могла привести к невообразимой катастрофе. С другой стороны, существовала и другая причина. Эту технику было очень непросто культивировать, последующие уровни техники были ещё сложнее. Похоже, это было невозможно без особой кармы. В мире меча из позеленевшей бронзы только маленькая горстка людей могла похвастаться тем, что освоила тёмные искусства, ведь эта техника передавалась там с незапамятных времён. Большинство из тех немногих, кому это удалось, находились на стадии возведения основания. Продвинутые тёмные искусства либо затерелись со временем, либо были неполными, поэтому для их успешной культивации не хватало простого усердия. Никто не знал, сколько именно ступеней было в тёмных искусствах, честно, по меньшей мере, о семи. Не осталось никого, кто бы доходил до пятой ступени, а двух последующих говорить не стоило. Ван, бывало, ничего этого не знал. Он знал только то, что ему рассказала Лапуля. Как она закончила культивацию за один месяц, тогда как у него самого ничего не вышло даже за год. Иногда ему хотелось рвать волосы у себя на голове. Он сделал глубокий вдох и начал поглощать и сжимать окружающую его духовную энергию, как того требовали тёмные искусства. Из описания тёмных искусств следовало, что для поглощения негативных духовных частиц сначала надо было жать духовную энергию и трансформировать её из газообразного состояния в твёрдое. Только тогда проявлялись негативные духовные частицы. Вдобавок, эти частицы в духовной энергии нельзя было вобрать в себя через рот или нос, только через поры на коже. Для тех, кто не мог почувствовать негативные духовные частицы, культивация техники больше напоминала пытку. В скомпрессии духовной энергии через поры в тело проникало нечто среднее между газом и твёрдым веществом, отчего человек чувствовал себя так, будто ему в коже вонзались сотни крошечных иголок. Ван Буэлэ подготовился как следует. После компрессии духовной энергии вокруг себя он сжал зубы, приготовившись к адской боли, открытые потовые железы начали вбирать практически затвердевшую духовную энергию, вздрогнув, он открыл глаза. Что-то изменилось? Тяжело дыша, Ван Буэлэ осмотрел себя. Первоначальная растерянность быстро сменилась неверием, а потом эйфорией. Боли не было. Поглощение энергии через поры сопровождалось ощущением холода, это было что-то совершенно новое. От холода он сдрожал, к счастью, боль так и не пришла, вместо неё его затопила ледяная аура, из-за которой у него изо рта начали вырываться облачка пара. Больше не было дискомфорта, только неописуемая лёгкость. Это ощущение было в несколько раз приятнее привычной ему культивации до умолний. Ван Буэлэ взволнованно воскресил у себя в голове описание семечко, повысив скорость проникновения духовной энергии через поры. Холод хлынул внутреннего бурным потоком. Согласно описанию тёмных искусств, этот холод и есть негативные духовные частицы. Проверить эту теорию легко, если из него получится создать тёмное пламя, значит это негативные духовные частицы. Ван Буэлэ сделал парочку успокаивающих вдохов, он выбросил все из головы. Все его внимание было сосредоточено на культивации, следуя описанному в тёмных искусствах сна ощущений холода в теле. Ван Буэлэ начисто потерял счёт времени. Когда тело больше не могло впитывать холод, его стрясло. Пришло время последнего шага культивации тёмных искусств. Создание тёмного пламени. Для этого надо было вожечь холод пламенем своей жизни. Его лицо посинело, температура тела резко понизилась, волосы и брови покрылись инеем, в секретной палате для культивации стремительно холодало. Внутри появились признаки ауроразложения, на самой грани неслышимости Ван Буэлэ услышал чей-то плач и стенание, как будто вокруг него собирались злые духи. Вот только эти звуки мог слышать только он, Ван Буэлэ ничего этого не замечал, а посторонние просто ничего не чувствовали. Только грустный ослик снаружи жилища Ван Буэлэ что-то почувствовал. Молниеносно поднявшись, он осторожно посмотрел в сторону секретной палаты, правда потом в его глазах появилось замешательство. Глава 330 Устать душой Ослик пребывал в замешательстве. Разложение расползалось по секретной палате Ван Буэлэ, в то же время становился громче плачевое злых духов, словно через тьму сюда протянули руку злые силы, которые желали помешать культивации Ван Буэлэ. Вот только эти силы были слишком далеко, чтобы на что-то повлиять. Следующие две недели Ван Буэлэ неподвижно просидел в позе лотоса, его тело одеревенело, аура исчезла, покрытый инеем он напоминал застывшего в позе созерцания мертвеца, он ничего не чувствовал, даже пламени собственной жизни. Однажды ночью Ван Буэлэ внезапно дернулся и с трудом разлепил глаза, как только он открыл их и не из тела испарился, вместе с ним исчезли следы разложения. Все пришло в норму, даже вой и плач прекратился. Его глаза вспыхнули пугающим холодным светом, а тело повеяло леднящей аурой. Если бы кто-то из знакомых увидел его сейчас, он бы не признал в сидящем человеке Ван Буэлэ. На самом деле это был настоящий Ван Буэлэ, переживший ужасы мистического мира луны и выбравшийся оттуда живым. Обычно он показывал миру другую сторону своего характера, за оптимизмом и жизнерадостностью скрывалась жестокость, ставшая неотъемлемой частью его личности. В это же время полыхало темное пламя. Он молча окинул взглядом помещение, чувствуя в глазу что-то странное. Вместо того, чтобы подняться, он опять зажмурился. Стоило ему вновь открыть глаза, как исходящие из тела холод и огонь в глазу исчезли, скрывшись глубоко внутри него. Так вот, что такое темное искусство, пробормотал Ван Буэлэ. Он не имел права считать себя компетентным в вопросах темных искусств. Но даже новичок вроде него испытывал ни с чем несравнимое чувство. Он не мог описать словами то, что сейчас чувствовал. Ощущение было такое, будто жизнь и смерть стали не концом а переходным состоянием некой трансформацией. Сколько Ван Буэлэ не старался, у него не получалось обличь свои ощущения в слова. Как это все странно. Пробромотав это себе под нос, он задумался о лапуле. То, что ей удалось закончить культивацию всего за месяц, показывало невероятность ее скрытого таланта. Ван Буэлэ почувствовал легкий укол зависти. Похоже, надо немного поумерить гордость. Человеку следует быть скромным и прилежно учиться. Ван Буэлэ с тяжелым вздохом достал маску. В мире иллюзий он не обнаружил лапулю, но, зная о ее привычке прятаться, громко закричал. Лапуля, у меня вопрос. Эм, когда появилось темное пламя, меня посетило странное чувство, будто я могу управлять жизнью и смертью. Весьма неоднозначное чувство, но точнее описать не могу. Похоже, на зов откуда-то издалека. Я сам не очень уверен. Вдобавок, я слышу странный голос. Когда ты освоила технику, ощущения были такими же? В этот раз Ван Буэлэ искренне хотел узнать ответ. Ему было нужно разобраться в произошедшем. Объяснение лапули могло помочь ему во время дальнейшего развития культивации темных искусств. Ван Буэлэ хотел достать маску в надежде прочесть на ней ответ, не успел и напустить голову, как у него в ушах раздался потрясенный крик. Что ты сказал? Темное пламя? Перед Ван Буэлэ возникла изумленная лапуля. Судя по тяжелому дыханию, она находилась в смятении. Заметив ее состояние, Ван Буэлэ немного испугался. Первое, чем он подумал, так это о проблемах в своей культивации. Лапуля, с моей культивацией что-то не так? С тревогой спросил он. Ты сказал, что смог довести культивацию техники до стадии, когда появляется темное пламя? Мне не послышалось? Лапуля ответила вопросом на вопрос. Да, да, мне это удалось. На мой скрытый талант совсем никуда не годится. На это у меня ушел целый год. Ван Буэлэ вздохнул. Сказав это, он сокрушенно закрыл глаза. Он чувствовал себя маленьким ребенком перед настоящим экспертом в темных искусствах. Когда он открыл глаза, влевом вспыхнуло темное пламя. На заснеженной равнине изначально было зябко, но с появлением пламени стало еще холодней. Благодаря влиянию темного пламени от Ван Буэлэ повеяло леднящей аурой. Ла Пуэлэ поменялась в лице. Она попятилась и не своим голосом закричала. Потуши его! Немедленно! При виде темного пламени ее поразил инстинктивный страх. Она посмотрела на Ван Буэлэ, как на монстра. Под влиянием эмоций с ее губ чуть не сорвалось проклятие. Как только Ла Пуэлэ на него прикрикнуло, он тут же закрыл глаза. Когда он их открыл, темное пламя исчезло. Вот только реакция Ла Пуэлэ ввела его в ступор, что не ускользнуло от ее внимания. Ховастунишка, ты еще новичок. Использование темного пламени без особой причины может привести к печальным последствиям. Запомни, практики темных искусств в Родинас не должны показывать свое темное пламя, особенно если рядом находится кто-то более опытный в использовании темных искусств. Ван Буэлэ пораженно закивал, это многое объясняло. Ла Пуэлэ, ты права. Я признаю ошибку. Ага, конечно. Раздраженно подумала Ла Пуэлэ. Заметив, что Ван Буэлэ ничего не заподозрил, она мысленно выдохнула. Она не могла ни подавить растущее раздражение, ни как-то его скрыть. Она и представить не могла, что Ван Буэлэ удастся постичь темное искусство. К тому же она неоднократно вводила его в заблуждение. Но когда могла вскрыться правда, когда ее образ и репутация оказались под угрозой, ей ничего не оставалось, как продолжить притворяться. И все же любопытство было слишком сильным, поэтому она спросила. Ван Буэлэ, как тебе это удалось? Понятия не имею. У меня некудышный скрытый талант. Весь год все мои попытки культивировать технику оборачивались провалом, но каким-то чудом у меня получилось. Я сам ничего не понимаю. Ла Пуэлэ, как тебе это удалось, когда ты культивировала в прошлом? Мне ни с того ни с сего удалось свою технику. Ван Буэлэ вздохнул. Перед другими людьми он всегда вел себя довольно напористо и самоуверенно, но в случае Ла Пуэлэ он невольно себя с ней сравнивал. И сравнение было не в его пользу. Каждый раз, как Ван Буэлэ заявлял о своем никчемном таланте, Ла Пуэлэ чувствовала укол в сердце. Тем не менее, она продолжала надменно улыбаться. «У тебя действительно ничем не примечательный скрытый талант», спокойно сказала она. «Раз ты не знаешь, как сумел постичь технику, что до меня, я за один вдох отделила негативные духовные частицы от духовной энергии и выбрала их в свое тело. Ранее сказала, что постигла технику за месяц, чтобы не травмировать тебя. На самом деле, мне понадобилось всего пять дней». Сказав это, Ла Пуэлэ немного задрала подбородок. «Пять дней», сокрушенно пробормотал Ван Буэлэ. Изумление в его глазах стало бальзамом на душу Ла Пуэлэ. Ей было очень любопытно, поэтому она спросила. «Ван Буэлэ, на что похожи негативные духовные частицы? Ни на что. Я не могу их увидеть. Могу только почувствовать холод в воздухе. Вбирать его в себя довольно приятно. Разве ты не знала?» Что-то в этом вопросе показалось Ван Буэлэ странным. Про себя Ла Пуэлэ подумала. «Откуда мне знать?» Но внешне она сохраняла невозмутимость. «Не могу вспомнить». С ноткой меланхолии в голосе сказала она, словно пытаясь воскресить давние воспоминания. «Все-таки тогда мне было всего семь. В то время я не думала ни о чем, кроме культивации. Когда я выросла, то стала культивировать продвинутые тёмные искусства, однажды лишилась своей физической оболочки, и всё это обратилось в ничто. Закончила свой рассказ она уже полушёпотом. В начале пути тёмных искусств чем меньше ты знаешь, тем лучше. Негативные духовные частицы — это начальная ступень тёмных искусств. Это всё, что тебе нужно знать. Только после успешной трансформации тёмного пламени ты можешь начать попытки почувствовать тёмные цы. Но эти материи пока слишком сложны для тебя. Даже мне потребовался месяц, чтобы это сделать. Что до услышанных тобой голосов и неописуемого чувства я могу объяснить. Голоса принадлежат древней воле звёздного неба. Имя ей — тёмный дух. Не забивай себе этим голову. После достижения определённого уровня мастерства в тёмных искусствах ты получишь силу управлять жизнью и смертью. Один мой друг достиг четвёртой ступени тёмных искусств. Его называли «Бессмертный погибель». Говорят, что в тёмных искусствах семь ступеней. А теперь ступай, я устала. Под конец рассказа в голосе чувствовалась тяжесть прожитых ей лет. Она печально устремила взгляд вдаль, как будто вопросы разбередили болезненные воспоминания. Ван Бууле ожёг стыд. Как он мог подозревать её в обмане? Он хотел как-то утешить её, но в итоге накрыл ладони кулак и молча покинул иллюзорный мир. Как только Ван Бууле исчёз, печальное лицо Лапули сменилось неподдельным изумлением и растерянностью. Проклятье! Откуда взялся этот надоедливый толстячок? Ему, ему удалось и своё тёмное искусство. В прошлом мама говорила мне, что я взялась за дело, которое мне не по плечу. По её словам, никому не по силам их культивировать. Лапуле чувствовала, будто у неё земля уходит из-под ног. Невольно она засомневалась в себе. Внезапное выражение её лица изменилось. Я лишь притворялась. Эту историю почти полностью выдумала, сдобрив её крупицами правды. Он ведь не научится поглощать тёмные цы. Да? Лапуле вздрогнула. Это было невозможно. Только она устало вздохнула, как вдруг вспомнила, что Ван Буэлэ из раза в раз показывал, что мог притворять в жизнь невозможное. Давно она так не уставала душой. Глава 331. Тёмная секта Когда Ван Буэлэ вышел из мира иллюзий после разговора с Лапулей, бесконечно далеко от Земли, вместе усыпанным звёздами, существовала область искажённого пространства. Это место по размерам не уступало млечному пути, летающие там нити света были источником пространственного искажения. Порядки света всех возможных расцветок накладывались друг на друга, создавая странный оптический эффект. Парящая пыль или безмолвные звёзды здесь выглядели так, будто на них наложились многократные образы их самих. Здесь не стоило полагаться на зрение и другие органы чувств. Любой попавший сюда чувствовал себя так, будто оказался в иллюзии. Всё вокруг было искажено или затуманено. Бескрайние просторы находились во власти искажений. Любая жизнь, рождающаяся в этом месте, несла в себе эссенцию искажений, находилась между реальным и нереальным. По этой причине многие цивилизации звёздного неба называли эту область «Иллюзорное царство тьмы». Примечание переводчика «Царство тьмы» — одно из названий загробного мира в китайской мифологии. В самом центре иллюзорного царства тьмы находилась внутренняя область размером с Солнечную систему, в ней практически отсутствовала жизнь. О существовании этого таинственного места мало кто знал. По сути, это была запретная область иллюзорного царства тьмы. Никто из тех, кто отважился отправиться туда, не вернулся оттуда живым. Ботовала легенда, что в этой запретной области посреди необъятной пустоты парила одинокая звезда. Серая звезда. Никто не знал, как появилась легенда. Многие вообще не верили в неё. Раз из этого странного места никто не возвращался, кто тогда положил начало легенде о звезде? И тем не менее, легенда существовала, казалось, с самого начала времён. Разумеется, никто не пытался её проверить. На самом деле, в сердце запретной области не было никакой звезды. Вместо неё там находилось огромное серое завихрение, похожее на чёрную дыру. Оно беззвучно вращалось. Издалека это напоминало чудовищных размеров спирали, состоящую из огромного множества звёзд. Когда в глазу Ван Буэлэ впервые вспыхнуло тёмное пламя, в этом никогда не меняющемся завихрении вспыхнул многоцветный свет. Такого никогда не случалось. В этот момент из завихрения выплыл гроб, как будто перейдя границу между небытием и бытием. И синий-чёрный гроб был сделан из неизвестного материала. От него исходил ужасающий холод. Леденящая аура сковала льдом пространство вокруг. Если бы Ван Буэлэ попал сюда, он бы с удовольствием заметил схожесть этого холода с тем, что он почувствовал после культивации тёмных искусств. Во время расцвета нашей тёмной секты мы преподносили в дар тёмные артефакты. Много веков спустя наша линия крови угасла, стала прахом. Подаренные в прошлом тёмные артефакты лишились своей силы. Их всех разбросало по миру. Кто мог знать, что спустя столика лет один из тёмных артефактов пробудится и подарит нам нового наследника? Быть может, уже слишком поздно, но он один из нас, а один из членов тёмной секты. Мы даруемся и гроб в надежде, что он избежит треволнения истока. Из-за вихрения заговорил кто-то неимоверно древний. Его едва слышный шёпот можно было легко перепутать с усталым вздохом. В следующий миг появилась гигантская размытая рука размером с половину завихрения. Сначала это был лишь размытый контур, но его наполняли плоть, кровь и кости, пока она не стала настоящей рукой, которую покрыл серый рукав. Из широкого рукава торчала узловатая костлявая сморщенная кисть с длинными загнутыми ногтями. На фоне руки гроб был микроскопическим. Легким движением пальца рука отправила гроб в полёт к Марсу. Тем временем Ван Буэлэй ещё не пришёл в себя после разговора в мире иллюзий. Частично это было связано с информацией, которой с ним поделилась Лапуля. Отчасти из-за того, что он до сих пор не мог понять причину успеха культивации тёмных искусств. По возвращению он сел в позу лотоса и попытался вспомнить всё, что с ним произошло за последнее время. Вспомнив об одном эпизоде, он поёжился. Это же не может быть связано с кроваво-красным туманом, который я вдохнул в пещере. У Ван Буэлэй участилось дыхание. Он знал, что до визита в пещеру все попытки культивировать тёмные искусства заканчивались провалом. После возвращения оттуда он уходил в уединение, но не практиковал тёмные искусства. Во время последнего уединения он впервые взялся за тёмные искусства. Это была его первая попытка после возвращения с пещеры. Он сперва раза сумел почувствовать негативные духовные частицы и создать тёмное пламя в своём теле. У него имелись свои соображения относительно багрового тумана, но на данном этапе это были лишь догадки. Ван Буэлэ не был уверен в своих выводах. Размышления о красном тумане напомнили ему о Линь Тяньхао. Несколько родителей студентов изредка сообщили ему новости. Багровый туман был слишком странным феноменом, поэтому он всё равно беспокоился о Линь Тяньхао. Ван Буэлэ достал кольцо-передатчик. Немного подумав, он связался с Ли Ван Эр, когда на том конце провода раздался холодный голос Ли Ван Эр, он сухо покашлял. «Директор Ли, это Ван Буэлэ. Эм, прошло уже больше месяца, как военные забрали моего сотрудника Линь Тяньхао. Я до сих пор не могу с ним связаться». Ван Буэлэ сделал паузу, не зная, как продолжить. Ли Ван Эр какое-то время молчала. «Все остальные группы вернулись». Наконец, сказала она. Команда Линь Тяньхао пару дней назад прислала два сообщения. Они доложили, что у них все в порядке. Вскоре они должны вернуться на базу. Ли Ван Эр отключила связь. Ван Буэлэ не задела такое поведение Ли Ван Эр. Все-таки она поделилась с ним информацией и немного успокоила его. После разговора он продолжил изучать темное пламя. В один момент он хлопнул себя по бедру. Его взгляд был направлен на дверь. «Черт, кажется, я забыл об ослике!» Ван Буэлэ вскочил на ноги и распахнул дверь. У самого входа он обнаружил лежавшего на земле ослика. Заметно похудевшее животное отрешенно смотрело в одну точку. Ослик сразу заметил Ван Буэлэ. От голода он совсем ослабел. Своим полным возмущением взглядом он как будто спрашивал хозяина, почему обещанные десять дней тянулись так долго. Ван Буэлэ смущенно снял наказание с ослика. Как только запрет был снят, ослик впервые за две недели смог открыть пасть. «Я...» Его крик прозвучал очень слабо, словно ослик был полностью истощен. Ван Буэлэ ощутил легкий укол вины. В качестве компенсации он бросил ослику несколько пачек снеков. «Это будет тебе уроком!» Пока он отчитывал ослика, тот накинулся на еду как голодавший волк. Ван Буэлэ смягчился и бросил ему еще несколько пачек. При виде такого количества вкусной еды ослика захлестнули эмоции. В уголках его глаз появилась влага. Он с признательностью посмотрел на хозяина. «Отлично! Хороший ослик!» Ван Буэлэ был очень доволен эффектом, которое произвело на ослика наказание. В следующие четыре дня он изучал темное пламя и совершенствовал черчжи крепости. Параллельно он переплавлял строительных автоматонов. Ослик хорошо усвоил урок. Хоть к нему вернулась игривость, он больше не решался переступать определенную черту. Перед Ван Буэлэ он стал вести себя кратко и послушно. Ван Буэлэ не мог нарадоваться изменениям в поведении ослика. С таким послушным животным он начал подумывать о покупке сумки для чудовищ. Только он решил слетать за покупками. Как ему на кольцо передатчик пришло приглашение от военных, марсианская армия вежливо пригласила его помочь со сбором пушек Буэлэ. Изобретение Ван Буэлэ получило широкое распространение в армии Земли. Марсианские военные тоже получили несколько партий пушек. Ввиду сложной логистики, а также ограниченности ресурсов, пушки прислали в разобранном состоянии. С ними на Марс должен был прибыть консультант для контроля и помощи в сборке. Такие люди были нужны из-за зашифрованных Ван Буэлэ начертаний. Он продал ключ шифрования армии вместе с дизайном пушек, но доступ к нему имел ограниченный круг лиц. Это был большой секрет армии. К счастью, создатель пушек Буэлэ сейчас находился на Марсе. Никакой консультант не мог знать это оружие лучше Ван Буэлэ. Вот почему военные попросили его помочь со сбором оружия. Ван Буэлэ с готовностью принял предложение. В данный момент он работал ректором Академии Туманного Дао, был известным человеком на Марсе с большой сетью контактов. Если ему удастся установить хорошее отношение с марсианской армией, это сделает его пребывание на планете еще безопасней. Получив согласие Ван Буэлэ, военные прислали за ним корабль. Он решил взять с собой Ослика, поскольку боялся оставить его без присмотра. Вместе с питомцем он зашел на борт корабля, который должен был доставить их на военную базу. Ван Буэлэ впервые оказался на борту военного корабля. Обычный практик ничего бы не заметил, но Ван Буэлэ, эксперт под хромическому оружию, сразу бросилась в глаза разница между военными и гражданскими судами. Никогда не видел такого материала. Судя по всему, очень жаростойкий. Начертания тоже отличаются от стандартных. Пока Ван Буэлэ рассматривал корабль, военные изучающие разглядывали своего пассажира. Ван Буэлэ обладал определенной репутацией как на Марсе, так и в Федерации. Военные услышали о нем после создания пушек Буэлэ. Солдаты на корабле не могли не заметить рядом с Ван Буэлэ Ослика. При виде животного они удивленно переглянулись. Несколько человек явно хотели что-то сказать, но в итоге все смолчали. Ван Буэлэ заметил странные взгляды, бросаемые военными. Возможно, они слышали о прожарливости Ослика и теперь опасались за сохранность корабля. Почему меня не покидает ощущение, будто они с кем-то сравнивают моего Ослика? Он хотел расспросить военных, но тут заметил, что Ослик начал лизать металлическую обшивку. Животное осторожно принюхивалось к металлу, словно собака, как будто пытаясь понять, какова будет обшивка на вкус. Бесполезное животное! Ван Буэлэ без предупреждения пнул Ослика. Тот сразу же смиренно лег на полу, сделав предельно удрученный вид. Как только Ван Буэлэ отвернулся, Ослик тайком опять лизнул стену. Его уши поникли, но в следующий миг он опять обсленевел обшивку. Ван Буэлэ отвлекся от разговора с одним из военных и покосился на Ослика. У него начала болеть голова. Ослик опустил голову и невинно посмотрел на Ван Буэлэ, как бы говоря, что он пока ничего не съел, а всего лишь лизнул обшивку. Ван Буэлэ начал массировать виски. Если так подумать, то выражение морды Ослика, а точнее то, что он пытался этим сказать, имело смысл. Он сурово смирил взглядом животное, но не стал ничего делать. Когда корабль приземлился на марсианской базе, часть металлической обшивки внутри поблескивала от обильного количества слюны. Сойдя с корабля, Ван Буэлэ и Ослик заслужили себе немало странных взглядов офицеров в порту. Военная база занимала большую часть района номер 36. Гражданским вход сюда был воспрещен. Территорию патрулировали военные. Большая часть служащих в армии практиков была расквартирована на этой базе. Военное тепло встретили Ван Буэлэ. В порту его уже ждало около дюжины офицеров под предводительством старика в военной форме. Его глаза искрылись, словно в них были сдачны молнии. К тому же он буквально излучал властность, которую подкрепляла культивация стадии создания ядра. Этот человек явно обладал высоким статусом, он был одним из пяти сильнейших людей в марсианской армии. Звали его Чэнь Фэн. Он заведовал проектно-конструкторской работой. Основным направлением его деятельности было слияние духовной энергии с срывчатыми материалами и использование их в военных целях. Ван Буэлэ сразу увидел в порту делегацию военных. Практик, который летел с ним на корабле, шепотом сообщил имена и звания встречающих его людей. Ван Буэлэ тут же ускорил шаг. Он подошел к старику и низко ему поклонился. «Мое почтение, генерал Чэнь! Меня зовут Ван Буэлэ!» Чэнь Фэн громко рассмеялся. Во взгляде старика читалось одобрение. Он уже какое-то время изучал прибывшие из земли детали пушек Буэлэ. Это явно были непростые артефакты. Необычайность этого оружия разожгла в нем любопытство относительно их создателя Ван Буэлэ. С его статусом он мог не встречать Ван Буэлэ в порту, но ему захотелось взглянуть на него своими глазами. «Какой впечатляющий молодой человек!» Чэнь Фэн со смехом похлопал Ван Буэлэ по плечу. Другие офицеры с теплыми улыбками поприветствовали его. После обмена любезностями они направились к месту, где собирались пушки Буэлэ. Ван Буэлэ шел рядом с Чэнь Фэном, с готовностью отвечая на все его вопросы про свое изобретение. Он внимательно следил за тем, чтобы всегда идти на полшага позади старика. «Генерал Чэнь, ключ к сборке пушек Буэлэ лежит в соединении внутренних начертаний, в особенности седьмой и восьмой группы!» Скромно сказал он, «Эти начертания управляют поглощением духовной энергии!» Губы Ван Буэлэ не покидала улыбка. Во время их пешей прогулки он поделился с Чэнь Фэном знаниями о работе и устройстве пушек Буэлэ. Идущие позади офицеры то и дело искоса поглядывали на плетущего средам ослика. Постепенно их внимание захватил его хозяин. Их впечатлило умение Ван Буэлэ вести беседу. Он не вел себя высокомерно и не унижался. Им был продемонстрирован идеальный баланс между скромностью и гордостью. Вдобавок он показал своё глубокое уважение к армии. «Интересный парень!» Чэнь Фэн с улыбкой поглядывал на Ван Буэлэ. Ему нравилось то, что он видел. Их небольшая группа прошла через несколько зданий и наконец прибыла на полигон, где должны были собираться пушки Буэлэ. Проходящие мимо них солдаты и офицеры остановились по стойке смирно, чтобы отдать воинское приветствие. Многие тайком бросали взгляд на ослика Ван Буэлэ. Такое внимание к его питомцу показалось ему странным и в то же время приятным. Ослик от такого внимания к своей персоне горделиво задрал голову и стал важно горцевать. Из павильона на их пути вышла группа из восьми молодых офицеров. Они что-то оживлённо обсуждали. В центре этой группы шёл черноволосый молодой человек. Высокий, статный, красивый, с волевыми чертами лица и сияющими звёздным светом глазами. Довершила образ пурпурная военная форма. Мало у кого из молодых людей в его возрасте был такой проницательный взгляд. Такие глаза были только у тех, кто уже много повидал на своём веку. Если присмотреться, то можно было увидеть тщательно скрываемую им жестокую необузданную ауру. Одним своим видом он приковывал к себе взгляды окружающих. Этим человеком оказался Кун Дао. Выходец из моря чудовища, приёмный сын президента федерации, Дуань Митсуэ. Помимо других молодых офицеров, рядом с ним шёл ослик. Белый ослик. Животное сразу привлекало к себе внимание. Оно излучало неземную чистоту и эманации культивации четвёртой ступени истинного дыхания. Судя по внешности и культивации, это явно был необычный ослик. Кун Дао с друзьями заметили Ченни Фэна, Ван Буолэ и других офицеров. Молодые люди тут же встали по стойке смирно и поприветствовали старших офицеров, как того требовал устав. При виде Ван Буолэ Кун Дао слегка нахмурился. Правда, он не стал ничего ему говорить, ограничившись приветствием Ченни Фэна. Это Кун Дао. Буолэ, он тоже состоит в программе Сто Сунов Федерации. Вы наверняка знакомы. Ченни Фэн никак не отреагировал на присутствие молодых офицеров, но при виде Кун Дао его губы изогнулись в улыбке. Он удостоил его коротким кивком. Невольный взгляд Ченни Фэна остановился на белом ослике, а потом переместился на его чёрного собор рядом с Ван Буолэ. Причём так сделал не он один. В практике позади Ченни Фэна и Кун Дао тоже посмотрели на двух осликов. Ван Буолэ впервые встретил Кун Дао после тренировочного лагеря. Ослика он видел впервые. Этот ослик вылупился из его яйца? Приглядевшись к белому ослику, Ван Буолэ пришёл к выводу, что они принадлежали к одному виду. Глубоко внутри он почувствовал раздражение. Разница между белым и чёрным осликом была видна невооружённым глазом. Его простоватой наружности ослик не шёл ни в какое сравнение с холёным ослом Кун Дао. В плане культивации чёрный ослик тоже проигрывал белому. Ван Буолэ печально вздохнул. Может, ему просто не повезло, или же армейский инструктор специально дал ему плохое яйцо. Теперь понятно, почему все так смотрели на этого пройдоху. Они мысленно сравнивали его с белым осликом. Чёрный ослик застыл при виде белого собрата, в следующий миг его глаза расширились и ярко заблестели. В диком восторге он оббежал Ван Буолэ и понёсся к белому ослику. Глава 333 Помоги! Я! Я! Чёрный ослик был счастлив увидеть сородича. Когда он кинулся вперёд, животное Кун Дао надменно подняло голову и ударило ногами. Настолько быстро, что чёрный ослик не успел среагировать. Удар копыт пришёлся ему в брюхо. Пролетев несколько метров, ослик упал на землю. Он не пострадал, но выглядел сбитым с толку. Удар копытами стал для него полной неожиданностью. «Белый Феникс!» крикнул своему питомцу Кун Дао. Белый ослик тут же остановился, презрительно посмотрев на потрясённого собрата, а потом вернулся к Кун Дао и послушно потёрся об его ногу. Кун Дао накрыл ладони кулак в поклоне перед Чэнь Фэном и вместе с надменным осликом пошёл дальше. Произошедшее разозлило Ван Буолэ. Ослик попытался состроить невинные глазки, но на хозяина это не сработало. К сожалению, Ван Буолэ ничего не мог сказать. Всё-таки они находились в гостях на военной базе. Его ослик набросился на чужое животное и получил по заслугам. Ван Буолэ притворился, что ничего не произошло и продолжил беседовать с Чэнь Фэном о пушках. Вскоре они добрались до полигона, где их собирали. Спросив, где туалет, он направился туда с осликом. Как только за ними закрылась дверь, он схватил животное и одарил его испепеляющим взглядом. Ушки ослика поникли. «Где твоя невероятная ловкость, когда она нужна?» Гневно спросил он. «Тебе самому не стыдно? Ты проиграл ослица. Дома ты непобедимый и неотразимый. Тебе даже хватило наглости укусить меня. А теперь что? Куда всё это делось?» Ослик поёжился, похоже, поняв Ван Буолэ. Его глаза налились кровью. «Я, Ван Буолэ, красив, талантлив и могуч. Мне нет равных среди сверстников. Я никогда не позволял другим ездить на мне. Это другим нужно при встрече со мной трястись от страха. «Но ты, глупый осёл, не смог справиться с самкой! Тебя побила девочка! Как ты после этого можешь называть себя самцом? Позорище!» Выпустив пор, Ван Буолэ вздохнул. Ему не было дела до силы Ослика Кундао. Будь они не на военной базе, а где-то в другом месте, то он бы сам нанес удар. Ослик понял, что ему пытался сказать Ван Буолэ, видел презрение в его глазах, животное тяжело задышало, его глаза ещё сильнее покраснели. Впервые в жизни невинность в них сменилась яростью. Он резко поднял голову и куда-то посмотрел, словно мог сквозь стену увидеть белую ослицу. Спустя несколько вдохов послушался скрежет зубов. Чувство обиды усилилось и трансформировалось в одержимость. «Какой теперь смысл скреждать зубами? Когда ты станешь сильней, просто пойди и побей её! Схвати и впечатай её наглую морду в пол! Вот что ты должен сделать! Покажи, из какого ты теста!» Нравоучительная лекция подошла к концу. Перед тем, как выйти из туалета, он ещё раз вздохнул. «Мне стыдно за тебя!» Ван Буолэ не заметил огня в глазах Ослика и то, куда именно тот сейчас смотрел. Угрожающий блеск его глаз не сулил белой ослицы ничего хорошего. Выйдя из туалета, Ван Буолэ умело скрыл своё недовольство за жизнерадостной маской и направился на полигон. Под его руководством солдаты начали собирать и испытывать пушки. Генерал Чень рассыпался в лебезностях и комплиментах. Ван Буолэ не стал ничего утаивать. Полдня он инструктировал экспертов марсианской армии и делился с ними всеми своими знаниями о сборке и шифровании начертаний. Процесс сборки Ван Буолэ курировал совместно с Чиньфэном. Убедившись, что у военных не возникает проблем, Ван Буолэ начал собираться в обратный путь. «Генерал Чень, если-то всё, то я…» Ван Буолэ обратился к Чиньфэну, но не успел закончить фразу. У генерала завибрировало кольцо передатчик. Выражение Чиньфэна изменилось, когда он прочитал сообщение. «Буолэ, у меня появились срачные дела, поэтому я не смогу тебя проводить». Чиньфэн быстрым шагом куда-то пошёл, выглядел он стревоженным. Ван Буолэ сразу понял, случилась беда. Он с самого начала хотел спросить о Линь Тяньхау, но момент был упущен. Внезапно у него завибрировало кольцо передатчик. «Ван Буолэ, у меня новости. С командой Линь Тяньхау что-то случилось, что именно неизвестно, я дам тебе знать, если у меня появятся новости». Отправителем была Ли Ван Эр. Ван Буолэ застыл как вкопанный. Он сразу же подумал о Чиньфэне, который куда-то спешно пошёл. Подняв голову, он посмотрел в сторону уходящего Чиньфэна. Сейчас было не время колебаться. «Генерал Чэнь, моего проректора Линь Тяньхау включили вместо меня в одну из тактических групп. У вас нет у него вестей?» Чиньфэн резко обернулся и внимательно посмотрел на Ван Буолэ. Не дав ему времени ответить, Ван Буолэ выпалил. «Я разговаривал с отцом Линь Тяньхау. Он знает, что его сына забрали вместо меня. Генерал Чэнь, я в ответе перед сенатором Линь». Это замечание было очень своевременным. Будь его мотивация обусловлена только личными мотивами, Чиньфэн никогда бы не поделился с ним информацией. Несмотря на сотрудничество Ван Буолэ с вооруженными силами Федерации, марсианская армия не входила в эту структуру и считалась независимой. С появлением выравнения сенатора Линь даже ему пришлось серьёзно задуматься. Наконец он одарил Ван Буолэ многозначительным взглядом. «Я сам пока не знаю всей ситуации. Следуй за мной». Солдаты рядом с ним провели быстрый досмотр Ван Буолэ, после чего его допустили на личный корабль Чиньфэна, судно взмыло в воздух и полетело к командному центру района номер 36. В ходе поездки Чиньфэн не разговаривал, он изучал поступающие сообщения и быстро на них отвечал. Ван Буолэ тоже было не до разговоров, его мучило дурное предчувствие, вскоре летающий корабль приземлился перед командным центром, вдвоём они вошли в просторное помещение с огромным духовным экраном в центре, вокруг которого основали люди в форме. Кто-то тут же подошёл к Чиньфэну, чтобы ввести его в курс дела. «Разрешите доложить?» После кивка Чиньфэна офицер продолжил. «Мы потеряли связь с шестым и седьмым отрядом, весь личный состав исчез, включая практиков хармического оружия, экспертов по магическим формациям и шрица. Наша магическая формация больше не находит Багровые поселения, они тоже куда-то пропали. Крового красный туман рассеялся, мы не можем обнаружить его следов на планете!» Чиньфэн сразу же окунулся в голову и в работу. Услушав доклад офицера, лицо ван Буолэ омрачилось. Предчувствие беды усилилось, в этот момент ему пришло ещё одно сообщение от Ливан-Р. В нём говорилось, что военные послали семь отрядов разобраться в причинах появления Алого Тумана. Пять из них вернулись, шестному и седьмому отрядам выпали самые дальние участки от базы, поэтому они должны были вернуться позже всех. Операция шла по плану, все семь отрядов добыли бесценную информацию и ресурсы для колонии, час назад командный центр потерял связь с двумя последними отрядами, сканирование магической формации ничего не обнаружило. Они как будто сквозь землю провалились. В марсианской колонии не могли проигнорировать это происшествие. В командный центр прибыли губернатор, её заместитель и руководители департаментов. Среди них была Ливан-Р. Многие заметили Ван Буула в углу, но сейчас было не время для светских бесед. Всех беспокоила судьба пропавших отрядов. Марсианские военные послали поисковые команды, как только связь с отрядами оборвалась, губернатор воспользовалась своим доступом к магической формации для очередного сканирования. Несколько часов не было никаких вестей. С наступлением вечера поисковые отряды доложили, что ничего не нашли. Их корабль прибыл на место, где предположительно пропали отряды. Кровавый туман, поселение, люди, всё это бесследно исчезло, словно их никогда не существовало. В командном центре повисла тишина, никто не разговаривал. Все пришли к одному выводу, судя по всему, пропавшие уже были мертвы. Ван Буула не помнил, как вернулся в академию, голова упорно отказывалась работать. Он молча сел в своей резиденции и уставился на стену. Лин Тяньхау присвоили статус пропавшего без вести. Эта мысль не укладывалась в голове. Его забрали в экспедицию вместо него. Если бы Ван Буула не застрял в пещере с Ливан Эр, в списке пропавших не было бы имени Лин Тяньхау. По его мнению, Лин Тяньхау постигла печальная судьба, которая предназначалась ему. Ван Була не мог разобраться в своих чувствах. К сожалению, он был бессилен что-либо сделать. Когда обо всем узнал Лин Ю, он бросил все дела и полетел с Земли на Марс. Ван Була в компании печальных дум был не в настроении заниматься культивацией. Следующие два дня он провел в ожидании новостей. Поиски пропавших так и не сдвинулись с мертвой точки. Ночью второго дня Ван Була достал бутылку вина и сделал большой глоток прямо из бутылки. За несколько дней тревожного ожидания он весь извелся. Наконец, он принял решение провести поиски самостоятельно, иначе чувство вины будет преследовать его до конца жизни. Тишину ночи внезапно нарушил шум статики, кольцо-передатчик включилось само по себе, сквозь шум помех послышался едва слышный голос Лин Тянь Хао. «Помоги!» Ван Була резко открыл глаза и пораженно посмотрел на свое кольцо. Глава 334. Спасение. Услышав посреди ночи прорывающийся сквозь шум статики голос Лин Тянь Хао, Ван Була ненадолго забыл о дыхании. Он поднес кольцо поближе и с тревогой заговорил в него. «Тянь Хао, ты где?» Сколько бы он не пытался связаться с Лин Тянь Хао, тот был недоступен. Все вопросы Ван Була остались без ответа. После нескольких неудачных попыток он поднялся со своего места. Его глаза сияли решимостью. Лин Тянь Хао стал членом экспедиции вместо него. Ван Була понимал, что его исчезновение никак с ним не связано, но это не помогало унять чувство вины. Он без колебаний нашел контактный номер губернатора марсианской колонии, как ректор Академии Туманного Дао, благородный второстепенного четвертого ранга и член управляющего звена Марса, у него имелись номера всего высшего эшелона администрации, включая губернатора и его заместителя. По любому другому вопросу он не стал бы связываться напрямую с губернатором, тем более посреди ночи. В столь поздний час надо иметь очень веский повод, чтобы беспокоить губернатора. Сейчас это не заботило Ван Була. Как только связь была установлена, он сразу перешел к сути дела. Губернатор, это Ван Була. Со мной только что пытался связаться мой проректор Лин Тянь Хао. Стоило ему это сказать, как губернатор колонии серьезно спросила. Лин Тянь Хао шестого отряда? Да, он только что связался со мной и попросил о помощи, но после этого я не смог остановить с ним связь. Вместе с кольцом-передатчиком немедленно отправляйся на военную базу. Приказала губернатор и выключила связь. Судя по тону, она восприняла его новости очень серьезно. Не теряя ни секунду, он выскочил из резиденции и достал летающий корабль. Ослик с его тонким чутьем последовал за хозяином на борт. Ван Була не было времени разбираться с ним. Он завел двигатели на максимальной скорости и полетел к району номер 36. Со свистом яркий луч света растек темное небо. Днем из-за трафика у него бы ушло какое-то время, чтобы добраться из 12-го района в 36-й. Ночью одинокий корабль напоминал падающую звезду. Через 15 минут он прибыл на военную базу. Офицер в порту сопроводил его до командного центра. Внутри Ван Була увидел по меньшей мере 100 человек, которые работали вокруг огромного духовного экрана с проекцией Марса. На нем непрерывно мигали сотни точек. В помещении находились пять сильнейших экспертов армии, включая Чинь Фэна, губернатора, ее заместителя и директора департамента проапорядка Ливан Эр. Когда открылись двери, все обернулись на вошедшего. При других обстоятельствах Ван Була не упустил бы отличную возможность проявить себя перед самыми могущественными людьми планеты, но сейчас у него просто не было ни сил, ни желания этого делать. Он подошел к губернатору и передал ей свое кольцо-передатчик. Должно быть, у нее имелся какой-то особый способ отследить Линь Тяньхау через кольцо-передатчик, раз она приказала ему привезти его сюда. Тут Ван Була не ошибся. Губернатор без лишних слов взяла кольцо-передатчик, ее глаза едва заметно блеснули, в следующий миг вспыхнула культивация великой завершенности создания ядра. Планетарная магическая формация загудела, заискрившиеся в воздухе огоньки слетелись к кольцу на ладони губернатора. Кольцо-передатчик взмыло в воздух, через него прошли тончайшие лучи света, словно анализируя кольцо. Вся процедура заняла 15 минут, и люди в помещении нервно ожидали результата. Внезапно кольцо-передатчик ярко вспыхнуло и приземлилось на духовный экран. Сотни красных точек на проекции Марса исчезли, после чего загорелась всего одна, отмечавшая необитаемый район далеко за пределами колонии. Единственная отметка на карте планеты. Сеанс связи был установлен из этого места. Сигнал исходит не с поверхности, а из-под земли. Сурово сообщила губернатор. Все, включая Ван Булэ, смотрели на красную точку. По лицам нескольких человек промелькнула тревога. «Эта точка находится неподалеку от божественного оружия». Такое совпадение не могло не настораживать. Ван Булэ оцепенел. Это напомнило ему об отборе в программу сто сынов, а точнее о Кундао. Тогда выяснилось, что он получил место без конкурса за нахождение божественного оружия на Марсе. «Божественное оружие». Ван Булэ внимательно посмотрел на духовный экран. «Надо действовать быстро», спокойно сказала губернатор, глядя на мигающую точку на проекции. Похоже, она что-то просчитывала в уме. Ее заместитель, гигантское дерево, был как никогда серьезен, но наклонился к губернатору и негромко сказал. «Губернатор, после прибытия на Марс у меня не было шанса проявить себя. Позвольте мне принять участие в миссии. Я хочу докопаться до сути происходящего». После его слов все в помещении посмотрели на губернатора, ее главной обязанностью было защищать марсианскую колонию, поэтому она не могла без крайней необходимости покидать город. В такой ситуации было логично поставить во главу группы спасения своего заместителя, он тоже находился на великой завершенности создания ядра. Немного подумав, она утвердительно кивнула, ее заместитель стал командиром спасательной группы. Военные включили в нее еще трех практиков в стадии создания ядра, одним из которых стал Чиньфан, туда же вошли еще 50 практиков в стадии возведения основания. Ван Буэлэ беспокоила участие в операции гигантского дерева, но он все равно вызвался добровольцем. Губернатор задумалась, но в итоге разрешила ему пойти. Да, в свое добро она многозначительно посмотрела на своего заместителя. Собратос Мантус, надеюсь, во время выполнения здания не будет никаких непредвиденных осложнений. В противном случае нам не избежать прямого вмешательства Федерации и всестороннего расследования. Все-таки ваша цель находится недалеко от предполагаемого места захоронения божественного оружия. Гигантское дерево покорно поклонился, глубоко внутри у него все похолодело. Остальные не заметили скрытого смысла слов губернатора, но он все понял. Ему уже доводилось склестнуться в бою с президентом Федерации. Зная о его коварстве, гигантское дерево сразу сообразил, на что намекала губернатор. «У меня ни с кем нет вражды, только с Бауле». Губернатор пытается намекнуть, «Ничего не предпринимать против него, а оно недооценивает меня». Гигантское дерево улыбнулся, он не собирался прикасаться к Ван Бауле, особенно при таком количестве свидетелей. Было бы глупо сейчас нападать на него. К тому же он планировал успешно выполнить задание в надежде произвести хорошее впечатление и зарекомендовать себя надежным человеком, если это слово было к нему применимо. Он хотел использовать эту операцию, чтобы втереться в доверие к Федерации. На самом деле, после присоединения к Федерации он выяснил, что внутренняя политика была не так проста, как это могло показаться со стороны. Политика людей напоминала мутные воды, где водилось много опасных хищников. До него доходили слухи о загадочном оружии под названием антидуховные бомбы. Когда первое удивление схлынуло, он задумывался, какие еще секреты скрывала Федерация. Военные каждый год отбирают талантливых людей и посылают их в неизвестное место. Вдобавок люди планируют колонизацию древнего меча из позеленевшей бронзы. Все знают, что в Федерации нет практика в стадии зарождения души. Раньше я так думал, но теперь не уверен. Глаза гигантского дерева заблестели, он умело скрыл свои эмоции. Сейчас ему было нужно проявить себя. Губернаторы, оставшиеся военные проводили спасательную группу к огромному летающему кораблю. На борт взошли гигантское дерево, эксперты стадии создания ядра, эксперты стадии создания ядра и возведения основания, а также Ван Буэлэ. Ван Буэлэ взял с собой ослика, животное, похоже, чувствовало напряжение людей на борту, давление гигантского дерева и других экспертов стадии создания ядра. Подогнув под себя ноги, ослик послушно рёк рядом с хозяином, чтобы никому не мешать. Ван Буэлэ не стал пренебрегать простыми мерами предосторожности. Перед отлётом он сообщил обо всём главе секты Дао Академии Эфира и сделал это он прямо на глазах гигантского дерева. Это немного его успокоило. Глядя на заснеженные равнины Марса, он про себя сказал Лин Тяньхао, держись! Глава 335 Ожившие мертвецы Спасательный корабль размытым пятном мчался по марсианскому небу, путешествие заняло меньше часа. Этот корабль по быстроходности превосходил обычные суда, поэтому они очень быстро добрались до места. На пустоши не было снега, только голая красная земля. На фоне этого безжизненного пейзажа выделилась круглая пещера. Из неё лился алый свет, красная пыль на поверхности Марса в этом свечении выглядела особенно зловеще, как будто она была пропитана кровью. При виде этого жутковатого зрелища люди на корабле почувствовали себя не в своей тарелке, гигантское дерево в чёрном халате бесстрастно взирал на вход в пещеру. Его глаза холодно поблескивали, это место совпадало с точкой на проекции магической формации. Мы на месте! Он выпрыгнул из корабля и устремился к пещере, за ним последовали три армейских эксперта стадии создания ядра, включая Чиньфэна, троица вслед за гигантским деревом скрылась в залитой алым светом пещере. Последними покинули корабль Ван Буэлэ и оставшиеся практики стадии возведения основания. Несмотря на жутковатое свечение, они без колебаний вошли в пещеру. Перепуганный ослик ни на шаг не отходил от Ван Буэлэ. Под предводительством гигантского дерева Чиньфэна и других экспертов отряд в 50 человек двинулся по тоннелю. У входа в нос Ван Буэлэ ударил тяжелый запах крови и чего-то еще. От мерзкого запаха в пещере, похожего на вонь гниющего трупа и разложившейся плоти, многих начало подташнивать. Точнее, его не получалось сложно описать. Сердца практиков забились быстрее. Впереди лежал тоннель шириной нескольких десятков метров, стены этого широкого тоннеля испещряли трещины, некоторые были совсем маленькими, другие достигали таких размеров, что их можно было принять за боковое ответвление. Разумеется, они были не такими широкими, как основной тоннель. Тоннель прорыли недавно, заключил Чэнь Фэн после изучения стен. Гигантское дерево и двое экспертов стадии создания ядра тоже проверили стены, а потом двинулись вглубь тоннеля. Ван Буэлэ находился вместе с практиками стадии возведения основания, стоило ему войти в пещеру, как внутри его тела затрепетало темное пламя, словно оживившись. Это подтвердило его изначальные подозрения. У него получилось культивировать темное искусство благодаря Багровому туману, который он вдохнул в пещере практикой эритика. Что такое этот Багровый туман? На брифинге сказали, что эта пещера находится рядом с божественным оружием. Может, этот туман как-то связан с божественным оружием? В голове Ван Буэлэ голопом проносились мысли, хотя в этом опасном месте ему не стоило отвлекаться, особенно с учетом личности их командира. Хоть Ван Буэлэ и сообщил главе секты об участии в миссии, тем самым обезопасив себя от открытого нападения гигантского дерева, в пещере наверняка было очень опасно. Иногда не требовалось морать руки, чтобы кого-то убить. Отказать в помощи в самый решающий момент или решить спасти кого-то другого, в обоих случаях это могло плохо для него закончиться. Вот почему в пещерин решил не идти вместе с экспертами, а остаться с основной группой практиков. В любом случае не стоило сильно забивать себе этим голову, он взял себя в руки и пошел вместе со всеми по тоннелю. Нервы практиков были натянуты до предела, они не успели далеко продвинуться, как из темноты впереди раздался оглушительный рев, как будто разом взревела стая свирпок зверей. Гигантское дерево, идущее впереди молниеносно вонзило руку в стену и что-то вниз схватило. Во время этой молниеносной атаки на его руку наложилась иллюзорная когтистая рука, сделанная из дерева. Он вытащил из стены полосгнивший труп. Одежда была изорвана до неузнаваемости, а сам труп покрыт личинками, из-за чего тело ужасно воняло. От мертвеца разило смертью, как вдруг тот дернулся, оживший мертвец. Не обращая внимания на то, что его держало гигантское дерево, покойник все равно потянул к нему руки. От его жуткого воя у остальных холодок пробежал по стене, практики в панике отскочили от стен. Что это? Живой мертвец? Оживление мертвых! Гигантское дерево нахмырилось. Хмыкнув он сжатием пальцев раздробил мертвецу череп, обезглавленное тело рухнуло на землю, но даже без головы оно продолжило ползти к людям. Ван Буэлла стало не по себе, остальные тоже в страхе немного попятились. Где-то неподалеку раздался новый вой, его сопровождал мерный звук, как будто кто-то рыл землю. Причем звук доносился из пола стены потолка. Люди в туннеле в панике начали оглядываться, из стен пола и потолка одна с другой высовывались головы. В темноте послышалось шарканье и заунывный вой. В тусклом свечении алой земли члены отряда вскоре увидели идущие в их сторону три человеческие фигуры. На этих мертвецах почти не было следов разложения, их наряды тоже хорошо сохранились. От троицы исходила пугающая энергия. Когда члены спасательного отряда, включая гигантское дерево, Чен Фэн и Иван Буэлла увидели покойников, от узнамляния у них расширились глаза. Фасон их нарядов отличался от тех, что был распространен в федерации. Нечто похожее на силе во времена глубокой древности Ван Буэлла видел погибших практиков меча из позеленевшей бронзы в деревне истинного дыхания и слевшие останки их одежды были очень похожи на облачение трёх мертвецов. На них надвигались практики меча из позеленевшей бронзы. Их тела явно упали на морс вместе с фрагментами меча, пронзившего солнца, а потом по неизвестной причине они восстали из мёртвых. Это же произошло с мёртвыми, которые высунулись из стен, пола и потолка тоннеля. С появлением живых они с диким воем стали выбираться из-под земли впереди из лучей свирепую ауру кинулись на гигантское дерево Ченьфэна и остальных. В туннеле воцарился хаос. Воздух сотрясал грохот взрывов и нечеловеческий вой. Гигантское дерево, Ченьфэн и практики стадии создания ядра сражались с наседающей ордой. Поначалу дела уже вышли нормально, но потом из туннеля на них выбежало ещё с дюжны мертвецов в окружении зловещей ауры. Следом за ними шёл 30-метровый гигант с огромной костяной дубиной. Каждый его шаг эхом отражался от стен пещеры. Мертвецов было слишком много, отряд неистов отбивался, но все понимали, что долго они не продержатся. Вскоре гигантское дерево и Ченьфэн начали пробиваться вперёд. Расстредоточиться! Одновременно крикнули они практикам стадии возведения основания. Спасайтесь, если можете! Те, кому это не удастся, постарайтесь остаться в живых! Ченьфэн за мной! Надо пробиться в сердце этого места и выяснить, что там происходит! Выражение лица гигантского дерева не сулило врагам ничего хорошего. Он практически не знал о себе равных длоне и обладал неуемным честолюбием. Большинство обитателей моря чудовищ не могли сравниться с ним в свиряпости. Придя в ярость, он бросился вглубь тоннеля. Позади него оставались лишь остаточные образы. Практики стадии возведения основания видели, как дерево, Ченьфэн и практики создания ядра прорубали себе путь по тоннелю. Следуя приказу, они стали разбегаться в поисках выхода. Некоторые ныряли в достаточно широкие щели в стенах. В таких узких проходах практики могли отбиваться от превосходящих сил противника, даже тех, кто выбирался из стен. Некоторым могло повезти найти в конце этих ответвлений выход. Ван Буэлэ с холодным блеском в глазах мечом перерубил на 2 и 2 мертвецов. При виде растущего количества неупокоенных практиков и разделившийся отряд, он ещё раз рубанул мечом, а потом нырнул в ближайшую трещину и побежал вперёд. В ходе сражения ослик ни на секунду не терял из виду хозяина, животное не удержалось и несколько раз попробовало гниющую плоть на вкус, а потом с отвращением выплюнуло мясо. Когда Ван Буэлэ скрылся в боковом тоннеле, ослик побежал следом за ним. Глава 336 Еда близко Как быстро всё пошло наперекосяк. Ван Буэлэ пробирался по боковому тоннелю, внимательно оглядывая стены на предмет опасности. Как только они вошли в эту пещеру, начала твориться какая-то чертовщина. Никто не ожидал встретить здесь оживших мертвецов. Похоже, большинство мертвецов принадлежат к древней цивилизации. Среди них вроде нет людей федерации. «Высок шанс, что Лин Тяньхау ещё жив». Внезапно он рубанул мечом вправо, клинок опустился на шею высунувшегося из стены мертвеца, отрубленная голова упала на пол. «В пещере моё тёмное пламя ведёт себя неспокойно. Чем глубже я забираюсь, тем оживлён оно становится». Оказавшись в боковом тоннеле без свидетелей, он дал волю тёмному пламени. Ему хотелось выяснить, подействует ли оно на мертвецов. Тёмное пламя поджигало оживших покойников, но те по неизвестной причине зверели. В их чёрных глазах просыпался голод, и они бросались на Ван Буэлэ. Ему пришлось скрыть тёмное пламя. Такая реакция мертвецов явно намекала на существование связи между ними и тёмным пламенем. Внезапно он вспомнил предостережение Лапули. «Практики начальных ступеней тёмных искусств не должны без крайней необходимости раскрывать наличие у себя тёмного пламени». Лапули была права. При виде тёмного пламени мертвецы буквально сходят с ума». Ван Буэлэ решил использовать тёмное пламя только в самом крайнем случае. Вскоре впереди показался выход в основной тоннель. В пещере был всего один главный тоннель. Проходы в стенах могли соединяться с другими ответвлениями основного тоннеля, но в конечном итоге все сходились к главному тоннелю за одной лишь разницей. Они приводили к разным его участкам. Некоторые трещины постепенно сужались, пока не заканчивались тупиком. Чтобы пройти дальше, надо было начать копать. Ван Буэлэ повезло. Его проход не сузился настолько, чтобы ему пришлось копать. При виде выхода его глаза блеснули. Туда незамедлительно улетели москиты. С их помощью Ван Буэлэ выяснил, что у выхода в основной тоннель всё было тихо. Мертвецов не было, только кроваво-красная трава на земле. Ван Буэлэ с облегчением выдохнул, но ослаблять будительность не стал. Он покосился на Ослика рядом, тот нерешительно поглядывал на ногу обезглавленного Ван Буэлэ-мертвеца. Несмотря на сильное желание её съесть, Ослик понимал, что вкус ему не понравится. Думаешь только о еде? Ван Буэлэ отвернулся, его питомец находился на третьей ступени истинного дыхания и, похоже, приближался к прорыву. У него очень хорошо был развит инстинкт самосохранения. В хаосе боя он ни разу не потерял хозяина из виду. От внимания Ван Буэлэ не ускользнуло то, что ни одному жившему мертвецу не удалось поймать Ослика. Животное явно обладало талантами за грани его понимания. Ван Буэлэ выскочил из бокового прохода в основной тоннеле быстро осмотрелся. Растревоженное темное пламя внутри него подсказывало, куда ему следовало идти. Но тут алая трава внезапно зашуршала. Трава начала расти прямо на глазах. Кроваво-красные травинки пробивались из пола и стен словно щупальцы какого-то травяного монстра. Тоннель позади тоже зарос травой. Ловушка. С блеском в глазах Ван Буэлэ прочертил ткармическим оружием дугу. С пронзительным свистом он сребил всю траву перед собой, но её было слишком много. Кровавая трава обладала необычайной прочностью и коррозийными свойствами. Даже со своей закалённой кожей Ван Буэлэ почувствовал болезненное жжение, когда травинки коснулись его. Её количество представляло серьёзную угрозу, то он мог бы попытаться отступить в боковой проход, но там тоже выросла кровавая трава. Это было непростое препятствие. Он атаковал всем, что у него было. В ход пошли молнии, пламенный взрыв и другие заклинания, но они не наносили траве существенного вреда. Автоматоны тоже оказались бесполезны. Кровавая трава быстро проскальзывала в щели между суставами и разъедала их изнутри. Он раздражённо продолжил рубить траву мечом. В его глазах танцевало холодное пламя. Он уже хотел выжечь траву тёмным пламенем, но тут из почти заросшего прохода у него за спиной послушал сардосный крик Ослика. «Я!» Ван Буэлэ обернулся и увидел позади Ослика. Тот с восторженным блеском в глазах остервенело поедал кровавую траву. «Он и это может есть!» – ошеломлённо подумал Ван Буэлэ. Но тут он вспомнил о любви Ослика поедать землю с цветами из клумб Академии, когда тот был голоден. Судя по всему, кровавая трава была намного вкуснее полусгнивших трупов. Ослик постепенно набирал обороты. Чем больше он ел, тем ярче сияли его глаза. Вскоре в боковом проходе не осталось кровавой травы. Выскочив в основной тоннель, Ослика слегка задресло при виде такого количества еды. «Я! Я!» Крича, Ослик запрыгал на месте. Ван Буэлэ тоже был рад такой нежданной удаче. Он наблюдал, как Ослик прогрызал себе путь через травяные заросли. Какое-то время спустя он недовольно цокнул языком. Раз Ослик мог радостно топать копытами во время еды, значит, он не вкладывал в борьбу с травой все свои силы. «Кыш!» – крикнул он. «Пиро кончен! Я собираюсь срубить всю траву!» Ван Буэлэ начал косить мечом траву. При виде этого Ослик запаниковал. Его глаза налились кровью. Он прекратил дурачиться и с удвоенной скоростью начал поедать кровавую траву. Постепенно животное выработало систему. Укусив один раз, оно втягивало в себя остатки травы и корней, а потом перебегало к следующему участку. Под натиском голодного Ослика трава стремительно редела. Ван Буэлэ был очень доволен. «Ты недостаточно стараешься!» – гневно крикнул он Ослику. «Впереди нас ждет еще много вкусной кровавой травы! Я собираюсь я уничтожить!» Он сделал вид, будто собирался броситься вперед. Ослик пришел в неистовство. С диким криком он сорвался с места и влетел в кровавую траву перед Ван Буэлэ. Оттуда сразу же послышались щелчки челюсти и жевания. Ван Буэлэ неспешно следовал за Осликом, время от времени покрикивая на него и взмахивая мечом, как бы демонстрируя свое недовольство качеством его работы. Теперь между ним и целью не осталось препятствий. Тем временем кровавая трава и мертвецы наводнили другие части пещеры, они появлялись только рядом с живыми людьми. Спасательный отряд лишился нескольких бойцов, к счастью, в эту группу включили только тех практиков, кто обладал богатым опытом в ведении сражения. Несмотря на страх, они могли защитить себя. Практически никто не пострадал, но многие оказались загнаны в угол. Шаткий баланс сохранялся, пока не произошло кое-что странное. В одной части тоннеля практик стадии возведения основания был со всех сторон окружен кровавой травой, позади него беззвучно возникал и силуэт. Размытая фигура была практически полностью прозрачной, черты лица оставались затуманенными, но, судя по росту и сложению, это был маленький мальчик. В момент его появления кровавая трава и мертвецы вздрогнули. Похоже, мальчик вселял в них ужас. В глазах мальчика горело призрачное ледяное пламя, словно оно могло заковать в лёд всё живое на свете. Мальчик мрачно посмотрел на загнанного в угол практика, а потом внезапно прошёл сквозь него. Практик ничего не почувствовал, но тут его вздресло. Жизненная сила испарилась, свет его в глазах померк, на землю упал уже мертвец, он не ожидал атаки. До самого последнего момента он не видел размытый силуэт мальчика, не видел он и шарика пламени, который появился в руках мальчика после того, как он прошёл сквозь него. Мальчик забросил горящий шарик в рот и обрезал губы, сделав шаг, он расстрелился в воздухе, возник он за спиной другого практика. Находясь в окружении мертвецов, тот отчаянно сражался за свою жизнь, не теряя времени даром, мальчик прошёл сквозь него. Ничего не подозревающий практик умер мгновённо. Мальчик проглотил шар пламени и направился к следующей жертве. Он был не очень силён, на самом деле его можно было назвать слабым. Вот только практики не видели и не могли почувствовать его присутствие, мальчик обладал какой-то причудливой способностью, против которой у других не было защиты. Он передвигался по извилистым тоннелям, как по своей отчине, не убивая практиков. Наконец, расправившись с дюжиной бойцов, он возник неподалёку от Ван Буоле и Ослика, жадно поедавшего кровавую траву. При виде Ван Буоле он слегка сморщил нос. Какое-то время он колебался, не зная, что делать. В его взгляде промелькнуло раздражение. Он царвался с места и помчался к Ван Буоле очень и очень быстро. В следующий миг он пролетел мимо жующего травы Ослика. Мальчик не обратил никакого внимания на животное. Но тут Ослик чуть приподнял нос, словно учаёв еду. Не просто еду, а очень вкусную еду. Ослик открыл пасть и, испугающей скоростью, сомкнул челюсти. Глава 337. Заклятый враг. Мальчик был быстр, но Ослик в погоне за едой ничуть не уступал ему в скорости, особенно когда он понял, что обедом чался в направлении хозяина. Ослик запаниковал, искренне считая своим главным недоброжелателем человека позади. Хозяин мешал ему набивать пузо и даже соперничал с ним за еду. Ослик не мог допустить, чтобы обед попал в руки хозяина. Он не собирался так просто сдаваться. Повернувшись, он внезапно вытянул голову и щёлкнул челюстями. Никто не ожидал, что Ослик укусит пустоту. Ни Иван Боулэ, ни тем более затуманенный мальчик, который после десятка убийств смотрел на людей с нескрываемым презрением. Даже в самом страшном сне он не мог представить подобного. Голупый Ослик, который мгновением ранее оживал траву, внезапно укусил его. Он не мог поверить в то, что Ослик видел его. Больше всего его шокировала скорость, с которой Ослик напал на него. На мгновение животное превратилось в размытое пятно. В следующее мгновение его правую руку ожгла боль, следом послушался хруст. Мальчик издал нечеловеческий вопль, правда, никто его не услышал. Ослик откусил ему половину руки, из-за брубка хлынула кровь, которую нельзя было увидеть. Мальчик побелел, его глаза в страхе забегали. Он не мог поверить в реальность происходящего. Похоже, со дня своего рождения его никогда не посещала мысль, что однажды его могут укусить. Мальчик тяжело сдышал при виде того, как Ослик открыл пасть во второй раз. Не обращая внимания на хлещущую из-за брубку руки кровь, он отскочил назад. Ему чудом удалось избежать второго укуса. Ван Буола не почувствовал присутствия мальчика. Он видел, как Ослик ни с того ни с сего сомкнул челюсти на пустоте. Это показалось ему подозрительным. Ван Буола осмотрел туннель, но не заметил ничего странного. Ослик стоял к нему спиной. Животное было довольно собой, особенно тем, что ему удалось увезти еду из-под носа Ван Буола. Махая хвостиком, он тремя мощными движениями челюсти переживал и проглотил руку. В этот момент у него расширились рычки. На пару мгновений Ослик прикрыл глаза. Когда он их открыл, они сияли ярче драгоценных камней. Животное принялось обыскивать глазами туннель. Ещё никогда в жизни он не ел ничего вкусней. Чего ты щёлкаешь челюстями? Сосредоточься на траве! Ван Буоле сделал Ослику замечание, заметив, что тут перестал есть траву. Его питомец невинно посмотрел на Ван Буоле, а потом вернулся к поеданию травы. Трава была вкусной, но в сравнении с недавним обедом на вкус она напоминала пыль. К счастью, Ослик всегда был голоден, поэтому трава стремительно редела. Ослик время от времени поворачивался и невинно смотрел на хозяина. Такое поведение показалось Ван Буоле странным. Ван знал Ослика как облупленного, несносное существо обычно так себя не вело. Оно прикидывалось невинным созданием только в одном случае, когда уминало что-то, чего ему нельзя было есть. В жалкой попытке ввести его в заблуждение Ослик всегда смотрел на него своими большими невинными глазами. Что-то не так. Эй, Кыш, ты опять что-то тайком сожрал, да? Ван Буоле с подозрением посмотрел на Ослика, тот в панике повернулся к хозяину и наивно опустил голову. Эта попытка задурить Ван Буоле окончательно подтвердила его подозрение. Сколько он не искал, ему не удалось ничего обнаружить. Смеря взглядом Ослика, он жестом приказал тому идти дальше. Животное обрадовалось, когда Ван Буоле ничего не нашел. Человек, с время от времени кричащим Осликом, продвигались по тоннелю. Все это время Ван Буоле не давала покоя загадка странного поведения Ослика. Когда парочка скрылась вдали, позади них возник затуманенный мальчик, его надменности как не бывало. В нем смешались ярость, ненависть и страх, вместо правой руки у него был обрубок, скрижища зубами он хотел последовать за парочкой, но при виде отсутствующей руки в страхе поежился. Он не знал, что делать, с ненавистью глядя вперед он не решил сойти следом, а потом вовсе отвернулся и в расстроенных чувствах пошел в другую сторону. Никто не знал, что его ненависть была направлена не на Ван Буоле, а на его Ослика, его заклятого врага. Ничего не подозревающий Ван Буоле выбросил странное поведение Ослика из головы. По мере продвижения по тоннелю травы становилось все меньше. В один момент она полностью исчезла. Ван Буоле увидел впереди яркий, почти слепящий красный свет. Оттуда доносились негромкие звуки боя. В этот момент Ослик вздрогнул и наконец совершил прорыв встретил четвертую ступень истинного дыхания. У Ван Буоле не было слов. Ослик, набивая брюхо, сумел подняться на новую ступень культивации. Проигнорировав его, он побежал к свету и остановился у выхода из тоннеля. Улетевшие на разведку москиты показали ему огромную пещеру. Все внутри утопало валом свечения. Источником света служили более сотни коконов, растущих в стенах и свисающих с потолка пещеры. Каждый кокон длиной в 2-3 метра излучал яркий кроваво-красный свет. Внутри угадывались очертания людей. В каждом коконе неподвижно лежал человек с закрытыми глазами. Судя по всему, коконы вытягивали из них жизненную силу. Когда Ван Буоле увидел пещеру глазами москитов, у него в голове сразу же пронеслись воспоминания о впадине колонии встречи с гигантским деревом. Там он видел нечто похожее, практика, в которых астимилировало дерево. Сходство было пугающим. Гигантское дерево нас предало? Инстинкты подсказывали убираться отсюда несмотря на то, что сейчас творилось в пещере. В другой ее части гигантское дерево сражалось с 30-ти метровым гниющим гигантом. Услышанный им ранее грохот создавала их схватка. Бок о бок с гигантским деревом бился Чень Фэн. Вдвоем они противостояли огромному мертвецу. Несмотря на следы гнияния, шкура гиганта была очень крепкой, большинство атак просто разбивались об нее. Когда он открывал рот, помимо рева из него вырывалось облако ядовитых испарений, гигантское дерево и Чень Фэн в этот момент отпрыгивали назад, чтобы не попасть в ядовитое облако. Османту скипел от ярости, его глаза холодно сияли, от него самого исходила кровожадная аура. Ван Буэлэ не поддался инстинктом. Вместо этого он взвесил свои шансы и решил послать вперед москитов. Девять насекомых подлетели к окону и попытались хоботками распороть его. Очевидно, с их размерами они мало что могли сделать. За неимением другого выбора Ван Буэлэ приказал москитам облететь всю пещеру. Вскоре один из москитов обнаружил нужный кокон в правом углу пещеры. Его глазами Ван Буэлэ увидел внутри Лин Тяньхао. Судя по его виду, он был истощен и находился на грани смерти. Задержись Ван Буэлэ ненадолго и он бы навсегда лишился шанса спасти его. Для планов нет времени, буду действовать по ситуации. Чего мне бояться? Ван Буэлэ сбежал в пещеру и, проигнорировав сражающихся экспертов, сразу помчался к Лин Тяньхао. Сила его культивации наполнила от хромической оружия в руке. Клинок вспыхнул тусклым светом, а Ван Буэлэ окружила чёрная буря. Чёрный крокодил из сабли трансформировался в рощерк меча. От меча веяло невероятной силой. Только сильнейшие практики стадии возведения основания могли добиться чего-то похожего. В следующий миг клинок опустился на кокон Лин Тяньхао. Раздался громкий хруст. Прочный кокон не выдержал удара меча Ван Буэлэ и взорвался. Ван Буэлэ чётко отмерил силу удара. Кокон из неведомой органики взорвался, но Лин Тяньхао внутренне пострадал. Глава 338. Это нельзя есть. Из-за разорванного кокона во все стороны хлынула вязкая жидкость. Одновременно с этим из него вывалился Лин Тяньхао. За время нахождения в плену он сильно исхудал. Даже если не обращать внимания на его болезненную худобу, Лин Тяньхао едва дышал, словно был при смерти. Ещё немного и уже некого было бы спасать. Ресницы Лин Тяньхао подрагивали, словно он отчаянно пытался разлепить глаза. Ван Буэлэ аккуратно дал ему проглотить несколько пилюль. В этот момент гигантский мертвец, дравшийся с Чэнь Фэном и деревом, внезапно понял, что сделал Ван Буэлэ. От его рёва взорвалось множество коконов. Выпавшие из них практики поднялись, вот только это уже были не люди, а жившие мертвецы с посерявшими глазами. Дико взрывёв, они кинулись на Ван Буэлэ. С Лин Тяньхао под мышкой Ван Буэлэ бросился бежать. При виде взрывающихся коконов он немного замедлил шаг и полостыл мечом по ближайшему кокону. Времени проверять освобождённого практика не было, он подскочил к следующему кокону и тоже вскрыл его. Орда мертвецов была уже совсем близко, когда-то они были людьми, несмотря на измождённый вид, как будто они ничего не ели несколько недель, их одежда почти не пострадала. Большинство носили военную форму, хотя попадались и халаты экспертов по магическим формациям. Ван Буэлэ, отбиваясь от врагов, пытался спасти как можно больше пленников, он умудрился вызволить около дюжины практиков. Наконец, мертвецы нагнали его. Любой другой человек не выбрался бы из этой ситуации живым, но Ван Буэлэ был отличным бойцом. С дычным кличем он прочертил мечом широкую дугу. Прорубаясь через орду живых мертвецов, он сумел спасти ещё дведюжный человек, но тут кокон на потолке в другом углу пещеры внезапно взорвался. Оттуда полыхнула аура и культивация создания ядра. В этом кокон не томился в заточении мертвец стадии создания ядра капитан шестого отряда. Выбравшись из кокона, он на огромной скорости помчался к нарушителю. Судорожно втянув в легкий воздух, Ван Буэлэ бросился бежать. Перед лицом такого противника он больше не мог думать о спасении других. В следующий удар мечом он вложил всю силу своей культивации, когда клинок обрушился на мертвого эксперта стадии создания ядра прогремел мощный взрыв. С губ Ван Буэлэ брызнула кровь. В результате столкновения его отбросило назад, словно тряпичную куклу. Практик стадии создания ядра задрожал и попятился на несколько шагов. Ван Буэлэ удалось отрубить ему правую руку. Очевидно, умерший практик стадии создания ядра не обладал той же силой, что и при жизни. К тому же, после смерти он стал безвольной куклой. С кончиной его повадки стали больше напоминать звериные, чем человеческие. Потеря руки не ослабила сверепость мертвеца. С нечеловеческим воем он вновь пошел в атаку. Дыхание Ван Буэлэ было прерывистым. Он понимал, что ему противостоял эксперт стадии создания ядра, пусть и сильно ослабленной. Разница в силе была слишком большой. Если он подпустит его слишком близко, то ему не сдобровать. Ему нужно было бежать, но все усложнял Лин Тяньхао. Ван Буэлэ стиснул зубы, а потом бросил свою ношу на спину Ослика. «Осел, беги отсюда и спрячь его!» Ослик выбрался из своего укрытия и ловко поймал Лин Тяньхао. Животное явно понимало всю серьезность ситуации. Лавируя между зомби, Ослик с грузом на спине добежал до входа в тоннель. Там он инстинктивно понюхал висе щур рядом с головой руку Лин Тяньхао. Похоже, он о чем-то задумался. Ван Буэлэ уклонялся от так мертвого практика стадии создания ядра. Во время короткой передышки он бросил взгляд на Ослика. При виде блеска в глазах животного он яростно закричал «Кыш, Ван Буэлэ не знал, научился ли Ослик послушанию и сработает ли угроза трехлетнего наказания, но тот состроил невинный вид и скрылся в тоннеле. Почему-то Ван Буэлэ все равно было немного неспокойно за Лин Тяньхао. Хоть он находился в смертельной опасности, от одной мысли, что Ослик может не удержаться и пару раз укусит Лин Тяньхао, Ван Буэлэ прогнал эти мысли из головы. У него были проблемы поважней. Изменив направление, он продолжил бежать, сделав ставку на скорость. Но не так быстро. Глубоко внутри Ван Буэлэ нарастала тревога. Он понимал, что мог сбежать. Вот только в данный момент он был основной целью Орды оживших мертвецов. Если он сбежит, то покойники переключатся на спасенных практиков, которые пока еще не пришли в себя. Так долго мне не протянуть? Чем больше Ван Буэлэ об этом думал, тем хуже ему казалась ситуация. С помощью москитов он имел отличный обзор всей пещеры. Приведем чащееся к нему Орды зомби он взмахнул рукой. На мертвецов обрушился град молний, небольшой участок пещеры превратился в настоящее искрящиеся море. В следующий миг оно взорвалось, наступающих мертвецов разорвало на куски. Это был еще не конец. После нескольких магических пассов Ван Буэлэ на врагов покатилась стена огня секретной техники пламенный взрыв. С громким тряском под ногами Ван Буэлэ заискрилось электричество. В самую помрачительную скорость он промчался мимо четырех коконов, вспоров их и освободив заключенных в них людей. Это было во предел, коконы продолжили взрываться, количество оживших мертвецов росло, со стен начала осыпаться земля, оттуда высовывались жуткие лица и черепа. Ван Буэлэ оказался на перепутье. Как бы сильно он не хотел помочь остальным, ему надо было бежать. Но тут воздух прорезал рев, до пещеры добрались два оставшихся практика стадии создания ядра, которые поодиночке прокладывали себе дорогу по тоннелю. При виде творящегося в пещере оба на мгновение обомлели, один из них поспешил на помощь Чиньфону, другой наперерез мертвецу стадию создания ядра, который преследовал Ван Буэлэ. В глазах экспертов стояла печаль. Они понимали, что перед ними были не их боевые товарищи. С прибытием подкрепления Ван Буэлэ наконец получил передышку. Пока врагами занимался эксперт стадии создания ядра, он вспоровал коконы. Ему удалось спасти больше дюжинный человек, к этому моменту все коконы в пещере либо были им вскрыты, либо взорвались. Это лучшее, что он мог сделать. Из более чем ста человек он сумел спасти чуть больше сорока. Остальные превратились в ходячих мертвецов. Тем временем до пещеры добрались остальные практики стадии возведения основания. Все без исключения побледнели, когда увидели идущие в пещере сражения. С их появлением Ван Буэлэ больше не надо было драться с мертвецами в одиночку. Пещеру затопили леска оружия, вой чудовищ, гневные полные боли крики. Звуки боя, подобные океанским волнам, то усиливали ста стихали. Мужчина в чёрном превратился в огромное дерево Асмантус и разорвал гниющего гиганта на части, после чего поспешил на помощь другим практикам. Вскоре сражение закончилось, все ожившие мертвецы были уничтожены, в пещере воцелилась тишина. Немного отдышавшись, Ван Буэлэ заметил, что почти 70% практиков стадии возведения основания были убиты в бою. Из трёх экспертов армии стадии создания ядра двое не сильно пострадали, а вот раны меча Ньфана следовало как можно скорее заняться. Гигантское дерево беспокоило не столько его состояние, сколько почерк того, кто всё это устроил. Ван Буэлэ был не единственным, кому вся пища с коконами показалась очень знакомой. Гигантскому дереву доводилось самому устраивать нечто похожее. Вот почему он решил потратить часть жизненной силы для принятия истинной формы, хотя изначально ничего такого не планировал. Истинная форма была запечатана для сохранения энергии, всё-таки он копил силы для прорыва культивации на новую стадию. При виде кокона в красной пещере он понял, что дальше сохранять силу не получится, даже он невольно засомневался в себе, не говоря уже об остальных. Если кто-то начнёт его подозревать, он окажется в скверном положении. Проколятья, что тут творится? Почему кто-то имитирует меня? Гигантское дерево был всерьёз обеспокоен. Стоило ему посмотреть в сторону Ван Буэлэ, как к обеспокоенности примешалось раздражение. К сожалению, он ничего не мог сделать. Он не стал уничтожить мертвецов. Вместе с Чэнь Фэном он решил упаковать все трупы в бездонные браслеты. Если бы он попытался уничтожить трупы, то другие могли бы подумать, будто он пытается избавиться от улик. Во избежание недоразумения он не стал ничего трогать, чтобы эксперты Марса могли изучить всё сами. Так он планировал очистить своё имя. Спасённым Ван Буэлэ людям дали пилюли, почти все были без сознания, но, к счастью, почти не пострадали. Те, кому повезло выжить, чувствовали себя странно. Никогда в жизни им не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Марс, который они знали, всегда был опасным местом, но главные риски нахождения здесь были им известны. Противостоять чему-то сверхъестественному они были не готовы. В компании Мрачных Дум отряд выживших кое-как привёл себя в порядок. Гигантское дерево, Чэнь Фэн и два практика стадии создания ядра повели остатки группы спасённых людей по тёмному тоннелю, Ван Буэлэ нашёл Ослика. Увидев целого и невредимого Лентяньхау, он с обликчинём выдохнул. Дальше люди пошли в компании Ослика. На поверхности они запечатали выход и погрузились на корабль. Когда судно с гулом начало подниматься в воздух, гигантское дерево внезапно посмотрел на запечатанную пещеру. По непонятной причине он почувствовал чей-то взгляд, вот только у пещеры никого не было. Ван Буэлэ ничего не заметил, все его мысли занимало тёмное пламя, внутри залитой алым светом пещеры неведомая сила, остревожившая пламя куда-то исчезла. Тогда он был занят спасением людей, поэтому он отложил размышления об этом на потом. На борту корабля, глядя на запечатанную пещеру внизу, он всерьёз задумался. Это место должно быть как-то связано с тёмными искусствами. Лапуля сказала, что на определённом уровне культивации тёмных искусств практик получает способность управлять жизнью и смертью. Тёмное пламя без какой-либо причины ожило. Ван Буэлэ задумчиво склонил голову. Ни он, ни гигантское дерево не заметили, как принюхивался ослик. Животное, облизываясь, посмотрело вниз. У пещеры стоял невидимый мальчик, пальцы на уцелевшей руке были сжаты в кулак. Не мигая, смотря на корабль с осликом, он скрежетал зубами. Глава 339 не могу сказать. Корабль быстро долетел до военной базы на окраине марсианского города. После приземления Лин Тяньхау и остальных спасённых сразу же передали в руки целителей. Губернатор и другие эксперты уже ждали их. Ван Буэлэ увидел среди них Лин Ю, тот явно только что прилетел на Марс. В противном случае он бы присоединился к операции по спасению. Когда он увидел похудевшего, но целого и невредимого Лин Тяньхау, с его плеч как будто свалился тяжёлый груз. За последние несколько дней в его шевелюре прибавилось седых волос. Ван Буэлэ заметил, что с их первой встречи Лин Ю постарел. После сообщения от Ван Буэлэ о пропаже сына он сумел сохранить трезвую голову на плечах, но глубоко внутри его ни на секунду не отпускала тревога. В противном случае он бы никогда не бросил город Эфир и не прилетел на другую планету. У сенатора и мэра города было очень много обязанностей. Наконец Лин Ю мог больше не тревожиться. Вместо слов он внимательно посмотрел на Ван Буэлэ и похлопал его по плечу. Он забрал Лин Тяньхау из рук целителя, который планировал разместить его в армейском госпитале и повёл его к своему кораблю. Видимо, где-то в городе их уже ждали нанятые им специалисты. Сгуб Ван Буэлэ сорвался вздох облегчения. С сильных лет ему не нравилось быть в долгу у других. История с Лин Тяньхау могла закончиться очень печально. Такой долг Ван Буэлэ не смог бы вернуть до конца своей жизни, но теперь он мог спать спокойно. В кровавой пещере погибло очень много людей. Кто-то мог уцелеть, не решив Ван Буэлэ первым спасти Лин Тяньхау, но в подобных ситуациях не существовало правильных или неверных решений. Другие люди на его месте просто бы поступили по-другому. Операция по спасению людей в кровавой пещере оставила на Ван Буэлэ глубокий след. Столько крови и смерти. С другой стороны, если случившееся имело какое-то отношение к тёмным искусствам, тогда Федерация без сомнения окрестит их еретической техникой. Их сила в кровавой пещере была слишком велика, но не существует изначально злой или доброй техники. Всё определяется тем, как практик их использует. Ван Буэлэ был твёрдо убеждён в этом. Он не планировал прекращать культивацию тёмных искусств. Увиденное в пещере окончательно убедило его в правоте Лапули, никто не должен знать о культивации тёмных искусств. После возвращения гигантское дерево Чэнь, Фуэн и другие эксперты отправились докладывать обо всём губернатору. Раненых оставили в руках целителей, а здоровых сопроводили к воротам военной базы. Ван Буэлэ вернулся в Академию. Этот инцидент серьёзно повлиял на Марс, вот только большинство местных практиков ни о чём не подозревало. Жизнь вернулась привычное русло, как будто ничего не произошло. Тем не менее, в небе всё чаще видели военные корабли и суда департамента правопорядка колонии. Магическая формация Марса была приведена в повышенную боевую готовность. Ван Буэлэ замечал то, на что другие просто не обращали внимания. Он понимал оправданность подобной секретности. С его нынешней культивацией и статусом благородного никто не заботился тем, чтобы держать его в курсе дел. Вернувшийся с лечения, Лень Тяньхау немного развеял его сомнения. Буэлэ, я благодарен тебе за то, что ты сделал. Несмотря на сильную слабость, Лень Тяньхау явно шёл на поправку. Больше он не относился к Ван Буэлэ как к начальнику. Больше не видел себя просто его подчинённым. Теперь он смотрел на него с теплотой и благодарностью. Ему рассказали, что его спас именно Ван Буэлэ. Если бы он решил вызволить искоку на кого-то другого, то велика вероятность, что сейчас его тело препарировали бы военные патологоанатомы. Мы одна семья. Не нужно благодарностей. Тебя забрали в экспедицию вместо меня. Как я мог не прийти к тебе на помощь? Твёрдо сказал Ван Буэлэ и похлопал Лень Тяньхау по плечу. Лень Тяньхау был тронут. С тех пор он больше не пытался отблагодарить Ван Буэлэ. Отец как-то сказал ему, что некоторые вещи следует просто никогда не забывать. Ах да, отец просил передать. Инцидент как-то связан с зарытым на планете божественным оружием. В силу определённых причин он не смог раскрыть, где находится божественное оружие. Первоначальный план изучения этого места отменили. После инцидента планетарная администрация решила перезапустить проект марсианского божественного оружия. Новый проект будет отличаться от старого. Теперь в процедуру обсуждения включились федерации и другие фракции. Такое количество заинтересованных сторон создаёт определённое напряжение. Он сказал, что ты скоро обо всём узнаешь. Вполне возможно, он даже сможет тебе помочь. Ха? Ван Буэлэ не до конца понял Лень Тяньхау. Разумеется, он слышал о марсианском божественном оружии. Какое оно имело отношение к нему? Никакого. Так зачем ему могла понадобиться помощь? Ван Буэлэ задал ещё пару вопросов, но Лень Тяньхау больше ничего не знал. Отец попросил его только передать это сообщение. Раз Лень Тяньхау больше ничего не знал, Ван Буэлэ решил закрыть эту тему. Две недели спустя Лень Тяньхау вернулся на службу. Это разгрузило график Ван Буэлэ, что позволило ему заняться культивацией и совершенствованием чертежей крепости. Дизайн крепости был почти готов, как и работа над строительными автоматонами. Он потратил огромное количество времени на их создание. После каждой переплавки он внимательно изучал своё творение и вносил необходимые коррективы. После доработки дизайна он вновь возвращался к переплавке. Прошло ещё две недели. Последний месяц Ван Буэлэ неоднократно замечал странное поведение Ослика. Рано утром тот куда-то убегал и возвращался домой очень довольным. Ван Буэлэ было любопытно, но он был слишком занят, к тому же к нему пока не пришли разгневанные люди с требованием компенсировать ущерб, который нанёс им прожорливый Ослик. Академия тоже работала как хорошо смазанный механизм. О ней ему тоже можно было не беспокоиться. Про тайные приключения Ослика он знал только то, что тот за день посещал много мест, включая военную базу в районе номер 36. Этот несмышленыш пытается отомстить белой ослице? Это первое, что пришло ему в голову. Правда, он не стал зацикливаться на этом. Всё свободное время он работал над культивацией, автоматонами. За десяток с лишним дней Ван Буэлэ надел несколько дюжин автоматонов. Внезапно ему пришло сообщение с департамента правопорядка колонии. В нём говорилось, что за ним прилетит человек, который отвезёт его к ним в департамент для разговора. До ночи в пещере один на один с Ливан Эр Ван Буэлэ рассердил оба такое предложение. С тех пор прошло несколько месяцев. Теперь при мысли о директоре департамента правопорядка в его сердце охватывал необъяснимый трепет. Ливан Эр что, соскучилась по мне? Ван Буэлэ немного подумал и решил пойти вместе с офицером департамента правопорядка. По прилёту в здание департамента он не увидел Ливан Эр. Его оставили в небольшой комнате и закрыли дверь. Активированная магическая формация обрушилась на него могучим давлением. Ван Буэлэ мрачно взглянул на запертую дверь. Департамент правопорядка. Что это значит? Что это значит? Ван Буэлэ не прикидывайся. Мы оба знаем, кто здесь преступник. В комнате раздался голос Джо и Сяня. На противоположной стене комнаты возникла дверь. Оттуда вышло восемь человек в голове с Джо и Сянем руки последнего были сложны за спиной. Какая жалость. Он пришёл без сопротивления. Мы вызвали его руководствуясь протоколом. Вот если бы он отказался или начал тянуть время, то я бы мог послать кого-нибудь его арестовать. Всё было бы значительно проще. Джо и Сянь холодно посмотрел на Ван Буэлэ, но про себя лишь вздохнул. От мысли о имеющихся у него на руках доказательствах он чуть не расплылся в самодовольные улыбки. Теперь-то он покажет Ван Буэлэ, но что способен. Он собирался освежевать его заживо и сломать ему пару костей, иначе его имя больше не Джо и Сянь. Ван Буэлэ с откровенной неприязнью посмотрел на Джо и Сяня, его мозг лихорадочно соображал. Это из-за культивации тёмных искусств? Но ведь никто об этом не знает. Он судорожно пытался понять причину задержания, внешне сохраняя спокойствие. Ван Буэлэ, несколько месяцев назад, в день появления багрового тумана и ветров на Марсе, властный голос Джо и Сяня эхом разносился по небольшому помещению. Тебя искали военный, но в Академии тебя не было. Где ты был той ночью? Что делал? С кем встречался? Ван Буэлэ, чья голова была вся в мыслях о тёмных искусствах, резко поднял голову и внимательно посмотрел на Джо и Сяня. В этот момент по его лицу что-то промелькнуло, мысли о тёмных искусствах вылетели у него из головы, ему можно было ни о чём не беспокоиться. Он едва заметно расслабился на стуле и нервно сказал. Я не могу сказать. Глава 340-я Крупное дело Джо и Сяня Голос Ван Буэлла дрогнул, глаза нервно забегали, как будто ему действительно было что скрывать. Так вёл себя человек, который понимал, что власти напали на след каких-то его преступлений, пока они не нашли инкриминирующей его информации, но при должном старании всё тайно рано или поздно станет явным. Джо и Сяня уже не первый год знал Ван Буэлла. Впервые с их знакомства он видел его таким. Он сохранял невозмутимость, хотя его сердце как будто ласкал приятный весенний ветерок. С их первой встречи в деревне истинного дыхания, где толстяк заступился за его брата, он затаил на него обиду. Потом их пути неоднократно пересекались, но и не их натянутые отношения уже никак не были связаны с Джо и Фанем. Джо и Сяня просто не нравился Ван Буэлла, тот отвечал ему взаимностью. На такие сложности Джо и Сянь пошёл только из страха перед взрывным характером Ван Буэлла и его репутация без жалостного бойца. В противном случае он бы просто избил и покалечил его. Кому какое дело до того, насколько толстяк силён, если за ним стояло могущество его клана. Про себя Джо и Сянь холодно фыркнул. После приезда на Марс для работы в департаменте правопорядка колонии он пытался подловить Ван Буэлла на ошибки. Он не собирался переходить наступление, не имея всех карт на руках. Его атака должна быть стремительной и сразить цель на повал. Орёстом преподавателе Академии Туманного Дау он хотел дать Ван Буэлл и понять, что его ждёт. Это не было частью атаки на недруга. Но сегодня... сегодня Джо и Сянь не собирался так просто его отпускать. Практик, только и умеющий, что драться, это просто мускулы без мозгов. После выпуска мы стали частью системы. Надо уметь использовать все инструменты в твоём распоряжении, включая политическое влияние. Сегодня я отомщу. Джо и Сянь с трудом сдерживал восторг. Находящиеся в его распоряжении доказательства попали к нему совершенно случайно. Кровавым туманом и ветром накрывших Марс несколько месяцев назад занимались не только военные. Департамент правопорядка колонии тоже получил команду расследовать это происшествие. Им поручили выяснить возможную причастность людей к появлению аномалии. Даже губернатор полагала, что этот инцидент с высокой долей вероятности устроили люди. Отсюда возникла необходимость провести всестороннее расследование. В иерархии департамента Джо и Сянь находился ниже Ливан-Эр, но в его руках была сосредоточена немалая власть. Он очень хотел проявить себя, поэтому направил на это дело весь свой энтузиазм. Ливан-Эр была по уши в работе после инцидента с пропавшим шестым отрядом. По этой причине она оставила расследование причин аномалии на своего самого трудолюбивого сотрудника на Джо и Сяня. С расширенными полномочиями Джо и Сяня всерьёз взялся за дело. В ходе расследования выяснился один любопытный факт. В ночь отправки экспедиции военные пытались найти Ван Боле, но тот куда-то пропал. Никто не знал, куда он подевался. На такую мелочь никто бы не обратил внимания, если бы не череда странных совпадений. Арест инструктора в академии, визит Ван Боле в штаб-квартиру департамента правопорядка и последующее появление кровавого тумана и загадочных поселений. Интуиция Джо и Сяня подсказывала, что в этой истории что-то не клеилось. Особенно странным выглядело исчезновение Ван Боле. Если бы это был кто-то другой, то он бы не повёл расследование по этому пути, опираясь исключительно на догадки. Но неприязнь к толстяку стала отличным мотиватором докопаться до сути дела, как нельзя кстати пришлись расширенные полномочия. Крепотливые поиски наконец привели его к шокирующему открытию. Все записи с Ван Боле за ту ночь, когда он исчез, были стёрты, включая его визит в департамент правопорядка. Джои Сянь не мог поверить своим глазам, им было решено копать в этом направлении. До этого он даже обратился за помощью к самому клану на Марсе. Никаких новых зацепок он не обнаружил, это вызвало ещё больше подозрений. С ресурсами департамента правопорядка колонии и его клана он должен был найти следы того, где в ту ночь находился Ван Боле. Вот только всё выглядело так, будто неизвестный стёр все записи всех передвижений Ван Боле той злополучной ночью. Джои Сянь зловеще улыбнулся, похоже он действительно что-то нащупал, что-то крупное, ему выпал шанс в одиночку раскрыть это дело и забрать все лавры, поэтому он никому не сказал о своих находках. Он работал над делом не покладая рук, задействовав всю имеющуюся у него власть. Небеса были к нему благосклонны, раз решили вознаградить его за усердие. Он нашёл улику! Для этого ему пришлось реконструировать события того дня. Он проверял все файлы, которые были изменены или удалены за те сутки. Ему пришлось перерыть огромный массив информации, чтобы обнаружить стёртую видеозапись. Видео имело прямое отношение к практику-эритику, который скрывался под личиной инструктора Академии Туманного Дао, поскольку записи сделали в его пещере за границами города. Пещеры не стали опечатывать в надежде заманить туда сообщников арестованного. Для этих целей департамент правопорядка установил там скрытое записывающее оборудование. Мало кто вообще проверял эти записи, не говоря уже об удалённых файлах. Открытие потрясло Джо и Сяне. Как оказалось, той ночью в районе пещеры тоже был зарегистрирован багровый туман. Собрав все факты вместе, он окончательно убедился в том, что той ночью Иван Буэлло сотворил нечто чудовищное, толстяк был как-то связан с туманом. Джо и Сяне сознал, что это дело было куда крупнее, чем он думал. Следовало действовать осторожно. В рамках секретного расследования он нашёл удалённый фрагмент видео и связался со специалистом клана. Тот пообещал восстановить запись, насколько это будет возможно. Он тайно послал нефритовую табличку специалисту. На восстановление требовалось время, но Джо и Сяне уже знал, что будет на видео. Ему очень хотелось увидеть побледневшее лицо Ван Буэлло, поэтому он не устоял и вызвал его на допрос раньше времени. Было бы идеально, если бы Ван Буэлло оказал сопротивление, но тот этого не сделал и добровольно пришёл в штаб-квартиру. Отказ Ван Буэлло говорить и перемены в его поведении ещё больше убедили его виновность толстяка. Сложив руки за спиной, он охмыльнулся. Ван Буэлло, насколько мне известно, ты возглавлял дисциплинарный департамент Дао Академии Эфира. Ты как будто не знаешь, что такого рода организации создаются специально для того, чтобы находить то, о чём люди не хотят рассказывать. Департамент бы остался без работы, если бы подозреваемые выкладывали всё как на духу. Ван Буэлло, ты совершил серьёзное преступление. Отмалчивайся сколько хочешь. У меня есть способы развязать тебе язык. Его глаза недобро сверкнули, внутри же его переполнил восторг. Как же ему хотелось рассмеяться, приведя столь жалкого состояния Ван Буэлло. Ван Буэлло внимательно посмотрел на Джо и Сяня. Было очевидно, что тот не очень умело скрывал свои эмоции, его посетило странное чувство. Насколько он мог судить, Джо и Сянь даже не подозревал, что стремительно мчался к пропасти. В автобиографиях высокопоставленных чиновников неоднократно подчёркивалось никогда не копаться в грязном белье начальства. Это ничем хорошим не заканчивалось, ибо для подчинённого не существовало преступления хуже. Интересно, что об этом думает Ли Ван Эр? Может, она очень занята и просто не в курсе происходящего? Или это тест? Хотя, какой в нём смысл? Готов спорить, что Джо и Сянь провёл независимое расследование, никому ничего не сказав. Такая самоуверенность Джо и Сянь вызвала у него только вздох. На всякий случай он прикинулся, что не понял собеседника, словно у него за душой и вправду был какой-то грешок. Он стиснул зубы и напрягся, чтобы у него полопались капилляры в глазу. «Я ничего не скажу!» Ещё громче выкрикнул он. Джо и Сянь получил какое-то извращённое удовольствие от их разговора. Внезапно он ударил кулаком по столу. Стол не сломался, поскольку был сделан из особого материала, но от удара сильно задребезжал. Такую тактику обычно использовали, чтобы вывести подозреваемого из равновесия. «Ван Була!» Угрожающий начал Джо и Сянь. «У департамента правопорядка есть 36 способов заставить человека говорить. Как думаешь, на каком ты сломаешься?» «Спрашиваю ещё раз. Ты будешь говорить?» При упоминании пыток Ван Була заколебался. Он раздумывал, стоило ли немного рассказать или же дальше отмалчиваться. В этот момент дверь в допросную внезапно распахнулась. В помещение вошла небольшая группа людей в чёрных халатах, на их лицах бесстрастные маски, возглавляла их холодная, словно заснеженный пик Ли Ван Эр. При ходьбе её бедра чарующе покачивались, но глаза излучили холод. Завидев Ли Ван Эр, Ван Була встрепенулся. Его лицо попогровело, на шее и лбу вздулись вены. Он набрал в лёгкие побольше воздуха и закричал так, будто совершенно не боялся смерти. «Джой Сянь, я, Ван Була, лучше умру, чем расскажу тебе, что случилось, то иначе!» Глава 341 «Джой Сянь, тебе жить надоело?» Ли Ван Эр, разумеется, услышала крик Ван Була. Правда, выражение её лица ни капли не изменилось. Джой Сянь проворно повернулся и поприветствовал вошедшее начальство. «Добрый день, директор ли?» Джой Сянь оживился при виде начальницы, расследование проводилось втайне и по его инициативе. После раскрытия такого крупного дела часть славы перепадёт Ли Ван Эр, но ему всё равно достанется львиная доля. Он не планировал ничего скрывать. Перед допросом Ван Була он послал сообщение Ли Ван Эр. Джой Сянь «Это показывает её серьёзное отношение к этому делу. Меня точно наградят за раскрытие этого дела». Чем дольше Джой Сянь думал об этом, тем больше распалялся. Построенная в голове цепочка рассуждений казалась ему единственной верной. Он задумался о том, как представить это дело начальству. Одарив подозреваемого холодным взглядом, он сказал «Ван Була, похоже, ты не хочешь по-хорошему. Значит, будет по-плохому». Ван Була резко сдрал голову и посмотрел на Джой Сяня. «Я один из сотни снов Федерации, ректор Академии Туманного Дао». В ярости взрывел он. «Аристократ второстепенного четвёртого ранга и основатель поднебесного ученического отряда, созданного с благословения губернатора. Я спас несколько десятков человек кровавой пещеры, и ты смеешь укружить мне пытками?» После этой пламенной речи Ливан Эр помрачнела. Глубоко внутри она кипела от ярости. После инцидента в пещере её буквально завалили работой. К тому же А вот почему она почти не следила за департаментом правопорядка колонии, что и привело к этому недосмотру. После сообщения Джо и Сянь она бросила все дела и поспешила в допросную. Джо и Сяню достался от неё не очень дружелюбный взгляд. Сперва ей понравился новый сотрудник и его отношение к работе, но со временем тот начал всё больше и больше её раздражать. Ван Буэлла внимательно следил за реакцией Ливан Эр, его глаза блеснули, он решил подлить масло в огонь. «Джо и Сянь, от меня ты ничего не узнаешь, что бы ты ни сделал, я ничего не скажу. Даже если я лишусь руки, то не стану говорить». Джо и Сянь пришёл в ярость не столько из-за отказа в сотрудничестве, сколько из-за того, что на него накричали в присутствии начальника. Насколько Джо и Сянь мог судить, его босс Ливан Эр была чем-то очень недовольна. Пришло время показать себя, он ещё раз с размаху ударил кулаком по столу, звук удара эхом отразился от стен допросной. «Ван Булы, мне плевать на все твои титулы!» Угрожающий прошепел он. «Перед департаментом правопорядка ты никто. Если не заговоришь, знай. За время работы в департаменте правопорядка даже самые крепкие орёшки раскалывались, когда попадали ко мне на допрос. Можешь не пытаться запудрить мне мозги? Я знаю, что тебя не было в городе во время инцидента с кровавым туманом. У меня есть железные доказательства. Мне также известно, где ты был той ночью. Я выясню, с кем ты встречался и что делал!» Джо Исень явно пытался надавить на Ван Булы. «Что бы я ни делал, от меня ты об этом не узнаешь!» Ван Булы заметил, как после тирада Джо Исени лицо Ливан Ир ещё больше потемнело. Он, сделанный нервозностью, недолго постучал пальцами по столу, не став больше ничего говорить. Джо Исень тоже почувствовал скверное настроение начальницы, вот только он неправильно интерпретировал причину её плохого настроения. Он думал, что она была недовольна его неспособностью расколоть Ван Булы. Он запаниковал, все его смелые высказывания о пытках были пустыми угрозами, без железных доказательств и разрешения сверху он не мог начать путать подозреваемого. Упрямство Ван Булы явно не нравилось Ливан Ир, во всяком случае он так понимал ситуацию. Скорежеща за бами Джо Исень решил продолжить моральное давление. «Ван Булы, упирайся сколько хочешь!» Джо Исень ещё раз ударил кулаком по столу. «Я уже послал десять команд по тридцать человек в Академию вернут каждый камень. Обычат всю Академию сверху до низу. Не верю, что ты полностью избавился от улик. Я в курсе о существовании твоего пособника. Этот тип помог тебе стереть все записи той ночи. У него явно руки из того места растут, но каким бы умелым он ни был, невозможно что-то полностью уничтожить. Всегда остаются следы. Ты и твой сообщник явно причастны к появлению кровавого тумана и странных поселений». Он заметил лёгкие перемены в лице Ван Булы. Тот явно нервничал, Джои Сянь повернул голову и посмотрел на Ливан Эр. Последнюю угрозу он адресовал Ван Булы, но на самом деле это было сказано для его начальника. Ему во что бы то ни стало, нужно было доказать ей свою компетентность и показать плоды своего труда. Лицо директора департамента стало на пару оттенков темней, скулы напряглись из-за с трудом сдерживаемого гнева. Джои Сянь невольно поёжился. Её реакцию он принял за недовольство его работой. Даже задействовав такое количество людей, ему нечего было ей показать. Джои Сянь охватила паника, для раскрытия дела требовалось совсем немного, он не хотел всё испортить, поэтому продолжил попытки расколоть Ван Булы. Но тут кольцо у него на пальце внезапно завибрировало, Джои Сянь радостно включил его. «Яный господин, порученное вами задание исполнено!» Из кольца раздался голос старика. «Я послал вам фрагмент стёртого видео!» У Ливан Эр слегка расширились зрачки, Ван Булы тоже оцепенел, Джои Сянь запрокинул голову и во всё горло расхохотался, слишком уж он был рад такому удачному стечению обстоятельств. Разумеется, он немедленно включил присланное видео для всех присутствующих в комнате, кольцо передатчик спроецировало изображение прямо в воздух. Сначала на проекции появилась пещера посреди пустоши, потом в кадр попало круглое лицо Ван Булы, он с любопытством изучал окрестности. Зрачки людей в допросной тут же сузились, правильность сидящего за столом Ван Булы. Они смотрели на него как на врага народа. Ван Булы, ты думаешь, никто не знает, где ты был ты ночью? В пещере практика эритика вот где! Твой сообщник как-то стёр запись, но я воспользовался помощью своего клана, чтобы восстановить её. Погляди, кто тут у нас? Разве это не ты? Ван Булы, ты появился у пещеры о существовании, который не мог знать. Ты находился там в тот момент, когда появился багровый туман. Бессмысленно что-либо отрицать. Ты явно замешан в череде последних происшествий. Твой сообщник тоже должен появиться на видео. Смотри, вот и он. Сейчас мы выясним, кто он. Джойси опять разразился маниакальным хохотом. Ван Булы поменялся в лице. Глаза Ли Ван Эр стали напоминать раскалённые угли. Ещё немного, и из них полохнёт пламя. Именно в этот момент рядом с Ван Булы появился женский силуэт с весьма аппетитными формами, пока женщина ещё не полностью вошла в кадр. Ярость Ли Ван Эр достигла точки кипения. Она ничего не предпринимала, поскольку хотела увидеть, насколько осведомлён Джойсянь. Теперь выяснилось, что он даже восстановил запись. Наконец, её терпение лопнуло. Молниеносным рывком она подскочила к Джойсяне и щелчком пальцев уничтожила проекцию вместе с кольцом-передатчиком. Когда кольцо с треском обратилось в пыль, она одарила Джойсяне испепеляющим взглядом. Довольно! Немедленно отпусти его! Дело закрыто! И вот ещё что. Джойсянь, тебе совсем жить надоело? Ли Ван Эр отщеканила каждое слово сквозь тиснутые зубы. После каждого слова в помещении становилось немного холодней. В допросной стало трудно дышать из-за опустившегося давления. Когда она закончила, все в комнате за исключением Ван Буэлэ покрылись испаренной. Они быстро соотнесли силуэт на видеозаписи с фигурой своего начальника и тут же побледнели. Люди в допросной почувствовали себя так, будто их накрыла огромная океанская волна. Многие поменялись в лице и в страхе посмотрели на Ван Буэлэ, словно им привиделся дьявол. Глава 342. Новый административный район Марса. По помещению как будто пронёсся ураган. От страха у всех присутствующих перехватило дыхание. Уничтожив кольце передатчик, Ливан Эр одарила Джо и Сене леднящим душу взглядом, после чего вышла из допросной. С её уходом повисшее в воздухе напряжение не исчезло, только люди пришли в себя от испуга, как у них в головах пронеслась недавно увиденная сцена. Громкий стук их сердец был отлично слышен в тишине, Джо и Сянь всё ещё оцепенело стоял на месте, потерянно пялись в стену. Ван Буэлэ сухо покашлял, поднялся и похлопал Джо и Сеня по плечу. И Сянь, как я и сказал, о некоторых вещах нельзя говорить, но ты продолжал давить. Зачем? Ошибка. Большая ошибка. Ван Буэлэ со вздохом покачал головой. Умело скрыв довольную улыбку, он сложил руки в замок за спиной и неспешно вышел из допросной, пока остальные взирали на него, как на спустившегося с небес бога. Несколько человек так и вовсе вызвались его проводить, эти люди не до конца пришли в себя, но уже поняли значимость поступка директора. Если женщина на видео не была их начальником, реакция Ливан Эр доказывала его невиновность и показывала, что за спиной ван Буэлэ стоят влиятельные люди. Все-таки политическая ситуация в мире напоминала мутные воды, где водилось много опасных хищников, поэтому Ливан Эр просто сделала то, что должно. Если камера действительно засняла Ливан Эр, то между ними явно существовали особые отношения, раз они вдвоем провели ночь в пещере. В любом случае, с таким человеком стоило попробовать восстановить еще не полностью сожженные мосты. Когда смекалистые практики ушли вместе с ван Буэлэ, остальные спешно покинули помещение. Перед уходом каждый невольно оглядывался на Джо и Сянья. Они все прекрасно понимали. Этот инцидент поставил на карьере Джо и Сянья жирный крест. Ливан Эр явно не шутила, когда спросила у Джо и Сянья, не надоело ли ему жить. В допросной остался один Джо и Сянь. Растерянность его глазах постепенно переросла в страх, его лоб покрылся испариной, а потом и спина взмокла от холодного пота, и в отличие от остальных практиков, смотревших на проекцию под разными углами, он находился прямо перед ней. Он видел то, чего не заметили остальные. Джо и Сянь начал прокручивать в голове видеозапись иничтоженную Ливан Эр, его лицо побледнело, врать себе было бессмысленно. На мгновение в кадре промелькнуло лицо женщины, лицо Ливан Эр. Самое ужасное было то, что он знал кое-что, чего не знали другие. В ходе расследования выяснилось, что Ван Буэлэ отсутствовал всю ночь и вернулся в город только к полудню следующего дня. Всю ночь. Джейсен поежился, на его лице некровинки. В голове замелькали всевозможные образы, его начальник Иван Буэлэ провели целую ночь в той пещере, на все вопросы ответила вспышка Ливан Эр. Она явно пыталась прикрыть смущение гневом, очевидно, эти двое что-то скрывали. От этой мысли Джейсеня начала бить мелкая дрожь, ему хотелось расплакаться, он совершил непоправимое, влез в личную жизнь своего начальника. Голова Джейсеня как будто налилась свинцом, ему стало дурно. Перед его мысленным взором до сих пор стояло разгневанное лицо Ливан Эр, он боялся ее не зря. Эта женщина обладала непростым характером, он знал, насколько опасно было переходить ей дорогу, хладнокровная, жестокая, с могущественной семьей в придачу. Да и она сама была очень умелым бойцом, о ее горячем темпераменте в департаменте ходили легенды. Ее отец возглавлял Сенат и являлся благородным второстепенного первого ранга. По статусу он находился на уровне губернатора Марса, но в его руках было сосредоточено даже больше власти, все-таки он председательствовал в Сенате. Клан Пять Поколений Неба считался могущественной организацией, но это было объединение нескольких семей. Вдобавок они подмочили репутацию и понесли потери во время инцидента на Луне. Семья Джо была одной из пяти сильнейших в клане, но им приходилось учитывать мнение четырех других семейств. Джо Исень был старшим сыном семьи Джо, по статусу он сильно уступал Ливан Эр, от этого Джо и Сеню хотелось волос рвать на голове. По прибытии на Марс он проявлял усердие и осмотрительность, он хотел реализовать здесь свои амбиции и сделать имя, теперь его охватило отчаяние. Мысли о Ван Пулое напрочь вылетели у него из головы. Выскочив из допросной, он одолжил кольцо передатчику первого встречного сотрудника, первым делом он связался с отцом, главой семьи Джо. В федерации он занимал высокое положение, но даже у такого могущественного человека чуть сердце не остановилось, когда он услышал историю Джо и Сеня. «Исень, Ливан Эр знает, что ты пользовался услугами специалистов нашей семьи?» спросил он. «Если она ничего не знает, тогда ничего страшного, спрос будет только с младшего поколения». «Она знает», выдавил Джо и Сень. У него не было выбора, он не мог скрыть это от отца. Причем не только она, многие в семье тоже в курсе, исходник все еще у нас в клане. Отец Джо и Сеня пришел в бешенство. Если бы конфликт не вышел за рамки младшего поколения, тогда все можно было списать надрязги детей. Но теперь в конфликт была замешана и их семья, что серьезно усложнило дело. «Откуда она вообще узнала, что ты прибегнул к помощи клана?» Из кольца прогремел разгневанный голос отца Джо и Сеня. «Я сам ей сказал», признался Джо и Сянь, он понимал, что врать было бессмысленно. После этого признания тяжело вздохнул. «Я обо всем позабочусь», сказал он как-то глухо, как будто за время их разговора постарел на несколько лет. «И Сянь, когда-нибудь ты меня в могилу сведешь? Я уже не молод, твои выходки тяжело мне даются. Ее отец Лица да у человека с очень тяжелым характером. Ли Ван Эр вся пошла в отца, яблочко от яблони». Ван Буэл Эр, разумеется, не слушал разговора Джо и Сеня с отцом. В академии он вернулся в отличном настроении. Судьба Джо и Сеня не особо его беспокоила. С легким сердцем он засел за культивацию темного пламени первого тома «Доо Молний». Не забывал он и про переплавку строительных автоматонов. С каждым новым автоматоном он постепенно совершенствовал дизайн. Жизнь вернулась привычное русло. Ослик продолжил исчезать из дома по утру и возвращаться поздно ночью. Каждое утро он был чем-то очень взволнован, а по возвращению его глазки довольно сияли. Ван Бууле из любопытства подумывал проследить за осликом, но тут к нему нагрянул в гости Дзинь Доумин, отчего идею пришлось отложить до лучших времен. В этот раз Дзинь Доумин прилетел не на крепости, а на более скромном корабле. С собой он привел несколько десятков телохранителей и такое же количество служанок. Гостя прям с порога встретил вопрос Ван Бууле. «Брат Дзинь, ты пришел купить ослика?» Радостно поинтересовался Ван Бууле. Дзинь Доумин хотел немного поболтать, а потом уже перейти к делу, но после вопроса по его лицу промелькнула тревога. Когда Ван Бууле собрался начать рекламировать товар, он поднял руку в характерном жесте, пока шлифон решил оставить светские беседы на потом. «Бууле, ты слышал о новом районе Марса?» Дзинь Доумин перешел сразу к делу. Его глаза немного сузились, он даже говорил медленнее обычного. «Новый район?» «Верно, первоначальный проект по изучению божественного оружия временно отложили, но до меня дошла информация, что после инцидента с Кровавым Туманом его собираются возобновить. Изучение такого объекта сопряжено с огромным количеством трудностей, поэтому было решено подготовить плацдарм. На завершение проекта потребуется немыслимое количество рабочих рук и ресурсов. Вот почему губернатор предложила построить новый район вокруг места захоронения божественного оружия. Этот район станет координационным центром при раскопках и изучении божественного оружия, но самое важное, он не будет частью марсианской колонии, это будет специальный административный район. Мэра нового района наделят первостепенным четвертым рангом, это редчайший шанс получить повышение. Борьба за это место будет нешуточной, но я могу помочь тебе стать одним из кандидатов, только вот... Цзинь Дуумин умолк и внимательно посмотрел на Ван Буоле. По его мнению, на основании сказанного тот должен догадаться, что именно он пытался сказать. Тут он не прогадал. Как только Цзинь Дуумин замолчал, в груди Ван Буоле бешено застучало сердце. Он внезапно вспомнил послание Линь Ю, которое передал Лин Тянь Хао. Так вот, что он имел в виду. Глава 343. Медовая ловушка. Брат Цзинь, пожалуйста, расскажи мне всё. Ван Буоле задумчиво рассматривал гостя. Цзинь Дуумин ничем не был ему обязан. В автобиографиях высокопоставленных чиновников высказывалась одна интересная мысль, в размышлении над которой он провёл немало времени и в итоге был вознаграждён за старания. Большинство вещей, которые обходятся дороже всего, человек получает даром. Очевидно, что Цзинь Дуумин не просто так пришёл предложить помощь. Более того, Ван Буоле показался странным тот факт, что его гость не озвучил цену. Для начала я сделаю всё, что в моих силах, чтобы ты получил место кандидата, но в этой истории замешаны почти все политические силы Марса. Твоими соперниками станут представители разных фракций. Я не могу гарантировать на сто процентов, что у меня получится. Если ничего не выйдет, ты можешь просто забыть об этом разговоре. Если у меня всё же получится, я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещал. Что именно? С подозрением спросил Ван Буоле. Пока не могу сказать. Я не стану просить тебя нарушить законы Федерации, просто попрошу оказать услугу корпорации Трилунья. Цзинь Дуумин смотрел Ван Буоле прямо в глаза. На его губах играла лёгкая улыбка. Ван Буоле немного подумал, а потом спросил. Ты можешь гарантировать мне место среди кандидатов? Цзинь Дуумин замялся. Даже со связями его корпорации он не был уверен в успехе на сто процентов. Слишком много переменных, признался он и покачал головой. Я могу на пятьдесят процентов гарантировать тебе место в списке кандидатов. Тогда давай добавим одно условие к соглашению. Если ты попросишь о чём-то, что будет противоречить моим принципам, я имею право отказаться. Всё-таки ты даёшь как бы половину гарантии, а значит вторую мне надо найти где-то ещё. Ван Буоле сразу распознал ловушку в предложении гостя, поэтому решил поставить свою. Быть может, она никогда не пригодится, главное, что она была. Цзинь Дуумин какое-то время размышлял над встречным предложением, а потом кивнул. Внезапно оба рассмеялись. Цзинь Дуумин не стал задерживаться в гостях. Он не хотел услышать очередное предложение Ван Буоле купить Ослика. После короткого прощания он отправился домой вместе со Свитой. Как-то он быстро ушёл. Ван Буоле разочарованно покачал головой. Он хотел ещё раз попробовать продать Ослика, но гость ушёл слишком быстро. Вернувшись в свой кабинет, он сразу же связался с Линь Тяньхао и попросил поговорить с отцом о его предложении. Ему была нужна его помощь. Линь Тяньхао не знал деталей, но его отец не стал бы говорить о всяких мелочах столь серьёзным тоном. Он незамедлительно связался с отцом. Линь Ю через сына заверил Ван Буолу, что сделает всё возможное, однако и он не смог пообещать больше Цзинь Дуумина. Намечалось нечто очень серьёзное, поэтому и он не был уверен, что сможет выбить ему место. Ван Буоле хватило этого обещания. Теперь ему помогали Цзинь Дуумин и отец Линь Тяньхао. Абсолютной гарантии у него не было, но он не стал забивать себе этим голову, решив посмотреть, чем в итоге это закончится. Ван Буоле вернулся к своим обычным делам, культивации и переплавке строительных автоматонов. Ослик продолжал убегать рано утром и возвращаться за полночь, чистота его волосок росла, после долгих наблюдений Ван Буоле наконец не выдержал. Ранним утром через несколько дней он заметил необычную оживлённость Ослика, животное было чем-то взволновано. У него на глазах Ослик пулей вылетел из дома и запрыгнул в один из рукотворных прудов Академии, как будто решил принять ванну. Что-то тут нечисто! Ван Буоле вспомнил обо всех странностях поведения Ослика за последние несколько недель. Поначалу они были почти незаметны, но с прошествием времени становились все более явными. Сегодня его как будто подменили. Создавалось ощущение, будто Ослик что-то очень долго планировал и сегодня пришло время исполнить замысел. Ван Буоле спешно покинул Академию следом за тайком убежавшим Осликом. Культивация Ослика находилась на четвёртой ступени истинного дыхания. За несколько недель он серьёзно продвинулся к пятой ступени. От этого его скорость выросла. Животное бежало неполюдным улицам, а двигалось безлюдными переулками и аллеями. Чёрная молния проносилась по узким улочкам изредка спускаясь к канализации. Для Ван Буоле это стало сюрпризом. Слишком долго он не занимался Осликом, он и не подозревал, что его питомец так хорошо ориентировался в городе. Не умея чувствовать присутствие Ослика, то ему пришлось бы изрядно попотеть, чтобы не потерять его из виду. Любая ошибка и он мог сбиться со следа. Ослик явно задумал какую-то пакость. Ван Буоле был заинтригован. Полагаясь на свою скорость и умение чувствовать присутствие Ослика, он тайно вёл преследование. Его питомец не подозревал о наличии за собой хвоста, и с канализацией он выбрался уже в районе номер 27. Похоже, он очень хорошо ориентировался в этом районе. Там находилась учреждённая администрация города База, где тренировали чудовищ для нужд военных и для продажи частным лицам. Чем-то это место напоминало павильон укрощения зверей Дао Академии Эфира, правда, они ещё занимались разведением чудовищ, а не просто приручением и развитием их культивации. Неподалёку от базы Ослик опять нырнул в канализационный люк, Ван Буоле остановился. Чутьё подсказывало, что Ослик собирался проникнуть на территорию этого объекта, как вообще Ослик узнал об этом месте. Что он тут забыл? Удивлённо подумал он. Ослик тем временем выбрался из-под земли уже на территории базы, а потом опять нырнул в канализацию. Ван Буоле спрятался неподалёку от люка, откуда должен был появиться Ослик. У него округлились глаза, когда Ослик выбрался на поверхность. Он был не один. Зубами он держал загривок белого лева в несколько раз больше его самого. Лев обладал роскошной жемчужной шерстью, его глаза сияли словно отполированные алмазы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это был самец. Очевидно, это был достойный представитель своего вида и настоящий лидер своего прайда. Его культивация тоже находилась на четвёртой ступени истинного дыхания. Несмотря на это, лев явно боялся Ослика, если судить по страху в его глазах и неконтролируемой дрожи. Белый лев только хотел жалобно заскулить, как Ослик свирепа фыркнул и присяк попытку к сопротивлению на корню. В глазах лева появилось отчаяние. Что он пытается сделать? Ван Буоле терялся в догадках. Он поражённо наблюдал за обмякшим львом и Осликом, который уже тащил его к канализационному люку. Миновав канализацию, он поспешил к следующему люку. В этот раз он направился к району номер 36, к военной базе. Пытаясь справиться с изумлением, Ван Буоле продолжал следить за ним. Ослик со львом оказался у угла военной базы, когда там никого не было. Похоже, Ослик каким-то непостижимым образом выучил время смены караулов. Своевременное появление Ослика, когда вокруг не было людей, не могло быть случайным. Как будто он точно знал самый удачный момент для исполнения своего плана. У небольших ворот, которые почти не использовались, Ослик стал вести себя более осмотрительно. Осторожно приблизившись к ним, он бросил льва во ворот и угрожающе на него зашипел. Лев задрожал и что-то несогласно прорычал. Ослик широко открыл пасть, в следующий миг его зубы вонзились в бордюр неподалёку. С громким хрустом он откусил внушительный кусок бордюра, а потом посмотрел на льва. Белый гигант в страхе поёжился, наконец он покорно склонил голову. Ван Буэлэ недоверчиво наблюдал за их бессовестным диалогом. Ослик спрятался в ближайших кустах. Когда он лёг на землю, его шерсть изменила цвет таким образом, что он слился с зарослями. Теперь его было очень сложно заметить. От удивления у Ван Буэлэ расширились глаза. Аура Ослика исчезла. Он идеально скрыл своё присутствие. Для Ван Буэлэ этот день стал настоящим пардом открытий. Судя по всему, в Ослике что-то изменилось после того, как он съел серого москита. От дальнейших размышлений его оторвал тоскливый вой льва у ворот, как будто он кого-то звал. Какое-то время ничего не происходило. Вскоре небольшие ворота, которые вряд ли кто-то запирал со скрипом, приоткрылись. Из щели высунулась головка белой ослицы. Если судить по блеску её глаз, она узнала льва. Что за чёрт? Медовая ловушка? Примечание переводчика. Медовая ловушка — метод, используемый в шпионской практике, подразумевающий разработку объекта посредством подсадной утки, провоцирующий объект на романтические и или сексуальные контакты. У Ван Буэлэ чуть глаза не выкатились из орбит. Глава 344. Схватка у порога. Ван Буэлэ пытался понять, что происходит. Тем временем белая ослица выснула голову из ворот. В её глазах угадывалась нерешительность и толика страха. Как следует осмотревшись, она задумалась, стоит ли выходить за ворота. Это удивило Ван Буэлэ. Лев тихонько взвыл, словно подзывая её. В солнечном свете шкура льва переливалась жемчужным светом. От такого красивого животного было трудно отвести взгляд. Огонёк в глазах ослица стал ярче. Похоже, она приняла решение. Она осторожно вышла за ворота за пределы защитной магической формации военной базы. Белая ослица подошла ко льву и стала тереться об него мордочкой. Ван Буэлэ стал невольным свидетелем того, как его ослик чёрной молнии вылетел из укрытия, оставив за собой остаточный образ. Его целью была ослица. Он появился совершенно неожиданно, но ослица ничуть не уступала ему в скорости. В этот критический момент она хотела отскочить назад, но она не учла одного. Белый лев с печалью в глазах внезапно укусил её. Зрачки ослица расширились, она хотела своим криком позвать на помощь, но чёрный ослик одним прыжком покрыл разделяющее их расстояние и ударил копытами ей в голову. В удар была вложена не только мощь его ног, но и импульс рывка. Мир перед глазами белой ослицы накрыла тьма, так и не успев позвать на помощь, она потеряла сознание. С глухим звуком тельца ослица упала на землю. Пока Ван Буэлэ пытался осмыслить увиденное, чёрный ослик подошёл к добыче и схватил зубами её уши. Немного протащив её по земле, он внезапно обернулся и сурово посмотрел на льва. Мучительная гримаса льва тут же трансформировалась в восхищение, похоже, он понял, что ему позволили уйти. Поджав хвост, дрожащий лев спешно ретировался. До льва ослику не было никакого дела. С белой ослицы в зубах он быстро покинул место преступления. Судя по всему, ослика переполнял восторг, потому что он никак не мог перестать радостно фыркать. Ван Буэлэ видел похищение с самого начала. Впервые ослику удалось по-настоящему поразить его. Его питомец казался таким глупым существом, кто мог ожидать от этого несмышленоши такой изобретательности. Медовая ловушка. Лев выглядел совсем забитым, словно ослик продолжительное время терроризировал его. Похоже, он не мог ослушаться ослика, поэтому и участвовал в операции по обольщению ослица. Судя по реакции белой ослицы, могло показаться, будто ослик тщательно изучил предпочтение своей жертвы. Может ли такое быть, что лев и ослица до этого были парочкой? Ван Буэлэ посетила пугающую мысль. Даже не беря во внимание вопрос, как они могли встретиться, если его догадки были верны, то черный ослик совершил кое-что поистине ужасное. Похитить парня, чтобы использовать его как приманку, а потом ударить жертву по голове и утащить в неизвестном направлении. Рука Ван Буэлэ невольно потянулась к лицу, ему нужно было срочно выяснить, куда направлялся ослик. Вскоре с его губ сорвался вздох. Он уже видел, как ослик скрывал свое присутствие, теперь его аура бесследно исчезла, потребуется приложить немало усилий, чтобы повторно найти его. К черту! Ван Буэлэ с усталой улыбкой покачал головой. Раз он ничего не мог сделать, то ему ничего не оставалось, как вернуться в академию. И все же его не покидали мысли об ослике, мелкий преступник не появлялся дома весь день. Ближе к полуночи Ван Буэлэ наконец смог выбросить его из головы. Несколько часов спустя из медитативного транса его вывел цокот копыт за дверью, по дорожке ведущей к дому беззаботно горцевал ослик. Он буквально сиял от радости, словно наконец получил то, чего хотел. Последние несколько недель его оживление было скорее обусловлено предвкушением чего-то важного, сегодня же он выглядел абсолютно довольным. Похоже, ослик достиг важного рубежа своей жизни. Зайдя домой, он не удержался и самодовольно посмотрел на хозяина, а потом начал кричать. Ван Буэлэ начал околоть в висках, вскочив он схватил радостного ослика за ухо, прежде чем тот успел среагировать. Чем это ты весь день занимался? Колись! Почувствовав невысказанную угрозу в тоне хозяина, ослик оцепенел. В его невинных глазах смешались изумление и растерянность, словно он не понимал, за что получал выволочку. Твои невинные глазки на меня не работают. «Не пытайся обмануть меня, иначе ты не откроешь свою пасть целый месяц!» Ослик поёжился. Сообразив, что его тактика не сработала, он начал теряться носом об руку Ван Буэлэ. Всё это время тот крепко держал его за ухо. «Ты...» Ван Буэлэ хотел что-то сказать, но тут он заметил на чёрной шёрстке ослика белые волоски. Много белых волосков. При детальном осмотре выяснилось, что он весь был покрыт чьими-то волосками. Ван Буэлэ вздохнул. В дальнейших расспросах не было нужды. Что бы ни произошло между двумя осликами, это было сопряжено с очень тесным контактом. Отпустив ухо, Ван Буэлэ с грустью подумал, как такой потрясающий человек, как он получил на воспитание такое упорочное животное. «Будь осторожен в будущем! Не вздумай попасться кому-то! Маленький развратник! За что ты мне такой достался? Больше всего я жалею, что решил взять тебя на воспитание! Посмотри на других осликов! Они рождаются из утробы, а ты вылупился из яйца! Мне надо было назвать тебя не Кыш, ослины яйца!» Ван Буэлэ устало вздохнул и отвернулся. Ослик от удивления даже перестал кричать, когда хозяин отпустил его. Он частично понял, что пытался сказать ему Ван Буэлэ, но сегодня ему было все равно. Одарив хозяина довольным взглядом, Ослик лег в углу и прикрыл глаза, чтобы еще раз мысленно пережить прошедший день. Иногда его пасть растягивалась в некоем подобии улыбки, а потом он качал головой. Ему очень хотелось громко покричать, но он так и не решился. Несколько раз в углу комнаты послышалось негромкое «Я…» Ван Буэлэ с тяжелым вздохом посмотрел на осла. Решив не обращать на него внимания, он вернулся к медитации. Шли дни, Ослик по-прежнему уходил с позаранку и возвращался поздно вечером, но Ван Буэлэ уже было все равно. Помимо занятий культивации, он собирал информацию о новом административном районе Марса. Через пять дней после инцидента с ослицей Ван Буэлэ сидел в своем кабинете вместе с Зэнь Доджи. Раз юноша считал его своим кумиром, то любую его просьбу он был готов выполнить безоговорочно. «Доджи, ты мой самый лучший и самый любимый студент. Я возлагаю на тебя большие надежды. У меня есть для тебя поручение». Ван Буэлэ покашлял, Зэнь Доджи смотрел на него с нескрываемым восторгом. Его глаза ярко блестели. Именно такая реакция была нужна Ван Буэлэ. Он уже хотел попросить его разузнать о новом административном районе, как вдруг снаружи раздался знакомый крик Ослика. В этот раз его крик был заметно громче, чем обычно. Следом на весь кампус прогремел разгневанный голос. «Ван Буэлэ, ты зашел слишком далеко!» Ван Буэлэ выбежал на улицу. Там он с удивлением обнаружил бегущего к нему Ослика. Позади мчался взбешенный Кундао. От ярости его лицо побагровело. Одной рукой унес обмякшую ослицу. Ее уши поникли, да и она сама выглядела ослабленной, словно находилась на последнем вздыхании. Обезумевший от гнева Кундао бежал по территории Академии за черным осликом. Глава 345. Осел-напарник. Ослик от природы был очень быстрым, а в перепуганном состоянии он развивал поистине небывалую скорость. С Кундао тоже не стоило шутить, особенно когда он был в ярости. Во время погони за осликом в его глазах полыхало пламя ярости. Когда разъяренный человек начал нагонять, ослик издал трагичный крик. В глазах животного стоял страх. События развивались слишком стремительно, чтобы Ван Буэлэ успел как следует все обдумать. Кундао в прыжке выполнил магический пас. В этот же миг с его рук сорвалось странное пламя. Вокруг него потряскивал лед. Это было не ледяное пламя. Секретная техника Кундао позволяла ему управлять двумя элементами сразу. Они не вступали в противоборство, а усиливали друг друга. С оглушительным грохотом пространство вокруг него захватил лед и пламя. В пламени угадывались очертания Феникса, а во льду дракон, сошедший с небес. Инструкторы и студенты пораженно за всем наблюдали. Ван Буэлэ понял, что ослик наконец встретил противника своего уровня. Он выпрыгнул с балкона своего кабинета и уже в следующий миг возник рядом с осликом. Мощным пинком он отшвырнул животное в сторону и выполнил несколько магических пассов. Надвигающихся драконы и Феникса встретили разряды молний. Ван Буэлэ стоял в центре искрящегося моря электричества шириной в 30 метров. По приближающемуся дракону и Фениксу с земли били молнии. В воздухе загрохотали взрывы. Следующим магическим пассом Ван Буэлэ ударил пламенным взрывом. Всё вокруг затопило обжигающее пламя. Секретная техника Кундао, соединяющая лёт и огонь, встретила сплетение молнии и пламени Ван Буэлэ. Объединение двух элементов при столкновении с ледяным драконом вызвало чудовищный взрыв. Ван Буэлэ и Кундао стояли далеко друг от друга, поэтому взрыв их не задел, а вот невольные зрители поражённо охнули и тяжело сдышали. В этот миг от Ван Буэлэ повеяло кровожадной аурой. Он наблюдал за идущим к нему Кундао в окружении не менее кровожадной ауры. Кундао, для начала выясни, кому принадлежит животное, прежде чем нападать на него. Ты что, всерьёз решил убить моего боевого зверя на моих глазах? В голосе Ван Буэлэ звучала сталь. Кундао находился на средней ступени возведения основания. Этот парень отличался от остальных участников программы Сто Сынов. Он родился в море чудовища, в одиночку выжил на пустошах Марса, где достиг стадии истинного дыхания. Жестокость была у него в крови. Выживание в дикой местности сделало из Кундао опытного охотника и умелого убийцу-чудовищ. Именно он нашёл божественное оружие на этой планете. Одно это показывало всю его исключительность. При этом у него была весьма необычайная семья. Дуань Митсуи, президент федерации, взял его себе на воспитание, а потом отправил на службу в марсианскую армию, где тот стал образцовым офицером. Джейся не было до него далеко. Кундао находился на одном уровне с людьми вроде Ли Ван Эр. Хотя Ван Буэлэ недолюбливал Кундао, между ними никогда не возникало серьёзных конфликтов. Небольшое разногласие в лагере для подготовки сотни сынов Ван Буэлэ посчитал недоразумением, Кундао явно считал иначе. С тех пор он всегда враждёбно относился к Ван Буэлэ. Сам Ван Буэлэ был из той породы раздражающей людей, которая не упускала шанса вывести из себя тех, кто им не нравился. В итоге мелкие трения переросли в неприязнь, это бы так и осталось простой неприязнью, если не выходка ослика, ставшая искрой. Кундао был вне себя от бёшенства. В его глазах полыхало холодное пламя. Положив своего питомца на землю, он кинулся к Ван Буэлэ. Он не собирался спускать этой парочке издевательства над его боевым зверем. Во время рывка он замахнулся рукой для удара сверхновой. Перед его кулаком воздух закрутило в вихрь, который обрушился на Ван Буэлэ. Тот лишь выгнал бровь и тоже ударил сверхновой. Кулаки двух молодых людей с грохотом столкнулись. Прищурившись, Кундао отступил на пару шагов. По всему телу от руки расходилось и не менее. Он стал сильней, неожиданно понял он. Дыхание Кундао немного сбилось. Он слышал о том, что случилось на луне, но всё же считал себя не слабее Ван Буэлэ. Его глаза налились кровью. С каким-то звериным рыком он опять набросился на недруга. Внезапно его правая рука превратилась в когтистую лапу. Когти выглядели жутко острыми, сложно сказать, из чего они были сделаны. Провожадная аура Кундао неожиданно усилилась. Во всплеске духовной энергии позади него возникла иллюзия черного леопарда. От когтей веяла аура могучего артефакта. Сами когти были дхармическим оружием. Ван Буэлэ ни капли не удивило наличие у Кундао дхармического оружия. Артефакты такого уровня встречались не так уж часто, но люди вроде Кундао или Ван Ир могли без труда их достать. С появлением дхармического оружия Кундао буквально вспыхнул силой. Он словно слился с черным леопардом и в сумасшедшем рывке помчался к Ван Буэлэ. Кундао распорол когтями воздух, целясь в шею Ван Буэлэ. Думаешь, только у тебя есть кармическое оружие? Ван Буэлэ хмыкнул, у него в руках тотчас появился огромный меч. С гулким звоном клинок ударился о когти Кундао. От ударной волны у них под ногами потрескалась земля. Все в академии были потрясены до глубины души. Люди, затаив дыхание, наблюдали за тем, как Ван Буэлэ с Кундао обменялись дюжиной ударов. Кундао был опасным бойцом. С кармическим оружием он стал еще сильней. Но в плане выносливости, стойкости и физической силы он уступал Ван Буэлэ с основанием зеленого лотоса. После почти двух десятков ударов Ван Буэлэ даже не запыхался, а вот Кундао немного выдохся. Ван Буэлэ без устали махал своим огромным мечом. Под таким натиском Кундао становилось все труднее дышать. Он не мог поверить в происходящее, не собирался сдаваться, но противник все сильнее теснил его. Проколятья! Как он стал таким сильным? Ван Буэлэ раз за разом вкладывал в удар тхромическим оружием всю свою силу, отчего Кундао охватило странное чувство. Практики стадии возведения основания могли использовать весь потенциал тхромического оружия, но обычно их хватало надежно с небольшим ударом. Только практики стадии создания ядра могли без устали пользоваться всей силой тхромического оружия, не стоило забывать и про откат во время использования тхромического оружия, особенно большая нагрузка приходилась на физическое тело. Кундао был уверен в крепости своего физического тела, но его предел все равно составлял чуть больше дюжины ударов, на счету ван Буэлэ была почти сотня, и он не собирался ослаблять темп. Что интересно, каждый новый удар был сильнее предыдущего. У Кундао еще оставался один козырь, он отступил и внезапно сдержал дыхание. Судя по выражению его лица, он пытался решить, стоит ли использовать козырь. Но тут что-то почувствовав, он повернул голову и начал искать глазами своего ослика, белая ослица куда-то пропала. Продолжая махать мечом, ван Буэлэ тоже обыскивал взглядом кампус, оба одновременно посмотрели на врата академии, черный ослик с ослицей на спине радостно скакал, прочь от места сражения. Пока они дрались, ослик тайком вырубил ее и унес с собой. Из горла Кундао вырвался нечлено раздельный рев. Забыв о ван Буэлэ, он бросился вслед за черным осликом. Лицо ван Буэлэ приобрело весьма интересное выражение. «Я тут пытаюсь тебя прикрыть, а ты решил поразвлечься, неблагодарная скотина!» Раздраженно подумал он. Мысль позволить ослику получить заслуженное наказание выглядела заманчиво, но в конечном итоге он побежал следом за ним. Черный ослик, похоже, понял всю серьезность ситуации. С большой неохотой, сбросив ношу, он нырнул в канализационный люк неподалеку. Кундао потерял настроение продолжать драку, отрыв ван Буэлэ и с попеляющим взглядом он с видимым усилием подавил бушующий в себе гнев, поднял своего питомца и пошел прочь. Что, черт возьми, только что произошло! Ван Буэлэ тоже был в ярости. Когда он посмотрел на люк, куда юркнул ослик, его губы растянулись в зловещие улыбки. Он вернулся в свою резиденцию и стал дожидаться его возвращения. Глава 346. Новый административный район. Ослик отсутствовал всю ночь, но ван Буэлэ не умел ждать. Он не знал, чем занимался ослик, но животное точно было еще живо. Чтобы как-то скоротать время, он занимался культивацией. У ослика было три дня. Если прохваст не вернется, то он планировал запечатать ему пасть. Ослик должен был почувствовать грозящую ему опасность. Далеко за полночь третьего дня он тихонько проскользнул в дом. Во рту у него был зажат флакон с пилюлями. Ослик в дверях положил флакон на пол и носом подтолкнул его к ван Буэлэ, словно маленький ребенок, который хотел загладить вину перед родителем. Это не помогло. Ослика ждала серьезная взбучка. Из дома какое-то время доносились истошные ослиные крики. «Небось думал, что я за три дня обо всем забуду?» Спросил ван Буэлэ и в последний раз ударил ослика ногой. «У тебя совсем мозгов нет? Ты что не знаешь о том, что надо прятать концы в воду? Как прибирать за собой после того, как закончил? Глупый осял!» Ван Буэлэ смотрел на ослика, как учительно нашкодившего студента. Для закрепления материала он пнул его еще раз. На сей раз ослик не закричал. Он как будто бы задумал с надсказанным, словно понял и согласился со словами хозяина. При взгляде в направлении военной базы его нос сморщился, и он несколько раз вирепо фуркнул. После очередной выволочки Ван Буэлэ выбросил ослика из головы. Он поднял с пола флакона, откупырил крышку. Внутри лежали незнакомые ему пилюли, но они пахли довольно приятно. Должно быть, ослик где-то их нашел специально для него. Убрав флакон в браслет, он крикнул ослу. «Хотя бы попытайся не соответствовать стереотипу! Не будь глупым ослом! Еще одна такая выходка, и я зажарю тебя на вертеле!» Уже почти не чувствуя гнева, Ван Буэлэ с усталым вздохом погрузился в медитативный транс. Ослик во время взбучки кричал как резанный, но по природе своей он был чудовищем с достаточно высокой культивацией и крепким телом. Его крики были лишь притворством, чтобы не ранить чувство хозяина. Как только Ван Буэлэ потерял к нему всякий интерес, ослик резво поднялся, как будто у него совершенно ничего не болело. После многочисленных побоев он давно перестал чувствовать боль. В глазах животного стояла задумчивость. Ослик посмотрел в сторону военной базы, словно размышляя о том, чтобы действительно спрятать все концы в воду. Идея звучала довольно просто, но вот выполнить ее было не так легко, как могло показаться на первый взгляд. Хоть Ослик и не блистал интеллектом, у него был хорошо развит инстинкт самосохранения, если он решится на это, то навлечет на себя еще больше неприятностей. Фыркнув, Ослик не стал ничего предпринимать, но идея об устранении свидетелей прочно закрепилась у него в голове. С этой мыслью Ослик покосился на Ван Бууле, в его животных глазах появилось почти человеческое восхищение. Ослик искренне считал своего хозяина потрясающим человеком. Он научил его наиважнейшим принципам. Каждое его слово было правдой, хозяин сказал ему дать сдачу, что он и сделал, теперь белая ослица начинала дрожать от страха в его присутствии. От этой мысли Ослик довольно прикрыл глаза, незаметно прошло две недели. После взбучки Ослик стал вести себя намного послушней. Он все еще каждое утро куда-то сбегал и возвращался после полуночи, но, похоже, больше не совался на военную базу. Ван Бууле был слишком занят переплавкой автоматонов, чтобы постоянно следить за ним. Дизайн был доведен до совершенства. Львиную часть дня у него съедала массовая переплавка и модификация автоматонов. Не забывал он и следить за новостями о новом административном районе. Благодаря информации из нескольких источников он наконец составил у себя в голове более-менее полную картину. С растущим волнением он ломал голову над тем, как повысить свои шансы. Об Ослике он почти не думал. Предоставленный сам себе Ослик самостоятельно искал пропитание, что позволяло Ван Бууле не покупать так много снеков. За эти две недели в высших кругах общества активно обсуждались новости о новом районе Марса. Фракции и Федерации с большим интересом отнеслись к новой инициативе. Предсказуемо началась жесткая подковерная борьба. В конечном итоге детали плана были утверждены. Марсианская администрация сделала официальное объявление. На Марсе было решено построить новый город, место уже было выбрано, по размерам новый город превзойдет любой из районов колонии. Размеры нового административного района по изначальному плану должны достичь одной десятой всей марсианской колонии. Власти замахнулись на что-то крупномасштабное. В административном районе планировали сформировать отдельную систему управления, схожую той, что была принята в Федерации. Возглавившему новый город человеку обещали первостепенный четвертый ранг, причем предыдущий ранг не имел значения. С назначением на пост руководителя нового района человек мог перескочить сразу через несколько рангов. Первостепенный четвертый ранг носили главные старейшины различных павильонов четырех дау-академий, большинство из них уже достигли стадии создания ядра. Встречались и практики стадии возведения основания, но их было немного. Люди с таким рангом обладали огромным политическим влиянием. По устоявшимся правилам, Ван Буэлэ мог еще долгое время не рассчитывать на повышение с авторостепенного до первостепенного четвертого ранга, даже сделая что-то выдающееся. В такого рода вещах существовали требования культивации. Однако, создание нового административного района создавало уникальную возможность. Если ему каким-то чудом удастся возглавить город, то его ждет очередной скачок в карьере. Он не только станет благородным первостепенного четвертого ранга, но и получит под контроль целый город. Ван Буэлэ уже сгорал от предвкушения, размышляя о том, сколько власти может скоро оказаться у него в руках. Из разных источников он собрал огромное количество информации, из разрозненных данных ему удалось понять цель постройки нового города. Всю эту инициативу затеяли для продолжения раскопок божественного оружия. Хозяин административного района окажется на передовой раскопок легендарного артефакта, поэтому такой пост имел много преимуществ. Ни одна фракция Федерации не могла устоять пред подобным соблазном, за такой ценный приз разразилась нешуточная борьба. Ван Буэлэ не видел ее проявлений ни в новостях, ни в сети, но нетрудно представить, что творилось в кулуарах. Все-таки где-то там, под землей, лежало второе божественное оружие Федерации, все политические силы мечтали наложить на него руки. Федерации будет трудно монополизировать это божественное оружие, а одна грубая ошибка руководства страны может разжечь пламя конфликта. По этой причине был придуман план строительства нового административного района, с одной стороны он вписывался в план по дальнейшей колонизации Марса, с другой Федерация создавала административный район, чтобы у фракции был шанс еще до начала борьбы за артефакт установить там свое влияние. В официальном анонсе приводился свод правил предстоящего отбора на пост главы нового города. Из всех заявителей планировалось выбрать 10 кандидатов для дальнейшего участия в испытании, для гарантии непредвзятости состязания планировали транслировать в прямом эфире на всю Федерацию. Любой гражданин сможет увидеть ход испытания и место, где будет воздвигнут административный район божественного оружия. Вокруг катакомб божественного оружия специальная команда разметила 10 зон, кандидатам разрешилось привезти с собой по 10 тысяч помощников. Их культивация не должна превышать культивацию кандидата, на специально упрощенную модель города согласно внесенной ими заявке и чертежам. Для проверки прочности конструкции это все будет происходить в реальных боевых условиях. Специальный отряд из практиков с высокой культивацией провели разведку катакомб, где покоилось божественное оружие. Выяснилось, что там обитало огромное количество мутировавших тварей. Это произошло из-за их близости к столь могущественному артефакту. В силу определенных причин божественное оружие не удалось сразу достать из-под земли. Во время испытания собирались частично снять печать на входе в катакомбы, чтобы на поверхность могли выйти чудовища. То, чья модель города продержится дольше всех под натиском чудищ, выиграет состязание и станет мэром нового административного района Марса. Такая необычная проверка преследовала цель выявить наиболее подходящего человека для постройки нового города и руководства раскопками божественного оружия. Этот человек должен блестяще разбираться в городском планировании и фортификации. В ходе первого раунда отбора будут отсеяны все претенденты, кроме финальной десятки. От конкурсанта требовалось предложить детальный план того, как он или она собираются построить новый город. Помимо словесного описания к заявке было необходимо приложить чертежи. Комитет, состоящий из губернатора и еще нескольких человек, должен выбрать десять лучших предложений, их авторы и станут десятью финалистами. Такие условия отбора проверяли знания кандидатами теории и умение применить ее на практике. На поверхности все это выглядело справедливым, но фактически условия создавали возможности для нечестной игры. За спиной каждого кандидата стояла какая-то фракция, которая могла предоставить десять тысяч помощников. Политические силы явно не станут жалеть денег и людей в поддержку своего представителя. Все крупные игроки федерации алочно поглядывали в сторону Марса и его божественного оружия. Условие про десять тысяч помощников появилось в результате обсуждения между фракциями. За него проголосовали единолично. Это играло на руку губернатору марсианской колонии. Политические силы извне хотели инвестировать деньги в развитие Марса. Она понимала, борьба будет жаркой. Так или иначе, божественное оружие находилось на Марсе. Она была губернатором планеты. Кто бы не победил в состязании, ему придется следовать установленным здесь законам и считаться с ее мнением. Относительно кандидатуры она была абсолютно беспристрастна. Она выдвинула всего одно условие. Претендент до подачи заявки должен был работать на Марсе. Это требование переполошило многих практиков в марсианском городе. Ван Буэлэ не стал исключением. Глава 347. Обходиться собственными силами. Так и знал. Первостепенный четвертый ранг. После анонса Ван Буэлэ принялся мерить шагами свой кабинет. В его глазах появился алочный блеск. Он очень хотел возглавить новый административный район Марса. Ему на ум пришли слова главы секты Дао Академии Эфира, чтобы стать главным старейшиной павильона и получить первостепенный четвертый ранг, требовалось обладать культивацией стадии создания ядра и иметь много опыта. К тому же на такое повышение могли рассчитывать практики более зрелого возраста, отвечавшие двум условиям. Ему даже как-то довелось участвовать в подобной борьбе, когда наставник Чен Юй Туна, обычный старейшина, сражался за место главного старейшины. Только спустя шесть месяцев он получил долгожданное повышение, борьба с остальными кандидатами была очень тяжелой. Главный старейшина павильона и мэр нового административного района Марса носили одинаковый первостепенный четвертый ранг, вот только эти люди обладали совершенно разным уровнем власти. Ван Боуэлэ переполнил оптимизм, сперва следовало подогнать заявку под требования. От кандидата требуется предоставить теоретическую модель, а потом предварить ее в жизни испытать на прочность будут транслировать в прямом эфире по всей федерации. Какая-нибудь непрактичная, слишком масштабная трудозатратная идея не подойдет. Даже если ее одобрят, автор вряд ли сможет воспроизвести задумку в полевых условиях, а значит о кресле мэра ему можно забыть. Что мне предложить в заявке? Ван Боуэлэ нахмырился, он долго размышлял, пока ему в голову не пришла смелая идея. Раз задумку потребуется построить, почему бы не использовать чертежи моей вечной крепости, над которой я столько работал? От этой мысли Ван Боуэлэ учащенно задышал. Он давно решил построить себе собственную крепость, как у Дзиньдаумина, в проект он вложил много времени и сил. У него даже имелась небольшая армия строительных автоматонов. В какой-то момент его тщеславие и мастерство переплавки породили эту весьма странную мечту. Сегодня. Еще раз перечитав анонс и требования к кандидатам, Ван Боуэлэ внезапно понял, что ни одной заявки не побить его крепость. Я построю нечто гигантское, одновременно город и крепость. Глаза Ван Боуэлэ ярко блестели. Кто мог предполагать, что придуманный им дизайн крепости придется так кстати? Он с трудом сдерживал восторг. Похоже, ему благоволила сама судьба. Ему было суждено выиграть это состязание. Все это было предначертано. Мне, Ван Боуэлэ, судьбой уготовано подняться до самой вершины и навеки оставить свой след на Марсе. Ван Боуэлэ расхохотался. В чертежи крепости следовало внести необходимые коррективы. Он решил во что бы то ни стало получить пост мэра нового административного района. Не только Ван Боуэлэ решил поучаствовать в конкурсе. Кундао, Джои, Сянь, Ли, Ии и многие другие тоже готовили свои заявки. Идея стать руководителем нового административного района Марса, который будет играть важную роль в будущем планеты, звучала очень соблазнительно. Все фракции тоже досконально изучили вопрос. Все без исключения хотели выиграть и поставить на пост мэра нового района своего человека. Это касалось и доминирующих политических сил Федерации. Даже и секта Закат Галактики, которая еще не пришла в себя после катастрофы на Луне и решила присоединиться к борьбе. Они уже начали подготовку в надежде одержать победу. На политической арене стало особенно жарко. Новости о новом административном районе Марса вызвали горячие дебаты в марсианской колонии и на Земле. Новостные агентства не могли пропустить такую интересную новость. Постепенно дебаты в медиапространстве накалялись. Жители обоих планет с огромным интересом следили за развитием событий. К моменту, когда общественный интерес достиг пика, политические фракции закончили подготовку. Их проинформировали намного раньше простых граждан. К тому же у них в распоряжении были огромные ресурсы. Проекты в заявках кандидатов и стоящие за ними теории не имели серьезных недостатков. У каждой были свои сильные и слабые стороны. Ван Буэлэ тоже изменил свой дизайн, чтобы соответствовать требованиям конкурса. Несколько раз его проверив, он уверенно послал заявку. Не в силах усидеть на месте, он зашел в сеть, чтобы посмотреть, что говорят люди о новом административном районе. Несколько знакомых сообщили ему, что подготовили некоторые фракции. От этого страх не получить заветное место в финальной десятке только усилился. Цзэнь Дуэмин влиятельный парень, но это не очень обнадеживает. Полагаться на него одного нельзя. Вот почему я заручился поддержкой Мэролинь. Хотя и с его помощью попадание в следующий тур не гарантировано. Ван Буэлэ позвонил главе секты Дову Академии Эфира. Глава секты! Выпалил он. На Марсе собираются возводить новый административный район. Могу ли рассчитывать на вашу помощь? Ван Буэлэ поделился с главой секты всей известной ему информацией. Какое-то время собеседник молча его слушал, когда он закончил из кольца раздался тяжелый вздох. Буэлэ, тебе не стоит в этом участвовать. Почему? Ван Буэлэ застыл. Я уже знаю о новой инициативе и предложил тебя в качестве нашего кандидата, но в итоге было решено, что 4-дау Академии направят все свои ресурсы в поддержку Ли И, чтобы она стала мэром нового административного района Марса. Голос главы секты звучал устало. Услышав это, Ван Буэлэ с подозрением прищурился. Такое решение показалось ему несправедливым. Почему именно она? Негромко спросил он. Я решил поддержать собрат Даос Асмантус, заместитель губернатора колонии. Он обсудил все с дау Академиями и пообещал помочь Ли И. С его поддержкой у девочки весьма серьезные шансы победить. Я бы сказал процентов 60-70. 4 дау Академии хотят поставить своего человека на место мэра. После оценки всех факторов было установлено, что у Ли И выше шанс на победу, чем у тебя. Главе секты такое решение пришлось не по вкусу. Воспоминания о той встрече до сих пор вызывали у него раздражение, но три главы секты из других Академии отдали свои голоса Ли И. К тому же она нашла себе сильного союзника. 4 дау Академии не стали бы обращать внимание на ее союзника, будь это кто-то другой, но ей как-то удалось переманить на свою сторону гигантское дерево заместителя губернатора марсианской колонии. Его согласие помочь склонило чашу весов в сторону Ли И. Заместитель губернатора посоветовал Академиям не распылять силы на несколько кандидатов, а сосредоточиться на одном. Дау Академия Белого Оленя, чьей пускницей была Ли И, решила направить все ресурсы для ее поддержки. Боуле, ситуация непростая. Хоть тебя не выбрали, я выбил тебе место заместителя мэра. В новом административном районе будет четыре таких должности. Если Ли исправится, ты станешь одним из вице-мэров. Слушая главу секты, лицо Ван Боуле постепенно темнело. Ощущение было такое, будто кто-то опрокинул ему на голову ушат ледяной воды. Глава секты, я столько сделал для Дау Академии. Чувство несправедливости было столь сильным, что он перестал контролировать себя. Я проливал кровь ради Академии, сумел попасть в программу Сталсынов, я Боуле. Оборвал его глава секты, из кольца послушался вздох, когда глава секты заговорил, в его голосе сквозили бессилие и усталость. Боуле, во главе Альянса сейчас стоит не наша Дау Академия, нас ведет Дау Академия Белого Оленя. У нашей Академии всего один голос. Мы не можем изменить того, что было решено. Самое важное, что заместитель губернатора предложил свою полную поддержку Ли И. Он еще какое-то время пытался успокоить Ван Боуле, а потом отключился. Глава секты явно сожалел о случившемся. Какое-то время Ван Боуле просто смотрел на кольцо передатчик. В его душе постепенно росло негодование. Кому вообще нужна чья-то поддержка? Нет ничего плохого в том, чтобы участвовать в конкурсе без покровителя. Плевать на Ли И. Я стану одним из кандидатов и я раздавлю ее. Чем больше Ван Боуле об этом думал, тем сильнее распалялся. Крепко сжав кольцо передатчик, он связался с генералом Джоу, который купил у него дизайн пушки Боуле. Генерал Джоу воспринял просьбу о помощи очень серьезно. Военные на земле были у него в долгу. Выяснив, какая именно помощь была ему нужна, он надолго задумался. Наконец он признался, что военные не смогут помочь ему со вторым туром испытания, но они могли замолвить за него словечко во время отбора десяти кандидатов, правда и они не могли ничего гарантировать, тем не менее его шансы на успех возросли. Ван Боуле поблагодарил генерала и отключился, положив кольцо на стол он сделал глубокий вдох. Ван Боуле был родом из обычной семьи, он не мог похвастаться могущественными покровителями или связями с влиятельными фракциями, которые были бы готовы поддержать его, все что у него было он добился тяжелым трудом. Мне будут противостоять слабаки, кому приходится рассчитывать на поддержку других. Я уничтожу их голыми руками! Ван Боуле хмыкнул, все было готово к предстоящему состязанию. Он все еще не был уверен, что его выберут, но теперь шансы пройти первый тур оценивались им весьма высоко. Следующие десять дней комиссия отсеивала заявки, оставшиеся двадцать заявок представили на суд губернатору и ее заместителю, им предстояло выбрать из них десять наиболее подходящих кандидатов. Глава 348. Безграничная мощь. В офис губернатора принесли двадцать заявок, гигантское дерево выкроил время в своем плотном графике и пришел в ее кабинет. Сев напротив губернатора, он улыбнулся. За неформальные беседы они перебирали нефритовые таблички. Весьма изобретательная идея. В заявке предлагается использовать магическую формацию в качестве якоря, чтобы поглощать энергию печати над катакомбами божественного оружия и использовать ее для усиления самой формации. Прочитав предложение, губернатор улыбнулась и передала его своему заместителю. Гигантское дерево пробежало с оглазами по тексту заявки и одобрительно покачало головой. Ее прислал Джо и Сиане с клана Пять Поколений Неба, он указал на другую нефритовую табличку и подал ее губернатору. Вот еще одна неплохая заявка. Предлагается построить новый район в виде концентрических кругов. Три внутренних и три внешних кольца, связанных вместе и наделенных отражающей силой. Это будет очень кстати во время миграции, так как кольца защитят людей от излучения божественного оружия. Похвально, что автор об этом подумала. Губернатор взглянула на нефритовую табличку при виде имени Ли и она покосилась на гигантское дерево. Не дурно. С легкой улыбкой согласилась она. Возьмем ее. Гигантское дерево ничего не сказала, но на его губах тоже появилась улыбка. Вскоре они изучили все заявки и выбрали из них девять наиболее подходящих. Относительно последнего кандидата их мнения разошлись. Губернатор. Я бы взял сына сенатора Ченя Ченни Лу. Его заявка отвечает всем требованиям, что до предложения Ван Буоле оно неплохое, но парнишка явно сгущает краски. Он назвал свой проект «Вечная крепость». Не верю, что в мире существует крепость, падут. Гигантское дерево покачал головой, все знали его неприязни к Ван Буоле, поэтому он не собирался голосовать за заявку Толстяка. Вместо бессмысленной попытки это скрыть он открыто высказал свое мнение. Попадание заявки Ван Буоле в финальную двадцатку показалось ему подозрительным. За каждого из победивших кандидатов ручались доминирующие федерации политические силы. Именно так им удалось пройти первоначальный отбор, в ходе которого отсеялись все остальные заявки и попасть на стол к губернатору. Многие весьма достойные кандидаты не прошли первоначальный отбор, даже те, за чьей спиной стояли могущественные политики и семьи. Ван Буоле преуспел там, где у них ничего не получилось. Толстяк явно потянул за много ниточек, чтобы его заявку одобрили. Что с того? Вечная крепость это неплохая идея, но слишком уж смелая. Даже с поддержкой ему не пройти в следующий тур. Гигантское дерево про себя фыркнул. Губернатор напротив молчала, внимательно изучив заявку Ван Буоле она глубоко задумалась. Корпорация Трилонье и Линью положительно о нём отзывались. Даже глава секты из ДАО Академии Эфира несколько дней назад разговаривал с ней. Заручиться поддержкой трёх таких серьёзных игроков само по себе это вызывало уважение. Вчера у неё состоялся разговор с её ДАО-партнёром. Армия попросила его замолвить за Ван Буоле словечко. Ван Буоле не так прост, как кажется на первый взгляд. Глаза губернатора холодно поблескивали, она была не против в подобной тактике, что до предложения Ван Буоле тут она была согласна с гигантским деревом, его идея выглядела не очень практичной. Когда она хотела отложить его заявку в сторону, у неё заебрировало кольцо-передатчик. Губернатор посмотрела на свою руку и тут же на её губах расцвела улыбка. Поднявшись, она подошла к окну и заслонила себя барьером, только после этого она ответила на звонок. Гигантское дерево всё ещё сидел на месте. Судя по выражению лица губернатора, она не собиралась убирать заявку Ван Буоле. Эта незначительная проблема была недостойна его внимания. Он взял нефритовую табличку Ли и ещё раз перечитал заявку. Он пообещал помочь четырём Дао Академиям, а также дал им несколько советов для составления заявки. Чем дольше он читал, тем больше она ему нравилась. Вскоре губернатор закончил разговор и вернулась за стол. Немного подумав, она с улыбкой указала на нефритовую табличку Ван Буоле. Ван Буоле станет финальным кандидатом. Гигантское дерево с удивлением поднял голову и посмотрел на губернатора. Быть может, на её решение повлиял недавний звонок, однако он не стал спорить и немного растерянно кивнул. Наконец, были утверждены кандидатуры десяти финалистов. На следующий день список обнародовали для граждан Марса и Земли. Кандидаты сразу же оказались в центре всеобщего внимания. Кундао, Ли И, Джо и Сянь попали в список. Ещё шесть финалистов представляли секту Пренебесное Вознесение, секту Закат Галактики и Сената. Они были не очень известны. По одному из требований кандидат перед подачей заявки должен был занимать на Марсе какой-то пост. Большинство из них представляли собой номинальные фигуры, представляющие свои фракции. Личность кандидатов не имела значения, куда важнее были политические силы, стоящие у них за спиной. В случае Сената их кандидатом оказался не Лин Тяньхао. Он соответствовал требованиям, но после разговора с отцом решил не подавать заявку. Корпорация Трелуния тоже участвовала, только она выставила Нидзинь Доумина. Последним кандидатом стал Ван Буоле. Имя Ван Буоле в списке ничуть не удивило простых граждан, его репутации и навыки были широко известны, к тому же он закончил одну из четырёх Дао Академий, по их мнению этого хватало, чтобы стать одним из кандидатов. Люди, сведущие в политике, удивились при виде его имени среди финалистов. Дао Академия Белого Оленя связалась с Дао Академией эфира сразу после публикации списка. Они беспокоились, что гигантское дерево могло их неправильно понять, поэтому главе секты Дао Академии эфира пришлось выслушать много нелестных слов в свой адрес. Не стерпев подобного отношения он накричал на представителя другой академии, по итогам разговора они так и не смогли о чём-то договориться. Ли и не ожидала увидеть списки кандидатов Ван Буоле. Беспокоясь о своей культивации, она подавила в себе презрение с раздражением и послала Ван Буоле голосовое сообщение, где сладким голоском поздравила с проходом во второй тур. Ван Буоле не стал даже отвечать на её сообщение. Он пришёл в неописуемый восторг, когда его выбрали. Сначала он поблагодарил Цзэнь Дуомина, Ли и Нью и военных за помощь, а потом послал сообщение с благодарностью главе секты Дао Академии эфира. Глава секты уже обо всём знал. При виде сообщения он вымоченно улыбнулся. После этого Ван Буоле бросил все силы на переплавку строительных автоматонов. Он понимал, место в итоговой десятке это лишь первый шаг. У него не было преимущества перед остальными кандидатами. Скорее наоборот, второй тур состязания давал преимущество всем участникам, кроме него. Ему негде было взять 10 тысяч помощников. Студентов было брать нельзя. Согласно правилам состязания, колония не собиралась обеспечивать безопасность помощников, защитный оперек получал только кандидат. Достаточно сломать нефритовую табличку, чтобы установить связь с магической формацией Марса и переместиться обратно в колонию. Для активации магической формации требовалось огромное количество ресурсов, к тому же с помощью одной нефритовой таблички нельзя перенести 10 тысяч человек. Вот почему только кандидат мог телепортироваться в безопасное место. Разумеется, фракции постарались снабдить средствами защиты. Все готовили запасные планы, чтобы обезопасить команду кандидата, несмотря на это Ван Буэллы не терял присутствие духа. К этой схватке умов нужно как следует подготовиться. Для подготовки к состязанию Ван Буэллы купил все необходимое, включая немного дерева, из которого сделал несколько статуй. Он улучшил мегафон, сделав увеличенную версию и много чего еще. В конце он понял, что был готов не только физически, но и морально. Наконец, наступил день состязания. В порт Ван Буэллы приехал на своем ослике, при виде многотысячной толпы он лишился дара речи. Большую часть порта занимали 10 огромных кораблей, каждый вмещал в себя по 10 тысяч человек. На фоне толп людей у девяти кораблей, десятый выглядел белой вороной. Передом с ним стояла одинокая фигура Ван Буэллы на ослике, контраст был слишком ярким. Ван Буэллы в какой-то момент стало трудно дышать. У одного из кораблей стояла Ли и в окружении 10 тысяч человек, слабейший из них находился на пике древних боевых искусств. Основу ее группы составляли практики истинного дыхания, при этом экспертов на стадии возведения основания было больше сотни. Люди из ДАО Академии Эфира среди них, заметив Ван Буэллы виновата отворачивались. Ван Буэллы не заметил их виноватых лиц, он пытался прийти в себя от размеров и состава армии Ли И. Пламя его боевого духа потускнело, судорожно втянув легкий воздух он посмотрел на Кундао, Джо и Сяня и остальных кандидатов. Каждый привел с собой по десять тысяч человек. В огромном порту собралось девять таких армий, окружавшие их аура вызывало трепет, представлять десять тысяч человек у себя в голове это одно, а увидеть такую толпу воочию совсем другое. Ван Буэллы как никто чувствовал эту разницу, он сам не заметил как у него округлились глаза и изменилось выражение лица. Сначала он посмотрел на девять армий, а потом взглянул на огромное пустое пространство перед своим кораблем, ослика перед ним била мелкая дрожь. Очевидно, он был напуган, да и сердце самого Ван Буэллы облепило липкая паутина страха. Его приезд привлек внимание, другие участники не могли его не заметить, каждый из них с помпой прибыл в порт в сопровождении своих людей, только Ван Буэллы приехал в гордом одиночестве на черном ослике. Пустота вокруг его корабля навевала странную меланхолию, все присутствующие в порту, будь то ли И, Кундау или кто-то еще, странно косились в его сторону. Некоторые были не столь сдержаны и в открытую засмеялись. Что с того? Я в одиночку со всеми справлюсь. Верно, Кыш? Давай, скажи, что мы о них думаем. Ван Буэллы подавил страх и похлопал ослика по голове, животное под ним перестало дрожать. Стоило Ван Буэллы похлопать ослика по голове, как он громко закричал. Я! Я! Ван Буэллы почувствовал, как изменилась атмосфера в порту. Глава 349 Ослик, твой выход! Часть кандидатов и их помощников странно косились на ван Буэлла со слом, другие же насмешливо ухмылялись. Губернатор и ее заместитель вместе с многими членами администрации находились в командном центре. При виде человека на ослике все в помещении удивленно заморгали, одни прикинули, что ничего не видели, другие покачали голову и натянуто улыбнулись. Никто не верил в Ван Буэллы. Такое отношение не имело отношения к самому Ван Буэллы. Испытание могло закончиться самым непредсказуемым образом, но это было не противостояние отдельных людей, а целых фракций. Политические силы вложили в подготовку много ресурсов, чтобы максимально повысить шансы кандидатов на победу. Помощники в команде каждого кандидата обладали разнообразными талантами и навыками, среди них нашлось место боевым практикам, экспертам по магическим формациям медхармическому оружию. Фракции укомплектовали своих кандидатов как можно лучше, чтобы тем, где справиться с любой проблемой. Довольно быстро участвующие в состязании фракции выяснили, что Ван Буэллы самостоятельно выдвинул свою кандидатуру вопреки решению четырех ДО Академий. Все пришли к одному печальному выводу его никто не поддерживал. Хоть он и прошел первый тур, во втором его ждало неминуемое поражение. Никто не воспринимал его как серьезную угрозу, он был один, в сравнении с ресурсами кандидатов у него в распоряжении были ли жалкие крохи. Состязание заключалось в возведении оборонительного рубежа за короткое время, чтобы противостоять орде чудовищ. Сдерживая атакующие орды монстров, участникам требовалось строить уменьшенную копию приложенного к заявке проекта города, их главным врагом было время, поскольку каждая новая волна чудовищ становилась сильнее предыдущей. Победителем станет тот, кто продержится дольше остальных кандидатов. Одиночке без серьезных ресурсов придется в самом начале разбить нефритовую табличку, тем самым закончив свое участие во втором туре, Ван Буэлэ ждало поражения. Он еще молод. Это состязание не отдельных практиков, а целых фракций. Одиночке без поддержки никогда не победить. У него нет шансов. Ван Буэлэ просто выставить себя на посмешище. Какой фарс? Верно. Я слышал, дау Академия Белого Оленя пришла в бешенство и открыто раскритиковала дау Академию Эфира. Пока в командном центре люди негромко беседовали, разочарованно качали головами, гигантское дерево на мгновение насмешливо улыбнулся. По его мнению, в этот раз Ван Буэлэ переоценил собственные силы. Неужто он думает, что это мистический мир Луны? Губернатор больше не могла на это смотреть, поэтому громко скомандовала. Пусть взлетают. Испытание начнется, когда корабли долетят до района божественного оружия. По приказу губернатора корабли в порту загудели, готовясь к старту, Ли и с другими кандидатами, получив приказ, поспешили к своим кораблям. Перед подъемом на борт Ли и одарила Ван Буэлэ приторной улыбкой. Внутри корабля, где ее никто не мог увидеть, она позволила проявиться презрение в глазах. Свинья! Ли и чувствовала себя просто прекрасно. Она подумывала бросить культивацию техники бесчувственной Ивы, если ее удастся стать мэром нового административного района. Все-таки ее статус кардинальным образом изменится, и совершенно не хотелось дальше флиртовать с Ван Буэлэ, с этим бесстыжим и отвратительным толстяком. Тем временем, Джои Сянь тоже взошел на борт своего корабля. Его лицо не покидало на смешливую хмылку, он совершенно не скрывал свои неприязни к Ван Буэлэ, в своих мыслях он был согласен с Ли И. «Ты всего лишь один из многих выпускников четырех Дау Академий!» С презрением подумал он. «Без их поддержки ты обычный мусор!» Кундау не стал открыто демонстрировать свои эмоции, но он никогда не испытывал к Ван Буэлэ теплых чувств. Его отношение к нему ухудшилось после случая с Белым Осликом, одарив Ван Буэлэ мрачным взглядом, он выбросил его из головы. Другие кандидаты поступили так же. Некоторые, спрятав усмешку, качали головой, про себя не только усмехнулись, для них Ван Буэлэ был не лучше клоуна. Больше не обращая на него внимания, они погрузились на корабль. Ван Буэлэ не видел выражения лиц всех людей в порту, но реакция тех, кого он успел заметить, разозлила его. «У вас за спиной стоят ваши семьи и кланы! Плевать! Мне нужен только я сам!» Ван Буэлэ задвинул раздражение в дальний уголок сердца и направился к своему кораблю. Человек и Ослик оказались в отсеке, способным вместить десять тысяч человек, при виде огромного количества кресел в громадном отсеке ему стало чуточку лучше. Здесь хотя бы было просторно. Десять кораблей поднялись в воздух и на полной скорости полетели в сторону пустоши Марса. До места они добирались шесть часов. По мере приближения к цели росло возбуждение Ван Буэлэ. Впервые он оказался так далеко от колонии. Путешествие заняло довольно много времени. Продвижение вперёд усложняло сильное возмущение энергии вокруг области, где находилось божественное оружие. Чем-то оно напоминало магнитную бурю, которая серьёзно замедлила летающие суда. Им пришлось снизить скорость. Внутри корабля послушался стук, словно по корпусу били камни. Корабль кидало из стороны в сторону, как будто он попал в турбулентность, вот только он летел по абсолютно чистому небу. Постепенно на заснеженной земле внизу начали появляться пятна красной земли. Чем ближе они были к цели, тем меньше становилось снега. Вскоре пейзаж внизу полностью изменился. Земля выглядела так, будто она была пропитана кровью. Пугающее зрелище для тех, кто впервые видел Марс таким. В следующий час десять кораблей летели над долой равниной. При виде гор впереди пассажиры тяжело задышали. Наконец они добрались до места. До места захоронения божественного оружия. Это место можно было назвать центром Марса. Этот гористый регион находился очень далеко от колонии, что до катакомб божественного оружия они скрывались на огромной равнине в окружении высоких горных пиков. Издалека эта равнина больше напоминала горную долину. Именно здесь планировалось построить новый административный район Марса. В центре равнины находился гигантский вход в катакомбы, накрытый сияющей печатью. Она гарантировала, что никто не мог выбраться из-под земли на поверхность. Множество жутко выглядящих существ бились головами о печать. После каждого удара печать вспыхивала, озаряя своим светом небо. Из катакомб доносился приглашенный рёв чудовищ. Люди на борту кораблей сразу увидели десять зон вокруг входа в катакомбы. Десять зон граничили друг с другом, границы были чётко очерчены, каждая зона представляла собой голую равнину без строений, но на некоторых росли какие-то странные растения. Корабли медленно приземлились. Как только двигатели смолкли, Ли и остальные кандидаты выпрыгнули за борт, они повели своих людей к выбранным ими зонам. Похоже, они ещё во время полёта распределили зоны между собой, поэтому люди довольно организованно расходились по местам. Хватило пару мгновений, чтобы кандидаты нашли выбранные ими зоны, не теряя ни секунды, они отдали приказы своим людям. Помощники доставали ресурсы и материалы из бездонных браслетов. Строительство началось! Всё это Ван Буоле увидел, когда сошёл с корабля. По девяти зонам ужасновали рабочие, раскладывая строительные материалы и другие компоненты. Хоть Ван Буоле и был готов к чему-то подобному, у него в голове невольно проскользнула мысль «Какие же они богатые!» Он взглянул на зону, которую никто не выбрал. Вместо пустыря ему досталась зона, заросшая высохшими сорняками и сгнившими деревьями. Не собираясь сдаваться без борьбы, Ван Буоле решил начать с расчистки территории от сорняков. Ему пришлось приложить усилия, чтобы вырвать несколько. Сорняки крепко вросли в землю. С многотысячной командой помощников это бы не заняло много времени, но в одиночку ему потребуется очень много времени, чтобы зачистить такую большую область. Это уж слишком. Меня даже не включили в обсуждение. Просто оставили мне самую паршивую зону. Ван Буоле было немного обидно. Сперва он хотел достать строительных автоматонов, но в данный момент показывать козыри было рано. «Ослиное яйцо!» «Яш!» — скомандовал Ван Буоле. От вкуса сорняков ослика чуть не стошнило. Почувствовав на себе угрожающий взгляд Ван Буоле, ослик трусливо склонил голову и с печальным видом принялся жевать. Животное с тоской взирало на другие зоны, где уже вовсю кипела работа, тогда как ему приходилось есть ужасную на вкус траву. Десять кораблей тем временем взлетели и зависли в воздухе, оборудование на них вело запись происходящего внизу с разных ракурсов. По всей Федерации шла прямая трансляция испытания. Сотни тысяч семей по всей стране могли понаблюдать за происходящим в районе божественного оружия через свои духовные экраны, кадры Ли и других кандидатов сменялись общими планами идущего строительства. Разумеется, они увидели Ван Буоле, одинокого толстяка со сложными за спиной руками, время от времени пинающего ослика, который медленно жевал траву. Один человек на огромном поле сразу же привлек к себе внимание бесчисленного множества ошеломленных зрителей. Глава 350 Первая волна чудовищ Что происходит? Этот толстяк Ван Буоле? Это легендарный герой? Должно быть. Иначе не объяснить, почему он один, тогда как другие привели по 10 тысяч человек. Глянь на ослика, помни об одной притче, которая начиналась с этого животного. Зрители не ожидали увидеть такое на своих экранах. Разница между остальными участниками и Ван Буоле была слишком разительной. На всех остальных зонах в поте лица трудились тысячи человек, а на заросшем сорняками пуле стоял Ван Буоле и его ослик. Такое не могло не привлечь к себе внимание зрителей. Многие ученики четырёх ДАО Академии следили за трансляцией, они удивились, увидев такое на экранах. Люди из ДАО Академии Белого Оленя презрительно улыбались, некоторые даже начали отпускать шутки. Пытается играть на аудиторию, парень не понимает, когда надо остановиться. Ученики из ДАО Академии эфира отреагировали не так, как их собрать из ДАО Академии Белого Оленя. Люда, Убини, другие поражённо уставились на Ван Буоле, окинув взглядом притихшую толпу, он радостно сказал, «Вот это я понимаю, вот это настоящий выпускник нашей ДАО Академии эфира, видите? Он бесстрашно вышел против них в одиночку, как бы говоря нам, что ему по силам превзойти кандидатов с десятитысячными армиями». Люда, Убини пришлось использовать всё своё красноречие. Толпа позитивно отреагировала на его слова. Люди смотрели на Люда, Убини с уважением и действительно ему удалась весьма красивая речь. Глава секты ДАО Академии эфира тоже смотрел прямую трансляцию. При виде Ван Буоле он закрыл лицо руками. У него душа болела за Ван Буоле, но он мог лишь тяжело вздыхать. Джо и Фанни, Джао и Ямен тоже смотрели трансляцию из разных уголков планеты. На их лицах промелькнуло несколько эмоций, но ни одна из них не была удивлением, они привыкли к выходкам Ван Буоле. Жители Земли и Марса встали на уши, инструкторы Академии Туманного ДАО включали свои духовные экраны. Голос Дзинь Доджи звучал на кампусе громче всех, но его речь вышла не такую изящную, как у Люда, Убини. В своём выступлении он сосредоточился на героизме Ван Буоле. Ван Буоле оказался в центре всеобщего внимания, но сам он ничего об этом не знал. Его не волновали эмоции зрителей, давно он не чувствовал себя таким подавленным. Скорость поедания осликом травы совершенно его не устраивало. Пока животное работало, он изучал своих ближайших соседей. С одной стороны с ним граничил Джо и Сянь, с другой кандидат от армии Марса. Последний оказался тем еще бесстыдником, каждый его помощник был вооружён десятью пушками Буоле. Сотня тысяч выстроенных в ряд пушек представляли собой грандиозное зрелище. Джо и Сянь вызвал у него ещё больше раздражения, в кратчайшие сроки его команда возвела высокую стену из чёрного металла, десять тысяч помощников принесли с собой огромное количество пушек вулкан и других больших кармических артефактов. Их сборка шла полным ходом, модель его города явно должна обладать серьёзным защитным и огневым потенциалом, это была лишь уменьшенная модель. Другие кандидаты строили нечто похожее. Самую впечатляющую модель строил не Джо и Сянь или кандидат от армии, а Ли И. Десять тысяч её помощников возводили магическую формацию, с высоты птичьего полёта открывался вид на огромный сияющий круг. От него волнами расходилась духовная энергия, сияние округа похоже резонировало с печатью на катакомбах божественного оружия, одно это было невероятным достижением. К счастью, я как следует подготовился. Пытался утешить себя ван Буле. Он пытался не обращать внимания на идущие в других зонах строительства, но время от времени всё равно поглядывал в сторону конкурентов. У него на глазах стараниями десятков тысяч рабочих рук на равнине постепенно вырастали модели городов. У него в глазах появилась влага, а сердце затопило горечь. Он повернулся к Ослику и пришёл в ярость при виде того, как тот отлынивал от работы. Работай! Ни сачкой! Ослик грустно посмотрел на него, как будто пытался спросить, чем он заслужил такое наказание, а потом продолжил вяло жевать траву. Прошёл час, вся Федерация наблюдала за Леи и другими кандидатами, их модели уже выглядели достаточно крепкими, чтобы выдержать первые волны чудовищ. К тому же на их стороне была численность, все понимали, что не стоило тереть время, поэтому работы шли в ускоренном темпе. Со всех зон доносились скорёжет металла и звук строительных работ, модели городов выглядели впечатляюще, в зоне Ван Буэлла ничего не изменилось. Ослик как только не пытался отлынивать от работы. Дошло до того, что он открыто сбунтовался против хозяина. Несколько пинков Ван Буэлла не сподвигли его продолжить работу, вместо этого он улёгся на земле и начал фуркать. На попытке Ван Буэлла заставить его работать, он начинал кататься по траве. Зрители со всех концов федерации не знали, что и думать. Ван Буэлла со вздохом окинул взглядом за росшую бурьяном зону, а потом отправился к ранее обнаруженному месту. Земля там была немного мягче, чем в других местах. Этот участок земли ранее был весь в сорняках. Ослик начал свою работу именно с этого места, поэтому сейчас здесь почти не осталось травы. Сделав несколько шагов, Ван Буэлла опять вздохнул. На глазах у шокированных телезрителей он легким хлопком по бездонному браслету достал небольшой стул и уселся на него. Словно ему было дико скучно, он достал ведро куриных крылышек из бездонного браслета и стал неспешно есть. У Ослика неподалеку заблестели глаза. Он подскочил к Ван Буэллу и уставился на куриное крылышко у него в руках. Из его пасти на землю уже капала слюна. В попытке выпросить лакомство он завелило хвостиком. «Ты пёс или ослик? Где ты подхватил дурацкую привычку велить хвостом? Ты позоришь всех остальных осликов!» В конце концов он решил пожалеть своего питомца и бросил ему несколько куриных костей. Ослик совершенно не возражал. С громким хрустом он разгрыз и проглотил кости, а потом опять завелил хвостом. Всё это транслировалось в прямом эфире на всю федерацию. Зрители по всей стране, наблюдавшие за Ван Буэллу, не знали то ли плакать, то ли смеяться. Один из кандидатов выселся на стул, чтобы перекусить прямо во время состязания. «Каким надо быть храбрецом, чтобы есть такой критический момент? Теперь понятно, почему он такой толстый. Ван Буэллу не перегибает. Ослик такой миленький, он даже помогает толстяку, но ему достались только кости. Тот специально бросил ему кости, на которых совсем не осталось мяса. Больно смотреть на бедняжку ослика». Многие люди у себя дома обсуждали творящиеся на экране. Глава секты до Академии Эфира облокотился головой на руку. У него не было слов. Людо Убинь долго думал, что сказать, как вдруг он хлопнул себя ладонью по бедру. «Таково лицо по-настоящему бесстрашного человека, которого не пугают ни смерть, ни опасность. Пока все остальные кандидаты нервничают, наш старший брат Боулэ спокоен, как зимний пруд. Вы думаете, что он просто решил перекусить? Но нет. Он пытается показать миру свое спокойствие и непоколебимость перед лицом грядущих трудностей. Он подобен старцу и спевшему росы мудрости. У него точно есть план!» Ученики вокруг Людо Убиня посмотрели на него с возросшим восхищением. Сам Людо Убинь посчитал, что среагировал достаточно быстро и высказался весьма убедительно. В один момент, пока никто на него не смотрел, он включил кольцо передатчик и прошептал. «Ничего не говори. Я у Ван Боулэ в неоплатном долгу. Даже если коэффициент ли и один к трем, а его один к тысяче, я все равно ставлю 10 духовных камней на Ван Боулэ. И еще поставь тысячу на Ли И». Испытание вышло настолько масштабным, что многие важные фигуры, которые редко появлялись на публике, покинули уединение и открыли временные букмекерские конторы специально для этого мероприятия. Новости об этом облетели всю федерацию, ставки делали не только практики, но и простые люди. Коэффициент на Ван Боулэ был тысяча к одному, а Ли И всего три к одному. Количество ставок постепенно росло. Самым популярным кандидатом, разумеется, стал Ли И. Шло время, Ван Боулэ и Ослик прикончили десять ведрышек куриных крылышек, как вдруг из-под печати катакомб божественного оружия в самом центре раздался оглушительный грохот. По своей силе он не уступал раскат угрома. Ли И и остальные кандидаты мрачно посмотрели в сторону сияющей печати, следом прозвучали приказы. Часть их людей начала готовиться к бою. Испытание началось! Ван Боулэ поднял голову и тоже взглянул на печать. В этот самый момент сияющий барьер на катакомбах божественного оружия заметно истончился. В печати появились прорехи, из-под земелья с ревом повалили жуткие полусгнившие чудовища, их глаза сияли безумным и свирепым светом, а рда чудовищ подобно морской волне понеслась к позициям людей. Глава 351 Жульничество Где бы ни находились зрители, на земле или на Марсе, все неосознанно задержали дыхание. Даже через духовные экраны, пугающие виды, жуткие вы и чудовищ могли шокировать любого, все, кто смотрел трансляцию, напряглись. Реакции людей из марсианской колонии говорить не стоило. В глазах уродливых чудовищ полыхало безумное пламя, они атаковали не по одному направлению и ударили по десяти зонам. Все благодаря контролю печати, в которой образовалось десять отверстий. Прямо напротив каждой зоны целью жутких тварей были десять кандидатов. Бегущих монстров было сложно сосчитать, но на каждую зону пришлось примерно одинаковое количество тварей. Испытание проверяло, какой кандидат продержится дольше всех. К тому же чудовища атаковали небесконечным потоком. Сила печати контролировала волны таким образом, чтобы после каждой атаки у участников было время перегруппироваться и подготовиться к следующей атаке. В первую волну попало много чудовищ, правда по силе большинство из них находились на уровне людей стадии древних боевых искусств. Печать пропустила немного чудовищ стадии истинного дыхания, но их было меньшинство. Тем не менее, количество тварей в волне потрясало, издали они действительно напоминали десять волн, надвигающихся на позиции людей. В девяти зонах кандидаты успели возвести линию обороны, чего нельзя было сказать о Ван Буле. С появлением врага ли и другие участники отдали приказ атаковать, на сооружённых ими базах загрохотали вулканы, пушки Буле и другое крупное духовное оружие. Боевые практики тоже подготовились к бою. Равнину огласил грохот пушечных залпов. Тем не менее, строительство базы продолжилось даже во время сражения с чудовищами. Все кандидаты понимали, что каждая секунда была на счету. Строительство нельзя было прекращать, иначе им не продержаться до самого конца. При виде чудовищ далеке Ван Буле подпрыгнул и с грохотом приземлился на землю. Почва у него под ногами разлетелась во все стороны. На месте приземления теперь красовалась глубокая яма. Ван Буле на дне ямы выполнил магический пас левой рукой, стянув землю в яму и похоронив себя заживо. Ослик не ожидал от хозяина такой прыти, тем не менее, он тоже быстро вырыл яму и зарылся под землю. Многие зрители трансляции переживали за парочку, но когда оба закопались под землю, они пораженно уставились на свои духовные экраны. Ван Буле закопался под землю? Что? А это разрешено? Не только зрители удивил такой маневр, Джо и Сянь и кандидаты из марсианской армии пораженно уставились на зону соседа. Другие кандидаты не видели, что произошло. Только Джо и Сянь и армейские кандидаты за свои близости к зоне Ван Буле видели все от начала до конца, а размышлять об этом времени не было. Их внимание занимала надвигающаяся на их позиции орда. Вскоре Джо и Сянь и другой сосед Ван Буле и стошно завопили. Ван Буле ты совсем совесть потерял? Сделайте с ним что-нибудь! Ван Буле жульничает! Ни тот, ни другой не смогли сохранить самообладание. Ван Буле и Ослик зарылись глубоко под землю, при этом на их зоне вообще отсутствовали постройки. Чудовищи находились в приступе неконтролируемой ярости, но они не были слепыми. Не заметив на поле впереди строения людей, они направили свою жажду крови на двух соседей Ван Буле. Этими соседями были Джо и Сяний парень, представлявший военных Марса. Им пришлось не только отбиваться от своих волн, но и дать отпор монстрам Ван Буле. Увеличенная нагрузка на их позиции вызвала у обоих приступ неконтролируемого гнева. Они сыпали ругательствами, но это никак им не помогало. Их базы были слишком большими, чтобы начинать рыть яму. Фортификация их баз лишь выглядела крепкой. На самом деле она была крайне примитивной. Опасность представляли не столько сами чудовища, сколько их количество. Оба могли одолеть свою волну тварей, но теперь не защищались от чудовищ Ван Буле, что и сильно растягивало их оборону. Джо и Сяний чувствовали себя немного лучше, всё-таки его поддерживал клан Пять Поколений Неба. А вот кандидат от марсианской армии оказался в затруднительном положении. Всё-таки армейское руководство основной упор сделало на Кундао, тогда как его выбрали по остаточному признаку. Его команда помощников уступала людям Кундао. В такой непростой ситуации построенная им оборона была быстро прорвана. Увеличенная в сравнении с остальными волна чудовищ напала на людей. Отправленные с армейским кандидатом люди не собирались складывать головы на каком-то испытании, они давали отпор напирающим тварям, но в ходе боя многие получили ранения. Им удалось убить много чудовищ, вот только монстры продолжили пребывать. Неудивительно, что их решимость начала быстро таять. Вскоре некоторые обратились в бегство. После выхода из зоны они больше не могли участвовать в испытании. Перед лицом огромной орды жутких тварей большинство закономерно выбрало бегство. В конечном итоге чудовище разрушили базу кандидата от марсианской армии, его команда сбежалась. При виде краха всех своих трудов кандидат от армии пришел в бешенство. Он не хотел первым выбывать из испытания, поэтому вырыл в углу базы яму и зарылся под землю. «Ванпула, я этого не забуду!» Напоследок громко прокричал он. Только он закопался под землю и скрыл свою ауру, как чудовища пронеслись по месту, где он недавно стоял. За неимением целей в этой зоне все его помощники разбежались, а орда чудовищ разделилась на два направления. С другой стороны от зоны кандидата от армии находилась база представителей секты Пренебесное Вознесение. Он своими глазами видел падение крепости соседа. К счастью, до него добрались лишь небольшие остатки орды, с которыми он мог справиться, что до Джо и Сяня с прибытием подкрепления к чудовищам его положение ухудшилось. Отбиться от своей волны и половины волны Ван Боле, а теперь еще и кандидат от армии прислал ему небольшой подарок. Это был настоящий ад. Его сердце переполнило ненависть, но ему ничего не оставалось, как сцепить зубы и держаться. Вулканы на стенах его базы повредились в результате такой нагрузки. Когда примерно 30% его команды потеряла способность участвовать в испытании, он вместе с оставшимися людьми одолел последнее чудовище. Спустя два часа первая волна наконец подошла к концу. Для кандидата армии Марса и Джои Сяня эти два часа стали настоящим кошмаром. Зрители еще долгое время находились под впечатлением от увиденного. Он закопался под землю! Никогда не видел, чтобы против чудовищ использовали такую тактику. Даже самый невнимательный зритель считал положение Джои Сяня и кандидата от армии Марса как катастрофическое. У одного боевая мощь упала практически наполовину, а другой вообще лишился и людей, и базы. Оба находились в одном шаге от поражения. Ли и другие кандидаты значительно легче пережили первую волну. После нападения чудовищ они узнали о положении Джои Сяня, кандидата от армии и трюки Ван Буэлэ. Удача действительно была на их стороне. Им очень повезло не оказаться в соседях у Ван Буэлэ. Правда, долго размышлять об этом у них не было времени. Каждая секунда была на вес золота, следовало восстановить и укрепить базу перед следующей волной. Зрители телетрансляции в разных уголках Федерации увидели следующую картину. После окончания первой волны Джои Сяня подбежал на границу своей зоны и зоны Ван Буэлэ. «Ван Буэлэ, вылезай оттуда, черт тебя дерь!» закричал он. «Ван Буэлэ, решим всю дуэлью как мужчины!» Кандидат марсианской армии выбрался из Ямы жутко разозленным. Его так и подмывало кого-нибудь придушить. Крики обоих вынудили Ван Буэлэ выбраться из своего укрытия. Задрав подбородок он надменно окинул взглядом окрестности, бурьяна стало заметно меньше. Чудовище слегка изменили ландшафт, но по сути ничего не изменилось. До волны его зона представляла собой пустырь и сейчас перед ним предстал пустырь. Неровный ландшафт не был такой уж серьезной проблемой. При виде плачевного состояния баз соседи он мргнул, прочистил горло и невинно посмотрел на беснующихся Джои Сяня и кандидата от армии. Чего раскричались? Разве нарушил какое-то правило? Что плохого в том, чтобы одолеть волну чудовищ силой своего интеллекта? Глава 352 Вряд Джои Сяня и кандидата армии охватила неописуемая ярость. После замечания Ван Буэлэ у них чуть пор за ушей не пошел. Парой брошенных фраз он как будто специально подлил масла в огонь, отчего оба его соседа чуть не вышли из себя и не кинулись на него с кулаками. Помня его мастерстве рукопашного боя оба проглотили обиду, к тому же они не могли приказать своим помощникам напасть на Ван Буэлэ, у этого испытания был совсем небольшой свод правил. Самое главное заключалось в запрете сражения между кандидатами. Его поступок было сложно квалифицировать как покушение на жизнь помощников Джои Сяня и кандидата от армии, все-таки он был не настолько способным, а в том, чтобы спрятаться от чудовищ не было ничего предусудительного. Тем не менее оба кандидата закономерно пришли в ярость, одарив Ван Буэлэ испепеляющим взглядом, Джои Сянь вместе со своими людьми начал восстанавливать то, что осталось от базы. Оценив ситуацию, он понял, что в текущем состоянии база не выдержит следующего нападения чудовищ. Когда в зоне Джои Сяня закипела работа, другой сосед Ван Буэлэ печально взглянул на останки своей базы, а потом на виновника произошедшего. С досады он сел на землю и принялся кричать. Ван Буэлэ, я знаю, что ты рос в сценарнике, иначе не объяснит, почему ты такой толстый и неотёсанный. Ты ведь практикт хромического оружия, так почему не сделаешь себе плавильную печь, сокин ты сэн? Парень совершенно не сдерживался, выплескивая всю обиду и негодование. Раз он не мог больше участвовать и атаковать Ван Буэлэ, ему оставалось только словесно оскорблять его. Если Ван Буэлэ разозлится и побьёт его, то вылетит из соревнования. Граждане Федерации не ожидали услышать такую отборную брань в прямом эфире. Что интересно, парень на службе, видимо, поднаторил в этом искусстве, поскольку за всё время ни разу не повторил ругательства. Будь ты молодым цветком, коровы не стали бы тебя есть. В лучшем случае они бы просто навалили на тебя кучу. Думаешь, ты такой умный? Прикидываешься мёртвым? Коли такой крутой, то попробуй не использовать этот трюк три дня и три ночи. Тогда я публично признаю, что ты крот. Его возмущение не было конца. Когда солдаты марсианской армии услышали с духовных экранов ругань своего сослуживца, многие поражённо застыли. Они понятия не имели, что парень, которого взяли на состязание по остаточному признаку, обладал таким необычным талантом. Ван Буалэ по началу злила его ругань, но со временем она перестала его раздражать, он прикинулся, будто ничего не слышал, а потом и вовсе сел на стул с ведрышком крылышек и стал напевать какую-то простенькую мелодию. Осознав, что крылышки остыли, он щелчком пальцев разжёг огонь, чтобы ещё раз их обжарить, к нему тут же подбежал вечно голодный ослик. Как и в прошлый раз он завелел хвостиком, Ван Буалэ старательно отводил от него глаза. В итоге ослику не доставались даже обглоданные кости, поэтому он начал подумывать украсть еду у хозяина. Из страха, что Ван Буалэ запечатает ему пасть, он только и мог что окружить вокруг него в попытке привлечь внимание. Когда Ван Буалэ съел все куриные крылышки, ослик запаниковал. Тем временем кандидат от армии и сидя на земле пил воду. Не получив от Ван Буалэ ожидаемой реакции, он включил кольцо передатчика с ухмылкой и сделал несколько снимков. «Ладно, молчи, сколько влезет! Я повешу твоё фото на стене! Днём она будет отгонять злых духов, а ночью служит средством контрацепция!» Ван Буалэ старательно делал вид, будто не слышал оскорблений, но глубоко внутри него клокотал гнев. Последняя фраза чуть не вывела его из себя, он гневно посмотрел на обидчика, его так и подмывало избить наглеца, но ради этого ему не хотелось нарушить правила. Ослик, похоже, сообразил, что сейчас было самое время проявить себя. «Я! Я!» От громких криков Ослика кандидат вздрогнул. Он хотел что-то сказать, но Ослик буквально заглушил его своими криками. Помощь Ослика немного растопила сердце Ван Буалэ, поэтому он кинул своему единственному помощнику куриное крылышко. Обрадованный Ослик начал кричать ещё громче. Ругань солдата с Осликом длилась полчаса. Остальные кандидаты чувствовали растущее раздражение, а зрители у своих экранов поражённо наблюдали за переполкой человека и животного. Всё это время Ван Буалэ расслабленно сидел на стуле, спустя час он поднялся, услышав грохот со стороны печати. «Я одинокий воин! Только настоящий красавчик и храбрец может без страха выступить против девяти многотысячных армий!» Под грохот печати Ван Буалэ и Ослик вернулись в своё укрытие. Джо Исень заскреждал зубами, он успел только восстановить базу, но укрепление и расширение периметра ему банально не хватило времени. Внезапно он заметил, что и кандидат от марсианской армии зарылся под землю, и тут его посетило осознание. Ай, чёрт! Не он один удивился. Кандидат секты Пренебесное Вознесение, сосед славоохотливого солдата, тоже не ожидал такого поворота. Из печати с рёвом повалили свирепые чудовища, в этот раз прорехи в барьере стали шире, поэтому на поверхность выбралось заметно больше монстров. Их культивация тоже была выше, количество чудовищ с культивацией стадии истинного дыхания возросло. Во второй волне даже попадались твари, способные потягаться с практиками стадии возведения основания. Или и остальные кандидаты напряглись. Волны чудовищ атаковали все десять зон, топот множества ног разбавлял грохот взрывов. Кандидаты были вынуждены использовать все дхармические артефакты против такого количества чудовищ. Огневая мощь орудий потрясала воображение, с большой высоты можно было увидеть настоящую огненную бурю, такой серьёзный отпор дали люди. Через час база Джо и Сеня была полностью уничтожена, чудовища миновали пустые зоны Ван Булы и кандидата от армии, а потом разделились на две части. Одна двинулась к позициям Джо и Сеня, другая к кандидату секты Поднебесное Вознесение. Последний почти не пострадал во время первой волны, поэтому смог дать достойный отпор. Джо и Сень находился не в столь выгодном положении. Не успел он направиться от первой атаки, как ему пришлось одновременно противостоять почти двум волнам чудовищ. Целый час Джо и Сень находился в осаде. Когда последние помощники разбежались, Джо и Сень запрокинул голову и закричал «Ван Була! Судьба точно не взлебила меня, раз дело с моим соседом! Ненавижу тебя!» От ярости у него побогровело лицо. Не желая становиться первым выбывшим кандидатом, он сделал то же, что и кандидат от марсианской армии. Тщетно пытаясь взять себя в руки, он трясущимися от гнева руками выкопал яму и спрятался в ней. Тем временем остатки его базы с грохотом обрушились. Остальные кандидаты при виде тактики троица вышли из себя. Чудовища, предназначавшиеся этим троим явно присоединятся к другим волнам, что увеличит давление на тех, кто пытался выиграть честно. Поэтому вторая волна, которая была не очень сложной, закончилась для кандидатов многочисленными потерями. Ещё час спустя чудовищ наконец не осталось, или и остальные кандидаты в бешенстве посмотрели в сторону Ям Ван Буоле и двух других участников. Ван Буоле только усмехнулся. По его мнению, толстокожесть была важной чертой для будущего президента федерации. Это испытание предоставило ему блестящую возможность отточить этот навык. Отряхнув пыль со своего наряда, он не удержался от комментария. Это всё? Неужто я выиграю и ничего не делаю? Вот будет потихо, если я займу первое место благодаря своему хитрому плану. Ха-ха! Моё имя точно попадёт в учебники по истории! Джо и Сиани, кандидат от армии, не могли похвастаться такой же толстокожестью. Им было неловко и очень стыдно, но что-то изменить они были не в силах. Никто не хотел первым вылететь из состязания, поэтому им пришлось смириться с позором. Оба считали, что чудовища не будут вечно игнорировать зону Ван Буула. Иначе испытание станет для него слишком лёгким. Тут они не ошиблись. Через два часа с началом третьей волны все сразу почувствовали, как что-то изменилось. Температура воздуха резко упала, из печати вылетело множество полупрозрачных существ, похожих на призраков, некоторые духи летели по воздуху, другие ныряли под землю, а некоторые выныривали из-под земли. Эти странные создания могли пролетать сквозь стены и стали. От их пронзительного визга завибрировал металл. Джо и Сенниево собрад по несчастью уже хотели зарыться под землю, но тут они увидели призраков. Все трое поняли, что от такого врага их не спасёт земная толща. Вот только Ван Буула и как следует подготовился. В мгновение ока перед ним выстрелились в ряд десять огромных мегафонов. Глава 353 Без ресурсов бояться нечего Десять мегафонов ввиду своих размеров могли считаться многокомпонентными артефактами вроде вулканов. Ван Буула как практикт хромического оружия и создатель мегафонов собирал их с пугающей быстротой. К началу третьей волны они были готовы к использованию. Включённые мегафоны сильно завибрировали, словно внутри них накапливалась ужасающая сила. Под влиянием начертаний радужные духовные камни внутри мегафонов с огромной скоростью начали тускнеть. По карте факты накачивались энергией. Ван Буула нахлобучил на голову заранее приготовленный шлем, а потом схватил ослика и силой его пнул. Кричи! Переведя взгляд с хозяина на мегафоны, ослик фыркнул. Похоже, он понял, что от него требовалось. Иа! Иа! Могучие крики ослика без всякого усиления больно резали уши. Теперь же его крики усиливали десять огромных мегафонов. Звук получился невероятно громким. Казалось, он был способен вспороть облака, расколоть землю и потрясти небо. Крик во много раз громче раската грома трансформировался в звуковой удар. Даже невооруженным глазом было видно искривление пространства перед мегафонами. Невидимые волны, застилая воздух рябью, распространились во все стороны с пугающей быстротой. Оглушительный крик испарил всю траву перед мегафонами, от звуковой волны даже земля потрескалась. А Джо и Сиани, кандидат армии под землей невольно задрожали. Кандидаты в других зонах чуть не оглохли, настолько громким получился крик, люди с наиболее слабой культивацией рухнули на землю без чувств. Практикам посильнее тоже пришлось несладко. Волна чудовищ непосредственно перед мегафонами в мгновение ока была сметена страшной звуковой атакой. Чудовища жалобно взвыли, но их вой никто не услышал. Некоторых монстров «Звуковый форш». Зрители пораженно прильнули к своим экранам. Сила звукового удара превзошла их самые смелые ожидания. От передового отряда волны чудовищ, предназначавшейся Ван Бууле, остались только следы крови на земле. Даже визжащие духи были разорваны на части. С высоты птичьего полета все выглядело так, будто в зоне Ван Бууле началась буря. Звуковая волна уничтожила все на своем пути. Атака получилась настолько мощной по двум причинам. Во-первых, ослик обладал очень громким голосом, который усилили 10 мегафонов. Во-вторых, третья волна впечатлила только своими размерами, а не силой чудовищ. 10 мегафонов одним махом уничтожили примерно половину волны, а Ван Бууле не собирался полностью стирать ее ослица земли. С самого начала он понял, что для победы в испытании надо было не убивать чудовищ, а продержаться дольше других, поэтому у него в голове созрело несколько планов, как ослабить конкурентов и повысить свои шансы на победу. Если взять за пример текущую ситуацию, звуковая волна уничтожила лишь часть наступающей орды. Внушительная часть армии чудовищ инстинктивно решила обойти странное место, где погибло столько их собратьев. Все-таки чем ближе они подойдут к мегафонам, тем мощнее будет звуковой удар. По этой причине соседи Джои Сяня и кандидаты марсианской армии оказались непростой ситуацией, им пришлось сражаться против своих чудовищ и монстров, которые должны были напасть на территорию Ван Буэлэ и двух спрятавшихся под землей кандидатов. Вот только Джои Сяня и его собрат по несчастью в этот раз немного просчитались. С нынешней волны пришло много духов, которые из страха обходили Ван Буэлэ страной. Звуковая атака последнего затронула и чудовищ в их зонах, но урон был не настолько существенный, как в случае Ван Буэлэ. Поэтому духи ринулись в их зоны, вынудив Джои Сяня и кандидата от армии покинуть могли просто проигнорировать их, но в этой волне их оказалось настолько много, что их спины покрылись холодным потом. На поверхности оба сразу же попались на глаза остальным чудовищам. Кандидат от марсианской армии оказался один против целой орды чудовищ, и став какой-то нечеловеческий рёв, он сломал нефритовую табличку. Испытание покинул первый кандидат. Следующим на очереди был Джои Сянь. После сражения с чудовищами в начале испытания он знал, что против разъярённой орды у него не было ни единого шанса. При виде совершенно пустой зоны Ван Боулэ и мегафонов, куда продолжал кричать Ослик, его охватило иступление. Ван Боулэ! Джои Сянь скреща зубами судорожно пытался найти выход. Даже с культивацией стадии возведения основания он не мог победить столько тварей. С печальным вздохом он переломил нефритовую табличку. Магическая формация Марса перенесла его в безопасное место. Он стал вторым человеком, покинувшим состязание. Во многих домах федерации люди пораженно переглядывались и вздыхали. Как так получилось? Первым выбыл не Ван Боулэ? Кандидаты марсианской армии и клан Пять Поколений Неба настоящие слабаки. Ван Боулэ участвует в одиночку, а у них было по армии в 10 тысяч человек и они все равно проиграли? Почему меня не покидает ощущение, что такими вот бессовестными методами Ван Боулэ в итоге одержит победу в этом испытании? Среди зрителей трансляции разгорелась жаркая дискуссия. Тем временем кандидаты у катакомб божественного оружия наблюдали за всем покрасневшими глазами, Ван Боулэ с другой стороны выглядел расслабленным, что резко контрастировало с видом остальных участников. Вскоре, когда двух кандидатов унесла перемещающая магия, Ван Боулэ участилось дыхание. В его глазах разгорелось пламя. Наконец-то! Я долго этого ждал! Взмахом руки Ван Боулэ вытащил из нескольких зарня подготовленных бездонных сумок строительных автоматонов свою главную надежду на победу в состязании. По прибытии на равнину он уже тщательно обдумал свою стратегию. У него не было ресурсов, поскольку четыре Дао Академии отказались его поддерживать. В такой ситуации ему не из чего было строить модель города. Отсутствие резервов было его главной проблемой. У меня нет ресурсов, но у моих соседей их полно! Строительные автоматоны один с другим покидали бездонные сумки и получали команды от Ван Боулэ. Словно стая саранчи, они устремились в зоны кандидата от марсианской армии Джо и Сяня. Оба телепортировались с помощью нефритовых табличек, а их помощники разбежались. Но на территории их бывших баз осталось огромное количество материалов и запчастей, которые они просто не успели вынести во время бегства. У других кандидатов было полно ресурсов, поэтому они даже не посмотрели в сторону разрушенных баз соперников, но для Ван Боулэ зоны соседей были настоящей золотой жилой. Он пустил в ход мегафоны с одной единственной целью «Устраните обоих соседей!» Только так у него, темной лошадки, появлялся шанс выиграть это состязание. Пока все шло по плану, когда армия строительных автоматонов устремилась к разрушенным базам, Ван Боулэ повернул мегафоны таким образом, чтобы прикрыть их. Он пытался не подпустить чудовищ к своим автоматонам, хотя потерь все равно нельзя было избежать. Все-таки в обоих зонах еще находились чудовища. Потеря каждого автоматона отзывалась острой болью в сердце, но он мог ее стерпеть. На всю федерацию в прямом эфире транслировалось то, как автоматоны наводнили двух соседей Ван Боулэ и начали ловко все демонтировать. Подобно стае сорончане забирали все, что представляло хоть какую-то ценность, даже если это нельзя было использовать. Поломанные пушки вулканы Боулэ, а также поврежденные тхермические артефакты, использованные духовные камни, якоря магических формаций, автоматоны забирали даже разрушенные стены. Окончившаяся третья волна сильно измотала остальных кандидатов, а вот зона Ван Боулэ сильно преобразилась. Глава 354 Герой-одиночка Команда Ван Боулэ больше не состояла из одного человека и ослика. На некогда пустынной зоне теперь работало больше тысячи строительных автоматонов. На месте, заросшей бурьяном равнины, теперь появилась глубокая яма и неприступная стена, сделанная из разных металлов, отчего она напоминала лоскутное одеяло. Такая трансформация не была чем-то сверхъестественным, но все равно вызывала удивление. И зрители во всех уголках Федерации пораженно сидели у своих духовных экранов, теперь не поняли, в чем заключался план Ван Боулэ. Теперь все понятно! Ван Боулэ с самого начала планировал использовать других участников! У него ничего нет, ему нечего противопоставить остальным кандидатам. Теперь я вижу, парнишка с самого начала планировал воспользоваться ресурсами других. Лёда Убинь в Дау Академии Эфира вместе с другими учениками, а также глава секты, во все глаза уставились на духовные экраны. Особенно это касалось главы секты, в его глазах появился доселе невиданный блеск. До этого момента он считал трюки Ван Боулэ с мегафонами и прятками под землю лишь попытками отсрочить неизбежное, но сейчас он понял его замысел. Тяжело, бедняги! Все-таки четыре Дау Академии поддерживают ли И? Почувствовав укол вины, глава секты вздохнул. Он возлагал большие надежды на Ван Боулэ, но если это был его главный козырь, то победа вряд ли достанется ему. Если, конечно, в модели его города нет чего-то особенного. Пока глава секты размышлял над этим, зрители на Марсе с растущим удивлением наблюдали за творящимся на экранах. Губы губернатора колонии тронула легкая улыбка, а гигантское дерево нахмурился, но ничего не сказал. Военных Марса маневр Ван Боулэ слегка позабавил, хотя нашлись и те, кто не нашел в происходящем ничего веселого. Будь это кто-то другой, то все офицеры отреагировали бы негативно, но Ван Боулэ помог им со сборкой пушек и передал им все свои знания об оружии. В каком-то смысле армия была у него в долгу, поэтому они спустили ему с рук такую наглость. Джо и Сиан и представители его клана никак не могли остановить разграбление оставленной ими базы, им ничего не оставалось как бессильно скреждать зубами. На их глазах автоматоны постепенно зачищали оставленную безлюдную от всего, предоставляющего ценность. С постоянным притоком ресурсов Ван Боулэ в радостном возбуждении направил автоматонов на строительство базы. Хоть он и включился в игру позже всех, у него имелось одно важное преимущество. Дизайн Вечной Крепости им прорабатывался больше года. Долгими бессонными ночами он совершенствовал дизайн крепости, поэтому идеально знал её вдоль и поперёк, понимал внутренние устройства и комбинации начертаний. Можно сказать, что у него в голове находился проработанный до мельчайших деталей план крепости. Ему не хватало только материалов, чтобы воплотить его в жизнь. Другие кандидаты не обладали схожей с Ван Боулэ уверенностью. По этой причине во время постройки крепости Ван Боулэ почти не колебался. У себя в голове он продумывал строительство на десятки шагов вперёд. Более того, автоматоны, словно тысяча пар дополнительных рук, под его чутким контролем идеально выполняли все команды. Стройка шла по плану, поэтому к четвёртой волне чудовищ в яме уже появился фундамент базы Ван Боулэ. На этом фундаменте стоял большой каркас, но пока он находился на зачёточном этапе строительства. Пока по его виду нельзя было понять, что именно получится в итоге и насколько впечатляюще окажется итоговая модель города. Тем не менее, бурное строительство и снующие по зоне Ван Боулэ автоматоны не могли не привлечь внимания зрителей. Даже другие кандидаты ненадолго отвлеклись от работы, чтобы посмотреть на то, что делал Ван Боулэ. После этого одни приказали ускорить восстановление баз, а другие просто стали относиться к своему противнику чуть серьёзней, что до Кундао в его глазах вспыхнуло холодное пламя. Ему было наплевать на успехи Ван Боулэ, больше всего его заботила собственная база. Самым популярным кандидатом предсказуемо стала Ли И, девушка действительно оказалась весьма способной. Не последнюю роль в этом сыграла поддержка четырёх ДО Академии гигантского дерева. Модель её города вышла самой впечатляющей. Строительство ещё не закончилось, но вид её базы уже производил неизгладимое впечатление. При возведении моделей города особый акцент был сделан на магических формациях, пересекающиеся лучи света издали создавали какую-то причудливую трёхмерную композицию, её крепость буквально утопала в ярком свете. Тем временем все кандидаты выделили часть ресурсов и людей на борьбу против Ван Боулэ, больше всего их заинтересовали мегафоны. Эти артефакты не представляли сложности для экспертов под хромическому оружию из команд кандидатов. Вскоре такие мегафоны стали частью защиты всех крепостей. Вот только в их использовании не было необходимости. Это оружие имело эффективность только в одном случае, если оно было у одного кандидата. Если все станут использовать мегафоны, это только разозлит чудовищ. Поэтому остальные участники сделали мегафоны в качестве контрмера против Ван Боулэ. Появление мегафонов у других кандидатов совершенно не понравилось Ван Боулэ. Эй, это нарушение авторских прав! Грязный плагиат! Ван Боулэ фуркнул, но ничего не мог сделать. Он понимал, что мегафоны стали бесполезны. Вдобавок выяснилось, что даже с ресурсами соседей ему не хватало материалов для создания идеальной вечной крепости. Недостаток строя материалов существенно снизил темп строительства. Раздраженный Ван Боулэ невольно бросил взгляд на зоны других кандидатов. В этот момент его глаза маслянисто заблестели. От размышления о следующем ходе его оторвал грохот из катакомб божественного оружия. Приближалась послышался топот. Через прорехи в барьере повалили чудовища. В этот раз в их армии было еще больше тварей стадий истинного дыхания. Количество чудовищ с культивацией возведения основания тоже увеличилось. С ними пришли десять древних гигантских мертвецов в черных доспехах. Каждый из семиметровых гигантов напоминал маленькую гору гниющей и гнусно пахнущей плоти. Если приглядеться, то становилось понятно, что гиганты были сшиты из множества трупов. У одного не было головы, но руки покрывали ртой с острыми зубами. Эту волну чудовищ возглавляли десять мертвых гигантов. Земля задрожала от их тяжелой поступи. Кандидаты в каждой зоне бросили все силы на оборону, а Ван Булэ оказался в затруднительном положении. Два гиганта направились к его зоне. Он понимал, что дело было в отсутствующих с обоих сторон соседях, но это никак не помогло унять раздражение. Его база находилась в зачеточном состоянии. Он не мог позволить, чтобы ее уничтожили. Если за стены ворвутся чудовища, то все его усилия пойдут крахом. Стеснув зубы, Ван Булэ придумал стратегию, которая вполне возможно могла выиграть ему время. Ван Булэ была не свойственна трусость. С холодком в глазах он схватил Ослика, который жевал ногу одного из автоматонов и высоко подпрыгнул. Ослик вел себя подозрительно с тех пор, как автоматоны начали сносить на базу ресурсы из других зон. Последние уроки хозяина крепко отпечатались в голове Ослика, иначе он давно бы умел все принесенные ресурсы. Хоть он боялся прикасаться к строительным материалам, его голод никуда не делся, он мог только лизать недоступную еду. После поимки Ослик принялся кричать и отбиваться. Животное посмотрело на хозяина невинными глазами, словно пытаясь сказать, что оно ничего не съело. Слушай сюда, Ослик. Можешь прятаться за городскими стенами, но ни одно чудовище не должно проникнуть на базу. Если не справишься, то до конца своей жизни останешься закрытой пастью. Если справишься, проклятие, здесь столько всего вкусного. После победы я оставлю тебя здесь пировать на три дня и три ночи. Ван Буула сказал это суровым тоном и забросил Ослика на стену, после чего прыгнул еще раз. На глазах у зрителей со всей Федерации он взмахом кисти вызвал свое хромическое оружие, пока остальные кандидаты отбивались от волны чудовищ, он на огромной скорости оставляет за собой бледный радужный след. Срёвом приближался к своей орде, возглавлявшим ее гигантом. Во время атаки его окутала пугающая, совершенно несвойственная ему аура, как будто его подменили. Обнажился его истинный характер, выкованный в Туманолесье, в падении Калунь, а также мистическом мире луны. Его настоящее я. У него в голове стоял образ сражения с огромной летучей мышью во время обороны Седьмой крепости и того, как после ее убийства орды чудовища обратились в бегство. Чтобы выжить в этом испытании, нужно убить лидеров чудовищ. После этого остальные разбегутся. Ван Буле выглядел очень сурово, его крик прогремел над всем полем. Вам конец!